Здравствуйте, друзья! Этой лекцией мы начинаем курс астрономии. Это вводный курс. Я расскажу вам о самых основных вещах, познакомлю вас с предметом, с тем, как работают астрономы, где они работают, что изучают, ну и основные открытия, которые сделаны к сегодняшнему дню. Я астроном Владимир Сурдин. Я работаю в Московском университете на Ленинских горах. И то, что вы видите, перед вами наш астрономический институт. Это одно из отделений МГУ, Государственный астрономический институт имени Штернберга. По-моему, это самое крупное астрономическое учреждение в стране. У нас более 200 научных сотрудников. Мы занимаемся практически всеми областями астрономии и обучаем студентов этому предмету, студентов физического факультета. Знакомьтесь со мной. Если вы хотите узнать что-то подробнее, вы можете зайти на мой сайт, его адрес перед вами. Вы узнаете об основных моих научных и научно-популярных публикациях. Так что детально о себе я рассказывать не буду, а со многими любителями астрономии мы уже хорошо знакомы. А я расскажу вам о том, как астрономия сегодня пытается представить свой предмет мировому сообществу. Дело в том, что астрономов очень мало. Профессиональных астрономов на земном шаре около 15 тысяч человек. Всего во всех странах. И почти все мы объединены в организацию, которая называется International Astronomical Union, то есть Международный астрономический союз. Эта организация координирует наши действия, поскольку предмет изучения у нас единый. Небо, которое над нами. И, естественно, нам надо как-то согласованно работать, и в том числе согласованно представлять свою науку людям всего мира. В 2009 году по решению ООН был организован Международный год астрономии. Это было сделано впервые. И по всему земному шару все профессиональные астрономы, все организации открыли свои двери для всех желающих. Всех, кто хочет познакомиться с небесной наукой, посмотреть в телескоп, узнать что-то новое о наших открытиях. Это было очень важное событие, и оно как-то всколыхнуло интерес к астрономии, и, может быть, вас тоже подвигло к тому, чтобы слушать эти лекции. По всему миру, конечно, в странах более развитых, это было представлено более широко, вы видите, как в европейских странах астрономы вышли буквально на бульвары, в супермаркеты, в кинотеатры, и представляли лучшее, что мы можем показать, наиболее эффектное, наиболее интересное всем желающим. Вот перед вами фотография того, как на бульваре представлены чудные астрономические иллюстрации. Не только профессионалы, которых немного, всего несколько тысяч, но и любители астрономии, которых сотни тысяч на земном шаре, предоставили свое время, свои инструменты всем, кто хочет посмотреть на небо. Это было замечательное, очень важное, такое активное событие, и я думаю, оно действительно многих молодых людей стимулировало к изучению астрономии, а может быть, и к тому, чтобы посвятить этому всю свою жизнь. Но важнее, пожалуй, то, что в странах не столь высокого культурного уровня астрономия постаралась прийти в самые разные слои населения. Мы, наши коллеги в других странах, ездили в труднодоступные места, в горные деревни, показывали тем, кто, возможно, не умеет даже читать и писать, показывали в телескоп самые интересные небесные объекты, и это очень важно, это закрепило интерес к нашей науке по всему земному шару. Что касается нас, москвичей, то мы открыли двери своего института, вот он на фотографии. Для всех желающих в сентябре 2009-го мы организовали Ночи открытых дверей. Мы дали возможность людям посмотреть в телескопы, которые есть у нас в институте, прослушать небольшие лекции о последних открытиях, и, честное слово, это было замечательное событие, настолько интересное для нас астрономов, что с тех пор, каждый год, мы открываем в сентябре свои двери для всех желающих, и к нам идут и идут толпы молодых и пожилых людей с детьми на руках, и школьники приезжают, и священнослужители, которым тоже интересно узнать, что же на самом деле на небе. И в этом смысле, пожалуй, я думаю, мы не прекратим свою активность, и в будущем каждый сентябрь — это наиболее удачное время, когда ночи уже достаточно длинные, погода еще достаточно теплая. Каждый год мы будем проводить эти мероприятия. Тем, кто вдали от Москвы, конечно, труднее приобщиться к астрономии. Не так много обсерваторий по всему земному шару, в том числе и в России, но сегодня интернет позволяет даже тем, кто далек от научных центров, все равно увидеть и узнать много интересного. Свой курс лекций я построил прежде всего на том, чтобы показать вам, показать то, что можно просто объяснить и важно понять в области астрономии. Ну, вот эта китайская мудрость, которую вы только что прочитали, мне очень нравится тем, что, услышав, ты многое забываешь, а увидев, ты оставишь, отпечатаешь в своей памяти более простые и важные истины, которые, может быть, покажутся вам интересными. Но прежде всего надо работать самому. Если не решать задачи, если не пытаться пройти тесты, не отвечать на контрольные вопросы, то, как бы интересен не был курс, он все равно забудется, и мало что от него останется в голове. Поэтому я призываю вас все-таки сосредоточиться на самостоятельной работе, на чтении дополнительной литературы. Но могу порекомендовать вам в качестве первых базовых учебников все-таки книги, которые уже сделаны для школы, для высшей школы, для вузов. Вот перед вами, пожалуй, на мой взгляд, лучший школьный учебник сегодня. Два профессора Московского университета создали его на основе своего колоссального опыта чтения и в планетариях, и в школах, и в университетских аудиториях. И я очень советую просто прочитать этот учебник от корки до корки. Он доступен сейчас, он есть и в сети, и продается в магазинах в бумажном виде. И это будет база для тех, кто собирается слушать курс внимательно. Есть, конечно, более серьезные книги. Это университетский курс общей астрономии. Именно на нем я основываю свои лекции для наших студентов, для студентов физического факультета. Он более сложный, он требует знания высшей математики, но, конечно, намного более глубокий, чем школьный учебник. Перед вами два варианта учебника, созданного профессорами Кононовичем и Морозом. Оба они достаточно хороши. Левый чуть более современный, правый год раньше был издан. Но любой из них даст вам возможность углубиться в астрономию по-настоящему. Ну и решение задач. Без этого не обойтись. Книга «Расширяя границы Вселенной» основана на литературных примерах, и она легка для чтения, и в то же время вводит вас в историю астрономии и заставляет задумываться о каких-то ее проблемах. Задачник, который я создал, и он слева показан, имеет все ответы на все вопросы, которые там приведены. И мне кажется, он настолько прост, что любой школьник преодолеет его. Ну а если будут какие-то трудности, заглянет в ответ. Ну и, наконец, более серьезные вещи. Те, кто уже серьезно вник в астрономию и хочет проверить свои знания, конечно, должны решать настоящие университетские задачи по астрономии. Перед вами две книги. «Классический задачник» Бориса Александровича Воронцова-Велимина. Это просто базис для всех студентов-астрономов. И книга, которую я собрал на основе астрономических олимпиад. Мы проводим их уже более 60 лет. В мире нет более опытных людей по проведению астрономических олимпиад, чем мои коллеги и я в Московском университете. И здесь самые зубодробительные, самые хитрые, самые замысловатые задачи. Но все они с ответами, поэтому можно пройти эту книгу, даже если вы не решите, узнать, как это делается. Обзорные книги. Учебник суховат. Любой учебник, и школьный, и университетский. Это, конечно, информационный базис, но отнюдь не занимательное чтение. Поэтому мы с коллегами начали и продолжаем сейчас сделать серию книг достаточно легких для чтения. И в то же время современных, уходящих ближе к границам научного знания, чем учебники, которые сделаны достаточно давно, 10-15 лет назад. Вот перед вами две первые книги. «Небо и телескоп» — это аппаратная, аппаратурная книга. Как ведутся наблюдения. «Солнечная система» — это обзор по планетам. И есть еще две книги, о которых мы позже поговорим. Ну а тем, кто хочет как-то провести вечера с астрономами, я рекомендую свою книгу «Разведка далеких планет». Тут нет ничего сложного, нет математики, но есть интересные рассказы о поиске планет в нашей Солнечной системе и за ее пределами. То есть речь идет об экзопланетах. Поскольку вы смотрите этот курс через компьютер, он есть у каждого из вас, и я очень советую поставить на компьютер хотя бы простенький электронный планетарий. Их масса бесплатных планетариев сотни и сотни в сети. Я вам демонстрирую один из них, Turbo Sky, сделанный нашим выпускником. Я рекомендую вам этот планетарий, поскольку он очень простой и безошибочно показывает вам ситуацию на небе в прошлом и в будущем, позволяет планировать наблюдения, позволяет узнать, что сегодня на небе, какие звезды и планеты вы видите. И в этом смысле он очень хорош, но можно и любой другой, конечно, использовать. Где и как работают астрономы? Нам нужно темное небо. Городской свет мешает видеть слабосветящиеся небесные объекты, и астрономы уходят от городов, от освещенного ночного неба, как правило, в горы, и ищут места для тихого и спокойного созерцания, изучения небесных светил. Вот перед вами типичный пейзаж европейской горной обсерватории. Это обсерватория на юге Франции расположена, пик Дюмиди на высоте около 3 километров, но и сюда, как вы видите, свет в долинах, свет в долинах горизонте, постепенно проникает цивилизацией и вытесняет научные центры из плотно населенных европейских областей. Конечно, идеалом астрономического телескопа является космический телескоп. Ему не мешает атмосфера, он вдали от городских огней, и все бы ничего, но эта аппаратура слишком дорого стоит. И, конечно, мы не можем каждого астронома снабдить персональным космическим телескопом. Лучший инструмент, который уже более 20 лет снабжает нас самой точной информацией о Вселенной, это космический телескоп Хаббл. К сожалению, его судьба скоро закончится, он уже старый и не столь хорошо работает, но на смену ему уже готовятся и постепенно приходят новые инструменты. Одна из главных задач космических телескопов — наблюдение нашего светила. Все-таки от работы Солнца, от его активности зависит наша жизнь на Земле, и поэтому специальная флотилия космических телескопов наблюдает Солнце непрерывно, 24 часа в сутки, со всех сторон, не только со стороны земного шара, но и с противоположной стороны. И сегодня мы контролируем Солнце со всех сторон и во всех диапазонах излучения, не только в оптическом, но и в рентгеновском, в инфракрасном, в радиодиапазоне. Перед вами такой синтетический портрет солнечной поверхности, сделанный в области ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения. Конечно, такую картину с Земли не увидеть. То, что мы видим на этой фотографии, — это очень важные места, там, где зарождаются солнечные вспышки, протуберанцы, часть из которых может быть направлена на Землю и, в общем, отчасти угрожать нашим электросетям, нашим компьютерным гаджетам и иногда даже здоровью человека. Все это контролируется сегодня с помощью космических приборов. Осталось ли в астрономии место для любительской деятельности? Оказывается, осталось. Конечно, есть миллионы людей, просто любящих созерцать небо, наблюдать за небесными объектами, смотреть за туманностями, изучать звезды и созвездия, но это все-таки развлечение. А оказывается, среди любителей есть люди очень упорные, которые посвятили свою жизнь настоящей научной деятельности. Их телескопы — это не шутка. Вот современный любительский телескоп перед вами. О таком еще лет 20 назад мечтал бы любой профессиональный астроном. И сегодня помощь любителей неоценима. Они открывают подчас больше новых небесных объектов, чем профессионалы. Речь идет о кометах, об астероидах. И здесь любители играют роль, сравнимую, по крайней мере, с профессиональной наукой. Ну, а все-таки работы высшего класса можно проводить только с большими инструментами. И, скажем, исследовать галактики, далекие туманности. Возможно, только с помощью очень дорогой профессиональной аппаратуры. Тем не менее, и в этой области для любителей находится своя ниша. И, скажем, следить за вспышками сверхновых звезд, а это очень важные объекты, любители помогают профессионалам. Перед вами, например, фотография Солнца с его короной, с его поверхностью, сделанная группой российских любителей астрономии. Великолепная фотография. Еще недавно профессионалы не могли получать таких тонких портретов солнечной короны, как сегодня получают любители. И эта техника уже доступна всем, кто, так сказать, влюбился в эту деятельность. На этом вводная часть моего рассказа закончена. А дальше мы перейдем к систематическому изучению астрономии. Сегодня мы поговорим о том, как работают астрономы. Вообще, задача астронома — это вырваться из круга земных явлений и посмотреть на механизм Вселенной. Как устроены звезды, как они функционируют, узнать физику их недр, узнать, что на планетах, что за пределами нашей Солнечной системы, нашей галактики. Астроном — это физик, биолог и химик Вселенной. Мы изучаем естественные процессы во Вселенной. Ну, а если удачно сложится, то и искусственные процессы. Но для этого надо открыть братьев по разуму, то есть обнаружить иные цивилизации. И это тоже задача астрономии. Где работают астрономы? Как правило, научные учреждения сосредоточены вокруг университетов, то есть в столичных городах. Это удобно, это позволяет активно общаться людям друг с другом. Это исторически сложилось. Также устроена астрономия и в России. Наш государственный астрономический институт находится в кампусе Московского университета на общей территории, на Ленинских горах. И когда-то это место было достаточно благополучным для научных наблюдений. Вы видите, и на крыше нашего здания, и во дворе сосредоточено довольно много астрономических инструментов. Но вот перед нами ночная карта земного полушария. Глядя на нее, мы в первую очередь обращаем внимание на яркие точки, на ярко освещенные ночные области Земли. Это центр мировой цивилизации. Западная Европа, Япония, Китай, Индия, Соединенные Штаты. К сожалению, эта красота ночного освещения очень неблагоприятна для астрономической работы. Ночное небо для астрономии должно быть диким, неосвещенным, рассеянным светом Земли. Особенно неблагополучна в этом смысле, конечно, Европа. Есть страны, где ночное освещение полностью заливает территорию государства. Есть страны более обширные, где сосредоточен ночной свет лишь вблизи столичных и крупных промышленных центров. Но в России в этом смысле наиболее ярко выглядит, конечно, справа вы видите, это область Москвы, Московской области, Санкт-Петербург, ну и другие крупные города. Вот перед нами Москва и ее окрестности, сфотографированные с борта Международной космической станции. Центральная часть города настолько ярко сияет, что никакой возможности не оставляет людям проводить астрономические наблюдения в черте города. Вот посмотрите, перед нами ярко освещенная центральная часть города, и на небе мы практически ничего не видим. Оно не черное, оно сероватое, рассеянный свет от городских огней скрывает слабосветящиеся звезды и планеты. Ну, разве что Луна, которая вот там вдали у горизонта видна, конечно, пробивается сквозь это освещение. Но нельзя же изучать одну луну из-за астрономов интересуют более далекие и слабосветящиеся объекты. Вот еще один знакомый многим столичный город, это Париж, и на его небе тоже ничего не видно, кроме Луны и парочки ярких планет. Как же быть? Астрономы живут в столицах, а работать приходится вдалеке. Такие же проблемы испытывали российские астрономы, тогда советские астрономы в середине 20 века, когда сооружали астрономический центр в Москве. Поначалу нам казалось, ну, это был, конечно, не я, а мои учителя в те годы, что вершина этих довольно высоких холмов, где воздвигнуто главное здание Московского университета и основные факультеты, место благополучное для астрономии. Тогда были сооружены телескопы и на крыше нашего научного здания, и во дворе очень крупные инструменты были поставлены. Вот так выглядел наш государственный астрономический институт имени Штернберга сразу после окончания его строительства. Обратите внимание, что ни одного зеленого кустика, ни деревца тогда вообще на территории Ленинских, или как тогда их называли, Воробьевых гор не было, потому что это дикое место, там были картофельные поля, и, в общем, территория совхозов занимала это место. Конечно, для астрономов это неблагополучная ситуация. Днем солнечные лучи нагревают поверхность Земли, и ночью она, пытаясь охладиться, испускает тепловое инфракрасное излучение, поднимаются потоки воздуха, и вот это марево дрожащего теплого воздуха, конечно, сильно ухудшает качество астрономических наблюдений. Поэтому астрономы в первую очередь занялись благоустройством своей территории. И вот сегодня мы уже имеем густо озелененный участок вокруг нашего института, и это намного улучшило ситуацию. Наши телескопы работают в более благоприятной обстановке, поскольку зелень поглощает солнечный свет, не дает нагреваться поверхности Земли и днем остывать. Так выглядит территория моего института. Сокращенно он называется ГАИШ, Государственный астрономический институт имени Штернберга. Так она выглядит на фотографиях из космоса. Вы видите все основные башни астрономических телескопов, четыре на крыше института, еще несколько во дворе. И все бы было ничего, и наблюдение можно было бы проводить, если бы не окружающий нас город. Постепенно Москва разрослась, она съела эту территорию МГУ и ушла далеко за пределы. Мы оказались внутри гигантского мегаполиса, и, конечно, небо сегодня над нашим институтом совершенно не подходит для серьезных научных исследований. Если удалиться от столицы, то уже на расстоянии 30-40 километров мы можем увидеть достаточно приличное ночное небо, вполне пригодное для любительских наблюдений. Вот вы видите это Подмосковье, и хотя, конечно, свет городских огней еще на горизонте заметен, но все-таки над нами достаточно хорошее небо, когда можно проводить какие-то любительские, такие не очень серьезные научные, но вполне интересные для публичных наблюдений ночи. Но по-настоящему, конечно, в поисках полноценного астрономического неба надо удалиться в пустыне. Причем не просто в пустыне, а в высокогорные пустыни, типа вот той, которую вы видите на слайде. Это Аризонская пустыня, достаточно высокое место, около двух километров над уровнем моря, и очень сухой воздух. Именно сухость воздуха позволяет проходить лучам почти без искажения, и оптическим, и инфракрасным лучам. И обратите внимание, даже на уровне горизонта видны звезды, хотя поглощение, толща атмосферы там очень велика, это вам не зенит. И все равно звезды проглядывают сквозь этот толстый слой атмосферы, поскольку она очень чистая и прозрачная. Ну а высоко над горизонтом звезды просто заливают все ночное небо. Я уже говорил в первой лекции, что одно из лучших, а может быть и лучшее место в Европе, это вершина Пик-Дю-Меди на юге Франции, на границе с Испанией. Именно там, еще в XIX веке, французские астрономы соорудили замечательную обсерваторию, которая долгие годы оставалась лучшей в Европе, а значит, лучшей во всем мире. Таких горных обсерваторий в Альпах сегодня немало, хотя Пик-Дю-Меди по-прежнему лучшая из них. Но дело в том, что Альпы не очень сухие горы. Раз мы видим снег на этих вершинах, значит, воздух пропитан влагой, которая зимой концентрируется, конденсируется в дождь и снег. Ну, к тому же Альпы довольно молодые горы, их вершины остроконечны, и на таких острых пиках крупное оборудование, большие телескопы просто не разместишь туда, невозможно их ни поднять, ни установить. А где же идеальное место для астрономии? Пожалуй, сегодня все астрономы согласятся с тем, что идеальные места в северных частях, на севере Чили. Но это одно из самых фантастически пригодных мест для астрономических наблюдений. Как видите, горы там достаточно старые, не очень крутые, туда можно проложить качественную дорогу, потому что оборудование тяжелое приходится перевозить. Там настолько сухой климат, что практически не живут люди и в окрестности сотен километров вокруг обсерватории вы не найдете ни одной деревни, ни одного поселка, а значит, и нет ночного освещения. Конечно, нелегко соорудить научный центр вот в таких оторванных от цивилизации местах. Это, прежде всего, очень дорого. Приходится прокладывать великолепное асфальтированное шоссе, добывать воду, обычно привозить воду издалека, электричество генерировать там, специальную подстанцию делать. Поэтому астрономы устраивают такие научные колхозы, научные деревни, где в одном месте собрано несколько научных организаций, многих стран мира, несколько астрономических приборов, телескопов, прежде всего, чтобы как-то совместно вот эту инфраструктуру поддерживать, совместно делить на всех траты и в то же время пользоваться преимуществами этого лучшего места. Перед нами одна из площадок Южной Европейской обсерватории. Аббревиатура ESO, значит, European Southern Observatory. И такая организация объединяет в себе все страны Западной Европы и большинство стран Восточной Европы и так вот коллективно, совместно создает астрономические центры в Южном полушарии. Сегодня работа астроному стала намного легче, чем в прошлом. В прошлые годы, я это хорошо еще помню, астроном всю ночь проводил у телескопа в холоде, в темноте, работая голыми руками, с тонкими винтами и кнопками, поэтому нелегко было выдержать, особенно зимнюю ночь. Сегодня астроном отделен, как правило, от телескопа в процессе наблюдения. Конечно, подготовка требует и рук, и внимания, и работы в башне, но когда начинаются наблюдения, астроном обычно уходит в теплое помещение. Иногда оно даже не внутри башни телескопа, а отделено от нее сотнями, а иногда и тысячами километров и по интернету производит управление, и связь с инструментом и с его приборами. Поэтому жизнь астронома стала более комфортной, наблюдения стали более активными, более непрерывными. Астроному не надо отдыхать, он может спокойно сидеть перед мониторами и более эффективно использовать работу своего инструмента. Поэтому то, что сегодня получают астрономы, это колоссальный объем очень интересной информации. Мы исследуем туманность. Вот перед вами туманность Ориона. Великолепный цветной снимок, на котором видна и глубина этого очень сложного плазменно-пылевого объекта, пронизанного лучами, ультрафиолетовыми лучами молодых звезд. Мы можем изучать и темные туманности. Вот одна из них, туманность Конская голова, там же, в созвездии Орион. Посмотрите, какое качество изображения получают сегодня телескопы. Оно совершенно несравнимо с тем, что было еще лет 20 назад. Но космические телескопы, как я уже говорил, это мечта любого исследователя, и они используются очень эффективно. Сегодня сотни астрономов астрономов одновременно работают на больших космических телескопах. Одна задача делается за другой. Телескоп не простаивает ни минуты. Он непрерывно ведет астрономические наблюдения. И заказы на наблюдение на таком инструменте идут со всех обсерваторий мира. Хотя вот этот телескоп создали американские, отчасти европейские, западноевропейские инженеры. Деньги в основном Соединенные Штаты на это дали. Но реально наблюдают на нем уже 20 лет, более 20 лет, астрономы всех стран, в том числе и российские, только профессиональные, конечно, астрономы. И делят, так сказать, на всех наблюдательное время и получают совместно очень интересный результат. Такие замечательные фотографии планетарных туманностей до появления телескопа Хаббл мы не мечтали иметь. Что такое перед нами планетарная туманность? Это будущее нашего Солнца. Мы заглядываем на миллиарды лет вперед и видим, как изменится наше Солнце, как оно будет заканчивать свои эволюционные перемещения, изменения, и, собственно, что произойдет с нашей Солнечной системой. В центре этой фотографии звезда, окружающая ее оболочка. Это сброшенное ей вещество, плазма, которое, расширяясь, накроет все планеты Солнечной системы когда-то. И нам важно сегодня понять, как эти процессы будут происходить с Солнцем. Вот другая планетарная туманность, совершенно по-другому она выглядит. И мы до сих пор не совсем понимаем, почему они так сильно отличаются друг от друга. И какова же судьба нашей конкретной звезды. Но нам повезло с Солнцем. Это не самая массивная звезда. А те звезды, что раз 8, 10, 15, более массивны, чем Солнце, их ожидает совершенно фантастической мощности взрыв в конце их жизни. Вот так называемая крабовидная туманность. На месте этого красивого объекта тысячу лет назад, а точнее в 1054 году, произошел мощный взрыв звезды, закончивший ее жизнь. Звезда сбросила почти всю свою массу в виде гигантского взрыва. И сегодня, по прошествии тысячи лет, мы на этом месте наблюдаем быстро расширяющуюся туманность, очень горячую в центре, вот это голубое свечение, рентгеновские лучи оттуда идут. Расширяется она со скоростью тысячи километров в секунду. Представить это очень сложно. А то, что осталось от звезды, маленькая центральная ее часть, ядрышко, оно сжалось до невероятной плотности, и в центре этой крабовидной туманности мы его тоже наблюдаем. Это так называемая нейтронная звезда. А вот еще один интересный объект. В 1572 году, полтысячелетия тому назад, произошел взрыв другой массивной звезды. Его наблюдали уже почти наши современники, Тихо Браге, Иоганн Кеплер, так сказать, отцы нашей современной астрономии. А сегодня на месте этого взрыва тоже гигантский расширяющийся плазменный шар. Это очень интересные процессы. Они позволяют нам даже создавать новые технологии, даже развивать термоядерную энергетику. Мы понимаем, как происходит выделение энергии в звездах, и пытаемся каким-то образом это на Земле использовать. Ну а то, что ближе к нам планеты и их спутники, конечно, более интересны, поскольку в будущем мы будем их осваивать. Посмотрите, как любопытно выглядит спутник Юпитера Ио. По размеру он практически такой же, как наша Луна, но по внешнему виду отличается от нее абсолютно. Если Луна — это серое, довольно темное, неинтересное тело, то спутник Юпитера Ио разноцветный, активный. На его поверхности мы сегодня наблюдаем более полусотни действующих вулканов. Причем мощность этих вулканов совершенно невероятная. На Земле такого никогда не было. И планеты очень сильно отличаются друг от друга. Но вот мы не видим других планет, похожих на Сатурна, окруженных таким замечательным кольцом. Хотя у планет-гигантов есть кольца, но они не такие эффектные, не такие красивые, как у Сатурна. И вот что очень важно. Современная космонавтика позволила нам изучать все объекты Солнечной системы с разных сторон. Не только с точки зрения земного наблюдателя, но и с противоположных, невидимых раньше с Земли сторон. Когда-то мы так Луну начали изучать, увидели ее обратную сторону, а сегодня мы изучаем обратные стороны всех планет и их спутников. И вот перед нами обратная сторона Сатурна. Если на предыдущей фотографии мы видели Сатурна, освещенный Солнцем, то здесь мы видим Солнце за Сатурном. Это солнечное затмение, созданное планетой Сатурн и ее кольцами. Посмотрите, как сильно это отличается от того, к чему мы привыкли, глядя на Сатурн с Земли. Вот портрет Анфас, вот портрет в контровом солнечном освещении. Мы видим здесь дополнительные кольца Сатурна, то, что мы не различали с Земли. Удивительно, но вот эти внешние газовые кольца были неразличимы. Внутренние кольца, прилегающие вплотную к самой планете, мы тоже раньше не видели. Таким образом, космонавтика сегодня это важная составляющая астрономии. И отказаться от космических исследований мы не можем. Наоборот, мы все больше вкладываем в них и сил, и финансов, и создаем новые приборы для того, чтобы изучать Солнечную систему во всех ее уголках, со всех возможных точек зрения. Давайте поговорим о том, из чего состоит Вселенная. Что, собственно, изучают астрономы? Оказывается, в последние годы астрономия подошла к просто кризисному рубежу. Дело в том, что в прошлом мы были уверены, что знаем основные объекты Вселенной, знаем, из чего она состоит. Ну, прежде всего, конечно, из пустоты, так считали астрономы, из вакуума, в который вкраплены хорошо известные нам объекты. Это звезды, планеты и более мелкое вещество, астероиды, метеориты, спутники планет. И это казалось то, что мы давно уже, то, с чем мы познакомились, и ничего другого во Вселенной нет. Но буквально в последние десятилетия выяснилось, что все эти объекты составляют малую долю Вселенной. А основное ее вещество и поля, в общем, то, что ее заполняет, то, что заполняет ее веществом и энергией, нам неизвестно. Посмотрите на эту диаграмму. Большую ее часть занимает сектор темной энергии. Около 70% плотности энергии, а значит, массы во Вселенной, содержатся в совершенно непонятной нам сущности. Единственное, что мы знаем про нее, она обладает свойством антигравитации, то есть расталкивает друг от друга объекты, ускоряет их удаление друг от друга. То, что мы называем расширением Вселенной, это буквально открытие последних десятилетий, которое поставило в тупик современную физику, и из этого тупика она пока не может выйти. Мы не понимаем, что это такое, но знаем, что этого много. Второй по размеру сектор — это темная материя или темное вещество. Оно более привычными свойствами обладает. Оно, по крайней мере, не анти, а нормально гравитирующая сущность. И выяснили его существование мы именно по гравитации, по притяжению. Но чем является это вещество? Из чего оно состоит? Скорее всего, из незнакомых пока нам элементарных частиц, не из протонов и нейтронов, не из тех барионных частиц, которые физики изучают в лаборатории, химики изучают в своих колбах и пробирках. Это что-то новое, но не столь экзотическое, как темная энергия. В совокупности 95% того, чем наполнена Вселенная, до сих пор нам неизвестно. Нам неизвестны основные свойства этого вещества, этих полей. Остаются 5%, даже чуть меньше, 4,9%. И именно эти 5% звезды, галактики, горячий газ, элементарные частицы, кванты света, то, чем физики и астрономы давно и хорошо знакомы. Хотя это всего 5%, но именно изучая их, мы узнаем все свойства Вселенной. То, как движется материя, как она эволюционирует, как произошла Вселенная. И эти 5%, пожалуй, наиболее любимые астрономами, наиболее информативная сущность. Но, конечно, мы пытаемся проникнуть и понять физические свойства темной энергии и темного вещества, темной материи, потому что нельзя оставлять загадок, нужно их разрешать. Давайте поговорим все-таки о более знакомых нам объектах. Планеты. Перед нами 8 планет Солнечной системы. 4 гиганта Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И 4 планеты, более или менее похожих на Землю. Мы их так и называем планеты земного типа. Земля, Венера, Марс и Меркурий. Но, конечно, они не однотипны. Каждая из этих двух групп распадается еще на подгруппы. Среди гигантов мы видим два истинных гиганта, Юпитер и Сатурн, и два промежуточной массы тела, это Уран и Нептун. Планеты земной группы тоже распадаются на две части. Венера и Земля почти близнецы по размерам, по массе, а Марс и Меркурий значительно меньше их по размеру. Звезды, мир звезд еще разнообразнее, чем мир планет. Звезды и по массе, и по мощности излучения, и по температуре чрезвычайно разнообразны, и в этом смысле интересны для астрономов. Галактики. Галактики — это совокупности звезд, планет, межзвездного вещества, и, пожалуй, вы не найдете во Вселенной двух одинаковых галактик, а известны их миллиарды. То, что, пожалуй, удивило астрономов прошлого, это межзвездное вещество. Наши предки еще столетия назад только догадывались о том, что в пространстве между звездами и планетами есть что-то еще, что это не пустое место. Сегодня мы точно знаем, что пространство между звездами заполнено относительно плотным газом. Вот перед вами фотография газовой туманности, горячей газовой туманности, туманности Ориона, и тут нам кажется, что это просто ощутимое вещество, что его можно потрогать руками, зачерпнуть лопатой, но это не так. На самом деле разреженность этого вещества по земным меркам не поддается описанию. Самый лучший вакуум на Земле гораздо плотнее того газа, который мы видим на этой фотографии. Почему же мы его видим? Потому что он занимает огромные объемы. Он занимает колоссальные объемы, и в проекции на небо это слабое свечение газа дает достаточно много света. Я хочу обратить ваше внимание на одну проблему, с которой сталкиваются все астрономы и все, кто изучает наш. Это разнообразие объектов, разнообразие их свойств. Вот перед нами два ряда фотографий, которые я здесь собрал. Внизу астрономические объекты, наверху знакомые нам земные. Мы же понимаем, что таракан и человек совершенно по-разному воспринимают окружающий мир. Мелкие существа, водомерки, тараканы, они могут бегать по воде и ощущать поверхностное натяжение как твердую поверхность, а человек этого не может. Хотя разница в их массе, в общем, не так уж велика. Примерно миллион раз. Но такая же разница в массе между планетами и звездами. Хотя на иллюстрации в книге или на экране компьютера они выглядят одинаковыми шариками, но по массе они различаются в сотни тысяч раз. И физические процессы, которые в них происходят, не похожи. В недрах звезды термоядерные реакции протекают. Там десятки миллионов градусов температура, а в недрах планет это невозможно. Также сильно отличаются галактики от звезд и планет. Ну вот я сравнил, пожалуй, галактики с китами, но это сравнение не совсем правильное. Киты ближе к человеку по массе, чем галактика к отдельной звезде. И то, как организовано движение звезд в галактике, до сих пор не совсем понятно нам. И требует еще дальнейшего изучения. Вот эти красивые симметричные формы галактик, их еще предстоит понять и правильно математически описать. Перед нами планеты в едином масштабе их размеров. Посмотрите, как сильно они различаются. Если собрать все остальные и семь планет Солнечной системы, то они будут по массе уступать одному Юпитеру. Он гигант из гигантов. Сатурн на втором месте. А Землю на этой фотографии сразу и не разглядишь. Она где-то там в углу прячется. И если бы какого-то внеземного ученого спросили бы, какая из планет Солнечной системы самая интересная, ну, наверное, он указал бы на Юпитер, может быть, на красавица Сатурн с его кольцами, но не заметил бы Землю. Но мы-то знаем, что именно Земля с ее биосферой наиболее уникальная планета среди всех планет Солнечной системы. А на фотографии на нее и не обратишь внимание. Это очень важно понять, что, может быть, выдающиеся по размерам и массам объекты не самые важные во Вселенной, а второстепенные в смысле сложности их организации, в смысле того, насколько продвинулась эволюция на них. В этом отношении Земля дает нам урок и говорит, что надо обращать внимание на карликов в мире планет и звезд. На этой фотографии только планеты земного типа и некоторые их спутники. Земля и Венера на заднем плане, они действительно велики по размеру. Марс и Меркурий впереди, они не столь велики, а рядом с ними спутники планет, которые, в общем, частенько не уступают небольшим планетам по своему размеру и по массе. И вот эта градация, это деление на планеты и их спутники достаточно условная. Порой спутники более интересны, чем планеты, которые владеют этими спутниками. планеты-гиганты обладают большими семействами спутников. Перед нами Юпитер с его семейством более 60 спутников. На самом деле их еще больше. И они постоянно обнаруживаются все более и более многочисленные вокруг любой планеты. Чем детальнее мы исследуем космос, тем больше обнаруживаем спутников планет. Но сегодня крупные среди них уже найдены. А то, что осталось обнаружить, конечно, небольшие, размером в несколько километров и большого интереса они не представляют. В этом смысле нам очень повезло. Рядом с Землей находится гигантский спутник, а по существу планета-спутник Луна. Ну, мы ее называем спутником, потому что она уступает Земле по массе. Но вообще-то это очень интересное тело самостоятельной истории, самостоятельной эволюции. И хотя выглядит она может быть не столь уж ярко и притягательно с точки зрения биолога или даже физика, но свойства Луны до сих пор исследованы слабо. И поверхность Луны исследована в самом приблизительном смысле. И предстоит еще открыть эту удивительную планету рядом с Землей. Столь же интересны, пожалуй, даже более интересны спутники других планет. Мы уже говорили в предыдущей лекции об Ио спутнике Юпитера. Напомню, что на его поверхности этого спутника работает, действует в наше время буквально на наших глазах десятки мощных вулканов. Откуда такая активность? Почему на Луне нет вулканов, а на подобном теле рядом с Юпитером они есть? Конечно, главную роль тут играет планета хозяин. Земля не может достаточно сильно разогреть Луну, которая рядом с ней, а Юпитер способен разогреть, сделать активными близкие к нему спутники. И вот Ио, как ближайший из них, действительно питается энергией Юпитера, гравитация Юпитера постоянно деформирует этот спутник, разогревает механически, сжимает, деформирует его недра и разогревает до такой степени, что на поверхности там наблюдается активность. Пожалуй, еще более интересен спутник Сатурна Титан. Это единственное тело среди спутников, обладающее мощной атмосферой. Мы видим ее даже на фотографии. Вот этот голубой слой это атмосфера Титана. Удивительно, но она чрезвычайно похожа на земную атмосферу. Мы с вами, когда вдыхаем наш земной воздух, мы в основном вдыхаем азот. 20% кислорода в составе земной атмосферы, остальное азот. Из азота состоит и атмосфера Титана. То есть, она вполне, ну, по крайней мере, нейтральна для нас. Хотя кислорода там нет, конечно, дышать этим воздухом мы не сможем, но он нас не отравит. Он просто нейтральную такую составляющую нам предоставит. А есть спутники совершенно экзотического внешнего вида. Вот посмотрите на Гиперион, небольшой спутник Сатурна, его размер около 400 километров, но какая удивительная структура. Он более всего, пожалуй, напоминает морскую губку, наздреватую, пронизанную каналами, и это так и есть. Средняя плотность этого спутника около полуграмма на кубический сантиметр, а состоит в основном изо льда. Но плотность льда около 1 грамма на кубический сантиметр, а это значит, что примерно половина объема гипериона это пустота. Мы видим каналы, входы в пещеры, которые пронизывают недра этого спутника. И вовсе не исключено, что там не происходит какая-то биологическая эволюция, ведь в недрах спутника теплее, чем на поверхности. На поверхности там холодно, конечно, минус 200 с лишним градусов, но внутри вполне может быть благоприятная обстановка для развития жизни. За пределами гравитационных сил планет, то есть в свободном полете вокруг Солнца, находятся сотни тысяч довольно крупных тел. Речь идет об астероидах. В основном они заполняют пространство между орбитами Марса и Юпитера, но многие из них движутся за пределами этой зоны, этого главного пояса астероидов, выглядят они разнообразно. Вот типичный 40-километрового размера астероид Эрос. Он был одним из первых, к которому приблизился космический аппарат. Сегодня мы имеем много фотографий с близкого расстояния фотографий астероидов. На первый взгляд это такой безжизненный камень, но активных исследований астероидов пока не проводилось, были попытки сесть на поверхность. Вот на поверхность Эроса опустился аппарат, но это был такой пробный шар. Один раз в истории космонавтики был взят образец с поверхности астероида и привезен на Землю, но можно сказать, что мы только мизинцем прикоснулись к исследованию этих удивительных небольших микропланет, заполняющих Солнечную систему, дающих нам большие перспективы для научного исследования и отчасти угрожающих Земле при падении такого тела на Землю. Происходят катастрофы планетарного масштаба и нам, конечно, надо знать об их свойствах, об их движении как можно больше. Вот этот небольшой астероид Итакава размером всего 300 метров был единственным, к которому прикоснулся космический аппарат японского производства, взял небольшую пробу с поверхности и доставил ее на Землю. С других астероидов мы пока не получали никаких посылок, но, правда, время от времени небольшие кусочки астероидов падают на Землю в виде метеоритов, и мы, в общем, как-то понемножку исследуем это вещество. Кроме вот таких высушенных каменных тел, как астероиды, есть ядра комет, то есть тела, насыщенные легко испаряющимися веществами, летучими, льдами. Когда такое сооружение, такой айсберг ледяной подлетает близко к Солнцу, он начинает нагреваться солнечными лучами, испаряется, и вы видите на фотографиях, как комета Хартли выбрасывает с своей поверхности потоки испаряющегося, в основном, это водяной лед, потоки воды, водяных, кристалликов, замерзающих сразу же в космосе, и это начало активной фазы кометной эволюции. Постепенно приближаясь к Солнцу, комета все больше и больше теряет этих газов, и, наконец, окутывает себя атмосферой из испаряющихся газов. Атмосфера вытягивается давлением солнечного света и солнечной плазмы вдаль от Солнца, в противоположном направлении, и у кометы формируется замечательный хвост, такой, как у кометы Хейла-Боппа, которую в 1997 году мы видели на нашем земном небе, она очень яркая была. Переходим к звездам. Я уже говорил, что они разнообразны и по массе, и, естественно, по размеру, и чем крупнее звезда, тем она горячее, как правило, пока она находится в основной стадии эволюции. Наиболее массивные звезды 100, 150, может быть чемпионы по массе в 300 раз массивнее, чем Солнце, но это очень редкие объекты, а как правило, большинство звезд имеют массу меньше солнечной, вплоть до сотых долей солнечной массы. Ну, еще менее массивные тела уже не могут быть звездами, поскольку в их недрах не достигается температура, необходимая для термоядерных реакций. Как видим, диапазон масс звезд составляют не менее тысячи раз. В тысячу раз массивные отличаются от менее массивных. И поэтому, конечно, их свойства очень разнообразны. Наша Солнечная система с Солнцем в ее центре откружена более или менее подобными ей звездами. Вот небольшой кусочек нашей звездной системы галактики, который мы очень хорошо изучили, мы знаем каждую звезду, поскольку они близко к нам. И можем сказать, что Солнце тут не на последнем месте, а наоборот в ряду наиболее крупных светил. И у многих из этих звезд сегодня обнаружены планетные системы. Вся эта совокупность звезд, близкие к нам и более далекие, организованы в гигантскую галактику, в гигантскую звездно-газовую систему. Это высокоорганизованная совокупность, множество, сотен миллиардов объектов, звезд, межзвездного вещества и, наверное, чего-то еще, с чем мы пока не имели возможности познакомиться. Межзвездный газ мы изучаем достаточно подробно и надежно, потому что он светится, когда горячий, а нагретый звездами он, естественно, становится горячим. Если рядом с облаками межзвездного газа не случилось горячей звезды, то холодный газ все равно виден нам на фоне ярких звезд, более далеко расположенных, мы видим поглощающее свет вещество, в основном это мелкие пылинки, твердые частицы в составе газовых облаков, и вот такие темные фрагменты газовых облаков тоже выдают их присутствие. Вот чего мы не видим, а только чувствуем влияние, это окружающая нашу галактику, темная гала из вот этого самого невидимого темного вещества или темной материи. Это очень протяженная область, в которой сосредоточена масса в несколько раз превышающая суммарную массу всех звезд, планет, газовых облаков, всего, с чем мы раньше были знакомы. Что это за вещество, мы не знаем, но, по крайней мере, его свойства не противоречат тому, с чем физики были до сих пор знакомы. Оно притягивается, оно обладает гравитацией, но не взаимодействует со светом и с другими элементарными частицами, заряженными и нейтральными. Я думаю, через несколько лет мы разгадаем тайну темной материи, но пока только астрономическими методами можем чувствовать ее присутствие. Галактики тоже организованы в системы. Они живут, как правило, не по отдельности, а в составе небольших скоплений, небольших групп. Например, рядом с нашей галактикой находится туманность Андромеды, такая же даже чуть крупная спиральная система. Эти группы, в свою очередь, организованы скопления галактик, состоящие из тысяч членов. Иногда они сталкиваются между собой, объединяются, сливаются, деформируют друг друга. Довольно активная жизнь происходит в недрах скоплений галактик. И таким образом иерархия звездных систем продолжается до самых больших масштабов и скопления организованных в сверхскопления, а те в еще более крупные структуры. И так, до границ наблюдаемой нами Вселенной вещество составляет очень интересно организованные геометрические системы, которые своим строением рассказывают нам о том, как эволюционировала наша Вселенная в прошлом. На прошлой лекции мы говорили о составе нашей Вселенной, об объектах, которые ее наполняют. Сегодня мы в общих чертах рассмотрим эволюцию Вселенной и основных ее объектов. Но прежде всего надо поговорить об эволюции Вселенной в целом, то есть того объема мира, который доступен изучению нашими телескопами. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Уже около ста лет этот научный факт известен всем, но что такое расширение Вселенной не всегда бывает понятно. Часто спрашивают, а из какой точки началось расширение Вселенной, поскольку на таких иллюстрациях всегда обозначена точка, из которой расширяется наш мир. На самом деле, конечно, такой точке в пустоте, которая подобно бомбе взорвалась и стала разбрасывать вещество, никогда не существовало. Вселенная расширяется во всех своих точках. Она однородна. Нельзя сказать, что из какой-то точки началось расширение мира. Какой бы участок звездного галактического пространства мы не взяли, он подобен любому другому участку, и расширение происходит совершенно одинаково. Просто это нельзя изобразить на маленькой иллюстрации в учебнике или на экране компьютера, поэтому всегда рисуют ограниченный кусочек Вселенной и вот ту точку, из которого именно он и произошел. А как это выяснилось и как мы узнали свойства расширяющейся Вселенной, в этом нам помогла спектроскопия, изучение света, приходящего от далеких галактик. Мы знаем, что призма или дифракционная решетка, расщепляя белый свет на составляющие цветные лучи, показывает нам не только цвета, но и положение спектральных линий, тех линий, которые характеризуют наличие химических элементов в излучающем веществе. Так вот, если источник излучения движется относительно наблюдателя, то линии изменяют свою длину волны, смещаются вдоль полоски спектра. Если источник приближается к нам, то все спектральные линии смещаются в голубую сторону, увеличивают частоту колебаний, то есть кванты становятся более энергичными, попадая в приемник наблюдателя, в телескоп астронома. Если источник света удаляется от нас, кванты, попадая к наблюдателю, приходят с меньшей энергии, с меньшей частотой колебаний электромагнитной волны, то есть смещаются в красный конец спектра, к менее энергичным квантам. Таким образом, этот эффект, эффект Доплера, как называют его физики, он помогает измерять скорость источников света. Перед нами спектры двух источников. Наверху спектр очень далекой галактики, квазара 3C273, а внизу спектр сравнения, то есть лабораторный спектр, стандартный спектр, который получен здесь на Земле от неподвижного источника. Мы видим, что одни и те же линии, связанные с водородом, с излучением газа водорода, H-дельта, H-гамма, H-бета, они разное положение имеют в этих спектрах, именно потому, что далекая галактика удаляется от нас, и те же самые линии водорода сместились в область больших длин волн, красный конец спектра. Это позволяет нам измерить скорость, но оказалось, что скорость далеких галактик связана с их положением, с их расстоянием от нас. В начале XX века американский астроном Эдвин Хаббл впервые точно определил эту зависимость, по крайней мере, показал, что она существует. Чем дальше находится галактика от наблюдателя, тем с большей скоростью она от него удаляется. Причем это справедливо и для нас, и для наблюдателей на любой другой планете, в любой другой галактике. Зависимость настолько универсальная, что она не выделяет какое-то одно место во Вселенной, она справедлива везде, поскольку линейная зависимость. Удаляясь, если источник света, галактика или звезда какая-то, удалена от нас на один мегапарсек, то она удаляется со скоростью около 70 км в секунду. Если на 2 мегапарсека, со скоростью 140 км в секунду и так далее. Линейная зависимость. Ее можно модельно представить вот на таком простом объекте, как резиновый шарик надувной. Возьмите шарик, нанесите на него меточки или приклейте бумажки, как-то фломастером отметьте места и начните его надувать. Это двумерная модель нашего трехмерного расширяющегося мира. Каждая метка будет удаляться от всех других. Причем, чем дальше были расположены две метки друг от друга в начале, тем с большей скоростью они будут удаляться друг от друга в процессе раздувания шара. Это и есть закон Хаббла, линейный закон. Скорость удаления пропорциональна расстоянию до объекта. Поэтому, один раз выяснив эту зависимость, теперь астрономы могут использовать ее для измерения расстояний. Измерили скорость и сразу можем сказать, на каком расстоянии от нас находится галактика. Долгое время предполагалось, что вещества во Вселенной только в знакомых нам формах существуют, а значит, притягиваются друг к другу, испытывают всемирное притяжение по Ньютону, а значит, расширение должно тормозиться. Галактики притягиваются друг к другу и тормозят взаимное удаление. Поэтому были математически разработаны модели расширения Вселенной и первую такую математическую модель наш российский математик Александр Фридман разработал на основе теории относительности Эйнштейна и все они показывали замедление в расширении нашей Вселенной. Это замедление могло бы, если бы Вселенная достаточно плотно была заполнена веществом, привести к остановке расширения. которая сменилась бы в дальнейшем сжатии. Это расширение могло бы происходить бесконечно долго. Более высокие кривые на этом графике показывают, что расширение не заканчивается, не сменяется сжатием, но оно все равно должно было бы замедляться. Это было аксиомой космологии, науки, изучающей Вселенную в целом. Однако все оказалось сложнее и интереснее. В 2011 три астрономы получили Нобелевскую премию именно за то, что опровергли модели, примитивные модели космологов и доказали, что Вселенная расширяется с ускорением, то есть существует какой-то эффект, который расталкивает галактики и скопления галактик друг от друга и преодолевает их собственное притяжение и заставляет мир ускоренно расширяться. Это было выяснено благодаря изучению далеких взрывающихся звезд, сверхновых. Массивные звезды в конце своей жизни взрываются, быстро поднимается их блеск, на этом графике мы его видим, и потом медленно, в течение нескольких месяцев ослабевает. Так вот, по тому, какого максимального блеска, какой яркости достигает такая звезда на пике своего взрыва, можно сказать, каково до нее расстояние. Наблюдая далекие галактики и замечая такие взрывы, вы видите, из две фотографии на правой стрелочкой показана далекая галактика, и там вот на краешке маленькая красненькая пятнышко, это взорвавшаяся в ней звезда. Можно определять расстояние до звезд, а следовательно и до тех галактик, где эти звезды взорвались. Так вот, выяснилось, что ни одна из предыдущих моделей не способна описать расширение Вселенной, а новые модели с ускорением на этом графике acceleration это ускорение говорят о том, что расширение происходит ускоренно. Что за субстанция обладает свойством антигравитации? Мы не знаем. Пока ее условно назвали темной энергией, но под этим термином пока никакой физической сущности мы не не можем представить. Пока это только условное название для того, что еще предстоит изучить и обнаружить и описать физические свойства этого поля или этого свойства пространства. Пока это передний край физики и астрономии. Тот факт, что Вселенная начала свою эволюцию из очень плотного горячего состояния, то, что мы называем взрывом, большим взрывом, был впервые, теоретически его прогнозировали, но впервые экспериментально он был открыт в 1965 году, когда американские радиоинженеры Пензиас и Уилсон, создав очень чувствительную радиоантенну, радиотелескоп, впервые зафиксировали идущий со всех направлений из космического пространства к Земле слабый радиофон, радиоизлучения, которое говорило о том, что Вселенная целиком заполнена некогда горячим, а сегодня по мере расширения Вселенной остывшим электромагнитным излучением. Именно это доказывает тот факт, что в прошлом, примерно 14 миллиардов лет назад, произошло вот это удивительное событие. сверхплотное, сверхгорячее, сверхбыстро расширяющаяся материя, которую мы называем началом эволюции нашего мира, большим взрывом. Сегодня мы наблюдаем это издалека, и пока свет из всех далеких областей доходит до нас, проходит время, поэтому чем дальше область, которую мы наблюдаем в телескоп, тем в более глубоком прошлом мы ее видим. Это удивительная машина времени, направленная только в прошлое, естественно, под названием телескоп. Телескоп смотрит в прошлое, и далекие объекты мы видим в очень отдаленные от нас времена, в начале эволюции Вселенной. По прошествию приблизительно 400 тысяч лет после Большого взрыва вещество, постепенно расширяясь и остывая, остыло до такой степени, что плазма стала нейтральным газом. То есть температура опустилась настолько, что электроны получили возможность объединяться с протонами и образовывать атомы нейтрального водорода. Это была очень важная эпоха в жизни Вселенной. Плазма непрозрачна для света. Заряженные частицы, прежде всего электроны, активно поглощают свет и не пропускают его на большие расстояния. Став нейтральным газом, вещество стало прозрачным. И с тех пор кванты света свободно распространяются в пространстве между звездами и галактиками, которые чуть позже родились, и достигают нас сегодня из всех далеких времен, пройдя расстояние примерно в 13 миллиардов световых лет, достигают нас в виде радиоволн, поскольку идут издалека и испытывают колоссальное красное смещение. Изучение этого реликтового фона, этого реликтового древнего излучения очень важно для того, чтобы понять прошлое Вселенной. Сегодня созданы специальные радиоантенны, которые в основном работают в космическом пространстве, но не только, и на Земле они тоже функционируют, в частности в Антарктиде, и они изучают тонкую структуру этого реликтового излучения, которая говорит о том, как из каких малых колебаний плотности температуры первичного вещества постепенно формировались газовые облака, из них в галактике, в галактиках звезды эволюционировало то вещество, которое сегодня столь разнообразно выглядит вокруг нас. Именно картина реликтового излучения это самая древняя фотография нашего мира. Проникнуть еще глубже в прошлое радио и вообще никакой телескоп фиксирующий электромагнитные волны не может. Там стена плазмы. Но есть носители, которые могут проникнуть дальше. Это гравитационные волны, нейтринные излучения, и постепенно совершенствуются эти области астрономии, гравитационно-волновая астрономия, нейтринная астрономия, и они помогут нам уйти еще дальше, дальше, вот за стену этого реликтового фона. Но это будет в будущем. Вначале никакой структуры во Вселенной не было. Она была заполнена однородной плазмой, но постепенно малые флуктуации плотности стали расти за счет взаимного притяжения частиц друг к другу. И, как вы видите на этой компьютерной анимации, возникла структура Вселенной. Одни области стали плотнее, из других вещество ушло, они разреженными стали. И, наконец, в большом масштабе Вселенная стала представлять из себя такую губкообразную структуру, где пересекаются нити вещества, в том числе и темного вещества, и барионного, нашего привычного вещества. И на пересечении этих нитей в узелках наибольшей плотности рождаются скопления галактик, в них отдельные галактики, и так далее образуется знакомый нам мир. Когда телескоп, космический телескоп Хаббл заглядывает в далекое прошлое, он видит маленькие галактики, но постепенно они объединяются в более крупные системы, и сегодня перед нами такие гигантские звездные системы, как наш Млечный Путь, как соседняя Туманность Андромеды, раньше их не было. Но и скопления галактик тоже показывают эволюцию этих звездных систем, они часто сталкиваются, крупные поедают более мелких и становятся от этого еще более крупными, а внутри галактик происходит эволюция звезд. Звезды рождаются из темного межзвездного вещества. Темные холодные облака не способны расширяться, поскольку они холодные, давление там низкое, и гравитация их постепенно уплотняет, и в их недрах рождаются звезды. Перед нами фотография очень известного созвездия Орион, и в нем, пожалуй, самое интересное место формирования звезд, Туманность Ориона. Внизу, под тремя звездами пояса Ориона, находится вот это вот замечательное газовое облако, в котором прямо на наших глазах сегодня формируются звезды и разогревают само это облако. Когда внутри газового облака родились звезды, они начинают разогревать остатки газа, который не пошел на их формирование, и разбрасывают его в разные стороны, так сказать, расчищают пространство своего формирования от остатков газа. Он разлетается, постепенно молодой звездный коллектив остается в чистом пространстве, газ покидает это пространство, и перед нами молодое звездное скопление. Обычно в нем от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч звезд, когда-то наше Солнце тоже родилось в таком звездном семействе, но эти скопления долго не живут. Взаимодействуя друг с другом, звезды выталкивают то одну, то другую из этого семейства, и постепенно становятся одиночными светилами. Эволюция звезд протекает достаточно однообразно, мы понимаем, как от рождения до смерти происходит изменение внешнего и внутреннего состава звезды. И вот перед нами картина эволюции Солнца. Родившись, как облако газа, сжимающееся, Солнце достигло такого состояния, что в недрах его стали происходить термоядерные реакции. Ядра водорода сливаются, получаются ядра гелия, при этом выделяется энергия. Ядра гелия на более поздних стадиях эволюции тоже могут сливаться и образовывать более сложные химические элементы. Но когда приходит конец этой термоядерной эволюции, звезда начинает быстро меняться. Сегодня Солнце где-то в середине своего жизненного пути, но пройдет еще несколько миллиардов лет, закончится водородное, а затем и гелевое топливо в ядре Солнца, и оно начнет очень быстро менять свой внешний вид. Оболочка Солнца начнет расширяться и охлаждаться, при этом Солнце станет крупным и довольно холодным объектом, мы их называем красные гиганты, красные потому, что охлаждается поверхность. И в конце концов оболочка звезды теряет связь с ее центральным плотным ядром и сбрасывается с него. Такие объекты мы видим вокруг нас. Солнцу предстоит это, а некоторые звезды уже в этой стадии жизни находятся. В центре остаток звезды, ее ядрышко, а вокруг него сброшенная им оболочка. Мы называем это планетарные туманности, но по чисто историческим причинам. Глядя на такой объект в скромный наземный телескоп, нам кажется, что это диск далекой планеты. Ну а космический телескоп Хаббл конечно видит все детали этого объекта. Звезды окружены планетами и у планет тоже своя жизнь. Вот перед нами удивительный портрет Солнечной системы. В одном масштабе Солнце и окружающие восемь планет. Посмотрите, насколько Солнце превосходит все планеты по размеру, а по массе невообразимо. Примерно в тысячу раз Солнце массивнее даже самой массивной планеты Юпитера, ну а остальных и говорить нечего. Жизнь планетной системы не совсем понятна современным астрономам. Мы лишь приблизительно представляем, как протекала формирование и эволюция наших планет. Остатки вещества, не вошедшего в состав звезды, на ранних стадиях эволюции окружали ее в виде протопланетного диска, то есть допланетного диска. Именно в этом веществе формировались планеты, их спутники, астероиды, ядра комет и прочее мелкое вещество Солнечной системы. Жизнь отдельной планеты тоже очень интересна и отчасти загадочна. Даже наша Земля меняется, конечно, не на наших глазах, но за миллиарды лет изменяется очень существенно. Ну, например, Земля теряет свою атмосферу. Каждую секунду из атмосферы Земли в основном водород уходит в космос, а поэтому воды становится все меньше на Земле, атомы воды расщепляются ультрафиолетовым излучением, и водород уходит в космос, кислород окисляет породы поверхности Земли. Вот посмотрите, будущее Земли это безводная сухая поверхность. Через несколько миллиардов лет именно такой станет Земля. Даже будущее нашей собственной планеты мы представляем себе весьма туманно, а что говорить о других планетах? Их только предстоит еще подробно изучить и понять, как они будут меняться в будущем и какая из них может быть станет запасной планетой для нашей цивилизации. сегодня главный инструмент астронома это телескоп, но так было не всегда. Несколько тысячелетий существует наша наука, и в основном мои коллеги прошлого не имели возможности пользоваться телескопом, мы измеряли положение звезд и планет на небе с помощью примитивных, элементарных угломерных инструментов, и тем не менее многое узнали об их движении. Эпоха до телескопической астрономии получила свое максимальное развитие в трудах Тихобраге. Этот астроном довел до совершенства наблюдение невооруженным глазом и доказал, что теоретические представления древних неверны, что планеты движутся не так, как представляли себя Птолемей и его соратники, его предшественники, что нужна новая, более точная теория, новый взгляд на движение планет. И этот взгляд оказалось наиболее эффективно сделать с помощью оптических приборов. Дело в том, что наши глаза достаточно умеренными свойствами обладают. Например, глядя даже на ближайшую к нам планету спутник, Луну, мы практически не различаем географических деталей на ее поверхности. Слева вы видите, как глаз здорового человека с отличным стопроцентным зрением воспринимает поверхность Луны. Какие-то элементарные детали можно различить на ней, но ничего серьезного, ничего особенно тонкого наш глаз не замечает. Справа карта Луны, составленная буквально накануне изобретения телескопа. Лишь основные темные пятна моря видны на ее поверхности. Но началась эпоха телескопа. И собственно понять принцип его работы помогает нам элементарный опыт. Что мы делаем, когда хотим заметить какие-то мелкие детали на предмете нас интересующим? Мы подносим этот предмет как можно ближе к глазам. Но ближе, чем на 15-12 сантиметров мы не можем поднести предмет, потому что хрусталик нашего глаза не способен сфокусировать изображение. Тогда мы берем в руки линзу, лупу, которая усиливает оптическую силу нашего хрусталика и позволяет поднести объект еще ближе к глазу. И поэтому увидеть еще более мелкие детали на нем. Но это на Земле. А как быть с космическими объектами? Мы же не можем взяв в руки лупу приблизиться к космическому и поднести его к своим глазам. Мы должны взять вторую линзу, которая создаст нам изображение далекого небесного объекта рядом с нами, на экране. И к этому изображению мы уже можем приблизиться с лупой и рассмотреть его мелкие детали. Собственно говоря, так и устроен телескоп. Чего мы хотим от оптики? Прежде всего различить мелкие детали, но во-вторых заметить далекие тускло светящиеся объекты. И то и другое позволяют нам оптические приборы. В принципе, методы управления светом не так уж разнообразны. Их всего три. Мы можем пропустить свет через маленькое отверстие, и тогда каждая точка светящегося объекта оставит на экране за отверстием яркую светящуюся точку и создастся, как говорят математики, взаимно однозначное соответствие между точками на светящемся объекте и его изображением на экране. Это принцип камеры обскуры. Второе отражать свет от зеркала и формировать изображение, например, в фокусе вогнутого зеркала. И третья возможность пропускать свет через плотную оптическую среду, преломляя его. Мы пользуемся этой возможностью, когда анализируем спектр, пропуская свет через призму, или создаем изображение с помощью выпуклой линзы. в фокусе этой линзы. Собственно, вот три возможных способа управления светом. Камера обскура не очень популярна у астрономов, хотя иногда она применяется. Например, в тех областях, где не работают два других метода, например, рентгеновские, а тем более гамма-лучи, почти невозможно отразить от чего-то и тем более преломить прозрачной средой. Поэтому камеры для них делают на принципе камер обскур. линза более интересное оптическое приспособление, и оно позволило астрономам создать настоящие телескопы. Вообще говоря, достаточно одной линзы, чтобы создать увеличенное изображение. Посмотрите на эту схему. Если линза создает в фокусе на фокальной плоскости изображение далекого объекта, то мы просто можем, подойдя к этой плоскости, глазом его рассматривать. Но простые вычисления показывают, что получить достаточно сильное увеличение с помощью однолинзового телескопа очень сложно. Ведь мы не можем подойти к экрану ближе, чем на минимальное расстояние четкого зрения, то есть реально где-то на 20-25 сантиметров. А значит фокусное расстояние линзы, которое создает это изображение, должно быть в сотни раз больше чем 25 сантиметров, чтобы создать увеличение примерно в несколько сотен раз, как это делает обычный телескоп. Такое сооружение совершенно невозможно им управлять и использовать. Поэтому применяется тот метод, о котором мы говорили выше. Одна линза создает изображение небесного объекта, а другая линза позволяет глазу приблизиться к нему. Первая называется объективом, а вторая окуляром телескопа. Вот простейший двухлинзовый телескоп. Его создателем считается Галилео Галилей. На самом деле не он первым реализовал принцип телескопа, но он улучшил его до такого состояния, что телескоп стал полноценным астрономическим прибором. Изображение Луны при небольшом увеличении кажется нам очень четким, очень ясным. На нем видны все крупные детали. Когда мы хотим улучшить качество изображения, увидеть мелкие детали, мы встречаемся к сожалению с такими свойствами света, они связаны с его волновой природой, как дифракция, искажение изображения, проходящего, если свет проходит через небольшие отверстия, такие как объектив телескопа. Каждая точка становится при этом размытым пятнышком, да еще окруженным целой серией тонких кружочков вокруг нее. Естественно, качество картинки меняется. Не только дифракция меняет, портит качество астрономического изображения, существуют и другие оптические аберрации, то есть оптические искажения, связанные с разными свойствами света. Это и хроматическая аберрация, то есть зависимость от цвета, и сферическая аберрация, связанная с формой зеркал и линз телескопе, и кривизна поля фокального, оно отнюдь не плоское, как нам это хотелось бы иметь, и другие. Поэтому астрономам приходится достаточно сложные конструкции телескопов реализовывать, чтобы получить в них качественное изображение. Вот просмотрим хотя бы хроматическую аберрацию. Мы же знаем, что свет, проходя через призму, расщепляется на составляющие его цвета. Но ведь края линзы это по существу призма, а значит свет расщепляется, проходя через нее, и войдя как белый свет, затем он выходит под разными направлениями в зависимости от своего цвета. И фокус, фокальная плоскость, на которой получается картинка, для голубого цвета на одном расстоянии от линзы, а для зеленого на другом, а для красного на третьем. И нигде мы не можем сфокусировать все лучи в одном месте, если это одиночные линзы. Но это можно преодолеть, как выяснилось. Можно создать комбинацию как минимум из двух линз, сделанных из разных сортов оптического стекла, которые будут отчасти нейтрализовать недостатки одна другой и в сумме давать достаточно четкое, неокрашенное цветами радуги изображения, так создают ахроматические объективы. Сегодня во всех телескопах, биноклях работают именно такого сорта двухлинзовые объективы, обладающие неплохим оптическим качеством. Сферическая аберрация — это способность линзы фокусировать лучи, проходящие на разном расстоянии от ее центральной оптической оси в разных точках. Это недостаток линзы, он не позволяет сделать четкое изображение. Но и он тоже может быть отчасти компенсирован многолинзовой системой в объективе. На этой иллюстрации показано, как можно бороться со сферической аберрацией. Либо с помощью диафрагмы закрывать наружные концы внешней части линзы и пропускать свет только через центральную часть, но тогда мы лишаемся большей части проходящего излучения. Либо создавать многолинзовый объектив, где одна линза компенсирует недостатки другой, и таким образом он тоже создает четкое изображение. Следующая оптическая аберрация — астигматизм. К сожалению, глаза многих из нас, работающих, особенно работающих у компьютера, страдают астигматизмом. Им же страдают и оптические системы фотоаппаратов и телескопов. Лучи света, идущие под углом к оптической оси объектива собираются в разных точках на разном расстоянии от линзы и таким образом не могут создать четкого изображения объекта. Это сокращает поле зрения любого объектива, в том числе и глаза человека. Кома — еще одна внеосевая аберрация, то есть лучи света, идущие не вдоль оси оптической оси линзы, а создают изображение не точки, а такой похожий на комету с хвостиком маленькой кляксы. Ну, вот это и называется кома, как пучок волос от латинского. Ну, что делать? И с этой аберрацией тоже приходится считаться, и это ограничивает размер поля зрения телескопа. Еще одна неприятность, так называемая дисторсия. Она может искажать вид объекта, то превращая его в бочкообразный, например, если это какой-то прямоугольный объект в исходном состоянии, он может быть похож то на подушку с вытянутыми углами, то на бочку с расширенной центральной частью, и таким образом его внешний вид искажается. Все это присуще любому оптическому объективу, и с этим оптики профессионалы учатся бороться, но никогда не побеждают до конца. Кривизна поля, идеальная или близкая к идеальному изображению, создается не на плоскости, а на искривленной поверхности. Кстати говоря, глаз человека борется с этим тем, что наше глазное яблоко, его поверхность сетчатки, задняя поверхность, не плоская, как, скажем, фотопленка или ПЗС-матрица в фотоаппарате, а искривлена. Но это легко сделать у живого существа, но довольно трудно искривить фокальную поверхность у электронного приемника или у фотоприемника. Как-то приходится с этим считаться и преодолевать это. Чтобы преодолеть все эти указанные недостатки объективов, их делают очень сложными, многолинзовые. Вот перед вами несколько простейших вариантов фотообъективов. Как видите, они не столь просты. Астрономы поступают иначе. Сделать многолинзовый объектив это значит потерять много света. Для астрономов это очень важная вещь. Слишком мало мы его получаем от далеких космических объектов. Поэтому объективы телескопов имеют не более двух от силы трех линз. Но чтобы качество изображения было хорошим, их делают длинофокусными. Перед вами объектив одного из крупнейших в мире рефракторов. Это очень тяжелая линза, а их еще две таких в объективе. Но телескопы обладают большим фокусным расстоянием и определенным образом это компенсирует невысокое качество объектива. Исаак Ньютон, великий физик, был и великим оптиком. И он впервые предложил конструкцию телескопа принципиально новую, не обладающую никакими хроматизмами. То есть когда изображение не зависит от того, в каких лучах, какого цвета, свет на них присутствует в этом изображении. И речь идет о зеркальных телескопах. Отражаясь от зеркала, любые лучи движутся одинаково, независимо от их цвета. И тот маленький телескоп, который впервые создал Ньютон, а потом его улучшали и другие оптики. Вот вы видите перед собой несколько вариантов оптических схем таких телескопов. В конце концов, сегодня завоевал абсолютное первенство среди всех оптических инструментов. Одним из первых любителей астрономии, существенно продвинувших эти конструкции, был Вильям Гершель, англичанин, немец по происхождению, английский астроном-любитель, он не был профессионалом, но достигший высочайшего качества умения создавать телескопы и наблюдать на них. Тогда же, в XIX веке, а Гершель в начале XIX века еще работал, но к середине XIX века другой любитель астрономии, Уильям Парсонс, лорд Росс, создал гигантский по тем временам телескоп с диаметром зеркала почти два метра. Но посмотрите, какая сложная конструкция поддерживает этот огромный инструмент. Не только надо создать телескоп, но и конструкцию, которая позволяет ему наводиться на разные области неба, медленно перемещаться, чтобы отслеживать перемещение светил за счет суточного вращения Земли. Все это в те годы еще не было развито, и вот гигантский телескоп Лорда Росса, хотя и обладал удивительными оптическими свойствами, был не очень удобен в применении. Тем не менее, именно Лорд Росс, наблюдая свой гигантский почти двухметровый телескоп, впервые увидел структуру галактик. Слева рисунок галактики М51, зарисованная Лордом Россом, а справа одна из лучших фотографий этой галактики, полученных на Земле уже в начале 21 века. Как видите, они не очень сильно по структуре отличаются друг от друга. Таким образом, большой телескоп — это всегда большие возможности. Сегодня мы имеем три принципиально разных конструкции телескопов. Рефракторы, то есть их объектив, это одна или несколько линз. Рефлекторы — последователи телескопа, изобретенного Ньютоном. Главную роль в них играет вогнутое зеркало, как правило, параболическое зеркало, тоже фокусирующее свет и создающее изображение. И, наконец, объединенная конструкция зеркально-линзовая, где совместно работает и зеркальный объектив, и сложные формы линза, стоящие перед ним, которые компенсируют недостатки зеркала. Это самая сложная, самая дорогая, но и очень популярная сегодня у профессионалов и у любителей конструкция, обладающая большим полем зрения и массой достоинств. Большие телескопы очень дорого стоят. Например, в России мы имеем только один гигантский телескоп с диаметром зеркала 6 метров. Когда-то он был крупнейшим в мире, сегодня он уже один из крупнейших, он уступил свое первенство, но по-прежнему несет свою службу и очень эффективно работает у нас на Северном Кавказе. Конструкция телескопа и того помещения, где он работает, мы называем ее башней, все время совершенствуется, в середине XIX века, когда была изобретена фотография, тогда это была химическая фотография, фотопластинки, покрытые слоем светочувствительной эмульсии, резко заставили изменить конструкцию телескопов. Впервые они получили очень надежную монтировку, то есть конструкцию извращающихся осей, которые могут медленно поворачивать телескопы, обеспечивать ему точное слежение за перемещением небесных светил. Для этого специальный часовой механизм медленно, со скоростью один оборот в сутки, поворачивает всю конструкцию телескопа, чтобы изображение на фотоприемнике, тогда это была фотопластинка, не перемещалось, свет накапливался и получалось изображение. По мере роста размеров телескопов, а это происходит непрерывно, нам нужны большие объективы, чтобы собирать много света. По мере этого роста телескопы становились все тяжелее, все массивнее, их конструкции стали непомерно тяжелы и в середине 20 века, как тогда считали инженеры, достигли своего предела. Телескоп с диаметром зеркала 5 метров, сооруженный в 1949 году в Паламарской обсерватории, в те годы считался последним словом техники, инженеры думали, что уже более крупный создать не удастся. Он такой большой, что астроному приходится работать не рядом с телескопом, а внутри него, на вершине этого инструмента есть кабина, где сидит астроном и всю ночь управляет телескопом, меняет фотопластинки, в общем, там его рабочее место. Чтобы как-то облегчить конструкцию телескопа, прежде всего надо было делать большие, но легкие зеркала. Была предложена идея вынимать излишки стекла из внутренней части диска зеркального. И вот вы видите еще не покрытый отражающим слоем, как правило, это слой алюминия, зеркало такой сотовой вафельной конструкции, где только перемычки из плотного стекла, а между ними практически пустые пространства, облегчающие эту конструкцию. Но и это не позволило превзойти пятиметровые зеркала, пока не был сооружен наш отечественный телескоп с диаметром 6 метров с принципиально иной механической конструкцией. Его монтировка имела вертикальную и горизонтальную оси, в отличие от предыдущих экваториальных монтировок, и позволила сделать очень компактную и довольно легкую систему телескопа, которая в то время стала крупнейшей в мире. Этим путем сегодня идут все телескопо-строители. Перед вами инженерный рисунок нового телескопа Московского университета, нашего астрономического института имени Штернберга, который только что сооружен на Северном Кавказе. Он практически повторяет конструкцию нашего гиганта 6-метрового, которому уже более 40 лет исполнилось. Сначала инженеры пытались сделать супер-жесткие конструкции телескопов, чтобы никакая оптическая часть в них не смещалась относительно другой при поворотах инструмента. Но это имело свой предел. Жесткость требует большой массы. Слева пятиметровый телескоп Паламарской обсерватории. Гигантская тысячетонная конструкция. А справа телескоп с диаметром зеркала 10 метров. Вдвое больше. Но посмотрите, какая тонкая, паутинная конструкция самого инструмента. Новый принцип конструирования и новые материалы позволяют делать телескопы легче при их больших размерах. Башня. То помещение, где работает телескоп, очень важна для него. Она закрывает его от ветра, не позволяет солнцу нагревать отдельные элементы. В общем, это серьезное инженерное сооружение. Но в 19 веке их еще делали и внешне красивыми, чтобы это как-то импозантно смотрелось со стороны. Но эта эпоха давно прошла. Современная башня телескопа оптимизирована для научной работы. Это башня пятиметрового телескопа. Ничего лишнего, обтекаемая форма, чтобы ветер не создавал каких-то турбулентных потоков перед открывшейся щелью наблюдательным окном, в которое выглядывает телескоп. Еще более оптимизирована конструкция башни нашего шестиметрового телескопа на Северном Кавказе. Тут нет даже раздвигающихся створок щели. Створка поднимается и перебрасывается на противоположную сторону башни, как забрало у шлема средневековых рыцарей, не создавая никаких препятствий ветровому потоку. Сегодня башни разных телескопов чрезвычайно разнообразны, но у всех у них есть два важнейших свойства. Во-первых, все крупные телескопы работают в горах, а горы это сейсмически активные области. Значит, конструкция башни должна уберечь телескоп от тряски, от землетрясений. Во-вторых, это огромный термостат, который внутри, в объеме башни, поддерживает такую же температуру, какая должна быть будущей ночью, когда телескоп начнет наблюдение. Иначе перепады температуры воздуха создадут движение его потоков воздушных перед объективом телескопа, смажет изображение, создадут термические напряжения в зеркале, в конструкции телескопа, изгибы возникнут из-за этих напряжений, и все это испортит нам научный результат. Поэтому башня это сейсмически устойчивый холодильник, и еще много других свойств у нее, это довольно дорогое сооружение. Чтобы оно не было непомерно большим, крупные телескопы делают как можно более компактными. И сегодня они, пожалуй, по размеру не превосходят нашего шестиметрового, но по диаметру зеркала превосходят его в полтора-два раза. Основным приемником света в астрономии долгие годы был глаз человека. Он очень чувствителен к свету, даже к слабому ночному, но не бесконечно. Существуют животные, которые более нас приспособлены к ночным наблюдениям. Например, перед нами часть зимнего небосвода созвездия Орион с его соседями. И вот те звезды, которые мы видим на этом кадре, это то, что глаз человека может ощутить. Никаких более слабых звезд мы не видим. Но какое-нибудь ночное животное, хищник ночной, например, сова, может более четко, более чувствительно посмотреть на ночное небосвод и увидеть гораздо больше звезд, чем глаз человека. Но это, пожалуй, максимум для живого существа, а человек имеет возможность использовать приборы. Давайте посмотрим на этот же кусочек неба, с помощью телескопа, например, на область созвездия Ориона. И здесь мы увидим не только межзвездное вещество, которое глаз человека практически не замечает. Теплое, горячее межзвездное вещество, нагретое звездами, светится, а более холодное, не нагретое звездами, выглядит темным силуэтом на фоне яркого фона. На ярком фоне. Поэтому глаз человека, конечно, уступает по чувствительности электронным приборам света. Но и это еще не предел. Давайте посмотрим на небольшой кусочек неба на этой же фотографии с помощью самого современного телескопа. И мы увидим вот такую картину. Чем больше диаметр объектива, тем больше света он собирает, и более слабые, далеко расположенные от нас звезды фиксирует. Однако много препятствий существует для астрономических наблюдений. Прежде всего нужно поговорить о качестве изображения, о выборе того места для обсерватории, которое наиболее способствует наблюдениям. Когда мы смотрим с небольшим увеличением, например, на Луну, нам кажется, что ее изображение идеальное, достаточно взять более солидный инструмент с большим увеличением, и мы увидим более мелкие детали. Это действительно так. Вот так выглядит поверхность Луны в профессиональный телескоп. Намного более интересная картина и больше деталей, но нам хочется увидеть еще более мелкие. Мы делаем увеличение больше и замечаем, что хотя картина увеличилась в размерах, ее качество начинает понемногу страдать. Здесь уже не видно четких теней, четкой геометрии рисунка, какой-то флер возникает перед нашим взором. Но мы на этом не останавливаемся. Берем другой окуляр, менее длиннофокусный, и получаем еще большее увеличение. Что же мы видим? Никаких новых деталей на рисунке нет. На фотографии мы видим просто увеличенное размером, но ухудшенное по качеству изображение. В чем же дело? А дело в том, и это нам показывает телевизионная съемка, что между объективом телескопа и объектом, который мы наблюдаем, толстая земная атмосфера. Она протяженностью более 100 километров, а если сжать слой воздуха до плотности воды, то над нами будет 10-метровой толщины слой, эквивалентный слой воды. Представляете, как можно наблюдать небо со дна бассейна глубиной 10 метров. Примерно так же работают астрономы, находясь на дне нашей атмосферы. Такие же проблемы испытывают и те, кто наблюдают звезды. При небольшом увеличении звезда точка, но достаточно взять большое увеличение, мы видим, как отдельная звезда представляет из себя колышущуюся медузу. Как же быть? Первые обсерватории строили там, где работали астрономы, то есть в университетских центрах, столичных также был устроен и наш астрономический институт. Когда-то кампус Московского университета располагался на краю Москвы, а сегодня он практически уже в центре, город вырос и небо стало хуже. Но и далекие обсерватории не всегда избегают плохой погоды. Например, это башня шестиметрового телескопа, крупнейшего в России, расположенного на Северном Кавказе, но мы видим, какое неблагоприятное небо часто бывает над этим телескопом. Сильный ветер, высокая влажность, облака и туман часто мешают наблюдениям. Ну а где же желанные места для наблюдения? Как правило, это сухие высокогорные пустыни. Вот одна из них. Это северная часть Чили. Астрономы всего мира стремятся установить здесь свои инструменты, потому что именно здесь почти абсолютная сухость атмосферы, паров воды практически нет. И всегда над головой астронома, ну или почти всегда, ясное голубое днем и черное ночью небо. В этом месте, в этой области сосредоточились многие телескопы большинства стран, активно занимающихся астрономией. Вот один из них. Это так называемый VLT, Very Large Telescope, большой, очень большой телескоп. На самом деле это система из четырех крупных, мы видим их башни, и четырех небольших, там тоже видны их башни, небольшого размера инструментов, которые могут работать как по отдельности, так и совместно. Разумеется, создать научное учреждение в таком диком месте, оторванном от цивилизации, стоит больших денег. Поэтому астрономы часто организуют, ну, грубо говоря, научные колхозы, кооперативы, то есть, когда на одной площадке ставят свои инструменты многие страны, многие учреждения, чтобы легче было инфраструктуру поддерживать, прокладывать дороги, подвозить туда в воду, создавать электричество с помощью генераторов. И вот перед нами одна из площадок Южной Европейской обсерватории. Аббревиатура ЕСУ, это European Southern Observatory. Это кооператив всех западноевропейских, а сегодня еще многие и восточноевропейские страны участвуют в этой работе. Такое совместное крупное астрономическое учреждение. Конечно, там большие современные инструменты, и вот на этом слайде перед нами фотокамера, только фотокамера большого современного телескопа. ПЗС-матрицы охлаждаются, там виден шланг специальный жидким азотом, и именно поэтому мы получаем прекрасные фотографии южного неба, потому что обсерватория в южном полушарии находится, и наслаждаемся этим зрелищем, изучаем тонкие детали. Особые проблемы у тех, кто наблюдает Солнце. Днем Солнце нагревает поверхность Земли, и с нее поднимаются теплые потоки воздуха. Чтобы избежать этого, стали строить обсерватории, окруженные холодной водой. Вот одна из них, одна из первых таких обсерваторий, это солнечный телескоп обсерватории Бигберр на высокогорном озере в Калифорнии. Вода не нагревается Солнцем, она остается днем холодной, поэтому нет восходящих потоков воздуха. Прекрасное изображение Солнца, перед нами отдельное солнечное пятно, великолепно видна грануляция, тонкие детали, можно получить именно из таких обсерваторий. Ну, раз принцип был ясен, то стало понятным, где размещать и ночные обсерватории. Может быть, не так дорого, как обсерватория Бигберр, которому пришлось остров или полуостров строить в озере. Острова в океане есть, и на них можно размещать крупные обсерватории. Вот одно из лучших мест в северном полушарии, Канарские острова. Остров Ла Пальма, небольшой вулканический остров, стал прибежищем многих астрономов. Посмотрите, как удачно расположена обсерватория. Она находится на вершине вулкана, древнего, давно потухшего вулкана, на высоте примерно двух с половиной километров, а облака не поднимаются обычно выше уровня телескопов, потому что холодная атлантическая вода не создает теплых потоков восходящих. И вот так прекрасно и днем, и тем более ночью, астрономы могут наблюдать небо, не опасаясь, что оно будет закрыто облаками. Еще более желанное, но значительно более дорогостоящее строительство место — это вершина вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. Остров расположен в северном полушарии, но не так далеко от экватора, поэтому над ним всегда небо и северного, и частично южного полушарий. Высота фантастическая, более четырех километров. Работать здесь нелегко, но зато качество изображений прекрасное, поэтому крупные телескопы наиболее богатых стран расположены именно здесь. А еще выше можно и еще, но это уже будут не вершины гор, а летающие обсерватории. На борту крупного самолета можно разместить достаточно большой телескоп. Вот самая современная летающая обсерватория, стратосферная обсерватория для инфракрасной астрономии. Именно для инфракрасной, потому что в высоких слоях атмосферы, стратосфере, паров воздуха практически нет. И там инфракрасные лучи частично достигают телескопа. На поверхности Земли это почти невозможно. Вы видите двух с половиной метровый телескоп, расположенный в хвостовой части крупного Боинга. И когда открыто окно, он может спокойно наблюдать, очень долго наблюдать. Самолет ровно летит на высоте 12 километров может наблюдать и оптические, и инфракрасные объекты. А еще выше можно и еще. Но для этого уже нужен аэростат, воздушный шар, который поднимается на высоту от 25 иногда до 40 километров. Конечно, человек на борту такого аэростата уже ему трудно работать. Телескоп автоматический, он подвешен под шаром и управляется с поверхности Земли. Часто такие запуски производят из Антарктиды. Именно там ветер облетает по кругу Южный полюс и практически через 10-15 дней привозит шар туда же, откуда он стартовался. Скажем, с побережья Антарктиды он поднялся и через две недели он вновь почти над точкой старта. Подвеска обрывается, баллон гибнет, а парашют помогает дорогостоящей аппаратуре телескопа и системе его управления опуститься на Землю и использовать еще много раз. Ну и, наконец, космические телескопы. Это идеал. Они находятся за пределом атмосферы, им не мешает воздух, но это наиболее дорогостоящая аппаратура. И, конечно, не всем учреждениям, даже не всем странам по карману такие крупные проекты. Космический телескоп Хаббл уже более 20 лет служит астрономом, причем астрономом всех стран, хотя обсерватория создавалась в основном на средства Соединенных Штатов, частично европейских ученых. Но этот телескоп открыт для всех. И посмотрите, какие замечательные фотографии, ну, например, планетарных туманностей позволил получить этот телескоп. Планетарная туманность — это заключительная стадия жизни звезд, таких, как наше Солнце. И только благодаря Хабблу мы увидели, как это будет выглядеть. Почувствовав, как замечательно работают космические телескопы, наземные астрономы тоже захотели достичь такого же качества изображений. И для этого было создано две удивительно полезных системы — активная оптика и адаптивная оптика. Ну, активная оптика — достаточно простая система. С помощью компьютера она позволяет поддерживать главное зеркало телескопа в идеальном состоянии. То есть не давать ему менять форму при поворотах телескопа, при неравномерном нагревании зеркала. Это понятно. А вот адаптивная оптика гораздо сложнее и интереснее. Это быстродействующее мягкое зеркало, падая на который свет, искаженный атмосферой, может восстановить свою идеальную форму и дать нам такое же изображение, каким оно было за пределом атмосферы. Ну, в принципе управление несложно себе представить, но если посмотреть на схему адаптивной оптики, то, конечно, проблем здесь много. Дело в том, что атмосфера бурлит очень активно и надо сотни, лучше тысячи раз в секунду управлять формой гибкого зеркала, чтобы изображение не потеряло свой идеальный вид. Для этого нужны суперкомпьютеры, очень дорогие компьютеры, для этого нужна специальная оптика, которая анализирует изображение. Но для больших телескопов все это создается. И сегодня нет крупного телескопа в мире, который бы не обладал системой адаптивной оптики. Вот перед вами два кадра. Слева система выключена. Мы видим, грубо говоря, кляксу на месте какого-то объекта. Мы включаем систему адаптивной оптики, и изображение становится четким. Оказывается, перед нами была двойная звезда, но раньше мы этого не замечали. Посмотрим на планеты. Наверху слева изображение Урана, как его видит телескоп без адаптивной оптики. Тот же телескоп при включении системы адаптивной оптики видит гораздо более четкое изображение, различает облачные полосы. Мы видим даже небольшие фрагменты вихри в атмосфере Урана, наклоновую оси можем измерить. На нижних двух фотографиях представлено изображение Урана слева, как его видит телескоп Хаббл, то есть космический телескоп, вообще не страдающий от атмосферы, а справа наземный с адаптивной оптикой. Мне кажется, что правое изображение более четкое, то есть наземные телескопы по четкости картинки сегодня превосходят космические. Еще раз показываю вам схему адаптивной оптики и хочу заметить, что это не всегда просто удается реализовать. Рядом с объектом должен быть яркий источник света, яркая звезда, по которой компьютер ориентируется и восстанавливает ее форму. Но не всегда есть яркая звезда в поле зрения. Поэтому сегодня эту яркую звезду создают искусственно, направляя туда, куда смотрит телескоп, мощный луч лазера. Посетив крупную обсерваторию, вы увидите такую странную картину. Из телескопа в космос бьет мощный лазерный луч. На высоте примерно 90 км в атмосфере Земли есть слой, обогащенный натрием. Именно там луч лазера создает яркое пятнышко и по нему система адаптивной оптики наводит резкость. Посмотрите, к чему это привело. В последние годы мы наблюдаем центр нашей галактики с помощью системы адаптивной оптики. Посмотрите, как четкость возрастает, когда эта система выключена. Включаем адаптивную оптику, четкость возрастает, и внутри одной угловой секунды мы различаем множество звезд. В результате, делая эти фотографии год за годом, мы проследили движение звезд в самом центре нашей галактики и выяснили, что они летают вокруг пустого места. То есть, нечто их притягивает, а что именно, мы не видим. Судя по всему, это массивная, очень массивная черная дыра с массой примерно 4 миллиона масс нашего Солнца. Только так удалось это выяснить. на предыдущей лекции мы говорили об оптической астрономии, но ведь сегодня, кроме нее, есть астрономия и других диапазонов электромагнитного излучения. О них мы и поговорим. Обычный спектр, созданный с помощью призмы или дифракционной решетки, демонстрирует нам только последовательность оптических цветов от красного к синему. Но на самом деле электромагнитный спектр намного шире. Он простирается от очень мощных гамма-лучей до крайне длинноволнового радиодиапазона. И оптика занимает здесь очень маленькое место. Астрономы делят весь электромагнитный диапазон на несколько поддиапазонов. Они перед вами. Это достаточно грубое деление, но оно отражает тот факт, что некоторые лучи проходят сквозь атмосферу Земли. Например, радио, близкое инфракрасное и оптическое излучение. А другие виды излучения задерживаются нашей атмосферой, чтобы их наблюдать, приходится выводить телескопы в космическое пространство. На этом графике, на этом рисунке показано, каких высот достигает то или иное электромагнитное излучение, падающее из космоса на нашу Землю. Как видим, ультрафиолет не достигает даже верхних слоев атмосферы, он задерживается в самых-самых верхних, куда самолеты не поднимаются. Оптика приходит, и мы видим оптические излучения. Дальний инфракрасный диапазон практически закрыт от нас, потому что на высоту более 30 километров редко поднимаются летательные аппараты, радиодиапазон довольно свободно достигает поверхности Земли. Поэтому первым неоптическим направлением в астрономии была радиоастрономия. Родилась она случайно. В начале 30-х годов, исследуя радиопомехи в атмосфере Земли, американский инженер Карл Янский неожиданно обнаружил потоки излучения, приходящие из космоса. Более того, он приблизительно указал, что они приходят из направления на центр галактики. Но больше он сделать не успел. Его работу подхватил другой инженер, любитель астрономии Грот Рёбер. И он своими руками в своем саду создал первый радиотелескоп, имеющий все элементы современных радиотелескопов. Это большой параболический отражатель, концентрирующий радиоволны, радиоприемник в его фокусе и система наведения азимутальная по высоте и азимута, которая и сегодня применяется всеми радиоастрономами. После Второй мировой войны радиоастрономия начала набирать темпы. Много радиоинженеров освободилось от военной службы и начали создавать крупные радиотелескопы. Крупнейшим из них многие годы оставался почти 80-метрового диаметра английский телескоп Джодерлбэнк и он до сих пор служит радиоастрономии. Обратите внимание, где радиоастрономы размещают свои антенны. Это не вершины гор, как у оптических астрономов, а наоборот долины между горами. Дело в том, что горы довольно надежно окружают такой инструмент, защищают его от паразитных технических радиосигналов. Ведь приходящий из космоса сигнал очень слабый, и любые радиопомехи могут просто сделать его невидимым. Поэтому радиоастрономы стремятся найти себе радиотихие места, окруженные высокими горами. Элементы радиотелескопа достаточно понятны. В общем, любая спутниковая антенна телевизионная сегодня, их многие имеют, имеют те же элементы. Параболоид в виде концентратора лучей, и в его фокусе находится приемник. Может быть, в фокусе находится вторичное зеркало, так тоже часто поступают, которое отражает сконцентрированный поток света уже на радиоприемник. Дальше он оцифровывается сигнал и фиксируется компьютером обычно. Как правило, радиотелескоп видит только одну точку на небе, принимает сигнал из одной точки. Но современные радиотелескопы уже снабжаются такими многоапертурными приемниками. Вы видите целую матрицу небольших облучателей, то есть воронок, куда проваливается радиоволна, принятая, и они, конечно, повышают эффективность работы радиотелескопа, поскольку сразу грубую, но все-таки сразу создают нам некую картинку, матрицу изображений. Крупные радиотелескопы довольно массивные сооружения, и чтобы они не были слишком массивными, их часто делают такими сетчатыми. Если размер сетки меньше длины волны, которая принимается радиоинструментом, то радиоволна не проходит сквозь нее, она отражается. Вес такой конструкции становится значительно легче. Впрочем, даже это не позволяет делать радиоантенны, радиотелескопы слишком большого размера. Все-таки масса конструкции гигантская. И вот стаметрового диаметра антенны это, пожалуй, предел на сегодня того, что можно создать на Земле в условиях большой силы тяжести. Самая большая антенна, она перед вами, имеет такой неравномерный размер, она в ширину 110, а в другом направлении 100 метров. Ну, 110 это, пожалуй, максимум того, что может позволить современная инженерия для полноповоротной антенны, то есть способность смотреть в любую точку неба. к сожалению, это не очень удобно, потому что длина волны радиоизлучения велика, и дифракция на краях радиотарелки, как мы ее называем, тоже очень велика. Разрешение, то есть минимальный размер, угловой размер элемента, который видит такая антенна на небе, он просто вычисляется. Делим длину волны излучения на диаметр радиотелескопа. Собственно, то же самое и в оптическом диапазоне работает, но в радиодиапазоне это создает нам очень низкое качество изображения. Картинка мутная и трудно различимы детали. Поэтому радиоастрономы стремятся создавать все более крупные антенны. Как их сделать, если они очень тяжелые? Один из выходов — положить такую тарелку на землю и не создавать ей поворотный механизм. Таким образом был создан 300-метровый диаметр, телескоп Воросиба на острове Пуэрто-Рико перед вами. А как же наводить его на разные участки неба, если он неподвижен? Но ведь небо перед нами поворачивается в течение суток, и разные его элементы проходят над этой тарелкой. К тому же вторая часть радиотелескопа, подвешенная на специальных канатах, она подвижная, она может перемещаться как по азимуту, так и в разных направлениях по азимуту. И в конце концов этот телескоп видит немалую часть неба. Он немножко покачивает свое поле зрения, и в зените на плюс-минус 20-22 градуса может довольно большой участок неба захватывать. Внутри этой кабины, подвешенной в фокусе телескопа, находится вторичное и даже третичное зеркало, которые исправляют качество изображения и создают более или менее неприемлемую картинку. Еще большего диаметра антенны не удается сделать полноапертурными, то есть заполнить всю их поверхность отражающими элементами. В таком случае только часть апертуры заполняют отражающими элементами. И вот один из таких крупнейших в мире, кстати говоря, телескоп находится в России на Северном Кавказе. Это Ротан-600, то есть радиотелескоп Академии наук диаметром 600 метров. Как видите, он имеет частично отражающую поверхность, состоящую из отдельных алюминиевых щитов, но она может менять свою конфигурацию и таким образом смотреть на разные участки неба, отражать свет на разные приемники, они вот тут в кабинах, вы их видите на территории телескопа. И таким образом довольно активно производится наблюдение с помощью этого инструмента уже несколько десятилетий и до сих пор это крупнейший одноантенный радиотелескоп в мире. Впрочем, сейчас в Китайской Народной Республике создается более крупный полноапертурный элемент диаметром 500 метров и когда он будет закончен, он станет самым крупным полноапертурным в мире. В Подмосковье и в некоторых других местах в Австралии, например, во Франции, созданы антенны крестообразной формы. Два их элемента, перекрещивающиеся друг с другом, создают два таких ножевых, ножеобразных диаграммы на небе, на перекрестии которых довольно маленькое пятнышко служит изображением, созданным этим телескопом. Одно из плечей поворотное, вот оно перед вами, это такой параболоид, цилиндр параболический, а второе плечо тоже параболическое, но оно неподвижно лежит на земле, вдоль направления север-юг, и вот такие антенны достигают уже километрового диаметра. Ну а больше? К сожалению, больших антенн пока не существует, но есть выход. Можно от двух разнесенных друг от друга на большое расстояние радиоантенн собрать сигнал в одном месте, смешать его и получить интерференционную картину. И тогда мы имеем возможность более тонкую диаграмму направленности сформировать и увидеть более мелкие детали. Этим путем пошли некоторые радиоастрономы, создающие такие многоапертурные, подвижные инструменты. Вот один из них. Шесть антенн, каждая диаметром 22 метра, имеют возможность передвигаться по рельсовым путям вплоть до трех километров друг от друга и как бы маленькие элементы одного большого зеркала создавать из себя. Еще более крупная антенна VLA, Very Large Array, то есть очень большая решетка или система радиоантенн, содержит 27 антенн, она находится в Соединенных Штатах. Это еще более четко видящий телескоп. Вот на этой фотографии вы видите все антенны собраны вместе для регламентных работ, а в течение ночи или даже днем они иногда наблюдают, их развозит специальный тепловоз по рельсовым путям на расстоянии вплоть до 25 километров друг от друга и, разумеется, четкость изображения повышается в значительной степени. Собственно говоря, радиокартинка, созданная этим инструментом, по четкости не уступает оптической. Длинноволновые радиоинтерферометры тоже очень полезны, и вот один из них, крупнейший сегодня в мире, создан в Индии рядом с Пуной, и такие сравнительно дешевые инструменты тоже позволяют вести четкие наблюдения. Хорошо. А как еще улучшить качество картинки, получаемой радиоастрономами? Для этого антенны надо раздвинуть на разные континенты. Два радиотелескопа, установленные на разных континентах, невозможно соединить прямой электронной связи с помощью кабеля, но можно записать сигнал, принятый каждым из них, на магнитофон, снабдив этот сигнал точными метками времени от атомных часов, а потом свести эти две видеокассеты в одно место, запустить их параллельно, синхронно с помощью сигналов времени, и как будто бы наблюдать на радиоинтерферометре в соединенном электронной связи. Такие межконтинентальные радиоинтерферометры достигли колоссального углового разрешения, до тысячных долей угловой секунды. Сегодня радиоастрономы продвигаются в коротковолновый диапазон. Посмотрите, как выглядит коротковолновая миллиметрового диапазона антенна. По качеству тарелки это почти оптическое качество. Видите, отражение растяжек, которые держит вторичное зеркало, оно такое же, как в оптическом зеркале большого телескопа. Но, к сожалению, такие инструменты приходится устанавливать на вершинах гор, в самых сухих местах, потому что воздух, даже при минимальном количестве влаги, уже не пропускает коротковолновое излучение. Так что миллиметровая радиоастрономия работает там же, где и оптические астрономы, на вершинах сухих гор, сухих высокогорных пустынях. Там сильные ветры, там довольно суровый климат, и поэтому некоторые радиотелескопы даже приходится укрывать специальными башнями, так же, как мы делаем для оптических инструментов. Так же точно для миллиметрового диапазона можно создавать многоапертурные системы и устраивать синтетические радиотелескопы, синтезировать изображения, созданные каждым из них. Картинка получается очень хорошим. И вот результат, как астрономы год от года поднимаются все выше и выше в горы. И оптики, и радиоастрономы стремятся подняться выше всех. И сегодня рекорд высотных наблюдений принадлежит радиоинтерферометру ALMA, который работает в высокогорной пустыне Атакама на высоте 5 километров. Это великолепный инструмент из 60 с лишним тарелок, который синтезирует в микроволновом диапазоне и позволяет получить картинку, на которой мы видим межзвездные молекулы и внутренние области межзвездных облаков. То, о чем еще 10 лет назад никто и не мечтал. Так выглядит высокогорный телескоп ALMA, и сегодня мы получаем из него прекрасные результаты. Вот пример. Оптическая фотография очень сложного объекта, где сочетаются и яркие, горячие, и темные, холодные туманности. И сквозь темные мы ничего не видим в оптическом диапазоне. А ALMA в этом же диапазоне прекрасно видит все, что находится внутри холодных облаков, потому что они излучают микроволновые кванты, в основном это молекулы холодные. И таким образом мы проникли туда, куда не мог проникнуть неоптический медленноволновый радиотелескоп. Продолжаем разговор о неоптической астрономии. На прошлой лекции мы говорили о длинноволновом радиодиапазоне, а сегодня обратимся к коротковолновому ультрафиолетовому рентгеновскому гамма-диапазону. Как видите на этой картинке, лучи коротковолновые, более короткие, чем оптические, практически к поверхности Земли не проникают, и даже в нижние слои атмосферы не могут пробиться. Так что для их наблюдения нужна космическая техника. Первой полноценной обсерватории на орбите была станция, американская станция Skylab, на борту которой был большой комплекс рентгеновской и ультрафиолетовой аппаратуры для наблюдения Солнца. И, пожалуй, впервые тогда, это середина 70-х прошлого века, удалось получить полноценные изображения Солнца в коротковолновом диапазоне. Сегодня, даже сегодня, в учебниках астрономии вы увидите именно эти изображения, потому что они буквально канонические, впервые позволили увидеть то, что с поверхности Земли недоступно. Теперь служба наблюдения Солнца обладает множеством разных спутников. Вот наиболее заслуженный из них спутник Соха, на борту которого ультрафиолетовые, рентгеновские, даже оптические телескопы непрерывно наблюдают за Солнцем, получают вот такие замечательные портреты. Смотрите, как много деталей на такой картинке. Мягкий рентген и жесткий ультрафиолет позволяют выявить на поверхности Солнца очень тонкие детали, горячие области, протуберанцы, которые, в конце концов, от них зависит и наша земная погода, потому что часть выброшенного Солнцем вещества попадает в магнитосферу Земли. Как правило, космические обсерватории располагают в определенных точках космического пространства. Перед нами орбита Земли и точки Лагранжа, те точки, где космический аппарат может синхронно с нашей планетой обращаться вокруг Солнца. Как правило, именно в этих точках располагают в точке Л1, например, телескопы для наблюдения Солнца, в точке Л2 те инструменты, которым Солнце, наоборот, противопоказано и надо их подальше от нашего светила удалить, и ночью связь с ними более устойчива происходит. В точке Л5 сейчас работает телескоп Спицер для наблюдения экзопланеты. В общем, почти каждая точка Лагранжа служит для космической астрономии. Наиболее сложные и короткоживущие космические телескопы это телескопы дальнего инфракрасного диапазона. Дело в том, что сам инструмент должен быть абсолютно холодным, чтобы наблюдать довольно холодные космические источники. Это значит, что и зеркало, и аппаратура, а по существу весь спутник нужно охладить почти до абсолютного нуля. И фактически это летающий сосуд дюара, залитый жидким водородом, а подчас и жидким гелием. И, к сожалению, эти суперхолодные жидкости не так долго существуют. Они постепенно испаряются, солнце нагревает поверхность этого инструмента. И как только испарится последняя капля жидкого охладителя, телескоп теряет свое зрение, ну, по крайней мере, инфракрасное зрение. Первые инфракрасные телескопы работали всего по несколько месяцев. Сегодня мы добились того, что они могут годами, даже 2-3 года работать на орбите, но не бесконечно долго. Эти инструменты становятся все более эффективными, меньшего размера, но с большими возможностями. И вот недавно отработавший свое телескоп ВАЙС оказался пригодным и после того, как жидкий гелий в нем испарился. Оказывается, частично его можно использовать и для оптических наблюдений, он до сих пор несет свою вахту, хотя, конечно, самое эффективное время его работы было в начале, когда он был охлажден жидкими охладителями. Как можно получить изображение в далеком, очень жестком гамма- или рентгеновском диапазоне? Оказывается, иногда это возможно, хотя гамма-лучи, конечно, сфокусировать никаким инструментом нельзя, они проникают сквозь все, но рентгеновские лучи удается сфокусировать. Принцип здесь такой же, какой мы используем, когда бросаем камень вдоль поверхности воды и пускаем так называемые блинчики, то есть твердый камень, который обычно тонет в воде, тем не менее может отразиться от нее, если попадает на воду под малым углом. Точно так же под малым углом можно пустить жесткие кванты рентгеновского излучения на отражающую поверхность зеркала, и они не проникнут сквозь зеркало, отразятся от него и соберутся в фокусе. Так создают телескопы ближнего, то есть наиболее мягкого рентгеновского диапазона, и они сразу фиксируют в фокусе картинку, изображение рентгеновское, а не просто кучу квантов. Выглядят эти телескопы своеобразно. Это как бы набор таких ведер, ставленных одно в другое. На самом деле это параболические, гиперболические зеркала косового падения, но чтобы не терять кванты, проходящие в центре, ставят целую серию таких зеркал, видимо, трешки, и каждая из них фокусирует свет в одной и той же точке, и в результате получается очень приличное изображение. К сожалению, такие телескопы очень длинные, а расстояние от зеркала до приемника квантов иногда больше 10 метров. И для космического аппарата это сложно вот такой длинный объект вывести на орбиту. Поэтому в последнее время их стали делать раскладными, то есть сначала эта система сложена, компактная, она запускается на орбиту, а потом растягивается, гармошка и удаляет систему зеркал от приемной части. И получается вот такой вот странного вида телескоп, который тем не менее работает очень хорошо. Эти легкие инструменты сегодня запускают с помощью довольно дешевой аэрокосмической системы. Самолет с подвешенной к нему ракетой поднимается в стратосферу и выпускает из-под себя сначала крылатую ракету, а затем она сбрасывает крылья, когда уже нет опоры в виде воздуха и как обычная ракета поднимается на орбиту. Это так называемая ракета Пегас. Именно с ее помощью в последнее время запускают небольшие, но эффективные рентгеновские телескопы. Замечательного качества изображения дают нам современные инструменты. Вот синтетический снимок, где один объект сфотографирован в оптическом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. И тут мы видим массу деталей, мы видим плазму разной температуры, свечение разных химических элементов. Перед нами остаток взрыва сверхновой и понять его структуру и физические процессы по таким фотографиям стало очень легко. Еще один остаток взрыва сверхновой той самой, вспышку которой наблюдал Тихо Браги в 1572 году, которая подтолкнула его к занятиям астрономии. А теперь мы на этом месте видим расширяющийся плазменный шар с огромной скоростью расширяющийся. И вот сегодня мы присутствуем на продолжении этого взрыва и видим то, как развивается эта картина. В жестком диапазоне сфокусировать кванты невозможно. Они проникают сквозь все и для них только преграду можно поставить. Такую преграду в виде маски полупрозрачной, кодированной так называемой маски ставят на спутниках наблюдающих в жестком гамма-диапазоне. И она позволяет по крайней мере различить, от каких близко расположенных источников приходят кванты. Зафиксировать сам квант тоже не очень просто, он же проникает сквозь преграды довольно легко. И вот работающий сегодня телескоп ферми на орбите Земли он очень массивный, потому что нужно создать много-много слоев металлических пластинок, в которых квант гамма-диапазона остановится, отдаст свою энергию плазме, и плазменную вспышку можно будет зафиксировать камерой и узнать, откуда прилетел квант, и какую энергию он имел. Благодаря таким инструментам мы видим развитие самых невероятных событий, например, вспышки, которые посылают нам молодые пульсары, то есть нейтронные звезды, недавно родившиеся, очень активные и быстро вращающиеся, как маячки, посылающие нам рентгеновские и гамма-вспышки. Вот картина гамма-неба всего, всей небесной сферы, посреди она пересекается нашим млечным путем, то есть плоскостью нашей галактики, где основные источники находятся, но и за пределами этой плоскости мы видим далекие, внегалактические, очень активные объекты, которые светят в гамма-диапазоне. Самое последнее удивительное открытие, полученное с помощью спутника Ферми, это гигантские пузыри горячей плазмы, простирающиеся над центром нашей галактики в обе стороны, и в северное, и в южное полушарие. Они хорошо видны на прямом снимке, но еще лучше на модели, которую вы видите перед собой. Причину возникновения этих надутых горячей плазмой пузырей мы до конца не понимаем, но ясно, что черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, каким-то образом за это ответственна. Сейчас эта черная дыра неактивна, но, видимо, в прошлом она была очень активной и надула вот эти горячие области, которые простираются на десятки тысяч световых лет. Скорее всего, это были два потока горячей плазмы, два джета, как говорят астрофизики, которые, вращаясь, прецессируя, раздули вот эти огромные области, до сих пор сохраняющие свою высокую температуру. Еще более интересны и более опасны иногда для нас, землян, мощные взрывы звезд, происходящие на большом расстоянии, так называемые гамма-всплески. Их фиксируют специальные космические обсерватории, передают данные об этих вспышках на Землю, и уже наземные телескопы-роботы, быстро разворачиваясь, начинают изучать это явление. Одна из вспышек была наиболее удивительной, она произошла в марте 2011 года. Вместо одного всплеска мы увидели последовательные несколько вспышек гамма-лучей, навели на это место оптический телескоп, поняли, что вспышка произошла в ядре далекой галактики. И, как и в ядре нашей галактики, очевидно, там находится черная дыра. Вот в нашей галактике мы ее чувствуем по движению звезд, а там только по проявлениям активности. Видимо, одна из обычных звезд подлетела слишком близко к черной дыре и была разрушена ее гравитационным полем. Именно это произвело яркую вспышку. Еще более загадочны потоки элементарных частиц, обрушившиеся на Землю со всех сторон. Мы называем их космическими лучами. На самом деле это не лучи, а быстрые протоны, нейтроны, ядра атомов, электроны, которые влетают в атмосферу Земли и ионизуют ее в верхних слоях. Именно так они и были открыты в первые годы XX века. Попадая в атмосферу Земли, такая частица, например, быстрый протон, сталкивается с атомами воздуха и порождает целый поток вторичных элементарных частиц, которые, как дождь, обрушиваются на нижние слои атмосферы. Их можно фиксировать и в верхних слоях атмосферы, и на поверхности Земли, и, что часто делается, под землей. Почему под? Да потому, что слой Земли над прибором работает как фильтр, отфильтровывая неинтересные частицы и оставляет для регистрации в приборе самые интересные, глубоко проникающие внутрь нашей планеты. Впрочем, атмосфера Земли тоже не совсем для них безразлична. Например, мощная частица, влетевшая в верхние слои атмосферы, порождает ливень вторичных частиц, а они, двигаясь со скоростью больше скорости света в атмосфере, порождают яркую вспышку фиолетового излучения, так называемого черенковского излучения. Именно оно принимается такими коллекторами, многозеркальными коллекторами, собирается в их фокусе и фиксируется электронными приемниками, фотоэлектронными умножителями. Наше Солнце самое опасное и самое полезное для нас звезда, физику которой нам в первую очередь надо понять. А как понять, если мы видим только поверхность Солнца? Ведь в недрах Солнца, в его глубинах происходит то, что питает Солнце энергией, термоядерные реакции. Оказывается, это возможно. Рождающиеся в ходе термоядерных реакций нейтрино, частицы, почти не взаимодействующие с веществом, проникают сквозь Солнце так же легко, как сквозь вакуум, и через 8 минут полета со скоростью почти скорости света равной прилетают к Земле. То есть, через 8 минут после ядерной реакции в недрах Солнца мы получаем на Земле поток нейтрино от нее. Но их надо суметь зафиксировать, ведь они так же легко проходят и сквозь Землю. Первые эксперименты по фиксированию нейтрино проводили глубоко под землей с помощью специальных химических детекторов, и они показали удивительную вещь. Нейтрино приходят от Солнца, но их мало. Были созданы специальные телескопы нейтрино, или назовем их детекторы нейтрино, заполненные водой, покрытые со всех сторон фотоэлектронными умножителями, которые фиксировали вспышки излучения, рожденные нейтрино в этой чистой воде. И они показали, что нейтрино идут от Солнца, но их примерно втрое меньше, чем должно быть по расчетам. И вот, наконец, в начале 21 века в Канаде был создан подземный детектор, способный регистрировать нейтрино всех трех сортов. Не только те, которые рождаются внутри Солнца, так называемые электронные, но и другие, мионные и тау-нейтрино, которые, в принципе, могут быть в природе, но никто их раньше из космоса не наблюдал. Так вот, оказалось, что в сумме все три типа нейтрино приходят как раз в таком количестве, как на Солнце, должны по расчетам рождаться только электронные. А это значит, что электронные меняют свою сущность по пути от Солнца к Земле, как бы меняют лицо и прилетают к нам немножко в другом состоянии. А это открыло перед физиками новые перспективы и создало для них новую загадку, как эта нейтрино может менять свой тип. Сегодня физики над этим работают, а астрономы изучают недра Солнца с помощью вот таких всевидящих нейтринных детекторов. Один из вариантов таких детекторов размещать их в глубинах моря или в глубинах очень крупных озер, таких как Байкал, например, наш. Тогда сама вода служит тем веществом, в котором нейтрино тормозится и создает вспышки света, а специальные фотоэлектронные умножители фиксируют этот свет. И уж совсем экзотического типа нейтринные детекторы это во льду. А в глубоком трехкилометровой глубины антарктическом льду создан гигантский нейтринный детектор в шахты, пробуренные сквозь лед, опущенные фотоэлектронные умножители. И вот этот ледяной телескоп сегодня позволяет исследовать и солнечные нейтрины, и идущие из недр нашей планеты Земли, и может быть иногда приходящие от взрывающихся сверхновых звезд. И наконец последнее. Неоткрытая пока область астрономии гравитационно-волновая. Двигаясь с большой скоростью звезды, обращающиеся друг вокруг друга, например, двойные звезды, генерируют такие волны пространства-времени, предсказанные в теории Эйнштейна, но пока не обнаруженные из космоса. Приходя на Землю, такая волна создает напряжение в любом предмете, и если, скажем, свободно подвесить в вакууме некоторые точки, то они будут вот такие колебания испытывать. Первые попытки зафиксировать их были связаны именно с возможностями этих колебаний. Специальные алюминиевые болванки обклеивались пьезодатчиками, и ученые ждали, когда же вздрогнет такая болванка от приходящего гравитационно-волнового излучения. Не вздрогнуло. Инструменты оказались слишком малочувствительными, но нашелся другой способ увеличить их чувствительность. Можно подвесить на тонких нитях специальные зеркала, которые тоже вздрогнут, когда придет гравитационная волна, а с помощью лазерного излучения, создавая интерферометрический сигнал между этими зеркалами, можно измерить это легкое подрагивание. Сегодня вот такие лазерные гравитационно-волновые детекторы в некоторых странах расположены. Вот один из них перед вами, на территории европейских стран. Несколько из них работает в Соединенных Штатах, в Австралии, в Японии. И если когда-нибудь они вздрогнут одновременно, это будет говорить о том, что на Землю обрушилась гравитационная волна, вероятно, созданная каким-то колоссальным космическим событием. Хотелось бы такие детекторы разместить в космосе, они будут еще более чувствительными, но для космических телескопов проекты их уже есть. ЛАЙЗА лазерный интерферометр космический проекты есть, но денег на их воплощение пока нет. И вот такие далеко раздвинутые друг от друга лазерные детекторы пока только на рисунках можно себе представить, а в космосе они появятся видимо в ближайшие, а может быть и не очень близкие годы. мы живем на дне воздушного океана. Это печально, особенно для астрономов, которые вынуждены наблюдать космос сквозь эту толстую земную атмосферу. Для всех остальных это довольно приятное событие. Что должен знать каждый астроном об атмосфере Земли? Во-первых, какова ее прозрачность? Во-вторых, какие сумеречные явления могут помешать наблюдениям? В-третьих, как атмосфера светится сама, а она таки светится. В-четвертых, как она преломляет свет, то есть меняет направление световых лучей. В-пятых, насколько она турбулентна, то есть насколько она размывает четкие изображения, которые можно было бы наблюдать из космоса при отсутствии атмосферы. Посмотрим на Землю. Обычно процентов 30, а то и 40 поверхности Земли закрыты облаками. Конечно, астрономы ищут те места на Земле, где облачность бывает реже всего, но так или иначе в любом месте Земли время от времени появляются облака, которые мешают оптическим наблюдениям. Это портрет Земли в оптическом диапазоне, и тут облака действительно небольшая помеха, но ведь астрономы хотели бы наблюдать и в других диапазонах излучения, в инфракрасном, который а в инфракрасном диапазоне вот картинка перед вами атмосфера Земли становится еще менее прозрачной. Это ближний инфракрасный диапазон. Пары воды тут уже вмешиваются в изображение, которое мы получаем из космоса, глядя на Землю, а значит из поверхности Земли, когда смотрим в космос. На этой фотографии еще видны очертания материков, значит в некоторых областях атмосфера прозрачна, но вот длинноволновый инфракрасный диапазон, так называемый дальний инфракрасный диапазон, в нем атмосфера Земли непрозрачна совершенно. Для геофизиков это благо, они могут наблюдать с борта спутника за тем, как движется атмосфера, какие завихрения в ней происходят, поверхность их не интересует. Но для астронома это полный коллапс. Сквозь такую атмосферу в дальнем инфракрасном диапазоне с поверхности Земли ничего не видно. Строение земной атмосферы довольно замысловато. Источником тепла для нас служат солнечные лучи, но большинство слоев земной атмосферы прозрачны для них, поэтому свет Солнца проходит до поверхности, нагревает твердую поверхность Земли, и теплый воздух начинает подниматься. Примерно до высоты в 20 километров теплый воздух, поднимаясь, понемногу остывает, и на этой высоте, а мы обычно летаем на этой высоте 10, 12, 14 иногда километров, куда самолеты гражданской авиации поднимаются. Мы знаем, что температура там очень низкая, минус 50, минус 60 градусов, но затем температура с высотой начинает расти, а это значит, что где-то в атмосфере есть слой газа, который перехватывает часть солнечных лучей и служит источником тепла. Такой слой есть, и это слой, обогащенный озоном, молекулы О3, она интенсивно поглощает ультрафиолет солнечный и нагревает тот слой атмосферы, в котором этих молекул много. Стратопауза делит нам два прозрачных слоя, стратосферу и мезосферу. Еще выше постепенно падает температура, поскольку нет источников нагрева, а на высотах более 100 километров там уже можно вообще не говорить об атмосфере как таковой, там отдельные атомы и молекулы газа летают, и чем выше, тем больше их температура, и самые горячие, самые быстродвижущиеся из них вообще покидают атмосферу Земли. Так что вот это деление на тропосферу, стратосферу, мезосферу и термосферу так или иначе связано с источниками тепла в атмосфере Земли. Это поверхность либо слой, обогащенный молекулами озона. На какие высоты можно отправить телескоп? Ну, с поверхности Земли мы совсем на дне океана воздушного находимся, до высоты примерно в 15 километров поднимаются самолеты, до высоты в 40 километров могут баллоны подняться. Еще выше можно ненадолго запустить на борту геофизической ракеты какую-то аппаратуру. Это вертикально взлетающие ракеты, которые через несколько минут падают обратно на Землю. Ну, а совсем высоко в космос летают спутники. Однако, есть промежуточные слои атмосферы, где самолет и баллон не могут удержаться в воздухе, слишком разреженная атмосфера, а спутник долго не может лететь, потому что она все-таки слишком плотная, он тормозится и падает. Довольно широкий слой атмосферы, от 100 до 200 километров, и наименее исследованный, надо сказать. А именно там сгорают метеоры, именно там происходят полярные сияния, и в общем этот слой еще предстоит до конца исследовать. Посмотрите, снимок сделан с борта американского космического корабля «Шаттл», и по сути он летит в воздушном пространстве, он летит там, где у него за спиной полярные сияния происходят, то есть светится земная атмосфера под действием солнечных космических частиц. Так что космонавты на низких орбитах, там, где они реально работают, находятся в самых разреженных слоях земной атмосферы. Но, к счастью, в оптическом диапазоне воздух прозрачен. Какое замечательное изображение мы имеем, глядя на поверхность Луны в телескоп с небольшим увеличением. Или, глядя на звездное небо достаточно приспособлено для этого области, высокогорная пустыня, в данном случае пустыня Аризона. Тут воздух настолько прозрачен, что даже глаз человека видит более 10 тысяч звезд на всем небосводе, а телескоп видит невероятное количество. Но облака нам мешают. Они закрывают и Солнце, не позволяют его постоянно изучать с Земли, закрывают и ночные светила. К тому же, очень сильно мешает астрономам рассеянный в атмосфере искусственный свет ночного освещения наших городов. Это ночная карта всей земной поверхности и наиболее населенные области это Европа, Северная Америка, Япония, сегодня еще Китай и Индия, как видите, полностью покрыты источниками ночного света и там астрономам делать нечего. Европа это вообще залитое светом пространство и мегаполисы такие как Лондон, Париж, Москва, Санкт-Петербург или Дельта Нила, в которой очень много людей живет. Они абсолютно противопоказаны для ночных астрономических наблюдений. Так выглядит небо над крупным европейским городом это Париж. Мы не видим на нем ни одной звезды, только яркая Луна и пара ярких планет. Все остальное пространство небесное залито рассеянным светом уличных фонарей и для астрономов здесь нет ничего интересного для работы. Если уйти в горы ситуация улучшается. Это одна из лучших горных обсерваторий Европы и обсерватория Пик Дюмеди на южной границе Франции с Испанией. Еще недавно здесь были идеальные условия для ночных наблюдений. Но обратите внимание на свет, который поднимается из долин. Лыжные курорты становятся все более активными ночной освещения на них все более ярким. Даже в таких удаленных от цивилизации местах астрономы испытывают трудности в связи с ярким ночным освещением. Тем не менее, горные обсерватории по-прежнему имеют свои преимущества. Перед нами график прозрачности атмосферы. В ультрафиолетовой коротковолновой области атмосфера непрозрачна где угодно. Озон поглощает любые ультрафиолетовые лучи. Но если мы приближаемся по длине волны к оптическому диапазону 500, 600, 700 нанометров это как раз тот диапазон, который глазом виден, то здесь ясно видна разница между равнинными обсерваториями и такими горными, как, например, на вершинах Тень-Шаня. Все-таки в несколько раз ниже количества света, застрявшего в атмосфере и намного больше света, дошедшего до телескопа. Так что в горах, конечно, наблюдать более удобно и астрономы поэтому стремятся на горные вершины. К сожалению, в инфракрасном диапазоне почти независимо от высоты наблюдать невозможно. Мощные полосы поглощения молекул воды и углекислого газа лишают нас возможности и вообще что-либо увидеть в инфракрасном диапазоне. Для того, чтобы это сделать, нужно подниматься в верхние слои стратосферы, а еще лучше в космическое пространство. Особенно велико поглощение света в том случае, когда светило видно не в зените, а вблизи горизонта. Тогда его лучам приходится преодолевать очень большую толщу атмосферы. Сравните эти две фотографии Солнца в зените и вблизи горизонта. Когда Солнце горизонта, мы без опаски можем смотреть на него глазом, оно не ослепляет нас, именно потому, что большая часть его лучей поглощается в плотных слоях атмосферы. Но не только поглощается, но и изменяет свое направление. Так называемая рефракция, то есть искажение в движении света, связана с тем, что ему приходится проходить сквозь слои разной плотности, подобно тому, как луч, падающий на линзу или на призму стеклянную, проходит через границу двух оптических сред и меняет свое направление. Точно так же постепенно меняет направление и луч, идущий из космоса в плотные слои атмосферы. Астроному кажется, что он видит светило в одном направлении, а на самом деле луч света пришел из другого. Конечно, разница не так велика, но у горизонта она достигает 35 угловых минут, а это чуть больше диаметра диска Солнца. Поэтому, когда нам кажется, что Солнце коснулось своим нижним краем горизонта, на самом деле оно уже под горизонтом, и только благодаря тому, что его лучи искривляются, проходя через атмосферу, изображение Солнца всплывает над горизонтом и немножко продлевает длительность наших суток. Яркие звезды видны невооруженным глазом, слабые доступны только телескопу. Перед нами знакомая конфигурация ковша в Большой Медведице, но всех звезд, которые фон составляют, глаз человека не видит, а замечает только телескоп. Разная яркость звезд каким-то образом должна быть отражена математически, и астрономы давно уже ввели шкалу звездных величин. Сначала, в давние времена, еще 2000 лет назад, разбили все видимые глазом звезды на пять ступенек, пять типов, пять звездных величин. От самых ярких первой звездной величины до самых еле заметных глазом шестой звездной величины. Вообще говоря, такие шкалы характерны для всех приемников информации, которыми владеет человек, для всех наших рецепторов, и для слуховых, и для тактильных, и для зрительных, вот, например, шкала звездных величин. Это так называемые логарифмические шкалы. Они отражают тот факт, что при изменении мощности раздражителя в какое-то количество раз мы это воспринимаем как ступенька на определенное число, меняющее наши ощущения. Это вот особенности нашей физиологии. Поэтому такой закон, названный именами Вебера и Фехнера, он приводит к тому, что большинство шкал и землетрясений, и звуковой интенсивности, и вот шкала звездных величин имеют логарифмический характер. Астрономы тоже используют логарифмическую шкалу. Разница в потоках света от двух звезд, отличающихся на одну звездную величину, составляет примерно 2,5, точнее 2,512 и так далее. Там еще хвостики есть математические. И таким образом мы можем на одной шкале сравнительно небольшой по численному значению уложить самые разносторонние объекты от яркого Солнца, имеющего минус 27 звездную величину почти, до еле видимых в самые мощные телескопы звезд, имеющих плюс 28-ю, иногда 30-ю звездную величину. Вот этот диапазон 60 звездных величин, он покрывает нам все возможные астрономические источники света. Но ведь это воспринимаемое нами излучение, нам бы хотелось знать истинную мощность излучения космического объекта. Для этого введены абсолютные звездные величины, то есть какова была видимая величина объекта, если бы он находился от нас на стандартном расстоянии 10 парсек или 30 с небольшим световых лет. Вот перед вами формулы, которые позволяют просто рассчитать абсолютную звездную величину, то есть истинную яркость объекта, исходя из видимой его звездной величины и расстояния до него в парсеках. Электромагнитное излучение это окно, через которое мы смотрим в космос. Практически все, что мы узнали о космических объектах, об их физике и движении, связано с изучением квантов электромагнитного излучения. Спектр электромагнитных волн простирается от одной бесконечности к другой, от самых жестких гамма-квантов до самых мягких радиоволн. Даже тот, который мы умеем фиксировать своими приборами, объединяет 40 октав, то есть 40 раз вдвое изменяется частота или длина волны. А глаз человека выхватывает из этого крайне широкого спектра всего одну октаву колебаний, то есть примерно от 350 нанометров до 700 нанометров от голубого до красного света. Астрономы получили чрезвычайно много интересных сведений о космосе, расширив диапазон тех волн, которые в принципе они могут наблюдать. В электронике в технических областях электромагнитный спектр разделяется на большое количество поддиапазонов. Вы их видите на этой иллюстрации. Они очень важны для разных областей техники, но для астрономов такое тонкое деление спектра на самом деле не представляет интереса. И наше астрономическое деление выглядит более грубым, но более оправданным с точки зрения наблюдений, потому что радио и близкие к диапазон проходят сквозь атмосферу, видимое тем более проходит. Это то, что мы можем на поверхности Земли исследовать, а ультрафиолет, особенно далекий ультрафиолет, так называемый вакуумный, тем более рентгены гамма-лучи сквозь атмосферу не проходят. Вспомним, как возникают электромагнитные колебания. Для этого нужно привести в колебательное состояние электрический заряд. Элементарный заряд, если будет испытывать вертикальные колебания, от него в разные стороны будут распространяться электромагнитные волны, причем с разной интенсивностью. Здесь условно показано колебание, которое испытывает электрический вектор электромагнитного поля, а пунктиром полярная диаграмма того, с какой интенсивностью в разных направлениях эти волны распространяются. Мы знаем, что электромагнитная волна — это совместное колебательное состояние магнитного и электрического полей в одной и той же фазе, но в перпендикулярных направлениях. Вообще говоря, электромагнитная волна поляризована. Если элементарный заряд движется в одной и той же плоскости, то в этой же плоскости колеблется электрический вектор, а магнитный в перпендикулярной плоскости. Но реально мы таких поляризованных источников света почти не имеем в природе. Всегда это смесь колебаний в разных направлениях происходящих, а если тепловое излучение, то во всех направлениях одновременно колеблются элементарные частицы, и свет полностью не поляризованный. Иногда бывает частично поляризованный, если какой-то физический эффект предпочтительно пропускает излучение одной поляризации. Вспомним, как рождаются кванты электромагнитного излучения в атомах. Довольно грубая картина, но достаточно удобная для астрономических представлений. Это орбиты электрона вокруг положительно заряженного ядра. Конечно, таких круговых орбит у электронов не бывает, и вообще орбиты — это довольно условное понятие, но нам сейчас это безразлично. Мы знаем, что электрон может переходить с одной орбиты на другую, точнее, из одного энергетического состояния в другое, и каждый раз при этом поглощать или излучать квант. Если электрон приближается к ядру, он излучает. Если удаляется от ядра, то ему надо поглотить какое-то количество энергии, чтобы удалиться из этой потенциальной ямы, то есть свою связь с ядром сделать менее заметной. В зависимости от того, с каких уровней начинают прыгать электроны вверх, или наоборот, на какой уровень он прыгает сверху вниз, разделяют серии спектральных линий. Обычно в оптическом диапазоне прыжки электроны, переходы электрона происходят на второй возбужденный уровень, и мы имеем серию, так называемую бальмеровскую серию оптических линий. В данном случае это атом водорода, простейший атом с одним электроном. Переходы на нижний, самый нижний из уровня электрона, создают кванты ультрафиолетового диапазона, лаймановская серия. Переходы на третий — инфракрасного диапазона. Вот еще одна довольно простая иллюстрация. Тут просто энергетические уровни нарисованы, и мы можем проследить, как переходы электрона с первого уровня на более высокий, со второго на более высокий, рождают серии лаймановских, бальмеровских, пашеновских линий. Все это фамилии физиков, которые исследовали данные спектральные серии линий. Каждый переход для него характерна какая-то энергия. Обычно ее выражают в электрон-вольтах, то есть в энергиях, которые приобретает электрон, пройдя сквозь разность потенциала в один вольт. Размер атома при этом тоже меняется. Если электрон переходит на более высокие орбиты, то и атом становится более толстым, более протяженным. Облако электронное распухает. В обычном невозбужденном состоянии атом водорода имеет размер диаметра, примерно равный одному ангстрему, то есть одну стомиллионную долю сантиметра. Это характерный размер атома, но если его возбудить, он становится все более протяженным. Спектральные серии для водорода показаны на этой иллюстрации. Обратите внимание, на нижних панелях показаны, какими буквами каждая из линий данной серии отмечается. Для Лаймановской серии это четыре варианта в разных областях. В астрономии и спектроскопии немножко по-разному используют. Лаймон-альфа — это переход со второго на первый уровень, Лаймон-бета — с третьего на первый, Лаймон-гамма — с четвертого на первый и так далее. Бальмировская серия, в отличие от всех прочих, не буквой, связанной с фамилией физика отмечена, а буквой H, то есть это буква, которая в таблице Менделеева, атом водорода отмечен был. А все остальные связаны с фамилиями тех исследователей, которые их обнаружили. Как видите, по ним можно вспомнить название серии. Лаймон, Пашен, Брекет, Фунт и так далее. Фотон квантоэлектромагнитного излучения несет определенную энергию, определенный импульс, и ему можно приписать определенную частоту колебаний и длину волны. Они связаны друг с другом через формулу Планка. Это знакомая всем старшеклассникам и студентам формула. Постоянная Планка, тоже константа физическая, ее легко найти в справочниках. И связь эта однозначная, и ей часто пользуются, когда пересчитывают длину волны в энергию фотона. Нужно заметить, что обозначения величин время от времени меняются. Система единиц по-разному вводится, и даже написание единиц тоже бывает не всегда одинаковым. Например, в старых учебниках вы увидите, как электрон вольт написан через дефис, а в новых учебниках это слитное слово. И особенно для учителей важно в таких мелочах не путаться, чтобы как-то в ногу со временем идти. Довольно полезно помнить, как связана длина волны с частотой излучения, чтобы хотя бы в уме быстро переводить эти единицы из одной системы в другую. Перед вами эта связь написана. Законы излучения проще всего выглядят для такого идеального тела, которое называется абсолютно черным. То есть это поверхность, которая все поглощает и, следовательно, излучает во всех диапазонах длин волн. Закон излучения, самый основной закон, закон Планка, описывает, как меняется плотность излучения при переходе вдоль шкалы длин волн или частот излучения. Закон Планка — универсальная формула, которая отражает все свойства излучения абсолютно черного тела. Но можно его преломить для каких-то конкретных ситуаций. Например, как меняется положение максимума в спектре излучения абсолютно черного тела. Мы знаем, нагревая какой-то объект, гвоздь в печи, мы заставляем его сначала темно-красным светом светиться, потом оранжевым, потом желтым, потом до белого коленя. Это отражает как раз закон смещения максимума в излучении. Чем выше температура, тем короче длина волны, на которой это тело максимума в излучении своего имеет. Вот такой закон смещения вина. Он очень простую форму имеет, и сразу подставив туда температуру, но не забывайте, в абсолютной шкале кельвиновскую температуру, то есть 0 по Цельсию — это 273 по Кельвину. Подставив туда температуру тела, вы сразу получаете положение максимума в спектре излучения. Но меняется и полное количество излучения, которое данная площадка абсолютно черного тела отдает в пространство. Чем выше температура, тем больше поток излучения с одной и той же площади. Он описывается законом Стефана Больцмана. Сигма — это константа Стефана Больцмана, она есть в любом справочнике. И, как видите, очень резкая зависимость — четвертая степень температуры. То есть достаточно нагреть тело вдвое, и оно в 16 раз интенсивнее будет излучать в пространство. Глядя на звезды, мы видим их разными цветами. И это в какой-то мере отражает их температуру. Но это условное довольно отражение, потому что, скажем, красная звезда может быть как холодной, так и находиться за облаком космической пыли, которая просто поглощает фиолетовую часть спектра. Более точное представление о температуре звезд дает их спектр. Мы можем разложить излучение звезды спектр, например, поставив перед объективом телескопа тонкую призму, и тогда каждое изображение звезды станет маленьким спектром. Можем поступить и более аккуратно, пропустив свет конкретной звезды сквозь щель, направив на призму, и получим тогда отдельный четкий красивый спектр. Сегодня вместо призмы чаще всего астрономы используют дифракционную решетку. Это система тонких линий, которые поглощают или пропускают свет, и они, отклоняя лучи в разные стороны, создают интерференцию и усиление разного цвета на разном расстоянии от направления белого луча. Как видите, дифракционная решетка в обе стороны отклоняет свет и в разных порядках дифракции создает более расширенный или более узкий спектр. Так выглядит спектр обычной звезды, нашего Солнца. В нем, кроме цветного излучения, мы видим темные линии, где излучения почти нет. Связаны они с тем, что в верхних слоях Солнечной атмосферы находятся газы довольно холодные, которые перехватывают, поглощают свет именно на этой длине волны. Вместо такого коротенького спектра астрономы иногда получают спектр более длинный, который даже приходится на полосочки нарезать и складывать такой стопочкой. Но зато каждая спектральная линия, тут довольно широкий портрет свой демонстрирует, и уже можно форму спектральной линии различить, как видите, такие черные вставочки, и по ним узнать температуру газа, плотность газа, скорость движения объекта. А если источник света движется, то происходит странная вещь. В зависимости от того, с какого направления мы его наблюдаем, к нам приходит более коротковолновое или длинноволновое излучение. Если источник приближается к вам, свет как бы уплотняется, и частота колебаний увеличивается. А если удаляется от нас, частота колебаний уменьшается. Это эффект Доплера. Доплер его открыл для звуковых волн, но этот эффект работает и для света. И в том случае, если мы видим спектр какого-то конкретного объекта, и объект перемещается, все линии, вообще весь спектр сдвигается, либо в красную сторону, как на этой иллюстрации, объект удаляется от нас, либо в синюю. Вот конкретная фотография реального объекта, галактика очень далекая, 3С273. И те линии, которые в лабораторном спектре сравнения на одних положениях, при одних длинных волн находится, это линии бальмерской серии водорода, у галактики сдвинуты в красную сторону, потому что она удаляется от нас. А если источник совершает регулярные колебания относительно нас, то приближается, то удаляется, то и спектр, и все его линии, весь спектр будет гулять туда-сюда, совершая то фиолетовое, то красное смещение, демонстрируя нам движение этого объекта. Глядя на небо, нам трудно сказать, на каком расстоянии от нас расположены космические объекты. На первый взгляд, они кажутся все расположенными на одинаковом расстоянии, но это же не так. Очень важно и очень сложно для астрономов определить истинное расстояние до космического объекта. Для этого существует несколько методов, а точнее несколько групп методов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Перечислим их. Это локация, она может быть и радио, и оптической локацией. Трогенометрический параллакс, то есть смещение направления на объект в зависимости от того, с какой точки мы на него смотрим. Кинематические методы, о них мы чуть позже поговорим. Фотометрический, то есть какова яркость объекта в зависимости от его расстояния. И, наконец, метод аналогии. То есть если мы представляем себе по каким-то косвенным соображениям, каков истинный размер объекта, то по его угловому размеру можем судить о том, насколько далек он от нас. Начнем с радиолокации. Это самый надежный, но самый короткодействующий метод. Он дотянулся в наши дни до ближайших планет, не более того. Но это очень надежный метод, потому что, послав радиоимпульс, получив отраженный, мы по скорости света и по времени прохождения можем определить расстояние до объекта. Первые космические радиолокаторы появились в те годы, когда начались запуски космических зондов к далеким планетам, к Марсу, Венере. И тогда перед нами три записи, отраженных от Венеры, сигналов, полученных в 1962 году советскими тогда радиолокаторами. Как видите, они имели форму морзянки, где с неким политическим подтекстом были записаны определенные слова. Сначала, в первые десятилетия космонавтики, радиолокатор не давал большой точности в расстоянии до планет, в основном по той причине, что мы не знали рельеф планеты. Ведь отражение происходит от поверхности, от гор, от долин, а нам надо знать расстояние до центра планеты. А, скажем, Венера вся закрыта облаками, и никто не мог судить о ее рельефе, пока не появились посадочные аппараты и радиолокационные спутники, которые измерили нам рельеф. И обратите внимание, с середины 70-х точность измерения расстояния, особенно до Венеры, резко возросла. Мы стали представлять себе ее топографию. А вот с Меркурием дело обстояло хуже. Только недавно к нему подлетели искусственные спутники, которые сегодня передают нам данные о рельефе Меркурия. Ну и, соответственно, точность измерения возрастет в ближайшие годы значительно. А до сих пор она составляла несколько километров. Не только радио, но и оптический сигнал можно получить как отраженный и судить о расстоянии до объекта. К сожалению, пока оптическая локация работает только в отношении Луны, да и то с трудом. Мощный лазерный луч посылается из телескопа, его фотографии слева на этой картинке. Через полторы секунды он достигает Луны, отражается от нее, и еще через полторы приходит к Земле. Около трех секунд длится полет туда и обратно, и по времени этого пролета можно определить расстояние до Луны. Отразиться от поверхности Луны сигнал практически не может. Луна очень хорошо поглощает падающий на нее свет. Поэтому на Луне устанавливают специальные, так называемые, ретроотражатели, то есть отражатели лазерного сигнала. Они были и на наших луноходах. Вы их видите, вынесены на кронштейне. Слева на фотографии лунохода небольшой отражатель. Собственно, это даже не зеркало, а чуть более сложная конструкция. Набор из призм, которые имеют удивительное свойство. С какой бы стороны на них не упал лазерный луч, отражается он всегда в том же направлении, откуда пришел. Такая трехгранная призма под прямыми углами, три грани пересекаются у нее. Более крупные ретроотражатели, ретро-рефлекторы, доставили на Луну экспедиции американских астронавтов Аполлоны. Такой отражатель уже имеет площадь порядка одного метра. Но надо понимать, что пришедший с Земли на Луну лазерный сигнал имеет размер, лазерный импульс, распределяется на площади около 6-7 квадратных километров. Поэтому доля, которая попадает на отражатель, очень мала. А еще и обратный путь надо учесть. Придя к Земле и попав на объектив телескопа, из этого мощного лазерного сигнала остается буквально несколько фотонов. Вот в правом верхнем углу показана запись отраженного от Луны лазерного сигнала. Очень много помех, но все-таки удается выделять, вот темная полоса идет горизонтальная, это те кванты, которые действительно отразились от поверхности Луны, от стоящего там ретроотражателя. Сегодня точность измерения достигает сантиметров. В ближайшее время она станет еще лучше, миллиметры. И это уже позволит не только о движении Луны судить, но и о том, как, например, на ее движение влияют гравитационные волны, проходящие между Землей и Луной. То есть Луна станет элементом гигантского гравитационно-волнового детектора. Очень полезное изобретение. До более далеких объектов, ну и до Луны тоже когда-то, измерение расстояния производилось путем измерения суточного параллакса. То есть астроном в течение ночи мерил направление на объект, и из-за суточного вращения Земли обсерватория перемещалась, и объект немножко смещался на небе, потому что точки наблюдения перемещались. Должен заметить для тех, кто преподает астрономию, что в старых книжках этот угол параллакса обозначался буквой Пи. Но в современных, собственно, Пи, оно и есть Пи, математики знают, что это 3,14. Чтобы не путать ее с математической константой, в современных книжках обозначение стало буквой П латинской, а расстояние из греческой D превратилось в латинскую D. Учтите это, когда будете смотреть старые учебники и переписывать формулы на новый лад. Теперь уже D и P обозначают расстояние и соответствующий параллакс. Обратите внимание на эту фотографию Луны. Их две. И мы замечаем покачивание лунного диска, которое происходит в течение ночи. Это две фотографии, сделанные в начале и в конце одной и той же астрономической ночи. Именно это и есть проявление параллакса. Мы перемещаемся со своей обсерватории, со своим телескопом по Земле в результате ее вращения, и под разными углами видим Луну. Вот, собственно, суточный параллакс тут и проявляется. Впервые этот метод, вообще метод астрономического измерения расстояния, попытался использовать древний греческий астроном Аристарх Самосский. Он совершенно справедливо заключил, что если с Земли наблюдать Луну точно, а в фазе первой или последней четверти, то угол между направлением на Солнце и на Луну будет составлять не 90 градусов, если Солнце не бесконечно далеко, а меньший угол. И построив этот треугольник, где прямой угол на Луне, а измеримый на Земле, можно определить, по крайней мере, отношение расстояний до Луны и до Солнца. Ну, особенно точно Аристарху не удалось этот угол измерить, он ошибся в несколько раз. У него получилось 87 градусов, на самом деле меньше угол. Разница в этих углах меньше 10 угловых минут. Ну, простимому это, у него не было современных приборов для измерения. По крайней мере, в принципе, метод работает. И сегодня он позволяет точно определить, что Солнце в 400 раз от нас дальше, чем Луна. Но суточный параллакс все-таки мал, диаметр Земли невелик. И, скажем, наблюдать звезды с разных сторон земного шара, это не приведет к измеримому параллаксу. Но можно использовать движение Земли вокруг Солнца. В течение года Земля перемещается на 300 миллионов километров, и это уже заметный базис для того, чтобы параллакс звезды был измеримым. Близкие звезды имеют большой параллакс, то есть под большим углом от них виден диаметр земной орбиты, далекие звезды — малый параллакс. Чем дальше звезда от нас, тем под меньшим углом от нее виден радиус земной орбиты. Этот угол называется параллаксом данной звезды. Он позволяет однозначно определить расстояние до звезды. Обратите внимание на то, какими буквами, еще раз подчеркиваю, обозначается в текстах параллакс. Раньше это была буква Пи, сегодня это латинское П. Годичный параллакс звезды — это угол, под которым от нее виден радиус земной орбиты. Разумеется, разные звезды демонстрируют разное смещение, параллактическое, в зависимости от того, где они расположены на небосводе. Если прямо в полюсе эклиптики, звезда совершает круговое движение, отражая круговую орбиту Земли. Если в плоскости эклиптики, звезда перемещается вдоль прямой линии. Но так или иначе, это позволяет измерить параллакс и, основываясь на нем, ввести расстояние. Астрономы используют свою своеобразную единицу расстояния в пространстве — парсек. Это слово состоит из двух корней — параллакс — секунда. То есть расстояние до объекта, параллакс которого, годичный параллакс, равен одной угловой секунде, составляет один парсек. Две угловые секунды — двух не бывает. Полугловых секунды — два парсека. Четверть угловой секунды — четыре парсека и так далее. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что обозначение парсека в старых книжках на латинице было «ПС», сегодня «ПС», сегодня «ПС». На кириллице было «ПС», сегодня «ПК». Дело в том, что в переходе на систему измерения «С» мы старались развести на разные наименования единиц, чтобы они не пересекались. И старое «ПС» напоминало «Пикосекунду». Поэтому сегодня для парсека введено новое обозначение «ПК». Для точного измерения параллаксов на Земле недостаточно хорошие условия. Атмосфера не позволяет нам измерять углы меньше десятой доли угловой секунды. Поэтому специальные астрометрические спутники запускают на орбиту, и они позволяют измерять параллаксов в тысячные доли угловой секунды. А в последнее время с запуском в 2013 году спутника Гая даже в миллионные доли угловой секунды. Кроме метода геометрических параллаксов существуют еще косвенные методы измерения расстояния, например, использующие эффект перспективы. Если группа звезд, например, звездное скопление, движется параллельно в пространстве, то мы можем определить, в каком направлении оно движется, где сходятся векторы этих скоростей, направление радианта. И тогда, измерив радиальную скорость в километрах в секунду с помощью эффекта Доклера и скорость смещения по углу звезды, тангенциальную скорость в угловых единицах, можем определить полный вектор скорости этой звезды, а зная направление, можем определить и расстояние до звезды, поскольку мы вычислили угловую скорость в километрах в секунду и сравнили ее с угловой скоростью в секундах дуги в год. Поэтому такой метод очень хорош для не слишком удаленных звездных скоплений, и он позволяет нам уйти дальше, чем это доступно методам параллаксов. Фотометрические методы. Если мы знаем, как ярко светит объект, то видимый его блеск отражает расстояние до него. Впервые этот метод ввели в астрономию два астронома начала XX века, Рассел и Гердшпрунг, определив, что большинство звезд располагаются на диаграмме цвет-светимость вдоль определенной довольно узкой линии. Ее назвали главной последовательностью звезд. Это то место, куда молодые звезды, постепенно нагреваясь, как говорят астрономы, садятся, то есть останавливают свою эволюцию, начинают светить за счет термоядерных реакций. У разных скоплений звезд одно и то же положение главной последовательности. И если мы два скопления наблюдаем, и видимый блеск их светил различается, находящихся на главной последовательности, различается в какое-то число раз, значит, это отражает разницу в их расстоянии. И таким образом можем определять. Но вот блеск некоторых звезд не всегда однозначно связан с их температурой. На диаграмме Гердшпрунга-Рассела есть еще группа холодных звезд, красных гигантов, которые имеют такую же температуру, как слабо светящиеся красные звезды на главной последовательности. Как же нам различить их? А оказывается, спектры этих звезд имеют одну характерную особенность. У гигантов тонкие спектральные линии, разреженная атмосфера, атомы не сталкиваются, поэтому линии тонкие. У карликов, таких как наше Солнце, широкие спектральные линии, поскольку взаимодействуют атомы в плотной атмосфере и немножко размываются контуры линий. Так что гигант от карлика отличить можно. В процессе эволюции звезды, покидая главную последовательность, на некоторое время приобретают неустойчивую структуру. На этой картинке голубым отмечена та полоса, попадая в которую, в зависимости от своей температуры и светимости, звезда начинает испытывать колебания поверхности. И блеск ее систематически меняется. То возрастает, то понижается. Такие пульсации звезд, их физику, их физическую сущность, впервые описал наш российский физик Сергей Александрович Живакин, такие звезды оказались очень полезными измерителями расстояний. Американский астроном Генриат Оливитт в начале XX века доказал, что пульсирующие звезды, так называемые цифеиды, по имени первой из них, дельта цифея, имеют очень полезную особенность. Чем больше период пульсации, тем больше истинная светимость звезды. Вот такая зависимость позволяет нам, измерив период пульсации, определить светимость, а сравнивая светимость с видимым блеском, определить расстояние до звезды. До еще больших расстояний нас уводят взрывы звезд, так называемые вспышки сверхновых. Вот как это выглядит в одной из близких к нам галактик. Слева галактика до вспышки, на правой фотографии вы видите, на внутреннем спиральном рукаве появилась яркая новая звезда. Это момент взрыва сверхновой. Взрыв резко увеличивает светимость звезды, а потом она постепенно в течение нескольких месяцев уменьшается. По пиковой светимости и по тому, как она уменьшается, можно сказать, каков был истинный блеск этой звезды, сравнивая с видимым, определить расстояние. Так один метод, цепляясь за другой, позволяет нам построить шкалу космических расстояний, или, как говорят, лестницу космических расстояний, от тригонометрических параллаксов, очень надежных, через цофеиды, через сверхновые и так далее, и таким образом измерять расстояние до самых далеких космических объектов. Глядя на ночное небо, мы не ощущаем расстояние до светил, поскольку все они очень велики. Все ночные светила кажутся нам спроецированными на некий сферический экран, который мы называем небесная сфера. Еще древние люди стали разделять небесные объекты, звезды, на отдельные группы, которые легко запомнить по их конфигурации. Эти группы мы называем созвездиями. В древних атласах этим созвездиям приписывали какие-то стандартные мифические фигуры, соответствующие их названиям. Часто атласы рисовали в виде черных изображений звезд на белом фоне, но это в основном было связано с тем, что типографы экономили черную краску. А в 20 веке это оказалось очень выгодно для наблюдателей, поскольку на фотопластинке мы получаем негативное изображение неба, и звезды действительно выглядят темными точками на белом фоне. Эти лирические фигуры, конечно, не помогают профессиональным астрономам ориентироваться среди звезд, поэтому мы используем карты, на которых нанесен только рисунок звездного неба. Иногда наиболее яркие звезды соединяют прямыми линиями в такие характерные, легкие для запоминания фигуры, которые называют астеризмы. Собственно, говоря о созвездиях, мы, как правило, имеем в виду именно астеризмы. Ковш большой медведицы, фигура Ориона. Но по-настоящему небо делится на созвездия, конечно, не астеризмами, а площадками, на которых не только яркие звезды, но и все светила, относящиеся к этой области неба, располагаются. В начале XX века, примерно в 1928 году, астрономы разделили весь небесный свод, всю небесную сферу, на 88 созвездий. Никаких промежутков между ними не осталось. 88 площадок — это то деление неба, которое, вероятно, останется навсегда, поскольку закреплено в документах Международного астрономического союза. Чтобы легче было описать эти границы между созвездиями, их провели вот такими ломанными прямыми линиями примерно так же, как на Земле проводят границы по меридианам и параллелям. Но это немножко не те меридианы и параллели географические, к которым мы привыкли. Чуть позже мы о них поговорим. Это линии на небесной системе координат, в экваториальной. Чуть позже я вам объясню, что это такое. Весь небесный свод — это 88, точнее 89 площадок, просто одно созвездие змеи, оно состоит из двух частей. А вообще говоря, 88 созвездий покрывают весь небесный свод, никаких промежутков между ними нет, и любой объект, который мы наблюдаем на небе, относится к тому или иному созвездию. Мы понимаем, что звезды, которые нам кажутся на одном расстоянии, на самом деле распределены в пространстве. Например, мы берем созвездие, а точнее говоря, астеризм Ориона, и видим, что по отношению к наблюдателю он на этой фигуре справа внизу. Одна группа звезд находится довольно компактно, недалеко от нас, а другие звезды находятся на гораздо более удаленном расстоянии, и только в проекции на небо они нам кажутся на одной картинной плоскости. Возьмем ковш Большой Медведицы. Это тоже астеризм. На самом деле созвездие Большой Медведицы намного больше по размеру, чем этот знакомый нам ковш. Чтобы как-то дать имена звездам, древние астрономы XVI века, еще Байер, обозначили яркие звезды буквами греческого алфавита. У большинства созвездий порядок этих букв соответствует порядку яркости звезд. Наиболее яркая альфа, вторая по яркости бета и так далее до конца алфавита. Но вот почему-то с ковшом Большой Медведицы Байер поступил нетрадиционным для него образом, обозначив звезды альфа, бета, гамма, дельта и так далее, просто в порядке их расположения в ковше. Это скорее отступление от общего правила. Разумеется, у ярких звезд есть и традиционные имена. Их около двухсот сохранилось в истории астрономии. Они принадлежат частично древним грекам, в основном арабским наблюдателям, которые очень хорошо знали небо, поскольку по ночам водили караваны через пустыню, когда не так жарко. Как видите, многие звезды, их имена начинаются с префикса Аль, Алькор, Альтаир. Но этими именами профессиональные астрономы очень редко пользуются. Ну, буквально дюжина наиболее известных используется в профессиональной литературе. Вега, Сириус, Альдебаран. А в основном те 200, которые сохранила история, они известны только любителям астрономии. Я уже говорил, что рисунок созвездия и рисунок астеризма, как правило, это случайное сочетание звезд, расположенных на разном расстоянии. Но не всегда. Вот ковш Большой Медведицы как раз дает нам такой пример. Посмотрите, две крайних звезды, Альфа и Эта, а Альфа и Тета располагаются на далеком расстоянии, а все звезды в середине ковша находятся примерно на одинаковом расстоянии от нас, наблюдателей. Это не случайно. Эти звезды действительно генетически связаны. То есть они когда-то родились вместе, затем это скопление распалось, но они все еще сохраняют приблизительно одно положение и, главное, общее движение в пространстве. Именно поэтому мы выделили их на фоне других звезд. Обратите внимание, как менялась конфигурация ковша век от века. Посмотрим на этот снимок еще раз. Сто тысяч лет назад ковш выглядел так, и, как видите, крайние звезды Дубхи и Бенитнаш летят вправо, относительно основной группы звезд, которые передвигаются влево. Сегодня мы видим ковш таким, как он на этой иллюстрации. Но пройдет еще сто тысяч лет, и он изменит свою конфигурацию вот до такого рисунка. Но центральные звезды по-прежнему сохранят свое относительное положение, потому что они движутся согласованно в одном направлении с одной и той же скоростью, сохраняя свое первоначальное движение, как они родились когда-то в Галактике. Итак, система координат. Астрономы, как и любой профессиональный ученый, описывают положение своих объектов в пространстве с помощью некой системы координат. Но мы привыкли к плоской двухкоординатной декартовой системе, обычно рисуемых на листе тетради или в альбоме. В пространстве этой системы тоже нам знакомы три взаимно перпендикулярных линии, составляющие декартовую систему координат. Три числа описывают положение любой точки в этой системе. Но у астрономов своеобразный подход. Во-первых, мы редко знаем расстояние до объектов. Как правило, мы знаем только направление на них. Поэтому нам достаточно двух координат, описывающих видимое положение звезды на небесном куполе, на небесной сфере. Это похоже на то, как мы описываем географические координаты городов на поверхности Земли. Мы задаем их двумя числами. Расстояние от экватора, то есть широта, и расстояние от некоторого заранее выбранного меридиана, например, от гриноческого меридиана – это долгота. То же самое можно использовать и при наблюдении небесных светил. В центре системы координат – наблюдатель. Основная плоскость – это плоскость горизонта, которую мы всегда можем восстановить. Например, подвесив грузик на ниточке – это вертикальная линия, перпендикулярная к ней плоскость – это плоскость математического горизонта. И тогда два числа – азимут и высота – будут описывать направление на небесное светило. Иногда это удобно, но далеко не всегда, поскольку Земля вращается, небесный купол, как нам кажется, движется в противоположном направлении, и эта координата в горизонтальной системе постоянно будет меняться. Светила восходят, движутся над горизонтом, заходят, и в такой системе координат положения объекта будет непостоянным. Числа его описывающие будут меняться в течение суток. Гораздо удобнее другая система координат, которая следует вращению Земли. Она как бы отражает ту географическую, к которой мы привыкли. За основную плоскость на небе мы берем плоскость небесного экватора, параллельного земному, и таким образом создаем систему координат. Ось вращения Земли становится как бы осью вращения небесного свода вокруг нас. У нее две точки – северный полюс мира и южный полюс мира, которые вертикально стоят над географическими полюсами Земли. Земля вращается в одном направлении, а нам, наблюдателям, живущим на ней, кажется, что небесный свод вращается в противоположном направлении. Если посмотреть в сторону полярной звезды, которая очень близко находится от северного полюса мира, мы увидим, как небесный купол вращается против часовой стрелки. Ну и ковш большой медведица аккуратно нам это демонстрирует. В южном полушарии, в районе южного полюса мира, к сожалению, нет яркой звезды, такой, как наша полярная. И там направление на южный полюс мира указывает знакомый многим по литературе южный крест. Далеко не многие его видели на самом деле. Вот задача для наблюдательных астрономов. Перед вами две фотографии, сделанные неподвижными фотокамерами. На одной из них северный, а на другой южный полюс мира и окрестные звезды, которые оставляют свои следы при длительной экспозиции фотокамеры. Попробуйте угадать, с какой стороны, справа или слева, северный полюс, ну а где, соответственно, южный. Можете проверить себя позже, посмотрев на карты неба. Светило движется в течение суток, совершая один оборот вокруг оси мира параллельно небесному экватору. Мы можем использовать это как систему координат. Расстояние светила от небесного экватора не меняется. Оно аналогично географической широте на поверхности Земли. Поэтому мы можем одну из координат взять как расстояние от небесного экватора. Вторая координата определяется более сложно, поскольку на экваторе нам надо наметить некоторую точку, аналогичную Гринвичской обсерватории, через которую проходит нулевой меридиан на Земле. Как наметить эту точку на небе? Ведь мы не можем забить там колышек. А оказывается, нам очень повезло с движением Земли. Земля совершает два движения. Одно суточное вокруг оси, а второе годичное вокруг Солнца. И, к счастью, плоскости этих движений не совпадают, они пересекаются. Пересекаются в двух точках – весеннего и осеннего равноденствий. Вот одну из этих точек и взяли как начало отсчета координаты аналогичной долготе. Она называется по-другому в экваториальной системе координат. Она называется прямым восхождением. Расстояние от небесного экватора – это склонение светила, а расстояние его от точки весеннего равноденствия – это прямое восхождение светила. На этом рисунке показана приблизительная сетка экваториальных координат. Северный полюс мира имеет склонение плюс 90 градусов, южный полюс мира – минус 90 градусов. А по окружности вдоль небесного экватора мы откладываем, как правило, не градусы, а часы. 24-часовая мера измерения окружности очень удобна, поскольку небесный свод совершает за 24 часа полный оборот. Таким образом, в градусах мы обозначаем склонение, а в часах и соответствующих минутах и секундах – прямое восхождение. Если наблюдатель находится на северном полюсе Земли, то небесный свод вращается относительно него так, что звезды совершают постоянные обороты вокруг оси, не заходя за горизонт и не поднимаясь относительно него. Наблюдатель все время видит одно полушарие – северное полушарие неба. Находясь на какой-то произвольной географической широте, наблюдатель видит часть звезд восходящими и заходящими, а часть – непрерывно присутствующими на небе. Наконец, на экваторе наблюдатель в течение года, вообще говоря, может увидеть все звезды – полный небесный свод. Но для этого ему надо действительно наблюдать в течение года, потому что сутки на экваторе разделены на день и ночь примерно поровну. И за одну ночь в произвольный день можно увидеть только половину небесного свода, но через полгода вы увидите ночью вторую его половину. Светила на произвольной широте движутся так, что они поднимаются и опускаются относительно горизонта в течение суток, поэтому они проходят две кульминационных точки – точку нижней и точку верхней кульминации. Соответственно, наиболее низкое и наиболее высокое положение над горизонтом занимая. Это позволяет нам разделить весь небесный свод на три части. Часть звезд никогда не заходит за горизонт. Это околополярные, в нашем полушарии, около северного полюса мира звезды. Часть звезд никогда не поднимается над горизонтом – это не восходящие звезды. И, наконец, пояс между ними – это те звезды, которые в течение суток и восходят из-за горизонта, и через 12 часов или чуть меньше иногда заходят за него. Таким образом, мы обсудили с вами видимое движение светил. Вообще говоря, экваториальная система координат не единственная и иногда не самая удобная для астрономов. Например, изучая движение объектов Солнечной системы, нам удобнее брать за основную плоскость не плоскость вращения Земли вокруг оси – она не имеет никакого отношения к планетам, а плоскость земной орбиты, которая почти совпадает с орбитами остальных планет. Плоскость земной орбиты – это эклиптика, и именно на ней основана эклиптическая система координат с соответствующими полюсами эклиптики, широтой эклиптической и долготой эклиптической, которая отчитывается от той же самой точки весеннего равноденствия. И, наконец, исследователи галактики за основную плоскость принимают плоскость Млечного пути, то есть плоскость звездного диска галактического, и она для них служит основой галактической системы координат. Глядя на галактику сверху, со стороны Северного полюса, в виде ее как бы плашмя, мы отчитываем галактическую долготу от направления на центр галактики в сторону вращения Солнца по галактической орбите. Вот на этом замечательном снимке мы одновременно можем почувствовать присутствие трех систем координат. Земной горизонт нам показывает горизонтальную систему координат, Млечный путь показывает нам плоскость галактической системы координат, а чуть правее центра световой конус, конус зодиакального света, вытянулся вдоль эклиптики и намечает нам плоскость эклиптической системы координат. Как видите, все три они не совпадают друг с другом, а пересекаются под довольно большими углами. Поговорим о времени. Я не берусь давать определение, что такое время. Философ бы сказал, что время – это длительность, но это тавтология. Физик, пожалуй, стал бы просто измерять время количеством одинаковых периодически повторяющихся процессов. Это хороший метод. Математик нашел бы определенную функцию, в аргументе которой находится время. Например, падение или полет свободно падающего тела, свободно брошенного камня или меча описывается простой школьной формулой, где аргументом служит время, а функция описывает пройденное вертикально расстояние. Измеряя расстояние, мы таким образом можем восстановить время каждого момента. Но это, пожалуй, не очень удобный способ. Остановимся на периодических процессах. А есть ли они в природе? Если мы бросим шарик на металлическую плиту, то увидим, как его подпрыгивания все время замирают, часть энергии постоянно переходит в тепло. Это не периодический процесс. И вообще, если задуматься, строго периодических процессов в природе быть не может. Но приблизиться к этому идеалу мы можем. И для этого создают специальные механизмы – часы. Вот об этом мы и поговорим в нашей лекции. Часовых механизмов великое множество. Самые примитивные, самые первые, кстати говоря, довольно точные, были водяные и песочные часы. Вы хорошо с ними знакомы. Песок перетекает из одного резервуара в другой, сквозь тоненькое отверстие. И если мы будем в нужный момент, когда иссяк песок в верхнем резервуаре переворачивать часы, то этот процесс будет периодически продолжаться. И можно количеством таких переворотов описывать пройденное время. Более того, любопытно, но скорость перетекания песка в песочных часах почти не меняется, независимо от того, сколько песка осталось в верхней колбочке. Это удивительное свойство песочных часов. И это свойство используют для того, чтобы еще и доли песочного резервуара отсчитывали прошедшие минуты. Вот такие часы на фотографии справа у меня есть. Я исследовал точность их хода и оказалось, что она довольно высока. Средняя ошибка составляет 3 секунды за 10 минут работы. Это неплохо для такого примитивного механизма. В древности использовали и капельные водяные часы. Это более сложный механизм. И, честно говоря, большого распространения он не получил. Хотя в Китае, как пишут историки, такие водяные часы использовались много столетий. И иногда даже в Европе их сооружали. Но, в общем, большой практики они не получили. А вот часы огненные или, как говорят, огневые, они были очень популярны. Фактически это скорость сгорания свечи, которая довольно постоянная, если следить за фитильком и вовремя его подрезать, разделив свечу на аккуратные дольки, может таким образом в ночные часы, когда свеча работает как источник света, еще и отсчитывать по ней время. В огневых часов довольно много разных вариантов. Не только свеча восковая может быть, но и масляная лампадка может служить огневыми часами. Уровень масла в прозрачном резервуаре тоже постепенно снижается с постоянной скоростью, если мы следим за фитильком и он горит с постоянной яркостью. И таким образом тоже можно отчитывать ночное время, что и довольно часто практиковалось. Довольно любопытный вариант огневых часов – это будильник. Такой вот закрученный в спираль свечкой можно было не только отчитывать время, но и отбивать доли ночного времени. Если маленькие грузики повесить на фитиль этой свечки, то, сгорая, она будет ронять эти грузики на звонкий поддон, и таким образом либо будить человека, либо напоминать ему о прошедшем ночном времени. Вот еще один вариант огневых часов, когда свечка располагается горизонтально, и огонек, дойдя до ниточки, пережигает ее, и на резервуар, на поднос звонкий падают металлические шарики, создавая довольно сильный эффект. Но по-настоящему механические часы получили распространение и высокую точность хода только с изобретением анкерного механизма, который позволил использовать маятник, качание маятника, как периодический процесс, управляющий ходом часов. Ну, довольно рано люди поняли, что маятник качается с постоянной скоростью, а Галилео Галилей доказал, что период качания маятника почти не зависит от амплитуды качания. Однако проблемой было, как заставить маятник легко качаться и при этом руководить, регулировать поворот стрелок в часах. Это удалось сделать с помощью анкерного механизма. Довольно хитрое приспособление, которое отпускает колесико в те моменты, когда маятник проходит нижнее положение, а в остальные моменты он свободно качается. Но если бы маятник совершенно свободно качался, то его колебания постепенно затухли бы. Так вот, анкерный механизм еще и подталкивает маятник в этих промежуточных положениях, поддерживая его энергию качания. Таким образом, и маятник не затухает, и часы идут в постоянном темпе, в темпе качания маятника. Ну, маятниковые часы имели огромное распространение в течение многих веков, да и сегодня еще иногда используются. И самые разнообразные, так сказать, надстройки были на часах в виде планетариев, в виде луны, обращающейся вокруг модели Земли. Даже целые солнечные системы создавались на основе маятниковых часов. Но это уже скорее украшение, чем механизм для отчета времени, хотя были они полезными. Своего апогея маятниковые часы достигли в астрономических маятниковых часах в начале XX века. Тогда их привели в идеальное механическое состояние. Из колбы, где качается маятник, был откачан в воздух. Сам маятник был на сапфировом подвесе, то есть очень твердый кристалл, который совершенно не рассеивает механическую энергию, не превращает ее в тепло. И такие часы использовались астрономами в первой половине XX века. Колоссальную точность для механических часов, просто невероятную точность. Ходы имели в течение года, всего лишь на несколько секунд они уходили от равномерно текущего времени. Но все-таки маятниковые часы не очень удобны в обращении. Нам, например, с собой носить маятниковые часы невозможно. Маятник должен быть в состоянии покоя. А как сделать носимые механические часы? Для этого был изобретен специальный крутильный маятник, можно так сказать. Его называют баланс или балансир, и он в любых наручных механических часах присутствует. Его идея состоит в том, что маленькая пружинка поддерживает колебания колеса в ту и другую сторону. И, собственно говоря, это и задает темп работы часов. Колебание колеса не зависит от того, как вы повернули это. Оно абсолютно уравновешено на оси. Как вы повернули часы, как вы дернули рукой. Хотя, конечно, немножко влияет на него, но очень незначительно. И такой механический хронометр оказался очень полезным в качестве персональных часов в течение нескольких веков. Сначала это были карманные, потом наручные часы. И вот посмотрите, какие любопытные варианты наручных механических часов иногда создавались. Вы видите, что на циферблате этих часов не 12, а 24 часа. Зачем? Это очень удобно для путешественников в районе северного или южного географического полюсов. Потому что там Солнце делает оборот за 24 часа на небосводе, и в течение полярного дня никогда не уходит с неба. И по положению Солнца, используя циферблат этих часов и положение часовой стрелки, вы можете ориентироваться, можете узнавать направление на север и на юг. И вот конкретно эти часы, которые сейчас перед вами, были сделаны для участников советских антарктических экспедиций. Как видите, там карта Антарктиды, и красными точками показаны места наших антарктических станций. Такие часы производятся до сих пор. Вот современный хронометр с 24-часовым циферблатом, и его используют путешественники, отправляющиеся к полюсам. Особые требования к механическим часам предъявляли моряки. Дело в том, что корабль испытывает качку на корабле, ну или вокруг корабля, очень влажный воздух, морской воздух, перемена климата, температуры. А часы на корабле — это очень важный механизм не только для отсчета времени, но и для ориентации, для определения координат корабля. Ведь определить географическую долготу можно, только имея на борту очень точный часовой механизм, который хранит время того порта, из которого вы отправились в плавание, и координаты которого, долготу которого вы знаете. По разности времени одних и тех же небесных явлений вы устанавливаете свою географическую долготу. Вот перед вами морской хронометр. Это апофеоз механических часов таких переносимых. Он очень точен. Ошибка его хода составляет не более пяти секунд в сутки. Сами часы располагаются на кардановом подвесе, то есть независимо от положения коробки, в которой они находятся, сам часовой механизм не испытывает наклонов. Это важно, потому что корабль качается. К тому же очень хорошо зачищены эти часы от влаги. Это многослойная коробка, одна в другой, в третье, стекло, сквозь которое вы смотрите на циферблат. И вот такой морской хронометр, он служил точными часами и на кораблях, и на самолетах еще в 20-м веке. И астрономы часто пользовались этими очень точными часами. Вот посмотрите на эту карту. Это географическая карта Земли, созданная до изобретения морского хронометра. Как видите, очертания материков более или менее узнаваемы, но все-таки они как-то сильно деформированы. Вот на Африку можно посмотреть. Причем деформированы по долготе. Широты определяются надежно с помощью, по высоте полярной звезды, например. А долгота при отсутствии хороших часов определялась очень неточно. И вот такие смещения по долготе, они были на всех картах до изобретения морского хронометра. А после его изобретения, вот перед вами более поздняя карта, уже материки приобрели, и положение островов в океане приобрело, правильное очертание материки приобрели, и острова стали на свои места, благодаря хорошим морским часам. Но эпоха механических часов закончилась в середине 20-го века. Был найден другой периодический процесс, значительно более устойчивый, чем колебание маятника. Это звон или дрожание маленьких кристалликов кварца, заключенных между обкладками конденсатора. Так называемые кварцевые электронные часы оказались намного точнее механических. Кристаллик кварца, любой кристаллик, имеет собственную частоту колебания. И если вы подаете на него переменное напряжение, которое заставляет его колебаться, то всегда найдете ту самую резонансную частоту, которая характерна для данного кристаллика. Вот это-то и руководит работой всего остального электронного механизма. Кварцевые часы используются до сих пор в любом современном гаджете, в любом электронном устройстве, компьютере, телефоне, фотоаппарате. Обязательно есть кварцевые часы. Именно они задают, вот маленький кристаллик кварца задает темп работы всего электронного механизма. Точность его очень высока, гораздо выше, чем у механических часов. Еще более точными оказались атомные или квантовые часы. Здесь уже колебания элементарных частиц в атоме служат для стабилизации работы этих часов. Ну, а говорить об их устройстве довольно сложно, и для школьников это, может быть, не все будет понятно. Ну, в общих чертах можно сказать, что атомы, ну, например, атомы цезия, а цезиевые часы сейчас считаются стандартными атомными часами, летят сквозь резервуар, в котором электрон на внешней электронной орбите, его колебания задают темп, измеряемый вот этим часовым механизмом. Я думаю, более детально вы можете познакомиться в соответствующих книгах с работой этих часов, или, например, с работой водородных часов, где атомы водорода, летящие сквозь объем резонатора, задают колебанием своего электрона, там единственный электрон в водороде, частоту, характерную для этих атомов и служащую опорой для работы всего часового механизма. Сегодня достигнута невероятная точность работы атомных часов. Ну, в лабораторных условиях они уже настолько стабильны, что за время эволюции Вселенной, за 13 с лишним миллиардов лет, они могут отстать или уйти вперед всего на несколько секунд. Это фантастическая точность, и она позволяет физикам исследовать те процессы, которые раньше были невозможны. Ну, а у нас в быту, зачем нам такая невероятная точность? Где мы можем атомные часы применить? Вот такая невероятная точность, казалось бы, просто не может быть использована в нашей повседневной жизни. А нет, мы ее используем регулярно, когда пользуемся навигаторами, ну, например, системы GPS. Дело в том, что устроены они именно на основе часов. Происходит это так. Вокруг Земли летают специальные спутники, на борту которых находятся атомные часы. Этот спутник транслирует на Землю точное время по своим атомным часам. Он не один. Таких спутников целое созвездие, их десятки. И где бы вы ни находились на Земле, над вами всегда пролетает несколько таких спутников, и вы получаете сигналы точного времени. Зачем они вам? Чтобы определить свое положение на Земле. Дело в том, что кроме точного времени на борту, спутник передает еще и свое положение. И вот давайте посмотрим. Мы знаем положение спутника в пространстве. И знаем время излучения радиосигнала. Ему понадобилось некоторое время, чтобы дойти до нас. И по нашим часам мы его зарегистрировали чуть позже. Разница во времени, умноженная на скорость света, задает нам расстояние, наше расстояние от этого спутника. И мы можем сказать, что мы находимся где-то на сфере с радиусом, который мы только что измерили по часам. Но этого еще мало знать, что мы на сфере. Мы находим второй спутник и измеряем таким же образом расстояние до него. Две этих сферы пересекаются по кольцу. Значит, мы уже находимся на кольце. Это лучше, чем на сфере, но мало. Тогда мы получаем сигнал от третьего спутника и получаем расстояние до него. Третья сфера пересекает кольцо в двух точках. И мы уже в одной из этих точек. Как правило, этого достаточно, потому что мы же на поверхности Земли находимся. И одна из этих точек непременно ляжет на Землю, а другая где-то в пространстве окажется. Но если этого недостаточно, в конце концов, можно и четвертым спутником воспользоваться. Тогда уж точно в пространстве будет выделена одна точка, в которой находимся мы. Итак, нам надо знать координаты спутников и точное время на их борту. И в нашем компьютере, получающем эти сигналы, тоже должны быть точные часы. Как правило, этого не делается. Часы в компьютере не очень точны. И мы уточняем время своих компьютерных часов, наблюдая еще один спутник, который дает нам поправку времени. Таким образом, в несколько шагов, наблюдая 4-5 спутников, мы можем точно установить свое положение. Вот созвездие спутников системы GPS и точка на Земле, в которой находится наблюдатель. Числа показывают, сколько спутников сейчас над его головой. То есть на открытом пространстве мы, как правило, видим от 5 до 12 иногда спутников. И это избыточно для того, чтобы определить свое положение и на поверхности Земли, и над Землей, а иногда даже под Землей, если радиосигнал удается принять. Таким образом, точные атомные часы, работающие на борту спутников, помогают нам определять свое положение в пространстве. На прошлой лекции мы уже говорили о времени и в основном обсуждали, как создать механизм, прибор для измерения времени. Но человек всегда пользовался временем даже до того, как изобрел часы. И служило для этого, конечно, движение светил. Именно небесные явления были приспособлены людьми и для отчета времени суток, и для ведения календаря. Это продолжалось многие века. Главным часовым механизмом, конечно, было Солнце. Распорядок дня человека и древнего, и современного так или иначе связан с солнечными сутками, с восходом Солнца, с его закатом. И сегодня мы еще живем фактически по солнечному времени, хотя организуем его с помощью электронных механизмов, но так или иначе синхронизуем с движением Солнца. Для некоторых народов в древности Луна служила более важным светилом, чем Солнце. Но, например, жители пустынь не очень любят жаркие солнечные дни, а предпочитают полнолунные ночи, когда при сравнительно низкой температуре, но при ярком освещении Луной, можно переходить наиболее засушливые области пустыни, водить караваны по ней. Так что многие народы и время, и календарь свой основывали на движении Луны. Но все-таки солнечные часы преобладали, особенно в средних широтах, скажем, в Европе, и они достигли очень высокой точности благодаря тому, что постоянно совершенствовались механизмы для отчета времени по Солнцу. Вот посмотрите, на этой фотографии современные солнечные часы. Довольно сложный механизм, который учитывает не только движение Солнца вокруг Земли, суточное, но и годичное изменение положения Земли относительно направления на Солнце, связанное с тем, что ось вращения Земли наклонена к оси земной орбиты. Иногда, ну, как правило, в романах, но говорят, было и на самом деле, попадая в такие неожиданно дикие условия, попадая на необитаемый остров, люди учились отчитывать время, вновь проходя вот этот путь от древнего человека к современному, пользуясь солнечными часами. Для этого нужно немного. Просто вертикально воткнутый шест в горизонтальный кусочек Земли, шест это называется гноман, и отбрасывая тень, он показывает нам направление на Солнце. Можно заметить положение, когда тень наиболее короткая, а значит, Солнце достигает своего максимума, верхней кульминационной точки, это полдень, и, разграфив дальше положение тени в течение суток, от восхода до заката, фактически создать с нуля на пустом месте такой вот вечно работающий часовой механизм. Солнечные часы имеют самую разную конструкцию, буквально многие сотни разных вариантов солнечных часов до сих пор можно встретить во многих городах Европы. Там солнечные часы любят, еще в парках, в садах ставят, на стенах домов. И в основном используются два варианта, ну три варианта. Вертикальные, горизонтальные и экваториальные часы. Пожалуй, самый точный механизм — это экваториальные, и поскольку движение тени на плоскости параллельной земному экватору происходит почти с постоянной скоростью. И разбить цифербат таких часов на деление довольно просто. В ночное время часами служит положение наиболее известных созвездий, ну, точнее, астеризмов на небе. Например, по положению ковша большой медведицы, опытный человек может с точностью до 15 минут определить время в любой день года. Разумеется, от дня к дню положение в одно и то же время солнечных суток положение созвездий меняется, потому что кроме вращения суточного, Земля еще испытывает годичное вращение. Такие ночные часы тоже были в употреблении, особенно у погонщиков-верблюдов на Аравийском полуострове, у арабских мастеров. И назывались они обычно «ноктурнал», то есть ночной прибор. И вы видите, что там два циферблата. Один указатель показывает направление на известные звезды, а шкала подвижная, ее положение зависит от дня года, от сезона, потому что кроме одного оборота за сутки, Земля еще делает один оборот в течение года вокруг Солнца, и его положение от этого тоже меняется. Давайте посмотрим в окно на кусочек ночного неба. 21 час по солнечному времени, февраль. Перед нами на юге созвездия Орион. Прошел месяц, 21 час, но на юге уже не Орион, а Малый Пес, например. Потому что за 1-12 года небосвод в одно и то же время солнечных суток повернулся на 1-12 своей окружности, примерно на 15 градусов. Понятно, почему это происходит. Движение Земли приводит к тому, что в одно и то же время солнечных суток мы на разные участки ночного неба смотрим. В течение года полный круг по небосводу описывает наш луч зрения, синхронизованный с положением Солнца. В течение одних солнечных суток Земля сравнительно немного, ненамного перемещается по окружности своей орбиты, примерно на 1 градус. Сколько 365 суток в году и 360 градусов в окружности. Собственно, это не случайное совпадение. И значит, за одни сутки небосвод, ночной небосвод, как бы на 1 градус поворачивается относительно направления на Солнце. Вот этот градус, здесь немножко утрировано на этой картинке, тут, конечно, угол больше 1 градуса, но он нам показывает различие между солнечными сутками и звездными сутками. Звездные — это период оборота Земли вокруг своей оси, относительно каких-то далеких светил. А солнечные сутки — это оборот Земли относительно направления на Солнце, которое меняется от дня ко дню в течение года. Солнечные сутки в быту используются, звездные — нет. Но для астрономов, которые наблюдают ночные светила, конечно, более важными являются звездные сутки. По истечению них восстанавливается положение светил на небе. Отчет звездного времени происходит по точке весеннего равноденствия. Она очень важна, потому что ее всегда можно ее положение восстановить на небе. Это пересечение земного экватора и эклиптики, то есть земной орбиты на небе. Так вот, прямое восхождение точки весеннего равноденствия служит шкалой звездного времени. Именно поэтому прямое восхождение выражают в часовой мере измерение угла, чтобы просто угол точки весеннего равноденствия относительно направления на юг как раз указывал нам точное звездное время. Конечно, сама точка весеннего равноденствия на небе не видна, это фикция, это математическая вещь. Но мы можем какое-то светило выбрать для наблюдения, прямое восхождение, которого нам известно. И когда оно пересекает небесный меридиан, то есть направление на юг, мы можем измерить время в этот момент и, зная прямое восхождение этого светила, понять, каков был часовой угол, то есть расстояние от небесного меридиана до точки весеннего равноденствия. Это довольно легко, и это позволяет, по крайней мере, раньше позволяло астрономам поддерживать измерения, создавать шкалу времени для наших бытовых нужд. Итак, 24 часа солнечного времени соответствует 24 часам и примерно 4 минутам звездного времени, то есть звездные часы, минуты и секунды чуть-чуть короче солнечных. 24 часа звездного времени соответствует 23 часам, 56 минутам и примерно 4 секундам среднего солнечного времени. Я уже говорил о том, что вращение Земли происходит вокруг оси, наклоненной оси земной орбиты. Мы со школьных лет знаем, что именно это явление вызывает смену сезонов на Земле. Примерно в течение полугода более обращенным к Солнцу оказывается, например, северное полушарие Земли, а в течение второй половины года сильнее обращено к Солнцу южное полушарие Земли. Ну а в промежуточных состояниях и южное, и северное примерно равномерно освещаются Солнцем. Это весна и осень. На этой любопытной фотографии показаны пути Солнца по небу в течение года. Снимок был сделан специальной фотокамерой, очень простой фотокамерой, камерой обскурой, то есть небольшая коробочка с дырочкой, с фотопленкой на обратной стороне перед дырочкой, где Солнце просто прописывало, в обсерватории эксперимент был проведен, в течение года прописывало пути своего восхода, достижения максимальной высоты на юге и захода за горизонт. Как видим, очень сильно меняется в районе полудня высота Солнца над горизонтом, именно потому что происходит смена сезонов года. Земля-то одно полушарие обращает к Солнцу, то другое. Высота Солнца над горизонтом, над небесным экватором меняется от плюс 23,5 до минус 23,5 градусов. Это как раз наклон земной орбиты. Это вызывает любопытные явления, связанные со сменой дневного и ночного времени. Если вы живете на экваторе, например, Мехико, оно почти на экваторе располагается, вы почти не замечаете разницы в длине светового дня в течение года. Но если вы живете в средних широтах, например, в Москве, то это уже заметная разница. А если вы живете за полярным кругом, ну вот Мурманск у нас за северным полярным кругом, то вообще бывают моменты, когда Солнце не заходит за горизонт, это полярный день, либо не восходит из-под горизонта, это полярная ночь. Ну, в Мурманске они продолжаются недолго, а, например, на полюсах, на северном или на южном, день длится полгода и ночь тоже длится полгода. Это уже очень сильный эффект. Солнечные часы — неплохой механизм, он долго служил людям. Но, как выяснилось, солнце, солнечная тень все-таки неравномерно движется. Это плохая часовая стрелка. В чем тут дело? А дело в том, опять же, что вращение Земли вокруг оси и вокруг Солнца происходит в разных плоскостях. Для нас, земных наблюдателей, Солнце в течение года описывает по эклиптике круг, а в течение суток в основном параллельно экватору Земли. И складываясь, эти два движения дают некоторую неравномерность. Смотрите, в районе точки весеннего равноденствия движение Солнца по эклиптике происходит как бы по гипотенузе треугольника. А нам важно отчитывать положение прямого восхождения, прямое восхождение Солнца по экватору. А это катет, который короче, гипотенуза, и Солнце в эти моменты весной и осенью как бы притормаживает движение своей отброшенной тени от гномона, потому что движется не в плоскости земного экватора. Проходит четверть года, Солнце достигает точки, например, летнего солнцестояния, и тогда его перемещение по эклиптике, здесь правый рисунок, верхняя его часть, происходит параллельно экватору и как бы ускоряется движение Солнца в проекции на экватор. Это одна неравномерность, связанная с наклоном земной оси вращения. Вторая неравномерность, связанная с тем, что орбита Земли не круговая. Мы по эллипсу движемся вокруг Солнца, а значит, то ускоряем свое движение, то замедляем, и это тоже вызывает неравномерность в движении Солнца по эклиптике. Вот две эти неравномерности, складываясь, приводят к тому, что солнечные часы то опережают равномерно текущее время, то отстают от него, и немало, примерно на 15 минут максимум в ту и в другую сторону. Вот на этих живых картинках показано, как солнечные часы в течение года сначала отстают, затем опережают, в зависимости от наклона земной оси, в зависимости от эксцентриситета орбиты, и в сумме это дает такую вот трехгорбую кривую, которую принято называть аналеммой. Внизу справа показана форма аналеммы, то есть мгновенные положения Солнца в одно и то же время суток. Нам неудобно по таким вот живым солнечным часам отчитывать время, поэтому астрономы поддерживают в своих вычислениях как бы равномерно движущееся Солнце, его называют среднее Солнце, которое не испытывает вот таких колебаний в скорости. И именно по этому вычисленному среднему Солнцу идут и синхронизуют свой ход все бытовые часы. А истинное Солнце меняет и высоту относительно экватора, значит, и относительно нашего горизонта, и то запаздывает, то опережает среднее солнечное время. И как раз вот эта фигура аналемма показывает нам, как это происходит. Ну, если мы отмечаем положение Солнца в истинный полдень, то вот такие вот мгновенные положения, такая восьмерка, будет характерна для Солнца на нашем небосводе. Если, например, в утренние часы мы будем в одно и то же время делать фотографии в направлении на Солнце, то в течение года увидим тоже аналему, ну, как бы, лежащую на боку. Такая восьмеркообразная фигура характерна для Земли с ее эксцентриситетом орбиты и с ее наклоном оси. А, скажем, на Марсе аналемма имела бы, посмотрите на правый рисунок, уже другой вид. Эксцентриситет орбиты Марса намного больше, чем у Земли. И там он в первую очередь задает форму аналеммы. А наклон оси уже не так сильно влияет, поэтому там не восьмерка, а такая грушообразная фигура в движении Солнца в течение года будет происходить. Вообще говоря, астрономическое время, точнее, многие системы астрономического времени, они весьма сложны и для первого знакомства с астрономией не необходимы. Вот тут я перечислил лишь некоторые системы времени, по которым те или иные отчеты его происходят. Ну, например, для точного вычисления положений светил на небе, астероидов, спутников планет, самих планет, нужно так называемое динамическое время. Причем оно разное бывает, барицентрическое, то есть в центре масс, или на поверхности Земли вычисляется. Но для нас в быту достаточно некоторых простейших систем отсчета времени, и мы с ними уже начали знакомиться. Это среднее солнечное время, ну, мгновенное, если речь идет о гномане и его тени. Но, скажем, жить по среднему солнечному времени для землян было бы не очень удобно, ведь в каждом городе, на каждой географической долготе оно свое. И чтобы как-то не сильно различалось время в соседних городах или соседних населенных пунктах небольших, решено было в конце XIX века разбить всю поверхность Земли на 24 часовых пояса, и в каждом из них жить по одному и тому же среднему солнечному времени, а пересекая границы часовых поясов, переводить свои часы на час вперед или на час назад, в зависимости от того, в каком направлении вы перейдете, едете на восток или на запад. Система очень удобная, и, скажем, на поверхности океанов границы часовых поясов просто провели через каждые 15 градусов прямо по меридианам. Но на суше, естественно, государственные, административные границы вынудили людей к тому, чтобы часовые пояса как-то приспособить к очертаниям областей или целых стран, и они уже получили более хитрую форму. Вот так сегодня выглядит карта часовых поясов земного шара, и надо сказать, что она довольно запутанная. Не всегда удается даже понять, почему в конкретной стране выбрали ту или иную систему поясного времени. Обратите внимание на эту область Иран, Афганистан, Пакистан, Индия. Как видите, здесь отличие времени от Гринвича не на целое число часов принято, как в большинстве стран мира, а на целое плюс полчаса. А есть страны, где еще более удивительная система. Например, Непал. Я специально выделил его, потому что там время отличается от Гринвича на 5 целых и 3 четверти часа, то есть на 45 минут. Честно говоря, для меня это так и осталось непонятным. Может быть, кто-то из моих слушателей когда-нибудь поможет мне разобраться, почему же в этих странах принята такая странная система отсчета времени. Но это скорее экзотика. Большинство стран мира все-таки живет по часовым поясам, которые на целое число часов отличаются от среднего времени. На этой карте цветом показано, насколько сильно в данной местности, в данной стране, в данной области время отличается от среднего солнечного. Как видите, наиболее закрашенными оказываются Китай и Россия. Дело в том, что на территории Китая, она очень велика, вообще нет часовых поясов. Там на всей территории принято одно и то же время. По пекинскому времени все живут. Поскольку в Пекин на востоке, то чем дальше на запад мы удаляемся от восточного побережья, тем сильнее солнечное время расходится с государствами, с общепринятым. Но на территории России еще одна особенность времени существует. В конце 20-х годов у нас, еще в Советском Союзе, была введена система декретного времени. Декрет — это государственный указ, приказ. Так вот, этим указом, этим декретом было велено всем перевести стрелки часов на час вперед, чтобы раньше вставать и использовать в светлое время суток более эффективно, на час раньше ложиться, чтобы не зря сжечь электричество. Когда-то это было актуально. Сегодня это совершенно не актуально. Большинство наших механизмов, наших электрических приборов работает независимо от времени суток. Но до сих пор этот декрет не отменен, и мы живем на час вперед относительно поясного времени. И, честно говоря, это уже стало атовизмом. Наверное, пора бы от этого отказаться. Но так вот, по традиции мы живем. Поэтому именно наша территория оказывается вот такой выделенной, живущей на час вперед относительно поясного времени. Вообще, надо сказать, в Советском Союзе и нынче в Российской Федерации отношение ко времени было не очень бережным, я бы сказал. Карта часовых поясов, как вы видите на этой иллюстрации, часто перекраивалась. Она продолжает перекраиваться. Буквально в нынешнем, в 2014 году, новое введение было принято, новая система часовых поясов. Это довольно неудобно для тех, кто ориентируется на время. А сегодня все приборы живут по точному времени. Сегодня нет прибора, который бы не использовал точное время. И для составления расписаний транспорта, для синхронизации каких-то процессов, связи, переговоров, переездов, логистики. Это очень важно. И чем реже модернизируется такая система, тем лучше она работает. К сожалению, в нашей стране она модернизируется частно и не всегда профессионально. Это надо иметь в виду тем, кто в будущем будет заниматься этой проблемой. До 1967 года хранителями времени были астрономы. Вращение Земли задавало нам сутки, которые мы делили на 24 часа, по 60 минут, по 60 секунд. И от этого работали, синхронизовали свою деятельность все часы. Но с появлением электронных кварцевых часов, которые очень точны, выяснилось, что вращение Земли происходит неравномерно. Земля то ускоряет, то немножко замедляет свое вращение. И теперь же астрономы, используя точные электронные часы, измеряют вот эти вот рывки во вращении Земли, пытаются их интерпретировать. Некоторые удается годичный ход скорости вращения Земли более или менее понять, он связан с преимущественными ветрами, течениями океанскими. Ну а более длительные колебания скорости вращения Земли до сих пор непонятны и, вероятно, они связаны с какими-то глубинными тектоническими процессами уже в недрах Земли. Раньше секунда задавалась вращением Земли, сегодня работой атомных часов. Вот такое количество 9 миллиардов и так далее, тысяч и единиц колебаний электрона в атоме цезия 133-го изотопа, сегодня является основой измерения времени, задает нам одну секунду. И от нее затем уже делаются минуты, часы, сутки и так далее. А более длительные периоды времени мы их измеряем, используя календарь. Это довольно сложно оказалось, потому что вращение Земли никак не синхронизовано с ее обращением вокруг Солнца. В течение одного года укладывается 365 целых и еще, как вы видите, длинная-длинная доля суток. И вот эта самая доля мешает нам в календаре уложить целое число дней. Как поступали наши предки? Кстати говоря, месяц тоже не содержит в себе целого количества суток. Ну, с месяцем еще как-то можно, вот мы выходим из положения, то 30 дней, то 31, иногда 29. Это не очень важно. А вот чтобы в году было целое количество дней, это действительно важно, иначе календарь начинает обманывать нас. 2000 лет назад был введен так называемый Юлианский календарь, указом Юлия Цезаря, и он был довольно хорош. Он основывался на том, что каждый год отчитывалось по 365 суток, а каждый четвертый год високосный вводился еще дополнительный день. Сегодня это 29 февраля, и таким образом получалось 365 с четвертью суток. Это очень неплохо. Ошибка в одни сутки накапливалась за 128 лет. Ну, потому что вы видите, что вот там хвостик, а все-таки это не 0,25, а 0,24 и еще с некоторой добавочкой. То есть год короче немножко, или истинный год короче Юлианского. Юлианский немножко длиннее получается. Но, казалось бы, можно жить и так. Однако за несколько, за полторы тысячи лет накопилась ошибка в несколько суток, и тогда был введен новый календарь, Григорианский, указом соответствующего Папы Римского, и он уже уточнял порядок введения високосного дня. Високосные дни по-прежнему вводились раз в четыре года, один день 29 февраля. Но, когда наступало целое число столетий, то есть 1900 год, 2000 год, 2100 год, в эти, казалось бы, високосные годы пропускалось введение 29 февраля, и только один раз в четыре целочисленных столетних лет вводился високосный год. Таким образом, продолжительность, средняя продолжительность года очень хорошо приблизилась к истиной. И теперь, а мы живем по Григорианскому календарю, теперь ошибка в одни сутки накапливается за 3300 лет. Ну, можно сказать, что календарь пришел почти в идеальное состояние, и только наши далекие потомки могут подумать о том, чтобы, возможно, ввести еще какую-то модернизацию в эту схему календарную, потому что он почти безупречно нам позволяет синхронизовать суточное и годичное вращение Земли. Сейчас мы поговорим о видимом и истинном движении небесных тел. Мы не будем касаться суточного вращения неба. Понятно, это отражает вращение Земли вокруг оси. Мы поговорим о движении небесных тел относительно далеких звезд. Ну, самое заметное из них — это, конечно, движение Луны, смена ее фаз в течение месяца. Мы понимаем, почему это происходит. Солнце освещает Луну приблизительно с одного направления, а в течение месяца она вокруг нас, земных наблюдателей, обходит полный круг. И мы видим разные части ее освещенного диска. Обычно мы выделяем четыре фазы в лунном цикле. Нова Луния, когда она видна в направлении Солнца, полная Луния, когда в противоположной стороне Солнца полностью освещает лунный диск, и первые и последние четверти в промежутке между ними. Но в некоторых языках выделяют больше фаз. Например, в английском восемь фаз имеют свои названия. В переводе на русский это примерно звучит как растущий серп, растущая Луна, убывающая Луна и убывающий серп. Освещенная часть лунного диска все время меняет свою площадь, свой размер, и для этого есть специальное описание. Говорят не просто о фазах, а математически выражают это в виде цифры. Цифра состоит в отношении освещенной части лунного диска к полному его диаметру, либо к моей большей толщине освещенной части, вот как на этой иллюстрации D маленькая к D большому полному диску, либо к площади освещенной части, относительно полной площади диска. Это равноценные вещи, легко доказать, что два числа равны друг другу. Видимый край диска Луны или планеты астрономы называют лимбом, а ту линию, которая отделяет дневную от ночной части диска, называют терминатором. В движении Луны наблюдается некоторая неравномерность. Луна движется по эллиптической орбите, поэтому, когда она приближается к Земле, проходит район перигея, она движется чуть быстрее, а уходя в апогей, чуть медленнее. Однако вращение вокруг оси Луны происходит с постоянной скоростью. И вот сложение этих двух скоростей приводит к тому, что мы наблюдаем как бы легкое покачивание лунного диска. То она, Луна, подставляет нам немножко свой восточный бачок, то немножко западный. И эти покачивания называются либрациями, а точнее либрациями по долготе. Их легко увидеть, например, на последовательности снимков Луны, сделанной в течение месяца. Численное выражение фазы Луны меняется от нуля до единицы. Ноль — это когда диск совершенно не освещен, единица — когда полностью освещен, ну и все промежуточные значения. А вот перед вами как раз последовательность смены фаз Луны, сделанной одним и тем же телескопом в течение месяца. Обратите внимание, ну, они знакомым нам образом меняются, но вот обратите внимание, как меняется размер лунного диска и ее ориентация, ориентация Луны в отношении нас, земных наблюдателей. Размер немножечко дышит. Это отражает тот факт, что Луна по эллиптической орбите движется. То чуть ближе к Земле, то чуть дальше от Земли. А покачивание по долготе — это как раз те самые либрации, о которых мы сейчас говорили. Примерно 10% лишней площади лунного шара мы видим благодаря этим либрациям, заглядывая то за восточный, то за западный край ее лимба. Наблюдая с Земли разные планеты, мы видим их под разным углом в отношении к Солнцу. А это очень важно, как Солнце освещает объект, который мы наблюдаем. Все планеты принято делить на два класса. Те, которые движутся внутри орбиты Земли, мы называем внутренними, а раньше, в былые времена, их называли нижними планетами. Предполагалось, что они между Солнцем и Землей проходят, то есть ниже Солнца. А планеты, орбиты которых обнимают земную орбиту, окружают ее, называются внешними, но раньше их называли верхними планетами. Можно выделить в движении планет, в их относительно Солнца расположение, четыре характерных положения. Либо соединение, когда планета видна на фоне Солнца, либо за ним, либо перед ним. Противостояние, когда она видна в точке, противоположной направлению на Солнце. Ну, это может быть только у далеких планет, у внешних планет. И квадратуры, когда угол между направлением на Солнце и на планету равен 90 градусов. Вот перед вами эти четыре варианта. Для внутренней планеты мы видим нижнее и верхнее соединения, а для внешней только верхнее. Нижнего не может быть, она не может пройти между Землей и Солнцем. Зато у нее есть противостояние, то, чего нет у внутренней планеты. И, наконец, у внутренних планет есть характерные положения, когда они достигают наибольшего углового расстояния от Солнца. Их называют наибольшими, соответственно, западной или восточной элангациями. Наименее велика элангация у Меркурия. Его орбита мала по размеру, и он никогда не удаляется для нас, земных наблюдателей, далеко от Солнца. Приблизительно 28 градусов — это максимальное угловое расстояние Меркурия от Солнца. Оно немножко варьируется, потому что орбита Меркурия не круговая, а заметно эллиптическая. Венера имеет орбиту большего размера, и ее большая элангация достигает 47, иногда 48 градусов. По этой причине Венеру довольно удобно наблюдать, она далеко удаляется от Солнца. А Меркурий очень сложно, он всегда рядом с Солнцем. В видимом перемещении планет по небу мы иногда замечаем странные особенности. Планета обычно движется с западный восток относительно звездного неба, но иногда замирает и направляется в другую сторону. Это результат того, что мы сами находимся на движущейся планете, наблюдаем с движущейся Земли другую планету, тоже имеющую движение. Иногда Земля перегоняет планету, иногда движется так, что согласует свое направление движения с ней, поэтому направление движения планет меняется. Вот перед нами анимированная карта положения Марса в 2007 году, в сентябре, октябре и ноябре, и мы видим, как он достиг точки стояния и двинулся в обратном направлении. Сделал вторую остановку в другой точке стояния и вновь двинулся в прямом, то есть с запада на восток направлении. Вот эта петля, она как раз характеризует взаимное сложение скоростей Земли и самого Марса. То, что эта петля не в плоскости, а в таком развернутом виде, связано с тем, что орбита Марса и орбита Земли не лежат в одной плоскости. Они немножко наклонены друг к другу. Вот на этой 3D-картинке видно, что орбита Марса выходит за плоскость земной орбиты, за плоскость эклиптики, и поэтому петля имеет довольно сложную форму. В прошлом, когда люди не совсем точно представляли себе динамику планет, было принято считать Землю центром мира. Геоцентрическая система мира тогда использовалась. А если Земля в центре, то как же представить себе динамику движения планеты, выписывающей петли? С математической точки зрения это предполагалось сделать так. Сама планета движется не по круговой орбите, а лишь центр ее движения движется по кругу вокруг Земли, по дифференту. А сама планета относительно этого центра тоже движется по кругу, эпициклу. Но центр этого эпицикла все время смещается. Сложение этих двух движений в первом приближении позволяет объяснить петлеобразное поведение планет на небе. Вот перед вами серия положений планеты, движущейся по эпициклу, центр которого перемещается по дифференту относительно неподвижной Земли. Действительно что-то такое похожее на петлю получается. И математики древности, 2000 лет назад, довольно успешно описывали видимое движение планет с помощью вот такой математической модели. Вот в целом геоцентрическая система. Земля в центре, Луна, естественно, относительно Земли перемещается, Солнце по кругу вокруг Земли ходит, а положение Меркурия и Венеры всегда согласуется с направлением на Солнце. Но, естественно, то к западу, то к востоку от Солнца перемещаются. Остальные планеты тоже по своим эпициклам и своим дифферентам перемещаются. До совершенства эту математическую модель довел Клавдий Птолемей в своем замечательном труде, Альмагест. И там, конечно, математические выражения для движения планет были гораздо сложнее, чем я вам сейчас показал. Там предполагалось движение не по одному эпициклу, а по целой серии согласующихся друг с другом эпициклов, чтобы самые тонкие особенности в движении планет отразить. Это довольно сложная математическая модель была, и можно только удивляться тому, как наши предшественники умело использовали ее для своих математических расчетов. Кстати, этот великий труд Альмагест не так давно переведен на русский язык, и каждый может с ним познакомиться и убедиться в том, что это очень серьезное и тяжелое для чтения математическое сочинение. На другую почву встал Коперник, предположив, что не Земля, а Солнце находится в центре планетной системы, а планеты обращаются вокруг него. Правда, он не смог представить себе траектории планет иначе как круговыми, и по этой причине ему тоже пришлось использовать эпициклы, но их в этой модели стало значительно меньше. Великий наблюдатель неба Тихобраги, не используя телескоп, который к тому времени еще не был изобретен, а только угломерные инструменты, такие вот без оптики, смог точно измерить движение планет, в основном Марса, и доказать, что ни система Птолемея, ни даже более прогрессивная система Коперника не отвечают реальным наблюдениям планет. Нужно было придумать что-то новое. И новую математическую модель создал сотрудник Тихобраги, а потом и самостоятельные исследователи, Иоганн Кеплер. Он предложил принципиально новый подход к движению планет, а именно, что они не по идеальным окружностям движутся, а по эллипсам. Ну, как нарисовать эллипс, знает каждый школьник, надо воткнуть две булавки, натянуть нитку и провести по натянутой нитке карандашом. Кстати, эти две булавки находятся в самых интересных точках эллипса, в его фокусах. Математики более точно описывают эту фигуру и выделяют у эллипса характерные размеры. Наибольший размер – большая ось, наименьший – малая ось. Но астрономы обычно используют полуоси, большую и малую. А соотношение между ними описывается такой величиной – эксцентриситетом. Здесь написано ее математическое выражение. Так вот, оказалось, что Солнце находится в одном из фокусов эллипса, по которому движется каждая из планет. Причем движется не хаотически, а подчиняясь второму закону, открытому Кеплером. А именно, движение планеты по эллипсу происходит с такой скоростью, что в любые равные отрезки времени планета, а точнее, прямая соединяющая планету с Солнцем, ее называют радиусом-вектором, описывает одинаковые площади. Сегодня мы понимаем, что это просто отражение закона сохранения момента импульса в механике. Но в те годы механика еще не была создана, и Кеплер просто из наблюдений вывел этот закон. Еще раз посмотрим на видимое движение Луны и еще раз подумаем о том, почему происходит ее либрация. Движение по эллипсу происходит с переменной скоростью, потому что Луна то приближается, то удаляется от Земли, а вращение вокруг оси Луна совершает, естественно, с постоянной скоростью. Вот это как раз причина либрации. Наконец, Кеплеру удалось вывести третий закон из своих наблюдений. Он уже связывает движение двух планет по своим орбитам относительно Солнца. А именно, квадраты орбитальных периодов двух планет относятся между собой как кубы радиусов их орбит. Или, если орбиты заметно эллиптические, как кубы больших полуосей их орбит. Это замечательный закон, который позволил из наблюдений определить масштабы и взаимное расстояние планет от Солнца. Объяснение трем законам Кеплера, выведенным исключительно из наблюдений, чисто эмпирически, дал великий физик Исаак Ньютон. Он предложил закон, описывающий взаимное притяжение тел, закон всемирного тяготения, и развил законы механики, которые в сумме позволили точно описать движение планеты, объяснить, почему законы Кеплера именно таковы. Мы знаем из школьного курса, как выглядит формула, описывающая взаимодействие двух тел с массой М, большое и малое, удаленных друг от друга на расстоянии r. Хочу обратить ваше внимание на константу гравитации. Если мы откроем справочник по физике, то там все физические константы указаны с предельно доступной на сегодняшний день точностью. Так вот, в значении гравитационной константы очень мало значащих цифр. Четыре, максимум сегодня можно пятую найти. А остальные физические константы имеют колоссальную точность. Почему? Да потому что гравитация — самая слабая сила. И измерить ее значение в лаборатории, а только так можно найти константу гравитации, чрезвычайно сложно. А с высокой точностью сделать это до сих пор не удается. На основе своих законов механики и законов всемирного тяготения Ньютон доказал, что все планеты, обращающиеся вокруг Солнца, движутся по эллипсам разной степени вытянутости, либо по окружности, которая частной в случае эллипса. А если тело не связано с притягивающим его центром, оно может двигаться по параболе или, в общем случае, по гиперболе. Весь этот набор кривых называется коническими сечениями, потому что, рассекая плоскостью конус, мы получим любую из этих кривых. На самом деле Ньютон понял, что и массивное тело, лежащее в центре планетной системы, тоже испытывает небольшое движение. Оба они, и звезда, и обращающаяся вокруг нее планета, движутся взаимно вокруг общего центра массы. Тем, чем ближе к единице отношения масс тел, тем более похожи друг на друга их орбиты. Например, если тела совершенно одинаковые, ну, скажем, двойная звезда, две одинаковых звезды, обращающиеся вокруг общего центра массы, они движутся по одной и той же орбите. Во всяком случае, по похожим орбитам, если это эллипсы, то по симметричным эллиптическим орбитам. Ньютон немного уточнил третий закон Кеплера, оказалось, что период обращения планеты зависит не только от массы центрального тела, но и от массы самой планеты, поскольку она вынуждает центральное тело тоже немного двигаться. И вот в такой форме, в форме данной Ньютоном, третий закон Кеплера абсолютно точен. Астрономы изучают гигантские небесные тела, планеты, звезды, галактики. Чтобы разобраться с их физическими свойствами, нам надо измерить основные характеристики этих тел. Как измерить размер, мы понимаем. А вот как измерить массу тела, от которой зависит каждый физический процесс в нем происходящий. Это не так просто. Большое тело, планету не положено весы. Надо какие-то косвенные методы использовать. И, собственно говоря, единственное свойство массы, которое для этого используется, это ее способность притягивать к себе другие массы. Именно этот факт астрономы используют для измерения масс небесных тел. Но вот перед нами ситуация. Планета, расположенная далеко от нас, и небольшое небесное тело, например, искусственный спутник этой планеты, который обращается вокруг нее по круговой орбите. Для простоты. Мы знаем, по какому закону притягивает планета этот спутник. Это закон гравитации Ньютона. В нем фигурирует лишь одна величина расстояния. Расстояние от небесного тела до спутника. И поскольку небесное тело далеко, мы можем в первом приближении считать точкой закон Ньютона абсолютно точным. Тогда мы считаем силу гравитации, вызывающей равноускоренное движение, то есть это сила центростремительная. И в первой формуле вы видите, центростремительное ускорение записано, приравнено к ускорению, которое вызвано силой притяжения спутника к планете. Отсюда мы можем легко получить выражение для периода оборота спутника по его круговой орбите. В него входят только расстояние и масса планеты. Значит, если измерен период, а это несложно, если измерено расстояние, а это тоже не очень сложно, то остается только одна неизвестная величина, а именно масса планеты. Итак, следите за небольшим спутником, обращающимся по далекой от планеты орбите, чтобы планету можно было считать точкой, и вы легко найдете массу этой планеты, измерив период обращения и радиус орбиты. Хорошо. А есть ли спутник недалеко от планеты? Ну, например, вокруг Земли на околоземной орбите. Как в этом случае применить закон Ньютона? Ведь разные части планеты находятся на разном расстоянии, и притяжение в разном направлении, каждая из них направлена. Значит, надо каким-то образом сложить это бесконечное количество маленьких гравитационных сил, с которыми каждая частичка планеты притягивает к себе спутник. Наверное, это очень сложно. Но Исааку Ньютону удалось доказать две очень интересных и очень простых математических теоремы, которые сильно облегчили жизнь и геофизикам, изучающим внутренность планет, и астрономам, которые изучают движение внешних тел вокруг планет. Первая из теорем, так и называется, первая теорема Ньютона о гравитации внутри однородной сферы. Дело в том, что большинство планет шарообразны. И в первом приближении мы можем их считать симметричными. То есть, каждая оболочка, хотя к центру, конечно, плотность увеличивается в любой планете, но каждая оболочка имеет приблизительно одинаковую плотность по всей своей поверхности. Тогда разместим точку М внутри однородной оболочки и посмотрим, как разные части ее притягивают эту точку. Выделим два направления диаметрально противоположных. Я увеличил угол, который охватывается этими направлениями, чтобы проще было делать рисунок. На самом деле мы выделяем два бесконечно малых сегмента на поверхности этой сферы, С1 и С2, и посмотрим, с какой силой к каждому из них притягивается планета. Площадь сегмента прямо пропорциональна квадрату расстояния для него, а значит и масса тоже. В то же время расстояние входит как квадрат в знаменатель формулы Ньютона, а значит в произведении расстояние выпадает. И мы видим, что независимо от того, где внутри этой полой сферы находится точка, она испытывает одинаковые по величине и противоположные по направлению притяжения к каждому из лежащих во взаимно противоположных направлениях сегментов сферы. И так может для любой пары частей этой сферы доказать, что они одинаково сильно притягивают эту точку. А это значит, что она находится в невесомости, она не ощущает притяжения ни в какую сторону относительно своего положения. Внутри однородных сфер царит невесомость. И если это планета, то только внутренние ее части, находящиеся к центру планеты ближе, чем наша точка, действуют на нее и притягивают к центру планеты. А внешняя часть планеты никакого значения в гравитацию не вносит. Это важная теорема, она позволяет изучать внутренние слои планеты. Для астрономов же важнее вторая теорема Ньютона, которая касается того, как внешняя по отношению к сферически симметричной планете точка притягивается этой планетой. Эта теорема чуть более сложная. Для ее доказательства, оно здесь записано, нужно владеть дифференциальным исчислением. И расчет ведется не для ускорения гравитационного, а для потенциала силы тяжести. Как видите, небольшая добавка потенциала от шарового пояса, она довольно просто записывается через дифференциал угла, центрального угла этой планеты. Потом, используя теорему косинусов, мы можем перейти от ДФИ, от дифференциала угла, к ДЛ, к разнице расстояний от нашей точки А до разных частей этого шарового пояса. И увидим, что ДУ, добавка потенциала, прямо пропорциональна ДЛ, разница этих расстояний. А само Л пробегает все значения от ближайшей до наиболее удаленной точки планеты от точки А, то есть 2r. Потенциал сферы таким образом равен минус, минус потому что сила притяжения, а не отталкивания, gm деленное на r. А ускорение силы тяжести, мы дифференцируем потенциал, gm деленное на 2r. Но это же закон Ньютона. m это масса сферы или шара, состоящего из однородных сфер, а r это расстояние до его центра. Таким образом, однородная сфера или однородный шар, что одно и то же, притягивает внешнюю точку так, как будто бы вся его масса сосредоточена в его центре. Это сильно упрощает все астрономические вычисления, если они касаются притяжения вот таких вот шарообразных планет. Важно для определения массы планеты точно измерить расстояние до спутника. И для этой цели специально еще в конце 60-х, в прошлом веке, была создана система спутников, геодезических спутников, которые несли на своей поверхности уголковые отражатели. Это небольшие стеклянные призмы, отражающие падающий на них лазерный луч в том же направлении, откуда он пришел, откуда он упал на поверхность этого спутника. А сам спутник не что иное, как монолитный металлический шар. Очень маленький, но очень массивный. Сделано это для того, чтобы, обращаясь вокруг Земли, он не чувствовал или почти не чувствовал никакие другие силы, кроме гравитации. Ни силу давления солнечных лучей, ни торможения об атмосферу Земли, а только, имея маленькую площадь и большую массу, подчинялся действию гравитации. И вот такие специальные спутники Лагео, соблетая Землю, дали возможность точно измерять расстояние до них с помощью лазерных импульсов по времени пролета импульса до спутника и обратно к телескопу, и точно измерить массу Земли, и даже особенности распределения массы в теле Земли. Что же касается звезд, то их массы определять немножко сложнее. Мы не можем запустить искусственный спутник вокруг звезды, поэтому пользуемся естественными спутниками, а именно двойными звездными системами. Обращаясь одна вокруг другой, звезды тоже говорят нам о том, каковы их массы, как сильно они притягивают друг друга. Сложность, однако, в том, что трудно измерять их взаимное, их расстояние от общего центра массы, который никак на небе не отмечен. Нет такой точки, центра массы. Мы в телескоп видим просто две звезды. Вот перед нами как раз ближайшая к нам пара Альфа-Центавра. Одна чуть поярче, другая чуть послабее, но в принципе обе они похожи на Солнце. И в телескоп мы видим только их взаимное перемещение. Мы не знаем, на каком они расстоянии от центра массы. Поэтому мы не можем нарисовать их истинные орбиты, а рисуем только орбиту одного тела относительно другого. Может ли это нам помочь в определении их массы? Оказывается, может. Легко доказать, что движение одного тела относительно другого происходит так, как будто одно из них неподвижно, другое абсолютно легкое, а масса неподвижного тела равна сумме масс этих двух частиц или этих двух звезд, о которых мы рассуждаем. Вот перед вами это доказательство просто. Записываем второй закон Ньютона, находим разницу в ускорениях одного тела относительно другого и видим, что это не что иное, как тот же самый закон гравитации, только в виде массы в нем фигурирует сумма масс компонентов. Итак, по времени обращения и по взаимному расстоянию между двумя звездами мы можем найти только их суммарную массу. Вопрос в том, как поделить ее между двумя телами. Это не всегда легко. Иногда косвенные соображения помогают это сделать. Как правило, очевидно, яркая звезда более массивная, чем менее яркая. Но это не всегда так. На некоторых эволюционных стадиях даже легкие звезды бывают очень яркими. Так что тут нужны дополнительные астрофизические соображения. Особенно помогают в таких измерениях ситуации, когда одна звезда на время закрывает собой другую. То есть орбитальная плоскость лежит в плоскости нашего наблюдения, на луче нашего зрения. Тогда время от времени, через регулярные промежутки времени, мы видим взаимные затмения звезд. И кривая их блеска, ну то есть суммарная яркость этой системы, меняет свое значение. И она показывает два затмения. Когда яркая звезда заходит за менее яркую, то затмение глубокое. Вот сейчас мы его увидим, как падение точки на большую глубину. А когда яркая звезда проходит перед менее яркой, то затмение не такое заметное, не такое глубокое. Но главное, это позволяет нам точно определять период обращения звезд одной относительно другой, то есть обеих относительно их центра массы. Хотелось бы еще знать, с какими скоростями они движутся. Тогда по скорости и периоду мы можем размер орбиты найти. В этом нам помогает спектральный анализ. Перед нами один из примеров такой сложной звездной системы, очень хорошо известный любителям астрономии пара звезд Мицара-Алькор в ковше Большой Медведицы. А в нижней части слайда показаны два спектра этой звезды, точнее наиболее яркого ее компонента Мицара-А. Мы видим, что спектральные линии время от времени раздваиваются. Понятно, что это связано с тем, что звезда на самом деле двойная. И когда одна из них движется к нам, а другая от нас, эффект Доплера приводит к тому, что спектр одной звезды смещается в красную сторону, а другой в голубую, и линии раздваиваются. По этому разделению линий мы определяем, используя закон Доплера, взаимную скорость звезд, а зная период и скорость, длину орбиты и ее форму, естественно. Если бы все тела были строго сферически симметричными, жизнь астронома была бы простой. Но все тела, включая нашу собственную планету, не сферы. Земля за счет суточного вращения сжата вдоль полярной оси, имеет такую сплюснутую, немножко приплюснутую форму. А это значит, что вторая теорема Ньютона уже не работает полностью, и Земля имеет сложное гравитационное поле. Вот перед вами траектория спутника, запущенного на полярную орбиту вокруг Земли. Как видите, она не замкнутая, это не эллипс. Это гораздо более сложная кривая. В первом приближении это эллипс, который вращается в пространстве. Конечно, здесь утрированное это вращение, оно не так быстро происходит, но как иллюстрации этого достаточно. Давайте посмотрим, как вообще законы, отличные от простого закона гравитации Ньютона, модернизируют форму орбиты легкой частицы, движущейся вокруг неподвижного, притягивающего ее центра. Внизу слева перед вами классический эллипс, который образуется, как тело по классическому закону Ньютона, единица, деленная на r квадрат, движется. Но если показатель степени немножко иной, например, чуть больше, 2,2, кривая уже не замкнута. Ее называют притсессирующим эллипсом, то есть поворачивающимся эллипсом. Если значение показателя степени чуть меньше двойки, а это внизу справа показано, результат расчета, то кривая тоже не замкнута, только эллипс начинает в другом направлении вращаться. Ну и, наконец, такой самый странный закон, единица на r, там же эллипс так быстро вращается, что даже его форму трудно угадать, получается какой-то клубок ниток. Ну вот так именно будет выглядеть траектория тела, которая притягивается по этому закону. Ну для тех, кто любит физику, я хочу задать коротенький вопросик. Вот идеальный эллипс мы имеем в случае Ньютонова закона, единица, деленная на r в квадрат. А попробуйте догадаться, какой еще закон тяготения может дать нам движение по точному эллипсу, по точной эллиптической траектории. Есть такой закон, попробуйте его сами найти. Наконец, можно представить себе движение, когда оно не ограничено в пространстве. Например, если закон тяготения имеет форму единицы, деленная на r в кубе, то траектория движения частицы вообще оказывается нефинитной, то есть не ограниченной в пространстве. Частица будет либо стремительно и неограниченно близко приближаться к центру тяготения, либо, напротив, постоянно удаляться от него и, в конце концов, уйдет на бесконечность. Это показано на правой иллюстрации. Стрелку направления движения вы можете развернуть в любую сторону, либо частица удаляется, либо падает на тяготеющий центр. Но в этом случае ограниченного движения не будет. А это значит, что если бы природа была устроена так, планеты не смогли бы двигаться рядом со своими звездами. А если перенести это на закон Кулона, закон взаимодействия заряженных частиц, то электроны не смогли бы двигаться вокруг протонов или заряженных ядер. И таким образом не было бы вокруг нас никакого вещества, никаких планетных систем. В общем, мир был бы совсем другим. Только благодаря тому, что он устроен по Ньютону, мы имеем нормальные солнечные системы, нормальные атомы и стабильное вещество, из которого мы сами состоим. Еще несколько иллюстраций к тому, как движутся реальные спутники вокруг реальной Земли. Вот движение спутника по околополярной орбите. То есть она не совсем полярная, но под большим уклом к экватору располагается. Как видите, она тоже заметно прецессирует, и связано это с тем, что Земля не шар, а сплюснутая фигура, которую в первом приближении можно представить как шар с экваториальным поясом, с некоторой добавкой массы вдоль экватора. И именно эта добавка приводит к тому, что траектория прецессирует. Или вот еще любопытная иллюстрация, она показывает, как движутся спутники серии «Молния». Это те самые спутники, которые прямое телевизионное вещание на территорию нашей страны обеспечивают. Они по вытянутой эллиптической орбите движутся, которая взмывает над северным полушарием. Спутник долго, а по центре, в апогее орбиты, находится над территорией России, и потом быстро в южном полушарии проходит перигей. Так вот, этот эллипс, эта эллиптическая орбита, тоже испытывает прецессию, и, как видите, такой стакан выписывает вокруг нашей планеты. И, наконец, еще одна орбита спутника. Тоже тут, в общем, для наглядности утрировано расстояние между витками, оно не так быстро меняется, но вы видите, насколько сложную форму имеет орбита реального спутника Земли вокруг реальной нашей планеты, потому что планета не сфера, а многие ее части добавляют свою гравитацию к идеально-сферической внутренней части Земли. В школьном учебнике физики мы видим только одну формулу, описывающую силу тяжести, силу гравитации. Это простейшая формула Ньютона. А сила равна произведению масс тела обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Но что такое это расстояние? Если тела сферически симметричны, такие как звезды и планеты в первом приближении, мы уже знаем, и Ньютон доказал, что можно брать расстояние между их центрами. Но ведь все равно разные части каждого тела находятся на разном расстоянии от центра другого тела. И вот эту особенность гравитации уже описывает следующее математическое приближение, и оно называется теорией приливов. Чуть позже мы поймем, почему такое странное морское название у этой теории. Ну, в общем-то, понятно, почему. На поверхности Земли океаны располагаются на разном расстоянии, скажем, от Луны, от Солнца, которые являются главными источниками притяжения Земли. И, естественно, по-разному движутся относительно центра нашей планеты. Именно этот эффект вызывает приливы и отливы в океанах и морях. Чтобы почувствовать приливный эффект, представим себя в неком лифте, свободно падающем к центру планеты. Мы обрезали веревочку, и лифт падает. Пока он не упал, мы можем проводить свой физический эксперимент. Разместим в этом лифте несколько пробных масс, маленьких шариков, и будем следить за их движением. Тот шарик, что с самого начала был ближе к центру планеты, быстрее других будет приближаться к ней. Тот, что дальше, медленнее, а те, что справа и слева, все равно будут испытывать взаимное перемещение, потому что сила их притяжения к центру планеты, одинаковая по абсолютной величине, немножко по-разному направлена. Эти векторы сходятся в центре планеты, а значит, сближают между собой правые и левые шарики. Через несколько мгновений мы увидим, что шарики, первоначально расположенные каким-то одним образом, изменили свою конфигурацию. То есть, даже в свободно падающем лифте, где, казалось бы, должна быть полная невесомость, маленькая разница в силах притяжения, действующих на разные объекты, заставляет их перемещаться друг относительно друга. А если это один объект, то вызывает в нем напряжение. Если наблюдатель распылил вокруг себя множество мелких пробных частиц, то он может описать то самое приливное поле, которое он ощущает, свободно падая на избранную массу. Слева масса М, А это наш наблюдатель, который падает на нее, а мелкие частицы его окружающие испытывают движения, нарисованные здесь стрелочками. Те, что ближе, опережают наблюдателя, те, что дальше от массы, отстают от него, а те, что по бокам от него, как бы притягиваются к нему, немножко сближаются с самим наблюдателем. Вот так выглядит поле приливных сил или поле напряжения, создающихся в теле планеты, испытывающие притяжение со стороны внешней массы. Пример из наших дней. Международная космическая станция, она летает по орбите вокруг Земли, она не испытывает опоры, она безопорно летает, то есть находится в состоянии невесомости, постоянно падает на центр Земли, но облетает ее, поскольку Земля шар. Тем не менее, разные части этой конструкции испытывают немножко разное притяжение, и, соответственно, конструкция испытывает напряжение. А если частица отделяется от этой конструкции, ну, в качестве такой частицы рассмотрим космонавта. Обратите внимание, космонавты, работающие на поверхности МКС, обязательно привязывают себя специальными тросиками к самой станции, чтобы приливная сила не увела их в сторону, и они не потеряли связь со своей материнской станцией. Это очень важная мера безопасности, иначе космонавт, потеряв связь со своей станцией, начнет удаляться от нее, и будет удаляться все дальше и дальше, и в конце концов исчезнет и пропадет в космосе. Ну, конечно, никогда таких случаев не бывало, я просто напугал вас. В данном случае космонавт имеет за плечами реактивный ранец, и он вернулся в конце концов на станцию. Но если бы этого ранца не было, то он бы действительно покинул станцию навсегда, поскольку приливная сила увела бы его далеко в сторону. А здесь, на этой картинке, мы видим, как в разных частях шарообразной планеты, например, нашей Земли, приливная сила действует на жидкую оболочку, на океан, окружающий твердое тело нашей планеты. Справа Луна, слева Земля, окруженная для простоты однородным океаном, и, как видим, наиболее близкая к Луне точка океана, с опережением падает на Луну, имеет большее ускорение по отношению к ней, чем центр планеты. А наиболее далекая точка, наоборот, отстает от центра планеты, в результате и та, и другая как бы отрываются от центра Земли. Точки, находящиеся между ними, наоборот, притягиваются к центру Земли, поскольку векторы силы тяжести, действующие на них, имеют составляющую, направленную к земному центру. Таким образом, жидкая оболочка Земли как бы старается приобрести форму такой вытянутой дыни, вытянутой в сторону внешнего гравитирующего тела. Вот здесь хорошо показаны векторы приливной силы, действующие на океан. Они вытягивают, приподнимают океан над поверхностью Земли в двух противоположных точках, лежащих на прямой, направленной на массу, на внешнюю массу, а в плоскости перпендикулярной этой прямой, наоборот, прижимают океан. Ну, а в промежуточных точках сдвигают воду, перегоняют ее из области отлива, там, где океан прижимается к поверхности моря, в область прилива, где эта вода такую выпуклость образует. Выпуклость эта невелика. Если бы не было берегов, если бы Земля была покрыта океаном целиком, то мы бы, честно говоря, даже и не заметили прилива. Выпуклость океана направлена всегда на Луну, в двух точках диаметрально противоположных, но приподнимается океан всего на полметра. поскольку Луна делает оборот вокруг Земли за месяц, а Земля вокруг своей оси за сутки, то просто твердое тело Земли как бы вращается внутри этого деформированного океана, и материки то попадают в область прилива, то отлива. В течение суток два прилива и два отлива на берегу каждого из океанов происходят. Не только Луна вызывает этот эффект, Солнце, более массивное, тоже вызывает приливы на поверхности Земли, но Солнце намного дальше Луны от нас, поэтому его приливное влияние немножко слабее, примерно вдвое слабее лунного. Складываясь, два этих эффекта усиливают приливы, а складываются они либо в новолуние, либо в полнолуние, то есть когда Луна, Земля и Солнце находятся на одной прямой. А когда Луна в первой или в последней четверти, то есть в квадратурах мы наблюдаем уменьшенный прилив, ибо лунный прилив и солнечный прилив взаимно компенсируют друг друга, хотя лунный побеждает, но все равно ослабевает из-за того, что Солнце в другой стороне. Моряки хорошо знакомы с этим эффектом, и обычно, когда им нужен высокий прилив, чтобы войти в какое-то мелководье, в порт с небольшой глубиной, они ждут либо новолуния, либо полнолуния. А еще одна любопытная особенность приливы полусуточные неэквивалентны друг другу. Дело в том, что Луна и Солнце движутся приблизительно, Солнце точно в плоскости эклиптики, Луна вблизи плоскости эклиптики, а вращение Земли-то происходит под уклом к эклиптике, 23 градуса наклон земной оси. Поэтому вот здесь вы видите траекторию движения порта какого-нибудь или берега океанского точки А1, 2, 3, 4, 5, и мы видим, что один прилив высокий, он близок к максимуму, а второй прилив меньше, потому что в другую область приливной выпуклости попадает через 12 часов тот же самый порт или тот же самый берег океана. Так что два прилива разной высоты и два отлива примерно одинаковые бывают. Ну, на некоторых побережьях приливы и отливы весьма заметны, хотя в открытом море эти колебания на 50 сантиметров вверх-вниз неощутимы, но когда приливная волна накатывает на берег, она может довольно сильно свою высоту усилить, просто из-за инерции движения. Конечно, не волна накатывает на берег, а берег движется в сторону прилива, все-таки земля быстро вращается, и любой материк со скоростью в несколько сотен метров в секунду перемещается относительно приливной выпуклости. Вот французское побережье перед нами в момент отлива. Лодки и катера просто легли на дно, потому что вода ушла, а через несколько часов она придет, и все эти мелкие суда всплывут, и их можно будет использовать. В некоторых портах приливы очень заметны. Обычно это бывает на восточных побережьях материков, потому что земля с запада на восток вращается, и восточный берег набегает на приливную волну. Перед нами две фотографии залива Фанди, это восточный берег Северной Америки в Канаде. Там обычно колебания, такой узкий залив, и волна приливная заходит туда и усиливается, потому что движется в сторону сужающихся берегов. Там амплитуда прилива обычно 8-10 метров, а иногда достигает даже 15 метров. Как видите, это очень сильный эффект. Почти во всех крупных портах есть специальные приборы, мореографы для измерения высоты воды, то есть они меряют приливные колебания уровня. Эти колебания более или менее симметрично происходят. Кривая похожа на синусоиды или на несколько сложенных друг с другом синусоид. И вообще говоря, можно проанализировать эти кривые колебания за много лет и каким-то образом будут в ближайшее время. Раньше для этого механические машины, механические компьютеры делали, где множество шестеренок моделировали каждое из синусоидальных колебаний. Сегодня это делают численно, на обычных компьютерах. И можно прогноз прилива сделать на несколько месяцев вперед, и моряки заранее знают, когда высокая, когда низкая вода будет в том или ином порту. это очень важно для мореплавной. А для нашей планеты в целом важно то, что твердое тело планеты вращается относительно менее подвижного вот этого приливного возмущения океанского. Вы видите, здесь буква Е обозначена Земля, она вращается, а прилив обычно направлен почти точно на Луну. И вот это вращение относительно прилива, относительно океанской воды тормозит движение нашей планеты. Скорость вращения Земли все время замедляется. Наши сутки, солнечные сутки, постоянно удлиняются. Слабо, но регулярно. Этот же эффект приводит к тому, что меняется движение Луны по орбите. Обратите внимание, движение твердого тела Земли немножко разворачивает приливную выпуклость по отношению к направлению на Луну. Немножко один горб приливный опережает движение Луны, другой отстает от него. Но тот, который опережает, ближе к Луне. Его притяжение более заметно. И он как бы все время тянет Луну вперед по ее орбите. И она постоянно наращивает свою энергию движения, орбита увеличивает радиус, Луна удаляется от Земли, и мы это надежно измеряем, примерно на 4 сантиметра в год удаляется Луна, и замедляется ее движение, месяц становится все длиннее. И месяц длиннее становится, и сутки земные тоже становятся длиннее. И это происходит уже в последние несколько миллиардов лет. А в других спутниковых системах приливы бывают даже более заметны, чем в системе Земля-Луна. Например, спутники планет-гигантов, особенно Галилеевы спутники, которые близко расположены от их материнской планеты, Юпитера. Ближайший к Юпитеру спутник Ио, это мир гигантских вулканов. На поверхности Ио десятки мощных вулканов непрерывно извергаются, откуда столько энергии. Это энергия приливной деформации. Посмотрите на одно из извержений, там за горизонтом спутника работает один из мощных вулканов. Выбрасывает вещество на высоту в сотни километров. И таких вулканов десятки на этом спутнике. Дело в том, что гравитационное влияние Юпитера постоянно деформирует этот небольшой спутник, он примерно размером с нашу Луну, и нагревает его внутреннюю часть. Тепло выходит в виде вулканических извержений. Система двойных звезд тоже подвержена приливам. Давайте сравним два варианта поведения тел. Две звезды, если бы приливанных деформаций в их теле не происходило, то пролет одной звезды относительно другой закончился бы ничем. Звезда пришла из бесконечности и облетев вторую по гиперболической траектории ушла бы на бесконечность. Но в действительности приливы делают свое дело. На нижнем рисунке показано, как деформируется звезда, пролетая мимо более массивной второй звезды. И эти деформации рассеивают энергию ее кинетического движения, тормозят голубую звезду, и вместо того, чтобы удалиться по второй ветви гиперболы, она выходит на эллиптическую орбиту и становится спутником. Таким образом, действительно образовываются двойные звезды путем приливного захвата пролетающей мимо звезды на эллиптическую орбиту. Вот на этой анимации показан результат честного, аккуратного гидродинамического расчета взаимодействия двух звезд. Как видите, маленькая сначала пролетела и чуть-чуть притормозилась. Второй пролет тормозит ее еще сильнее, она выходит на более короткую орбиту, еще сильнее, еще, и заканчивается тем, что звезды сливаются одна с другой. Вся энергия их движения, рассеянная приливной деформацией, перешла в тепло, звезды немножко расширились из-за этого, и более крупная захватила мелкую и слилась с ней. Если же звезды находятся на афинитных, то есть связанных орбитах и обращаются как двойная система относительно центра масс, то все равно они деформируют тело друг друга, и может случиться так, что эта деформация достаточно сильно вытянет форму звезды, и часть ее вещества попадет в гравитационный плен ко второму компоненту. Тогда это вещество начнет перетекать и падать на поверхность второй звезды, и мы наблюдаем это регулярно, особенно, когда одна из звезд намного более массивна, чем другая. Вот перед нами рисунок, это, конечно, рисунок художника двойной системы, где один из компонентов слева нормальная звезда, а второй очень компактная нейтронная звезда. Когда-то она была большой, массивной, но в конце эволюции сжалась до компактного тела, массу все равно почти не потеряла. И вы видите, она захватывает вещество нормальной звезды, которая падает, сохраняя орбитальный момент, падающее вещество по спирали постепенно тормозясь приближается к массивному компоненту и падает на его поверхность. Впрочем, часть этого вещества выбрасывается в виде таких конусообразных диаметрально направленных выбросов джетов. Еще один вариант приливной деформации звезды, например, звезда, пролетающая мимо черной дыры. Мы знаем, черные дыры очень компактные массивные объекты, и приближаясь к такому объекту, звезда буквально теряет свою идентичность, она разрывается на части, с ее поверхности срывается вещество и окутывает черную дыру в виде диска, который постепенно аккрицирует, то есть падает внутрь черной дыры. Последнее, о чем надо сказать в связи с этим, Земля не только деформируется под влиянием Луны и отчасти Солнца, но и меняет направление своего вращения. Причина вот в чем. Земля не шар. Забудем пока о приливной деформации, вспомним о том, что Земля быстро вращается вокруг оси, и у нее есть экваториальное вздутие. Так вот, эти как бы добавленные вдоль экватора массы находятся на разном расстоянии от Луны и по-разному к ней притягиваются. Таким образом, Луна как бы старается перекосить, повернуть движение Земли и сделать ось ее вращения перпендикулярной плоскости своей орбиты. Ей-то, конечно, не удается. Влияние слабое. Земля имеет огромный момент импульса. Но повернуть направление момента импульса Луне удается. Обращаю ваше внимание на то, что речь идет о экваториальном выступе, экваториальном вздутии Земли. Это очень сильная деформация. 21 километр разница между радиусами полярным и экваториальным у нашей планеты. А вовсе не о том маленьком приливном выпуклости 50-сантиметровой, которую обеспечивает сама Луна. Сейчас мы об этом забыли. Мы говорим только о том, что форма Земли не сфера, а сплюснутый эллипсоид, и как Луна влияет на движение этого эллипсоида. Нам с детства знаком пример с Юлой. Юла — это та же вращающаяся планета. Сила тяжести пытается уронить ее на пол, положить ось ее вращения на пол, но это ей не удается, а удается только повернуть ось вращения. То же самое происходит с Землей. Луне не удается совсем уж точно поставить ось вращения Земли перпендикулярно плоскости лунной орбиты, но повернуть понемногу удается. И этот поворот, который, в принципе, похож на движение Юлы, называется прецессией. Почему прецессия? Да потому что точка пересечения плоскости экватора и плоскости эклиптики, точка весеннего равноденствия, за счет этого перемещается, и это в астрономии называется прецессией, предварением равноденствия. Через точку равноденствия проходит Солнце. Период этого движения очень велик. Почти 26 тысяч лет требуется на то, чтобы ось вращения Земли вернулась в исходное состояние. Она описывает конус с раствором примерно 23,5 градуса и с периодом почти в 26 тысяч лет. Но это очень заметное изменение. Например, сегодня ось вращения Земли направлена на полярную звезду, мы это знаем, а 13 тысяч лет назад ось вращения Земли смотрела почти точно на на Вегу на расстоянии 46, почти 47 градусов от полярной звезды. То есть у наших предков полярной звездой служила Вега, а нам сегодня полярной звездой служит та самая полярная, которую мы так и называем. Пройдет еще 13-14 тысяч лет и снова ось вращения Земли будет смотреть на Вегу. И так будет происходить постоянно. На фоне созвездий ось вращения Земли выписывает вот такие круги с радиусом 23,5 градуса и это влияние Луны. В заключении очень хочу порекомендовать вам замечательно все эти проблемы описаны в очень хорошей, старой, давно переведенной на русский язык книге Джорджа Дарвина, это сын Чарльза Дарвина, приливы и родственные им явления Солнечной системы. Там почти нет формул, но очень хорошим языком и очень физически красиво описаны все приливные явления. Из современных книг рискну посоветовать две своих небольших брошюры, в которых более поздние исследования в этом направлении описаны. Они тоже вполне доступны старшим школьникам. Наверное, их можно найти в интернете, они давно уже выложены в сеть. Черные дыры Популярный персонаж не только астрофизических работ, но и современных фантастических фильмов и даже детских книг. Поговорим о них. Идея о черных дырах довольно стара. Дело в том, что в 17 веке еще астрономы измерили скорость света, а в 18 веке известный геофизик, физик и астроном Джон Митчелл впервые понял, что можно представить себе тело, с поверхности которого не сможет улететь ничего, даже свет. Конечно, тут было не все в рамках современной физики. Свет-то представляли как набор корпускул мелких частиц, и Митчелл использовал формулу для второй космической скорости. Мы знаем, что с такой скоростью надо стартовать с поверхности планеты, чтобы преодолеть силу тяжести и улететь от нее вдаль. Но, грубо говоря, идея была верна и основу свою сохранила до наших дней. Митчелл рассчитал размеры того тела и его массу, при которых даже частица, как он думал, света, не сможет оторваться и улететь вдаль. А значит, тело не будет излучать свет совсем, оно будет темным. Хотя, название «черные дыры» тогда еще не существовало, но представить себя можно было их именно так. Через несколько лет известный математикой астроном французский Пьер Лаплас повторил эту идею, видимо, не будучи знакомым с работами Митчелла и тоже пришел к точно такому же выражению для размера тела, имеющего определенную массу, которое не отпустит со своей поверхности никакой объект, даже частицу света. Идея была надолго забыта и получила второе рождение после создания общей теории относительности Эйнштейном. Сам Эйнштейн поначалу не рассматривал это явление, он проверял свою общую теорию относительности на более знакомых астрономам эффектах, например, движение перигелия Меркурия. Мы знаем, что его орбита эллиптическая постепенно поворачивается и определенный вклад в это вносит эффект общей теории относительности. Но современник Эйнштейна, немецкий математик Карл, математик и астроном вообще очень разносторонний человек и оптик Карл Шварцшильд, применив общую теорию относительности, нашел точное решение гравитационного поля для маленького плотного объекта, для бесконечно малой массы, бесконечно малого размера. И решение это имеет удивительную особенность. Оказывается, такая масса будет окружена двумя характерными радиусами, двумя характерными можно назвать их сферами. По одной из них, по внешней, фотон, запущенный на круговую орбиту, будет вечно циркулировать вокруг этой массы, то есть его орбита станет замкнутой, круговой, это так называемая фотонная сфера, а по другой, более компактной, свойства другой компактной области еще интереснее, это так называемый горизонт событий. Радиус его называется радиусом Шварцшильда или гравитационным радиусом, и выражение для него очень простое, он пропорционален массе тела, ну и входит еще константа гравитации и скорость света в квадрате. Так вот, оказывается, что эта поверхность сферы Шварцшильда делит мир вокруг этой массы на две совершенно разные части, пересекая эту границу, падая на массивное тело, мы навсегда оказываемся внутри сферы Шварцшильда и никогда уже не сможем ни мы, ни квант цвета, ни какая-то материальная частица попасть наружу, выйти из-под горизонта событий, именно поэтому он так и называется. Давайте проследим за предполагаемым путешествием космонавта на ракете внутрь черной дыры с двух точек зрения. С точки зрения самого космонавта, свободно падающего в черную дыру, и с точки зрения внешнего наблюдателя, находящегося далеко от нее и наблюдающего за всем этим в телескоп. Сам космонавт за конечное время упадет в самый центр этой системы. Он пересечет горизонт событий, не заметив этого или почти не заметив. Приливные эффекты, конечно, дадут себя знать, космонавт будет вытягиваться вдоль направления полета, но иногда эти эффекты слабы, если массивная черная дыра вас притягивает. Однако внешний наблюдатель будет видеть совсем другое. Он увидит, как, приближаясь к горизонту событий, скорость ракеты и космонавта в ней начнут все замедляться, замедляться и замедляться. Все процессы внутри ракеты тоже начнут происходить все медленнее и медленнее. Время как бы остановится с приближением к горизонту событий, и внешний наблюдатель никогда не увидит, как ракета пересекла этот горизонт. Вот так по-разному выглядит один и тот же процесс падения ракеты на черную дыру с точки зрения двух наблюдателей, находящихся в двух разных системах отчета, внутри ракеты и снаружи вдали от нее. А могут ли в природе рождаться такие объекты? Могут. Кстати, название черной дыры родилось благодаря американскому физику Джону Арчибальту Уиллеру, который в шутку назвал так этот объект черное, потому что ничего не излучает, не отпускает от себя свет, дыра, потому что все проваливается. В 1967 году он придумал это название и сегодня все его знают. Так вот, может ли такой объект родиться? Не на бумаге у теоретика, а реально в космическом пространстве? Может. Есть ли массивная звезда настолько велика, что в конце эволюции, когда уже источники энергии в ней иссякли, она не может поддерживать внутреннее тепло, давление, которое противостоит ее гравитационному сжатию, если эта массивная звезда будет сжиматься под действием собственной гравитации? Маломассивные звезды, на этой иллюстрации мы видим, заканчивают жизнь, сбрасывая большую часть массы в виде газовой оболочки, а меньшая часть ее ядра превращается в белый карлик, компактный, но все-таки устойчивый объект небольшого размера, примерно с планету размером. Звезды промежуточной массы, в несколько раз более массивные, чем Солнце, заканчивают жизнь в виде взрыва сверхновой, тоже сбрасывают часть массы, а их более массивное ядро сжимается сильнее и уже становится не белым карликом, а так называемой нейтронной звездой, гораздо более компактной, размером всего несколько десятков километров. И, наконец, звезды еще большей массы, 10, 20, 30 масс Солнца, после взрыва сверхновой, не могут удержать свое ядро от стремительного сжатия, и оно достигает таких маленьких размеров, что сила тяжести на поверхности этого ядра становится формально бесконечно большой, и такой объект мы называем черной дырой. Как отличить черную дыру от других компактных остатков эволюции звезд? Например, по эффекту гравитационной линзы. Луч света, проходя мимо массивного объекта, изменяет свое направление. Для постороннего наблюдателя это искажает видимую форму источника света, лежащего за такой гравитационной линзой, за таким массивным телом. И этот эффект может подсказать нам, что перед нами компактное массивное тело. Как выглядит движение частиц вблизи черной дыры? Оно совсем не похоже на то, что мы привыкли видеть в рамках ньютоновой механики. Но тут три варианта движения сравнивается ньютоновая механика и механика Эйнштейновская теория относительности вблизи черной дыры. Например, эллиптическое движение. Движение по замкнутой эллиптической орбите, а в рамках ньютоновой механики орбита вообще не меняет своей ориентации. Эллипс остается таким, каким он был с самого начала. При небольшом, при слабом учете гравитационных эффектов в рамках теории относительности эллипс немного поворачивается, как это Меркурий нам демонстрирует. Но если мы совсем уж рядом пролетаем с черной дырой, то повороты эллипса достигают огромных углов, и как видите, вот левая верхняя иллюстрация, там буквально траектория наматывается на черную дыру, потом снова превращается в эллипс, когда частица уходит вдаль, но совсем с другой ориентацией. Гиперболическое движение, то есть приход и уход на бесконечность частицы, тоже представляются нам не такими, как в ньютонове механике. Проходя рядом с черной дырой, частица может совершить несколько оборотов вокруг нее, а потом по второй ветре гиперболы снова уйти на бесконечность. И, наконец, возможен гравитационный захват. То, что в ньютоновой механике исключено, а в рамках теории относительности это возможно. Частица, проходя рядом с черной дырой, может выйти на спирале образную орбиту и по ней, приблизившись, нырнуть внутрь горизонта события и навсегда поглотиться в окрестности черной дыры. Лучи света тоже ведут себя удивительным образом. Чем ближе находится источник света к горизонту событий, тем труднее свету вырваться из цепких гравитационных лап черной дыры. Если источник далеко, вот как справа нарисован, на расстоянии четырех гравитационных радиусов, почти во всех направлениях кванта света вылетят и уйдут на бесконечность. Но чем ближе источник к черной дыре, тем меньше диапазон углов, когда кванту удается выскользнуть из гравитационного притяжения, из гравитационного поля черной дыры. И все больше черным сегментом отмечено тот диапазон направления, где квант обязательно будет захвачен черной дырой. Вот посмотрите еще на серию траекторий. когда мы запускаем частицу света вдали от черной дыры, он уходит почти по прямой, как это обычно у фотонов и бывает. Но чем ближе находится старт фотона к черной дыре, тем сильнее искривляется траектория. Наконец, на расстоянии полутора гравитационных радиусов фотон просто выходит на круговую орбиту и уже не покинет окрестности черной дыры, а еще ближе старт заканчивается тем, что фотон захватывается черной дырой и исчезает под ее горизонтом событий. Если фотоны с бесконечности приходят, то можно даже некий пучок траекторий показать, по которым фотоны обязательно будут захвачены черной дырой. Здесь показан так называемый радиус захвата, то есть радиус той прицельной области, попадая внутрь которую, фотоны обязательно закончат свое путешествие внутри черной дыры. Любопытно, что это открывает нам возможность световой или радиолокации черных дыр. Хотя они ничего не излучают, но мы можем получить от них излучение, запустив в их направлении свет или радиоволну, потому что есть определенное расстояние, вот B с индексом P расстояние от направления на черную дыру, проходя по которому фотон в точности на 180 градусов изменяет направление своего полета. И для нас это эквивалентно эффекту отражения. Мы пустили фотон в направлении черной дыры, а он, обогнув ее, отправился обратно к нам. И таким образом мы можем искать в космосе черные дыры с помощью радиолокации или световой локации, например, используя солнце. Слева желтая это диск солнца, мы наблюдатели, красная точка в середине, солнце у нас за спиной, черная дыра перед нами, солнечные лучи идут к черной дыре, огибают ее и возвращаются к нам, и таким образом есть теоретическая возможность увидеть черную дыру. Это не ее излучение, это развернутое излучение солнца в нашу сторону. Вот так художник с юмором изобразил эту ситуацию, когда черная дыра захватывает свет и наматывает его вокруг себя на фотонную сферу. До сих пор мы говорили о черной дыре как о бесконечно малой массивной частице, но все массивные тела вращаются. Вращение видоизменяет структуру пространства вокруг черной дыры. появляется дополнительная область, охватывающая горизонт событий, так называемая эргосфера, обладающая очень интересным свойством. Если туда залетает объект или фотон, или какая-то элементарная частица, или массивный объект, то он не может оставаться в статическом состоянии. Он обязан двигаться, вращаться вокруг черной дыры. гравитационное поле вращающегося центральной массы черной дыры как бы захватывает его и начинает крутить вокруг себя. Но оттуда все-таки эта частица может вырваться. Если она не нырнет внутрь горизонта событий, она теоретически может выпрыгнуть обратно и уйти на бесконечность из этой сферы, которую называют эргосферой. Это математическое решение было найдено довольно известным математикам Керрам, и оно с тех пор так и называется решение Кера для вращающихся черных дыр. Между прочим, эта возможность открывает для нас перспективу черпать энергию из черной дыры. Хотя казалось бы, как можно что-то получить из-под горизонта событий? Можно. Если вот такая немножко смешная иллюстрация, представим себе черную дыру, вращающуюся черную дыру, окруженную сферой, на которой живут люди, построены города, а мусор, который порождают эти города, сбрасывается в эргосферу черной дыры. Попадая туда, он набирает скорость, начинает быстро вращаться, затем контейнер мусорный падает внутрь черной дыры, а сам мусор, или наоборот, мусор падает в черную дыру, а контейнер выбрасывается из нее с увеличенной скоростью и попадая на лопасти электрогенератора, вращает их, вырабатывает электроэнергию. Таким образом, мы освобождаемся от мусора и еще дополнительную электроэнергию. Откуда она черпается? Она черпается из вращения, из энергии вращения черной дыры. Ну, это, конечно, скорее с юмором придуман проект, чем вряд ли он будет когда-нибудь реализован, но может быть в природе, он определенным образом реализуется. Вещество падает всегда на черные дыры и часть его может вылетать из эргосферы с увеличенной скоростью. Ученые долго время считали, что черные дыры все поглощают, ничего не излучают. Все, что попало под горизонт событий, навсегда пропадает и никакого излучения, никакой энергии оттуда выйти не может. Оказалось, что это не совсем так. первый намек на это появился у очень известного советского физика Якова Борисовича Зельдовича, а полностью развил эту идею известный ныне знаменитый английский физик Стивен Хокинг. А идея заключается вот в чем. Даже если черная дыра находится в пустоте, на самом деле в вакууме постоянно рождаются так называемые виртуальные фотоны или виртуальные частицы, элементарные пары частиц, положительные, отрицательно заряженные частицы и античастицы. Если это происходит вблизи гравитационного радиуса, одна из этой пары, одна частица может нырнуть внутрь гравитационного радиуса и навсегда погибнуть внутри черной дыры, но вторая частица за счет избытка энергии может стать не виртуальной, а реальной, то есть как бы родиться и покинуть окрестности черной дыры, потому что она вне горизонта события родилась. И таким образом от черной дыры должно исходить излучение. Его сегодня называют излучение Хокинга или испарение черных дыр. Пока это чисто теоретическая возможность, она не наблюдалась, но теоретически возможно. Черная дыра будет терять массу таким образом. Можем ли мы перемещать черные дыры, если у них нет твердой поверхности, в них нельзя упереться? Можем. Они точно так же, как любое другое тело, чувствуют гравитацию. Вот несколько проектов по перемещению черных дыр. Например, можно подвести к черной дыре небольшой астероид, к которому она будет притягиваться, и перемещая этот астероид с помощью ракеты, заставить черную дыру лететь за ним. Можно вывести черную дыру на орбиту вокруг астероида, она еще лучше будет с ним связана, и тоже перемещая астероид. Можно использовать излучение Хокинга, которое черная дыра во все стороны направляет. А если мы рядом с ней разместим отражатель, зеркало прожектора, то это излучение будет направлено в одну сторону, а система черная дыра и отражатель отправятся в другую сторону из-за эффекта реакции. Где астрономы обнаруживают черные дыры? Черные дыры небольших звездных масс обнаруживаются в двойных звездных системах, а более массивные черные дыры в центрах плотных звездных систем. Вот перед нами два звездных скопления, так называемые шаровые звездные скопления. В каждом из них по миллиону звезд, и в их центрах обнаружились черные дыры массой в десятки тысяч массов. Еще более, намного более массивные звезды обнаруживаются в центрах галактик, в том числе и в нашей. Вот фотография в инфракрасном диапазоне центральной области нашей галактики. Стрелочками показан самый-самый центр галактики. Уже много лет астрономы следят за перемещением звезд в центре нашей галактики и выяснили, что звезды обращаются с большими скоростями вокруг, как нам кажется, пустого места. Но звезды не могут двигаться вокруг пустого места. Раз они обращаются вокруг этой точки, значит их что-то притягивает. По орбитам звезд, которые прослежены за последние два десятилетия, удалось вычислить массу этого пустого места. Она оказалась 4 миллиона масс Солнца. Есть подозрения и, в общем, мало сомнений в том, что звезды обращаются вокруг невидимой нам черной дыры с массой в 4 миллиона масс Солнца. Как она родилась, мы пока не знаем. Как она будет проявлять себя, пока мы этого не видим. Но не исключено, что время от времени она дает о себе знать. Мы уже говорили о том, что пролетая мимо черной дыры, звезды разрываются приливными силами, их вещество падает в черную дыру. Падая, оно сильно нагревается. Оно в виде диска обращается вокруг черной дыры, слои этого диска тормозятся, перемещаются одно относительно другого и нагреваются, поэтому диск светится, особенно в своей центральной части. Именно это выдает присутствие черной дыры. Как отличить черную дыру от других компактных объектов, например, от нейтронной звезды? Если когда-нибудь у нас будут достаточно зоркие телескопы, чтобы увидеть аккреционные диски вокруг черных дыр и вокруг нейтронных звезд, мы увидим разные картины. Черная дыра действительно черная в середине, она поглощает свет. А нейтронная звезда, иллюстрация справа, на которую падает газ, ярко светится в центре аккреционного диска. Вот вам и способ различить их. Еще один способ. Если происходят вспышки в аккреционном диске, а здесь мы видим графики некоторых таких гамма-вспышек, то периодическое колебание яркости выдает нам присутствие твердого объекта, нейтронной звезды. А если таких периодических колебаний нет, то, скорее всего, это черная дыра, у которой нет твердой поверхности. Сегодня астрономы уже нащупали в космосе, в составе двойных звезд, несколько компактных объектов. И вот на этом графике видно, все объекты массивнее трех масс Солнца, они лежат сверху от пунктира, это, скорее всего, черный дыр. Все объекты менее массивные, чем три массы Солнца, скорее всего, нейтронные звезды. Это хорошо подтверждается теоретическими расчетами. Наконец, последнее и очень важное проявление, которое, возможно, когда-нибудь позволит нам найти пары черных дыр, двойные черные дыры. Обращаясь вокруг общего центра масс, даже оставаясь невидимыми, черные дыры генерируют гравитационное излучение. Это еще один из прогнозов общей теории относительности. Пока не подтвержден. Гравитационные волны из космоса не обнаружены, но они должны существовать. Это волны пространства времени, которые генерируются быстродвижущимися массивными телами. Зафиксировать такую волну можно на Земле, и в ближайшее время, скорее всего, это будет сделано. Черная дыра не такой простой объект. Она может обладать и магнитным полем, и электрическим зарядом, и аккреционный диск газовый вокруг черной дыры ведет себя весьма сложно. Например, мы наблюдаем, вот перед нами иллюстрация, двойная система, обычная звезда, желтая, и аккреционный диск вокруг черной дыры. Мы часто наблюдаем из этих аккреционных дисков бьющие потоки вещества в двух диаметрально противоположных направлениях, так называемые джеты. Как они генерируются? Какой физический эффект разгоняет газ до огромных скоростей, мы не знаем точно. Но подозреваем, что это магнитное поле, которое за счет вращения черной дыры приобретает свойство спирали, которое перемещает вещество, вращаясь вокруг оси. Вещество это разгоняется почти до скорости света. И джеты, бьющие из центров аккреционных дисков, имеют колоссальную энергию. Если бы мы имели возможность заглянуть туда, внутрь джета, мы бы увидели просто страшное столпотворение квантов и элементарных частиц, имеющих гигантскую температуру. Это настолько мощное явление, что черные дыры больших масс, существующие в центрах галактик, выбрасывают из себя настолько мощные джеты, что даже окрестности галактики чувствуют их присутствие. Вот реальное изображение в оптике и в рентгеновском диапазоне скопления галактик в Персее, и мы видим, как очень компактная массивная черная дыра в центре одной из галактик буквально перемешивает межгалактическое вещество и создает в нем мощные ударные звуковые волны в масштабах всего скопления галактик, а это гигантский масштаб. Черная дыра, как выяснилось, не только поглощает, но и излучает весьма много энергии и выбрасывает из своих окрестностей много вещества. Чтобы рекомендовать вам какую-то одну книгу, я, пожалуй, остановлюсь на совершенно замечательные книги Игоря Дмитриевича Новикова, нашего известного астрофизика «Черные дыры и Вселенная», да и другие его книги на эту тему тоже очень интересны, и я советую вам их почитать. Ну а теперь мы переходим к самому близкому и интересному для нас людей, к планетным системам. Начнем, конечно, с Солнечной системы, в которой мы сами живем. В ней много разнообразных объектов, и обычно их делят на два больших класса — планеты и более мелкие тела. Что мы называем планетами? Сегодня это точно определено. Планета — это настолько массивное тело, которое своей гравитацией может само себя деформировать. Маленькие тела не способны на это, и их вещество практически остается неизменным в течение миллиардов лет с тех пор, как они сформировались. Планета же более живой, более динамичный организм. Она может разрушать свои недра, может нагревать их. А в недрах могут происходить химические реакции, разделение вещества, образование плотного ядра, более легкой оболочки. То есть планета — более динамичный, эволюционирующий организм, ну и более массивный, поэтому своей гравитацией она как бы контролирует пространство вокруг себя, удерживает спутники, сбивается траектории, пролетающие мимо нее тела. В общем, планеты — это наиболее массивные члены планетных систем. Посмотрим на Солнечную. В ней сегодня выделяют восемь планет. Причем довольно точно их можно подразделить на два класса. Небольшие планеты, типа Земли, их четыре — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они ближе к Солнцу. И планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они находятся на периферии планетной области, но, конечно, границей Солнечной системы это не является. Намного дальше планет расположены более мелкие объекты — карликовые планеты, астероиды, ядра комет. И вообще говоря, Солнечная система тянется очень далеко. Трудно даже сказать, где ее границы. Это зависит от того, как мы их, каким образом проводим. Ну, например, Солнце постоянно теряет вещество с своей поверхности, так называемый солнечный ветер, то есть потоки плазмы, постоянно улетают с поверхности Солнца. И на периферии взаимодействуют с межзвездным веществом. В общем-то, с газом примерно такого же типа, разреженным, ионизованным, пронизанным магнитными полями. И в каком-то месте солнечное вещество и межзвездное вещество встречаются, их давление уравновешивают друг друга. И в каком-то смысле это тоже можно назвать границей, ну, границей плазменного влияния Солнца, скажем так. Эта граница расположена на разных расстояниях от Солнца, в зависимости от того, в каком направлении мы посмотрим. Естественно, то направление, куда движется Солнце вместе со своими планетами, оно испытывает более сильное динамическое давление межзвездного вещества, и поэтому граница как бы прижата к Солнцу. Она находится примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть 100 раз дальше от Солнца, чем наша Земля. Здесь на этой иллюстрации вы видите наиболее далеко улетевшие от Земли космические аппараты два Пионера и два Вояджера, которые практически достигли вот этой плазменной границы Солнечной системы. Но область, которую контролирует Солнце своей гравитацией, конечно, протянулась намного дальше, есть очень много объектов, в основном это ядра комет, которые обращаются вокруг Солнца значительно дальше 100 астрономических единиц. Мы не знаем точно, как устроена периферия Солнечной системы. Приблизительно можем гадать о том, что это сферообразная область, населенная большим количеством, многими сотнями миллиардов небольших ледяных тел. Это ядра комет. Они становятся хвостатыми кометами. Если ядро подлетает достаточно близко к Солнцу, нагревается и начинает терять газ. А пока это тело вдали от Солнца, оно совершенно инертное, очень холодное. В общем, это такой космический айсберг. Впервые эту зону гипотетически описал астроном Ян Уорт. И поэтому вот эта вот обширная, размером примерно 100 тысяч астрономических единиц, зона вокруг Солнца, мы называем ее облаком Уорта. В ней холодные ядра комет. Ближе к Солнцу, скорее всего, находится более плотная, заселенная ядрами комет, область более тесно связанная с Солнцем. И в последние годы ее называют поясом Хиллса по фамилии астронома, который впервые описал динамику тела в этой области. Наконец, еще ближе к области планет находится так называемый пояс Эджерта Койпера, или, короче, пояс Койпера по именам астрономов, которые ее предсказали. Это уже область небольших карликовых планет и астероидов, которые летают за пределами орбит больших планет, то есть за пределами орбиты Нептуна, последней большой планеты. Сегодня частота открытия новых объектов в Солнечной системе очень высока. Этим занимаются в основном телескопы-роботы. Человек уже не может с такой интенсивностью отслеживать звездное небо, и поэтому телескоп автоматически, каждую ночь делает фотографии, и сравнивая положение объектов, компьютер решает, близкий это объект к Солнцу, быстро он перемещается по небу или нет. Вот как резко начала возрастать статистика открытий Солнечной системы с тех пор, как в строй вошли примерно в 2000 году многочисленные телескопы-роботы. Примерно 300 новых объектов каждую ночь астрономы открывают в Солнечной системе. Ну, как правило, это небольшие объекты. Ядра комета еще чаще астероиды, объекты размером в километры. Спутники планет тоже небольшие тела, и их тоже сложно обнаружить. Например, в 80-м году всего 45 спутников в сумме у всех планет было известно. А сегодня, посмотрите, как круто вверх пошло количество новооткрытых спутников планет. Их уже около 180. Когда мы рассуждаем об эволюции космических тел, важно понимать, какова их масса. От массы зависит внутреннее устройство, динамика этого тела. И вот иллюстрации, которые вы сейчас видите перед собой, в каком-то смысле вредные. Но они часто попадаются в астрономических книжках, в учебниках. Здесь все тела приведены к одному видимому размеру. Но мы же понимаем, что на самом деле они разные. Планеты, спутники планет, небольшие астероиды. И в них разные процессы в зависимости от их массы происходят. Так что не надо ориентироваться на такие картинки. И на такие тоже. А вот картинка, где в одном масштабе мы показали Солнце и 8 больших планет. Посмотрите, какие они разные по размеру, а следовательно и по массе. Поэтому Солнце — источник энергии. В нем происходят термоядерные реакции, огромная температура и давление. А планеты — довольно инертные тела. В каком-то смысле их можно сравнить с разными животными. Вот, скажем, слон примерно в 100 миллионов раз массивнее водомерки. И, конечно, они по-разному воспринимают окружающую природу. И поэтому космические тела тоже. В их недрах происходят разные физические процессы. Но и среди планет тоже велик диапазон и размеров, и масс. Как сильно отличаются, скажем, Меркурий, Марс от Юпитера и Сатурна. И, разумеется, они отличаются и по внутренним процессам тоже. А если мы теоретически заглянем в недры этих планет, практически это еще долго будет невозможно, то увидим совершенно разный их состав. Планеты земной группы — это каменные тела с железными внутренностями, с железными ядрами. А планеты-гиганты — это гигантский океан жидкого вещества, в основном водорода и гелия, и газовая атмосфера его окружающая. Может быть, в недрах гигантов есть каменные ядра. Скорее всего, есть. Но они так глубоко, что физически достать их будет никогда невозможно изучить. В основном мы изучаем планетную систему наземными методами, с помощью наземных телескопов. Их возможности не безграничны. Обычный телескоп разрешает на небесной сфере угол в одну секунду. Это хорошее изображение. Посмотрите, чему это равно в линейном размере на поверхности разных планет. Даже на близкой Луне мы не можем различить детали меньше 1-2 километров. На Марсе меньше 300 километров. Но Плутон вообще кажется нам бесконечно малым точечным объектом, когда мы смотрим на него в наземный телескоп. Ну и качество изображений, полученных с Земли, тоже невысоко. Вот снимок Юпитера наземным телескопом. Ну а космические, конечно, дают значительно лучшее изображение. Вот снимок Юпитера телескопом Хаббл. Мы видим гораздо больше деталей не только на самой планете, но и на спутнике. Вы видите там спутник Ио, на котором различимы детали. Но еще лучше подлететь к планете на космическом зонде и сфотографировать ее с близкого расстояния. Впрочем, зонд пронесся мимо планеты, и мы больше не имеем возможности за ней следить. А наземный или околоземный телескоп может следить за планетой и ее спутниками постоянно. И вот недавно открытые водяные фонтаны, бьющие из ледяных щелей на поверхности Европы спутника Юпитера, это открытие стало возможным только с помощью околоземного космического телескопа Хаббл, который непрерывно следит за явлениями. Очень сложно сфотографировать обратную сторону Луны. Это не могут сделать наземные телескопы в принципе, потому что Луна всегда одной стороной смотрит на Землю. Это удалось сделать только с помощью космического аппарата, залетевшего за Луну, и сфотографировавшего ее невидимую с Земли сторону. Открытие было поразительным. Обратная сторона Луны совершенно не похожа на видимое. И мы до сих пор точно не знаем, в чем дело. Посмотрите, как странно выглядит Луна, если вращать ее глобус перед нашими глазами. Вот видимая сторона, и она покрыта огромными лавовыми морями и океанами. А вот невидимая сторона, и на ней почти нет морей, а только континентально изрытая метеоритными кратерами поверхность. Также невозможно, наблюдая за далеким космическим телом, в точности определить его массу, если у тела нет своих спутников. Если у него нет своих, как у Луны, мы можем запустить искусственный спутник. Например, первые искусственные спутники Луны смогли измерить ее массу и даже распределение масс, то есть неоднородность массы на поверхности Луны. Вот две карты одной и той же области Луны. Верхняя карта показывает уровень поверхности, и мы видим, что море Смита — это вмятина. А нижняя карта показывает степень гравитации, притяжение к этому месту. И мы видим, что там, где море, на самом деле избыток притяжения, так называемая концентрация массы или маскон. Недавно два пара совместно летающих вокруг Луны спутников смогли очень точно измерить от неоднородности гравитационного поля на ее поверхности. И мы теперь знаем точное распределение масконов по поверхности Луны и ослабленных мест с гравитацией связанных. И поэтому путешествия на Луну сегодня и посадка туда автоматов и пилотируемых аппаратов не представляют проблем, мы знаем точно, как и в каком месте Луна притягивает к себе. Орбитальные аппараты могут не только фотографировать поверхность, не только измерять силу тяжести рядом с ней, но и зондировать ее на большую глубину с помощью радиолокаторов. Но есть планеты, где сквозь атмосферу почти ничего не видно. Вот перед нами Венера, закрытая облаками. Однако радиолокатор способен пробиться сквозь облака, и радиокарты венерианской поверхности сегодня очень детальные. Их получили и советские, и американские аппараты с радарами на борту. Вот такие замечательные радиокарты поверхности Венеры мы видим, несмотря на то, что поверхность затянута толстым облачным слоем. Наконец, посадки на поверхности. Это, пожалуй, самое интересное. Первые были на поверхность Луны, затем аппараты опустились на Венеру и на Марс, на спутники. Ну, по крайней мере, на один спутник планеты Сатурн, на Титан. И сегодня у нас есть много научных фактов, связанных с непосредственным изучением вещества на поверхности планет. Особенно детально изучена поверхность Марса. На ней неоднократно опускались зонды, работали по много лет. И на Луне было немало, и автоматических аппаратов, таких как советские луноходы. И туда даже прилетали пилотируемые экспедиции. Ну, с исследованием Марса, конечно, мы продвинулись дальше всего. На нем уже более 11-й год работают некоторые марсоходы. С Луной не так интенсивно проводились исследования, но зато там побывал человек, даже ученые были на Луне, геолог. И сегодня мы знаем о Луне гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. Скорее всего, на поверхности любой планеты, где человек, в принципе, сможет работать, он, в конце концов, окажется и изучит ее. Многие столетия астрономы изучали только один вариант планетной системы, нашу собственную Солнечную систему. Но, конечно, всегда были уверены, что она не одинока во Вселенной, что у других звезд тоже есть планеты. Однако понимали, что очень трудно будет их обнаружить. Звезды яркие источники света. И когда мы смотрим на них в телескоп, ничего рядом с ними, слабосветящегося, такого, как планеты, на первый взгляд, заметить не можем. И действительно, проблема оказалась сложной. Давайте представим себе астронома, который с соседней звезды, например, от Альфа-Кентавра, наблюдает нашу Солнечную систему. В этой таблице показаны угловые расстояния, максимальные угловые расстояния между планетами и Солнцем. И блеск, видимая звездная величина планет, для наблюдателя там, в системе Альфа-Кентавра. Ну, ясно, что с нашими современными телескопами мы не могли бы обнаружить, в принципе, ни Меркурий, ни Плутон, да и Уран с Нептуном было бы сложно. Однако Венеру, Юпитер, казалось бы, можно увидеть. Их звездная величина вполне доступна современному телескопу. Только в том случае, если мы наблюдаем этот объект на темном фоне. Но если рядом с ним яркая звезда, то она, конечно, заливает своим светом наш наблюдательный прибор и не позволяет сразу увидеть такой яркий, такой слабо светящийся объект, как планета. Ну, вот смотрите, четыре фотографии одной и той же области неба, снятые с разными экспозициями. Пока экспозиция невелика, и мы видим объекты до 12-й звездной величины, яркая звезда не представляет из себя никакой особой помехи для наших наблюдений. Но мы повышаем экспозицию, и в конце концов, внизу справа, видим фотопластинку, на которой пропечатались, появились звезды до 20-й звездной величины. И посмотрите, какое изображение приобрела яркая звезда. Она фактически залила своим светом все окрестности свои, и мы не можем там различить ничего слабо светящегося. В чем же, как выйти из этого положения? В середине 20-го века астрономы поняли, что если мы не можем следить за планетой, надо следить за звездой. И взаимное обращение вокруг общего центра масс приводит к тому, что сама звезда регулярно движется и как бы выдает присутствие планеты рядом с собой. Вот примерно так выглядело бы положение и движение Солнца на небе, если бы мы смотрели на него от одной из соседних звезд. То есть Солнце немножечко колебалось бы, оно по такой синусоидальной траектории примерно двигалось бы, в основном под действием притяжения к Юпитеру, он самая массивная планета в нашей системе. Но диапазон этих колебаний, угловой размах, примерно тысячная доля секунды. Крайне сложно обнаружить это, наблюдая через земную атмосферу. И все-таки астрономы занялись этой работой. Конечно, наблюдали самые близкие к нам звезды, размах колебаний, которых угловых колебаний должен был быть самым большим. Наиболее настойчивым исследователем был Питер Ван де Камп, американский астроном, который несколько десятилетий наблюдал за одной из ближайших к нам звезд, звездой Барнарда. И, как ему показалось, обнаружил ее систематические колебания, объявил в начале 60-х прошлого века об открытии планет рядом с этой звездой. Но его более молодые коллеги, фактически его ученики, с помощью более современной, более взоркой аппаратуры опровергли это открытие. И мы знаем, что у звезды Барнарда массивных планет нет. Вот так линией предсказывал движение этой звезды Питер Ван де Камп, но наблюдения фактически не совпали с этим предсказанием. Сегодня этот астрометрический метод практически не позволяет открывать новые планеты. Одна, может быть, две от силы планеты открыты этим способом. Но перспектива у метода есть. Сейчас на орбите оказался новый астрометрический спутник Гайя, возможности которого чрезвычайно велики, и он сможет обнаружить колебания звезд, связанные с присутствием рядом с ними планеты, у очень многих звезд. Мы надеемся на это, в ближайшие годы это покажет. Ну а пока астрономы косвенно, изучая молодые звезды, понимали, что рядом с ними должны быть планеты. Например, в созвездии Орион мы знаем область звездообразования, туманность Ориона. И там телескоп Хаббл выделил несколько молодых звезд, окруженных газово-пылевыми дисками. Ну а раз есть вещество рядом со звездой, значит, должны формироваться в нем планеты. Например, у звезды Бетта-Живописца мы просто видим этот диск, и даже особенности его строения говорят о том, что там уже большие планеты сформировались. Ну вот увидеть их пока не удавалось. В конце 20 века был развит новый метод косвенного обнаружения экзопланет, планеты других звезд. Решено было следить не за движением звезды поперек луча зрения, а за ее движением вдоль луча зрения, которые можно выделить по доплеровскому эффекту. Приближаясь к нам, звезда смещает свои линии в спектре в голубую область, а удаляясь от нас в красную. И если какая-то звезда показывает регулярное колебание спектральных линий, значит, с ней рядом движется массивная планета. Почти одновременно четыре исследователя, два швейцарских и два американских, обнаружили первую экзопланету таким методом. Ну, все-таки первыми были швейцарские исследователи, Мишель Майор и его молодой ученик Диде Келотс, а Марси и Баттлер, американские астрономы, чуть позже них сделали свои открытия, но фактически это было почти одновременно. У звезды 51 Пегаса в 1995 году была обнаружена первая экзопланета. Она оказалась экзо в любом отношении, то есть экзотической. Посмотрите, какой короткий годовой период у нее. Она всего за четыре с небольшим земных суток оббегает вокруг своей звезды. То есть планета очень близкая к звезде, она прямо в притирку к поверхности звезды движется и, конечно, вызывает на поверхности звезды мощные приливные возмущения. Как могла сформироваться такая планета, до сих пор загадка. Еще один метод – наблюдать за звездой и попытаться обнаружить мелкие затмения, которые может производить планета, движущаяся перед ней. Для этого надо определенное везение нам, наблюдателям на Земле, чтобы плоскость орбиты планеты в точности была ориентирована на Землю. Тогда, двигаясь перед звездой, планета будет ее ненадолго прикрывать, как бы микрозатмение совершать. И мы увидим по изменению яркости звезды, узнаем о присутствии рядом с ней планеты. Метод оказался очень результативным. Особенно он хорош, если мы наблюдаем из космоса. Тогда космический телескоп, ему не мешает земная атмосфера, может очень малые колебания яркости заметить у звезды. Ну, наиболее продуктивным в этом смысле был космический телескоп Кеплер. Американские астрономы запустили его в 2009 году, и он три года очень усердно работал, наблюдая вот на такую огромную ПЗС-матрицу, такое большое изображение у него было. На небе он выделял огромную область, созвездие Лебедь и соседних в Лире. И в течение трех лет наблюдал примерно за двумястами тысячами звезд, обнаружив мелкие колебания их блеска у многих тысяч из них, и таким образом открыв тысячи новых экзопланетных систем. Вот перед нами статистика открытия экзопланет. За 10 последних лет открыто почти 2000 новых планет за пределом Солнечной системы. Это огромный материал для исследования. И теперь мы уже можем понимать многие процессы, которые привели к формированию этих планетных систем. Кстати, до сих пор многое из них выглядит загадочным. Но нам, конечно, интересно исследовать эти планеты на предмет жизни. Есть ли там что-то биологическое, условия для жизни, а может быть и сама жизнь. Как это сделать? Если мы наблюдаем планету на фоне звезды, то можно кое-что узнать об ее атмосфере. Ну, как бы репетицию этих наблюдений мы с вами имеем возможность сделать и у нас в Солнечной системе. Например, когда Венера, планета с богатой атмосферой, проходит перед Солнцем, мы можем изучать ее, на просвет изучать ее атмосферу. Собственно говоря, так и была открыта атмосфера у Венеры. И первым это сделал наш физико-астроном Михаил Васильевич Ломоносов. Он обнаружил венерианскую атмосферу, наблюдая прохождение Венеры перед диском Солнца. Но этот же метод, метод Ломоносова, можно использовать и для экзопланет. И он уже используется. Например, у той же самой 51-й Пегаса, гигантская планета, она больше нашего Юпитера, регулярно проходит недалеко от звезды. И в спектре звезды время от времени появляются спектральные линии атмосферы этой планеты. Ну а самое интересное, конечно, сфотографировать экзопланету, получить ее изображение. И это тоже уже сделано. Вот первое экзопланета, изображение которой было получено с помощью телескопа Хаббл. Она находится рядом со звездой Фомальгаут на южном небе. Звезда окружена газово-полевым диском, мы его здесь видим. Но на внутренней поверхности диска мы видим изображение большое, очень массивное. Она в несколько раз больше нашего Юпитера. Но все-таки это планета, а не звезда. И ее передвижение говорит о том, как она движется по орбите. Сегодня еще и другие методы развиты. Например, вот на этой фотографии мы видим три изображения экзопланет рядом с изображением звезды. Как же они были получены? А математическими методами был как бы уничтожен, прижат, ослаблен свет самой звезды. Вот то цветное зернистое изображение, что мы видим, это остаточек очень яркого, исходного изображения звезды. Но прижав его края, уменьшив его яркость, мы увидели три изображения гигантских планет, обращающихся вокруг этой звезды. Хорошо. Сегодня около двух тысяч планет уже обнаружено. Но каковы же на них условия? А это зависит от того, где они расположены, как далеко от своей звезды. Собственно говоря, та зона, в которой на поверхности планеты может быть жизнь земного типа, она довольно узкая. Вот у нас в Солнечной системе на Венере очень жарко, на Марсе холодно, на Земле как раз. Эта узкая зона температурного оптимума называется зоной жизни. Такие же зоны жизни есть и у всех других звезд. Если мы открываем планету в зоне жизни ее звезды, значит, есть условия для формирования там какой-то похожей на земную биосферу. А как ее обнаружить, как ее признаки там найти? Для этого биологи предлагают нам некоторые биомаркеры. Если в спектре экзопланеты мы обнаружим линии кислорода, углекислого газа, может быть, метана, то все в сумме это будет говорить о том, что атмосфера той планеты подобна атмосфере Земли. Ну, например, метан, как правило, это результат либо вулканических извержений, либо жизнедеятельности микробов, может быть, крупного рогатого скота, как на этой фотографии. Метан долго не выживает в атмосфере, он распадается под действием ультрафиолетового излучения звезды. И если он там возобновляется, то это указание на то, что, может быть, биосфера производит метан. Таким образом, в ближайшие годы будут исследованы многие экзопланеты, и мы поймем, есть ли на них биосфера земного типа. Солнечная система. Возвращаемся в нашу родную планетную систему и поговорим об ее самых общих свойствах. Ну, во-первых, как она рядом с другими звездами и их планетными системами выглядит. Мы уже знаем, что Солнечная система простирается на огромное расстояние. Солнце контролирует область вокруг себя размером примерно 100, может быть, 200 тысяч астрономических единиц. И она заселена, эта область, это облако Орта, небольшими ледяными телами, ядрами комет, но в очень большом количестве, сотни миллиардов. Очевидно, такие же области есть и у соседних звезд, их облака Орта, и сомнений в этом нет. Причем иногда, сближаясь, звезды как бы проникают своими облаками друг в друга, но почти не теряют контроль над своими собственными мелкими телами. Если углубиться в Солнечную систему, мы увидим более плотную область, скорее всего, дискообразную. Это пояс Хиллса, населенный тоже кометными ядрами. И, наконец, пояс Койпера, еще более близкий к Солнцу, который уже практически граничит с областью больших планет. Ну, в нашей внутренней части Солнечной системы мы уже знаем 4 планеты земного типа и 4 планеты гиганты. И, кстати, каждую из этих групп можно еще подразделить на более мелкие группы. Например, среди планет земного типа есть две крупные Земля и Венера, и две небольшие Марс и Меркурий. То же самое среди планет гигантов. Есть два истинных гиганта Юпитер и Сатурн, и два таких промежуточных гиганта умеренной массы, это Уран и Нептун. Ну, кроме этого, астероиды, планеты-карлики, которые физически устроены как планеты, то есть они шарообразные, они своей гравитацией могут придавать себе шарообразную форму, но недостаточно массивны, чтобы контролировать окружающее пространство, и могут пересекать орбиты больших планет, подчиняясь их гравитации. Например, это Плутон. А Плутон долгое время после его открытия считали девятой планетой Солнечной системы. Но когда стали обнаруживаться подобные ему тела, возникло в этом сомнение. Плутон всегда выбивался из общей стаи планет своим маленьким размером. И, например, уже в начале 21 века, в первые годы, были открыты объекты, даже немного, как-то оказалось, превышающие, по крайней мере, близкие по размерам к Плутону, и стало ясно, что он представитель какого-то отдельного класса. Вот этот отдельный класс в 2006 году назвали Dwarf Planets, то есть карликовые планеты или планеты-карлики. Теперь их уже пять штук выделены, наверняка их больше в Солнечной системе. Одна из них — это Церера, бывший астероид, он внутри больших орбит планетных движется, и в основном, наверное, карлики на периферии Солнечной системы найдутся. Не будем забывать, что у планет есть спутники, и к ним как-то легкомысленно относятся, ну, как к второстепенным телам. А ведь некоторые спутники планет очень крупные, и по существу это самостоятельные планеты. Вот посмотрите, наша Луна — один из крупнейших спутников. Нам в этом смысле повезло. На фоне планет-карликов Луна — просто выдающийся объект. Ну и тем более Луна намного больше любого из астероидов. Ее шарообразная форма и подобные ей объекты, ну вот, например, перед нами объекты, подобные Луне — все это спутники планет, но они по существу самостоятельные, в физическом смысле самостоятельные планеты. И, конечно, их следует называть и считать планетами-спутниками, то есть планетами, попавшими в гравитационный плен к более массивным телам, к более массивным планетам. Но по физическим свойствам, по разнообразию природы на их поверхности, это, конечно, самостоятельные планеты, их примерно дюжина в Солнечной системе, и мы их будем называть планетами-спутниками. Важно, когда мы наблюдаем планету, как выглядит ее поверхность. Разнообразие поверхности очень велико, и яркость их очень велика, хотя все они отражают солнечные лучи, но по-разному. Вот слева перед нами фотография Земли и Луны, полученная одновременно одной фотокамерой, пролетавшего мимо них космического зоны. Мы видим, насколько Луна темнее Земли. А почему? А потому что Земля покрыта воздушной оболочкой, в которой примерно третью часть занимают облака, ярко отражающие солнечный свет. Еще больше яркость поверхности Венеры, потому что вся ее атмосфера затянута облачностью, и она отражает невероятное количество солнечных лучей. Но и на поверхности безатмосферных тел мы тоже видим разнообразие ярких и темных областей. И это связано с их химическими свойствами и со структурой поверхности. Чем она более взрыхленная, тем лучше она отражает лучи. Чем более плоская, выглаженная, тем хуже. Астрономы используют такое понятие, как альбедо. Альбедо – это доля солнечного света, отраженного от поверхности данной планеты. Вот перед нами разнообразие от нуля до единицы альбедо разных тел. Самые черные тела совсем не отражают свет, их альбедо равно нулю. А самые белые тела полностью отражают солнечные лучи, как свежевыпавший снег или как белые облака, кучевые у нас над головой. Их альбедо равно единице. Внизу на этом слайде показано положение разных планет и спутников по величине их альбедо. Например, Луна отражает всего несколько процентов солнечного света, в основном поглощая его. А такие далекие спутники от Солнца, как тритоны, энцелады, покрытые льдом и свежим снегом, который там выпадает на их поверхность из фонтанов, бьющихся из их щелей в ледяной коре, он фактически создает такую свежую ледяную снежную оболочку этих тел, и они практически полностью отражают солнечный свет. Чтобы с чем-то знакомым для нас сравнить, посмотрите на асфальтовую поверхность и на бетонную поверхность. Бетон имеет альбедо примерно 0,5, то есть половина солнечного света от него отражается. А асфальт всего 10%, то есть 90% света поглощается, а 10% отражается. Луна в среднем имеет альбедо где-то около 12%, но есть области, похожие на наш свеженакатанный асфальт, очень темные области морские, базальтовые. И есть так называемые континентальные области, которые процентов 20 света отражают, ну, близко к нашему такому грязноватому бетону. Разнообразие космических тел в Солнечной системе велико. Большинство из них это астероиды вот такого типа, как перед нами сейчас хорошо изученный астероид Эрос, и ядра комет. Недавно мы тоже их стали изучать очень детально. Например, ядро кометы Чурюмова-Герасименко сегодня самое хорошо изученное, поскольку спутник вокруг нее летает, и даже посадочный аппарат на ее поверхности некоторое время работал. Как видим, это довольно темные тела, покрытые такой темной коркой запекшегося от солнечных лучей вещества. Но в недрах этих небольших тел, конечно, разнообразное вещество. У астероидов более плотное, каменное, у ядер комет очень рыхлое, в основном снежно-ледяное такое. Ну, и мы видим, какова средняя плотность этих тел. Например, у ядра кометы Чурюмова-Герасименко менее полуграмма на кубический сантиметр. Это вдвое меньше плотности льда. А значит, это пористое вещество, очень богатое летучими соединениями. И когда такой объект, ядро кометы, подлетает к Солнцу, вот перед нами фотография кометы Чурюмова-Герасименко, уже сближающаяся с Солнцем. Смотрите, как активно начинают испаряться газы с поверхности этого тела. Мы видим просто потоки газа, улетающие с ядра кометы, которые, в конце концов, формируют длинный, вот этот замечательный кометный хвост из выброшенных с поверхности ядра газов и захваченных ими пыли. Некоторые из этих пылинок, потерянных кометами, встречаются с нашей планетой, с Землей, влетают с большой скоростью в атмосферу Земли и, нагреваясь от трения воздуха, сгорают в виде метеоров. Вот это те самые мелкие песчинки, которые некогда ушли с поверхности кометного ядра вместе с потоками испаряющегося газа. Если объект достаточно плотный, например, кусочек астероида, отколовшийся от него и влетевший в атмосферу Земли, то он может пробить нашу атмосферу и даже оставить на ней довольно изрядный кратер взрывной. Таким образом мы получаем из космоса вещество, так сказать, без лишних затрат космической техники. То, что мы можем узнать о космическом теле, это, как правило, его масса и размер. Мы еще не умеем глубоко проникать в недра космических тел. Но даже зная только размер и массу, и вычислив на их основе среднюю плотность тела, мы уже можем судить о том, что у него внутри. Вот два похожих друг на друга объекта. Маленькая планета Меркурия и довольно крупный спутник Энцелад. Их средняя плотность различается в несколько раз. И мы понимаем, что Меркурий такой плотный, потому что его недра в основном состоят из железного ядра. Там более половины объема заполнено железо-никелевым ядром, который создает огромную массу по сравнению с небольшим размером этого тела и большую его среднюю плотность. А у Энцелада средняя плотность немногим более 1 грамма на кубический сантиметр. Учитывая, что в недрах вещество уплотняется под действием веса выше лежащих наружных слоев, мы можем считать, что Энцелад – это практически ледяное тело. Может быть, небольшое каменное ядро у него есть, но в основном это лед, уплотнившийся и составляющий большую часть объема этого небольшого спутника Сатурна. Таким образом, даже внешние измерения массы и объема тела уже многое рассказывают нам о его химическом составе и о структуре. Еще одно, так сказать, внешнее измерение – это наблюдение за вращением планеты, или небольшого спутника, или астероида. Вращение – интересная физическая величина, которая долго сохраняется, особенно у гигантских планет. Вообще трудно представить себе, что бы могло изменить их суточное вращение. И посмотрите, как странно распределена скорость вращения у планет. Два гиганта Юпитер и Сатурн делают фактически два оборота за земные сутки. Два умеренных гиганта Уран и Нептун вращаются приблизительно с такой же частотой, как наша планета. Полтора оборота в наши сутки. А вот Венера почти не вращается, она очень похожа на Землю. Она медленно-медленно в обратном направлении вращается. Ну, так медленно, что практически стоит на месте. Меркурий тоже очень медленно вращается. Но тут мы хотя бы понимаем причину – это влияние солнечной гравитации. А Марс намного меньше Земли, но делает оборот практически за то же время, что и Земля. Это довольно странные закономерности, причину которых мы еще до конца не понимаем. Еще сложнее объяснить направление вращения тел. Вот так ориентированы относительно средней плоскости Солнечной системы, практически от плоскости клиптики, направление осевого вращения планет. Где закономерности? Например, Уран вращается, как говорят, лежа на боку, то есть ось его вращения лежит в плоскости орбиты. Юпитер и Меркурий в точности перпендикулярно к орбите своей ориентируют ось вращения. Нептун, Земля и Марс под углом примерно в 20 градусов перпендикуляру плоскости вращения. Заметить что-то общее между этими телами довольно сложно. И как сложилось это все в ходе эволюции Солнечной системы, нам еще предстоит понять. Возможности астрономии не безграничны. Конечно, мы уже имеем возможность не только наблюдать Земли за планетами Солнечной системы, но и изучать их с помощью космических зондов. Но все-таки до сих пор мы изучаем лишь поверхность планет. И, в общем-то, не можем проникнуть пока в их недра, включая даже нашу родную Землю, которую мы не глубоко пока проникаем своими физическими приборами, а изучаем только косвенными методами. Давайте посмотрим на поверхности разных планет и попытаемся понять, как сложились на них те условия, что нам удается наблюдать. Во-первых, есть класс безатмосферных тел. Наша Луна или планета Меркурий имеют такую маленькую массу, что не способна удержать рядом с собой длительное время газовую оболочку. И, конечно, их поверхность прямо подвержена космическим влияниям. Падение небольших метеоритов, солнечный ветер, все это обрабатывает поверхность, делает ее черной, изрытой метеоритными кратерами. Но, двигаясь к более массивным телам, мы уже видим, что вблизи их поверхности хотя бы небольшая газовая оболочка сохранилась. Пример Марс. Планета сравнительно небольшой массы, но все-таки какую-то атмосферу Марс рядом с собой удерживает. И уже условия на этой планете более стабильные, более близкие к земным. Ну, Земля — идеальное для нас тело, достаточно массивное для того, чтобы удерживать нужную нам для дыхания, для жизни, для стабильной температуры атмосферу. Мы хорошо знакомы с Землей, поэтому мы посмотрим на другие тела. И убедимся, что даже при небольшом их отличии от Земли, они могут быть совершенно иной природой. А вот Венера. Планета очень похожая на Землю. Она имеет практически такую же массу, такой же размер, как у Земли, но расположена чуть ближе к Солнцу, то есть немного сильнее нагревается его лучами. И вот уже природа на поверхности этой планеты совершенно иная. Она окружена очень плотной, очень массивной и полностью закрытой облачным слоем атмосферой. А под атмосферой условия царят совершенно адские, не похожие на то, что мы знаем о поверхности Земли. Еще более газообразными телами являются планеты-гиганты. Например, Уран и Нептун, такие гиганты промежуточного типа, не очень большие, но все-таки намного больше Земли. Они покрыты настолько толстой атмосферой, что нам, конечно, никогда не достичь твердой поверхности этих тел. Хотя у них она наверняка есть. А супергиганты, такие как Юпитер и Сатурн, это вообще фантастические тела. Ну, а у них не просто атмосфера газообразная, а еще и колоссальной протяженности жидкая оболочка, в основном из жидкого водорода, а внизу она даже из водорода в металлическом, проводящем электричество состояние. И, может быть, в недрах Сатурна и Юпитера есть каменно-силикатно-металлическое ядро. Ну, уж оно совершенно недостижимо для прямых методов измерения. И только косвенно по общему гравитационному полю планеты, по тому, как она генерирует тепло в своих недрах, мы можем догадываться о присутствии и вообще о строении, о внутреннем строении этих гигантских планет. Земля, надо сказать, тоже устроена довольно сложно. И жидкость и газ находятся не только на ее поверхности. Под атмосферой у нас твердая поверхность, земная кора, скалистая. Но если опускаться еще глубже, то теоретические работы и прозванивание Земли сейсмическими методами говорит нам о том, что внутренняя часть Земли почти вся такая вязко-жидкая. Это пластичная мантия, ну, как бы растопленный камень внутри Земли. А дальше начинается металлическое, в основном железо-никелевое ядро, и внешняя его часть тоже жидкая, тоже пластичная, которая постоянно испытывает движение. В самом центре, под действием большого давления, металлическое ядро становится твердым. Таким образом, Земля многослойная, очень интересное тело, но пока мы только говорим о поверхности и двинемся дальше. Что такое вообще поверхность небесного объекта? Это зависит от того, в каком диапазоне излучения мы на него смотрим. Вот перед нами объект, казалось бы, знакомый нам, Солнце, но посмотрите, какая необычная у него поверхность. А дело в том, что мы сейчас смотрим на Солнце не в оптических лучах, как это привычно нам, земным наблюдателям, а в ультрафиолетовых и рентгеновских, мягких рентгеновских лучах, которые доступны для наблюдения только с борта космического аппарата, космическим телескопом, который летает выше атмосферы, а значит, все лучи, идущие от Солнца, не поглощаются, а доходят до этого аппарата. Что это за поверхность? Это горячий слой газа, который лежит над видимой для земного наблюдателя областью Солнца, над фотосферой. Это хромосфера и корона. И вот еще другая фотография Солнца, тоже сделанная космическим зондом. Здесь мы видим более глубокие области, внутреннюю хромосферу, область вспышки солнечной, вот яркое пятно, там немножко левее и выше центра. И это уже другая поверхность Солнца, полученная в другом диапазоне. Ну а вот, наконец-то, привычное нам Солнце, Солнце в оптических лучах. Это то, что мы можем фотографировать с земной поверхности. Совершенно другой вид. Как видите, у Солнца много разных поверхностей. И то же самое у любой планеты. В зависимости от того, в каком диапазоне излучения мы смотрим, мы видим либо верхний слой облаков, либо внутренние облачные слои, либо поверхность, если что-то с нее может пробиться сквозь атмосферу в космос. Этим определяется и температура поверхности планеты, тем, насколько лучи могут проникнуть сквозь атмосферу и нагреть твердую поверхность планеты. Мы уже говорили о том, что такое Альбедо, и можем сравнить два тела и увидеть, в общем-то, парадокс космический. Меркурий и Венера. Меркурий ближе к Солнцу, но его средняя температура совсем невелика. На экваторе около 70 градусов по Цельсию, а вблизи полюсов вообще минус 75. Венера же находится дальше от Солнца, но ее средняя температура и на экваторе, и на полюсах, она везде одинаковая, и ночью, и днем, более 460 градусов выше нуля по Цельсию. Фантастическая температура. В чем же дело? Венера слабее освещается Солнцем. Почему же она горячее Меркурия? Все дело в том, как атмосфера планеты регулирует теплообмен ее твердой поверхности. Странно, что Меркурий почти не отражает солнечный свет и все равно холоднее, чем Венера, которое 90% света отражает, но те 10%, что проходят сквозь атмосферу, нагревают ее очень сильно. В зависимости от того, как эволюционирует атмосфера планеты, на поверхности могут меняться условия. Вот кусочек Марса. Посмотрите, мы видим речные русла, но сегодня на Марсе нет воды. А куда же делась та вода, которая проточила эти русла? На Марсе менялась атмосфера. Раньше она была плотнее, сегодня стала разреженнее. И поэтому раньше вода на Марсе могла быть жидкая, а сегодня нет. Как же формируются тепловые условия на поверхности планеты? Для этого нужно понять, что такое парниковый эффект. Я представил его здесь в виде кастрюли, которая стоит на газовой горелке. Слева кастрюля с открытой крышкой. И если огонь недостаточно силен, мы не можем добиться кипения воды в ней. Кастрюля не достигает, и вода в ней не повышается до нужной температуры, потому что открытая крышка выпускает тепло наружу. Мы закрываем крышку, не меняя мощность огня, мощность горелки, и вода в кастрюле начинает нагреваться. Потери тепла снижаются, и при той же интенсивности нагрева растет температура. Точно так же мы поступаем, желая создать парниковые условия в каком-то небольшом участке грязки. Мы накрываем этот участок прозрачной пленкой, прозрачным павильоном. Сквозь прозрачный материал проходит солнечный свет. Он нагревает воздух, землю внутри этого парника. А выйти обратно теплу не позволяют стенки. Горячий воздух не может пройти сквозь твердые стенки парника, а инфракрасное тепловое излучение тоже очень плохо проникает сквозь стекло или сквозь прозрачную пленку, и оказывается там запертым. Температура растет. Так же работает атмосфера планеты. Она на каждой планете создает парниковые условия. Солнечный свет проходит сквозь прозрачный слой воздуха, нагревает поверхность планеты, в данном случае мы говорим о Земле, поверхность хочет остыть. Она излучает инфракрасные лучи. А сквозь некоторые газы, например, пары воды и углекислый газ, эти инфракрасные лучи обратно в космос выйти не могут. Они нагревают слой газа в атмосфере планеты, который оказывается как бы вторым источником тепла и греет дополнительно к солнечным лучам, греет поверхность планеты. Для тех, кто хорошо знаком с физикой, я показываю более сложный слайд. Наверху слева спектр Солнца, вот красным он выделен, и под ним нарисована вторая плашка, насколько хорошо свет той или иной длины волны проходит сквозь атмосферу Земли. Оказывается, что солнечный свет очень хорошо проходит, буквально окно такое оптическое есть в атмосфере Земли, и нагревает земную поверхность. Поверхность нагрелась, и она начинает излучать инфракрасные лучи в космосе. Пытается это сделать, но в той области, где Земля могла бы их излучить, при температуре примерно 0-20 градусов по Цельсию, атмосфера Земли непрозрачна. Поры воды в основном, оно и немножко углекислый газ добавляет, мешают этому излучению выйти. Что происходит? Температура поверхности повышается, 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 и максимум спектра излучения земной поверхности сдвигается в более коротковолновую область, до тех пор, пока не попадает в окно прозрачности земной атмосферы. И в этом окне избыток тепла уже может ускользнуть в космос. Но это приводит к повышению температуры на земной поверхности на несколько десятков градусов. Вот перед вами четыре знакомых нам тела. Луна и Меркурий, как представители безатмосферных тел, Марс, Земля и Венера. А справа показано, насколько температура их поверхности возросла за счет парникового эффекта. На Луне и Меркурии нет парникового эффекта, у них нет атмосферы. А у Марса, Земли и Венеры есть атмосфера разной плотности, наиболее плотная у Венеры. И посмотрите, как сильно парниковый эффект привел к возрастанию температуры на Венере. На 500 градусов, на Земле примерно на 40 градусов, на Марсе сегодня незначительно. Когда-то марсианская атмосфера была более плотной, и там парниковый эффект был сильнее. Но и у нас на Земле мы должны быть благодарны этому эффекту. Ведь сегодня средняя температура поверхности Земли примерно плюс 15, плюс 17 градусов. Если бы не парниковый эффект, средняя температура на Земле была бы ниже нуля, и Земля бы замерзла, и океаны покрылись бы льдом. Но благодаря нашей атмосфере и ее парниковому эффекту на Земле сохраняется комфортная температура для нашей жизни. На Марсе сегодня этого нет. Марсианская поверхность, как видим, сухая и очень холодная. Глядя на разные полушария Марса, мы не видим там открытой воды. Там нет ни морей, ни океанов. Потому что при таком низком атмосферном давлении, такой низкой температуре, вода может быть либо в замерзшем состоянии, либо в состоянии газа. Газа там немного в атмосфере Марса, а замерзшая вода есть и на полюсах, и главное под поверхностью в виде вечной мерзлоты. Так что если на поверхности Марса условия не очень хороши, то, скорее всего, под поверхностью на некоторой глубине, где уже становится теплее и давление выше, там вода вполне может быть в виде жидкости и поддерживать жизненные процессы. Есть надежда, что мы когда-нибудь откроем жизнь на Марсе. А на поверхности Марса эта разреженная атмосфера, к сожалению, не способна поддерживать жизнь. Хотя, как мы видим, замерзшая вода на полюсах Марса все-таки есть. Наибольший интерес для нас, землян, конечно, представляют планеты земной группы, то есть Меркурий, Венера и Марс. Условия на их поверхности все-таки больше напоминают земные, чем на поверхности планет-гигантов, у которых и поверхности-то твердой нет. Давайте посмотрим, что и как мы узнаем о планетах земной группы. Как ни странно, но ближайшая к нам планета из них — Меркурий. Во всяком случае, его среднее расстояние от Земли меньше, чем даже у Венеры и Марса. Тем не менее, добраться до Меркурия наиболее сложно. Он близко к Солнцу движется, с очень большой скоростью, и полет ракеты требует больших затрат топлива, и лишь небольшой аппарат мог бы добраться до Меркурия. Поэтому многие годы, первые годы космонавтики, полетов к Меркурию не было. Первый зонд, который отправился к Меркурию, — это был американский Маринер-10. Но и его траектория проходила довольно сложно в облет Венеры, которая своей гравитацией помогла этому зонду немножко притормозиться и нырнуть туда, в центральную часть, совсем уж в сторону Солнца, чтобы достичь Меркурия. Полет оказался очень результативным. Маринер не умел тормозить, он не мог остановиться у Меркурия, стать его спутником. Но он трижды пролетел мимо Меркурия и огромное количество интересных данных собрал. И о Венере, когда мимо нее пролетал, и главное, о Меркурии, которому долгие годы оставался единственный полет, единственная экспедиция к этой планете. Вторая экспедиция произошла недавно. Совершил ее американский же аппарат «Мессенджер». Он еще дольше добирался до Меркурия, но, к счастью, стал его спутником. Это первый спутник. Вот так выглядит «Мессенджер» в момент сборки в тестовом центре НАСА. А когда он подлетел к Меркурию, он, прикрытый белым щитом от ярких солнечных лучей, стал обращаться вокруг этой планеты и уже детально исследовать ее поверхность. На первый взгляд, внешне Меркурий, конечно, напоминает Луну. Для неискушенного глаза вообще трудно отличить фотографии Луны от фотографии Меркурия. Оба тела темные, безатмосферные, покрытые метеоритными кратерами. Меркурий очень сильно нагревается солнечными лучами. Все-таки он втрое ближе Земли к Солнцу. И днем на его поверхности царит колоссальная температура более 400 градусов. Ночью, а день и ночь на Меркурии длятся долго, ночью температура поверхности быстро падает и достигает минус 170 с лишним градусов. Правда, это лишь самый верхний слой. А, скажем, на глубине одного метра колебания температуры от дня к ночи практически незаметны. Вот так выглядит Меркурий. Конечно, он не такой цветной для глаза человека, но здесь специально контраст света усилен на этих фотографиях, чтобы можно было выделить какие-то отдельные области. Например, хорошо видна область крупных метеоритных кратеров. Там особое вещество, вышедшее из недр спутника. И, конечно, эти фотографии для геологов рассказывают очень много об истории меркурианской поверхности. Так же, как и поверхность Луны, поверхность Меркурия хранит следы многомиллиардно-летней истории Солнечной системы. Здесь нет ни дождей, ни ветра, ни эрозии почвы, да и внутренней тектоники, вулканических проявлений уже давно нет. Поэтому следы падения метеоритов на поверхности Меркурия, как и нашей Луны, сохраняются очень долго, а крупных метеоритов даже миллиарды лет. На детальных фотографиях поверхности Меркурия мы видим практически лунный пейзаж. И трудно сказать, что это не Луна. Однако, стоит присмотреться к крупным кратерам, и мы замечаем, что они не так глубоки, как на Луне. Дело в том, что сила тяжести на Меркурии заметна больше, чем на Луне, в два с лишним раза. И поэтому глубоких кратеров там не обнаруживается. Но зато на Меркурии есть детали поверхности, которые отсутствуют на Луне. Например, такие складки поверхности, которые, скорее всего, связаны с тем, что гигантское железное ядро Меркурия, постепенно остывая с момента его формирования, уменьшилось в объеме, и планета немножко сократила свой радиус. И поверхность вот так вот сложилась складочками, чтобы соответствовать новому размеру, немножко уменьшенному размеру этой планеты. Вот такие детали на Луне мы практически не видим, а на Меркурии они присутствуют. Так что планета довольно оригинальная. Вторая планета от Солнца, совсем уж, казалось бы, похожая на Землю, это Венера. Размеры массы, как у Земли, расстояние от Солнца не сильно отличается от земного, хотя атмосфера намного богаче, намного тяжелее, массивнее, не создает огромное давление у поверхности планеты, почти в сто раз больше, чем на Земле. Ну и состав атмосферы, к сожалению, для нас не соответствует нашим потребностям. На Венере это почти чистый углекислый газ, который для нас яд. Ну а для роботов это вполне переносимые условия. И Венеру очень детально исследовали, как правило, советские космические аппараты, ну и американские, и в последнее время европейские тоже приложили к этому руку. Но работа на поверхности Венеры, исследование непосредственно твердой поверхности этой планеты, в основном принадлежит советским зондам. Марс. Ну, к Марсу направлено внимание и публики, и ученых, и поэтому запуск космических зондов к Марсу непрерывно происходит в последние десятилетия. Вокруг Марса работало целое созвездие роботов, вы их видите на этой иллюстрации, и даже на поверхности Марса уже работало немало и стационарных станций, и марсоходов. Посадки на поверхность планет происходят по-разному в зависимости от того, в основном, как устроена атмосфера. Если атмосфера достаточно плотная, то на нее можно садиться с помощью парашюта, используя сопротивление воздуха. Вот на поверхность Венеры и так посадки и происходили на парашюте, а в нижних слоях атмосфера уже настолько плотна, что можно даже сбросить парашют, и аппарат как будто бы в плотной воде движется, под собственным весом не очень быстро падает, и довольно мягко касается поверхности планеты. В то же время атмосферу можно использовать, например, для летающих зондов. Сбросив и надув там воздушный шар, можно некоторое время летать в атмосфере той же Венеры, что и было сделано дважды. И прибор тогда преодолевает большое расстояние, двигаясь по ветру, и может исследовать большие участки поверхности. Работа на поверхности Венеры крайне сложна. Давление выше 90 атмосфер, примерно такое же давление у нас в океане на глубине одного километра. Там только прочные подводные лодки могут работать. Но еще хуже высокая температура, 490, почти 500 градусов по Цельсию. Такую температуру никакой электронный прибор не может вынести. И те зонды, что опускались на поверхность Венеры, максимум 2 часа, час, иногда 2 часа, выдерживали в этих условиях, и, конечно, потом нагревались внутри, и электроника выходила из строя. Но все-таки советские зонды провели немало исследований на поверхности этой планеты, потому что это были достаточно прочные и хорошо спроектированные аппараты. Например, мы имеем даже фотографии венерианской поверхности. Вот они перед вами, получены они довольно давно, и, тем не менее, до сих пор уникальны. Если исправить изображение на этих фотографиях так, как оно не для камеры, а привычно для человеческого глаза выглядело бы, то вот поверхность Венеры перед нами была бы такой. Внизу это детали самого посадочного аппарата, приборы, которые исследовали поверхность, а дальше мы видим венерианский пейзаж. Не только черно-белые, но и цветные фотографии передавались с ее поверхности. К сожалению, разноцветия там нет. Плотная атмосфера Венеры пропускает только оранжевую часть солнечного спектра. Так что все вокруг оранжевое, и никаких других цветов на поверхности Венеры мы не увидим, потому что другие лучи сквозь плотную атмосферу не проходят. Примерно 97% излучения поглощается атмосферой, и только 3% солнечного света достигает венерианской поверхности. Но все-таки фотографию сделать можно, даже при таком сравнительно скромном освещении. Но увидеть всю поверхность Венеры, конечно, можно только с помощью радиолокатора, для которого облака прозрачны. Советские зонды и американские зонды имели на своем борту специальные радиолокаторы, так называемые локаторы бокового обзора, которые детально исследовали поверхность планеты. С разрешением в несколько сотен метров мы сегодня знаем поверхность, уровни поверхности и свойства радиоотражения от всех уголков Венеры. На ней нет крупных материков, но все-таки есть возвышенности, есть низменности. На этой карте голубое – это низменности, а зеленое, красное и особенно белые участки – это самые высокие области. И карта очень детальная. Вот я сейчас увеличил небольшой ее фрагмент, и вы видите, тут такая вулканическая горная система, которую радиолокатор показывает вполне детально. И мы можем судить о геологической истории Венеры с помощью таких радиоизображений. В другой проекции можем даже развернуть и увидеть профиль поверхности. Видим вдали у горизонта высокую гору, скорее всего, вулканического происхождения. Вблизи нас мы видим центр изображения заполнен метеоритным кратером. Сквозь плотную венерианскую атмосферу мелкие метеориты не способны пролететь. Но метеориты размером в несколько сотен метров, может быть, в километр размером, такие метеорные крупные тела, они способны достичь поверхности, не разрушившись в атмосфере, и оставить от своего удара довольно крупный кратер. У Марса атмосфера разреженная, и там, конечно, она не спасает поверхность планеты ни от солнечного излучения, ни от космических лучей. Собственно, ее и заметить-то довольно сложно. Вот на некоторых фотографиях атмосфера Марса даже и не видна, если там нет сильной облачности или пылевой бури. Поэтому она не мешает исследовать поверхность Марса. Мы видим много интересных деталей. Русло высохших рек, некогда бывших на Марсе. Морские области сегодня уже безводные, но когда-то залитые водой. Наиболее зоркие спутники, которые летают вокруг Марса, могут видеть детали размером менее полуметра. Ну и кроме того, исследовать недр Марса с помощью нейтронных детекторов, радиорадаров, излучающих и принимающих отраженное излучение. Так что Марс сегодня исследуется достаточно детально. И посмотрите, какие прекрасные пейзажи с орбиты фотографируют современные зонды. Ну вот что можно сказать о такой странной поверхности, аналогов которой на Земле, наверное, немного найдется. Или вот эти песчаные дюны, заполненные темным и светлым, но не перемешавшимся друг с другом, а так разделенным на фракции материалом, песком, скорее всего. И может быть замерзшим углекислым газом, таким снегом углекислотным. В общем, Марс оригинальная, очень своеобразная планета. И как бы хотелось погулять по таким марсианским территориям, посмотреть, как же там все на самом деле устроено. Но пока это доступно только марсоходам, да и то лишь небольшие участки марсианской поверхности исследовали бывшие там марсоходы. Нам еще долго предстоит изучать Марс с помощью роботов, но, наверное, найдутся варианты полета на Марс и человека. К сожалению, это непросто. Робот, ну такой как Spirit или Opportunity, работает на Марсе без проблем в течение 10 и более лет. Человек же не может там долго находиться из-за высокого уровня радиации. Последний робот, который прибыл на Марс в 2012 году, очень хорош. Это лаборатория Curiosity. Массивный, мощный, хорошо вооруженный научной техникой аппарат. Но и ему, например, недоступно глубокое бурение марсианской поверхности. А именно под поверхностью может скрываться самая интересная жизнь. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, как менялось отношение ученых к пилотируемым полетам на Марс. В конце 80-х еще была уверенность, что можно работать на Марсе, что человек может там провести на поверхности длительное время. Но теперь мы понимаем, что уровень радиации не позволит этого. Что человек должен будет создать себе убежище под поверхностью Марса и скрываться там в основном от космической радиации. Поэтому эффективность работы человека на Марсе будет невысока. В то же время для робота Марс это открытая территория, безопасная, если робот хорошо сделан, а значит на них наша основная надежда. Большинство планет в Солнечной системе владеют небольшим, а коллективом спутников. Если это крупные тела, мы их называем спутниками планет. Если мелкие, они, как правило, организованы в кольца. Традиционно считается, и на картинках изображают кольца только вокруг Сатурна. Но это не так. Каждая планета-гиганта, а их всего четыре в Солнечной системе, имеет кольца вокруг себя. И все они имеют множество спутников. Даже планеты земной группы, Земля, Венера, Марс и Меркурий, тоже имеют спутники. Правда, у Венеры и Меркурия они пока не обнаружены, возможно, их и нет. Но у Марса и Земли есть спутники. А кольца планет очень разные. Кольца Сатурна мы привыкли видеть в телескоп. Они грандиозные, яркие и сразу бросаются в глаза. А, например, кольца Юпитера были открыты только с космических аппаратов, когда они пролетали мимо этой планеты. Вещество этих колец темное. Его лучше видно в контровом освещении, когда Солнце направляет лучи в нашу сторону, чем в отраженном свете. Есть кольца и урана. Их обнаружили сначала с Земли по затмению звезд, которые проходили за этими кольцами. Но потом нашли и с помощью космических зондов, когда те подлетели вплотную к планете и обнаружили свечение этих колец. Впрочем, сегодня мы уже видим кольца урана с помощью наземной техники. В инфракрасном диапазоне они довольно хорошо отражают свет. И вот перед вами фотография, сделанная крупным 10-метровым телескопом КЕК, который довольно надежно обнаруживает кольца урана. Есть кольца и у Нептуна. Они тоже очень слабые. Вещество их темное. И, надо сказать, это не совсем кольца. Это такие арки, не во всех местах замкнутые. Но более или менее окольцовывают эту планету. Вещество их темное. И обнаружить их можно, только прикрыв свет самой планеты какой-либо заслонкой. Вот на этом кадре вы видите, как очень яркий Нептун скрыт специальной шторкой. И тогда можно увидеть окружающие его кольца. Я уже сказал, что они неоднородные. Что это скорее арки, разорванные в некоторых местах. Но в целом они напоминают кольца больших планет. В шутку можно сказать, что и у Земли есть кольца. Только это неестественное образование. Сегодня мы имеем массу спутников летающих, искусственных спутников Земли. И многие из них движутся по одинаковым орбитам. По геосинхронным орбитам. Или о геостационарной орбите, лежащей в плоскости экватора земного. И, как видите, издалека это напоминает кольцо. Но это, конечно, кольцо благоприобретенное, то есть созданное руками человека. Когда мы смотрим в небольшой телескоп на Сатурн, то его кольцо довольно яркое, оно сразу заметно. И никакой особой структуры в нем не просматривается. Правда, уже 300 лет назад астрономы обнаружили тонкое темное деление, разделяющее кольцо на внешнюю и внутреннюю часть. Но, пожалуй, более тонких структурных элементов в телескоп обнаружить было трудно. Сегодня даже любители астрономии способны неплохие фотографии Сатурна и его колец получать. Вот одна из лучших. Но и на ней мы особой структуры Сатурновых колец не замечаем. Мы видим, что оно лежит в плоскости экватора планеты. И это естественно, потому что гравитационное поле быстро вращающегося Сатурна выстраивает движение мелких частиц именно в экваториальной плоскости. Иначе бы они начали сталкиваться друг с другом. И в конце концов успокоились бы, сев в эту, как говорят физики, потенциальную яму. Здесь для них движение наиболее спокойное и наименее быстрое. Если наблюдать, фотографировать Сатурн год за годом, то можно заметить, как разворот колец постепенно меняется. Но это не значит, что меняется плоскость самого кольца. Просто наклоненная к плоскости эклиптики, она предстает перед нами под разным углом. Относительное движение Сатурна и Земли приводит к тому, что мы видим это кольцо то в анфас, то в профиль. Ну вот, скажем, ряд фотографий, сделанных с 2004 по 2009 год, и мы видим кольцо даже точно с ребра, когда оно практически исчезло из нашего поля зрения, и только его тень на поверхности планеты выдает присутствие этого кольца. Здесь перед нами фотографии Сатурна, которые показывают, как разворачивалось кольцо в прошлом. Не плоскости к нам, но довольно хорошо развернутое и позволяет увидеть его структуру. Так и ребром, когда практически кольца не видно. И эти измерения позволяют понять, что кольцо очень тонкое. При диаметре в сотни тысяч километров его толщина не превышает одного километра. Это даже не с чем сравнить. Лист бумаги и его размер по отношению к толщине гораздо меньше, чем размер кольца Сатурна, его диаметр по сравнению с его собственной толщиной. И на этой же картинке вы видите прогноз того, как кольцо будет выглядеть в ближайшие десятилетия. Можно ждать тех лет, когда Сатурновое кольцо развернется к нам своей плоскостью, и мы будем видеть его и изучать его структуру. Потому что, глядя на него с ребра, мы практически ничего не видим. Кольцо Сатурна — несамосветящееся тело. Это очевидно. Это набор большого количества мелких частиц, пылинок, снежинок, камушков, довольно крупных глыб. Но они лишь отражают солнечный свет. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, как тень самого Сатурна, падающая на кольцо, делает его невидимым. То есть там нет самосветящихся частиц. Это всего лишь отраженный свет. Но уже на этой фотографии мы замечаем, насколько сложно устроено кольцо. Это не просто область, заполненная хаотически движущимися частицами, пылинками, снежинками, а тонкоорганизованное движение, разделенное на отдельные участки. Астрономы традиционно делят кольцо на отдельные колечки, обозначая их латинскими буквами A, B, C, D. И недавно с помощью зондов еще открыто внешнее кольцо F, но оно в телескоп практически незаметно. Должен заметить, что астрономы прошлого, в середине XIX века, обнаружили тонкую структуру кольца Сатурна. Это были астрономы обсерватории Пик-Дюмиди на юге Франции. Горная обсерватория, лучшая по тем временам по своему астроклимату, по качеству астрономических наблюдений. И вот, сделав эту зарисовку и опубликовав ее в своих работах, астрономы обсерватории Пик-Дюмиди нашли понимание у коллег. Никто не верил, что так хорошо видна структура кольца, и так тонко разделено оно на отдельные колечки. Постепенно эта иллюстрация забылась, ее перестали воспроизводить в учебниках и научно-популярных книгах. И вспомнили о ней только тогда, когда к Сатурну подлетели космические аппараты, сфотографировали кольцо с близкого расстояния, и мы реально увидели эту тонкую структуру. Она действительно существует. Вот посмотрите, космический аппарат проходит через плоскость кольца Сатурна, фотографируя раз за разом его, и в какой-то момент мы его перестаем видеть, и теперь аппарат залетел за ночную сторону кольца. То есть сейчас на второй части этой презентации мы видим кольцо на просвет в контровом освещении. Видите, что структура его, видимо, и структура изменилась. Там, где в дневном освещении, в прямо падающем свете была яркая часть кольца, мы напротив видим более темную. Я хочу еще раз повторить эту иллюстрацию. Вот посмотрите, внутренняя часть кольца сейчас яркая, но когда аппарат опускается на ночную сторону кольца, начинает смотреть в контровом освещении, эта часть становится самой темной. В чем тут дело? Любому физику понятно. Если частицы хорошо отражают свет, значит, они его не пропускают, они его задерживают. А если они его плохо отражают, значит, это очень мелкие частицы. Их размер сравним с длиной световой волны. И тогда они отбрасывают свет вперед по ходу его лучей. То есть, как бы пропускают его сквозь себя. И там, где была темнота, это не отсутствие частиц. Это просто другой их размер. Они мелкие. И свет проходит сквозь них, направляется вперед, и сейчас мы его видим с ночной стороны кольца. Неоднократно космические аппараты пролетали мимо кольца, и даже сквозь кольцо, кстати, не испытав никаких повреждений при этом. Особенно интересные снимки они получили в момент солнечного затмения Сатурном. Вот на этой фотографии, прекрасный снимок, мы видим, как Сатурн закрывает своим диском Солнце, и в контровом освещении перед нами его кольцо. Сразу становится видна самая внешняя часть кольца, кольцо F, и даже еще более внешнее, размытое газовое кольцо. То, чего мы не видели с Земли, глядя в телескоп. Как выяснилось, тонкая структура кольца связана с тем, что частицы разного размера и с разной отражающей поверхностью, либо темной, либо покрытой тонким слоем изморозья, снега, рассортированы по расстоянию от Сатурна. Как это получилось? Еще предстоит понять. Полные теории Сатурного кольца и вообще колец планет пока не созданы. Но мы видим, что эта теория должна описывать очень много свойств кольца и разделение частиц по размеру, и их разделение по расстоянию от Сатурна. Ну, отчасти понятно, с чем это связано. У Сатурна, как и у любой планеты-гиганта, много спутников, и они гравитационно взаимодействуют с кольцом. Кстати, вот тонкая структура кольца на этой фотографии хорошо видна. Большая тень, лежащая на кольце от спутника, а мелкие тени выдают нам присутствие глыб метрового размера, движущихся в этом кольце. Наконец-то мы заметили присутствие частиц в кольце. Раньше на старых фотографиях мы их не отмечали, но теперь длинные тени от падающих вдоль кольца лучей света выдают присутствие отдельных камней. Вот прекрасная фотография. Она сделана как раз в тот момент, когда плоскость Сатурного кольца была направлена на Солнце. Спутники управляют движением частиц в кольце. Есть даже такие пары спутников, которые называют пастухами или пастушьими псами, которые движутся рядом с кольцом на внутренней и внешней его стороне, и время от времени меняются местами, перепрыгивают друг навстречу другу. И вы видите, какие волны плотности вызваны гравитацией этих спутников в структуре кольца. Обнаружено еще более обширное газовое кольцо, которое окружает... Ну, газопылевое, скажем так. Кольцо, которое окружает Сатурн на огромном расстоянии. Это десятки раз больше того классического кольца, к которому мы привыкли. И оно связано с тем, что с поверхности некоторых спутников улетает вещество, выбитое метеоритами, и окружает Сатурн с его внешней стороны. Много спутников у планет-гигантов. У Юпитера сегодня открыто 67, у Сатурна 62. Но тот плюс, который я изобразил на этой фотографии, говорит о том, что на самом деле у Сатурна бесчисленное количество спутников. Просто самые мелкие уже перестали считать как отдельные тела, и просто их в составе кольца интегрируют. Малые спутники Юпитера и Сатурна ничем не отличаются от обычных астероидов. Но у планет-гигантов, и, кстати, у нашей Земли есть крупные спутники. Вот посмотрите, рядом с Землей наша Луна, и спутник Сатурн и Титан выглядят вполне презентабельно, как небольшие, но самостоятельные планеты. И спутники Юпитера — это тоже самостоятельные планеты. Четыре галилеевых спутника. Ио с вулканами на его поверхности, Европа, покрытая ледяным панцирем, с океаном соленой воды под этим льдом. Каждый из этих крупных спутников, если бы он самостоятельно двигался вокруг Солнца по своей орбите, это была бы натуральная планета, ничем не хуже любой другой. Но они попали в гравитационный плен к более крупным планетам, поэтому мы их называем спутниками. Но вообще говоря, это спутники планеты. Такой термин еще не до конца вошел в лексикон астрономов, но я и некоторые мои коллеги предлагаем особую группу спутников планет, выделить и называть их планетами-спутниками, потому что по свойствам своего внутреннего строения — это планеты. И лишь их движение рядом с гигантами делает их спутниками. Августовской ночью, посмотрев на небо в течение получаса, вы обязательно заметите один, два, а то и больше метеоров. Что это такое, знает каждый школьник. Это маленькие космические частицы, влетающие в атмосферу Земли с большой скоростью, несколько, а иногда несколько десятков километров в секунду. И двигаясь с такой гигантской скоростью сквозь воздух, они нагреваются и сгорают, вспыхивают и мгновенно превращаются в облачко плазмы. Откуда эти частицы, как они прилетают к Земле, каково их происхождение? Поговорим об этом и о многом другом. Метеоры — это, как правило, очень мелкие песчинки, буквально весом полтора-два грамма, которые просто из-за своей большой скорости, имея огромную кинетическую энергию, производят яркую вспышку. Насколько она яркая, надо понимать, ведь это происходит на высоте примерно 100 километров над Землей. То есть в 100 километрах от нас, а то и больше, если от метеору горизонта мы видим эту вспышку, несмотря на то, что частица буквально на ладони у нас уместилась бы и была бы не больше наперстка. Происхождение этих частиц давно уже стало понятно. Это вещество заполняет Солнечную систему, все межпланетное пространство и фактически является главным населением нашей планетной системы. Если больших планет у нас всего 8, карликовых планет пока известно 5, то о метеорных частиц и более крупных метеороидах, которые мы называем ядрами комет, астероидами, миллионы и миллионы. Если в атмосферу Земли влетает не песчинка, а камушек весом несколько десятков граммов, он тоже сгорает, но вспышка его гораздо ярче. И такие яркие вспышки мы называем болидами. Это от английского fireball, огненный шар. Болид редко встречается, но тот, кто привык смотреть по ночам на небо, я думаю, неоднократно видел болиды, причем настолько яркие, что иногда они тени даже отбрасывают на Землю. Как правило, болидами называют те метеоры, яркость которых превосходит любое ночное светило, не считая Луну, конечно. То есть по яркости превосходит Венеру, имеет минус пятую, шестую или более отрицательную звездную величину. Если положить фотокамеру неподвижно и направить ее на небо, то с длительной экспозицией мы можем получить вот такой красивый снимок звездного неба с большим количеством метеоров. Создается впечатление, что все они вылетают из одной точки или из одной небольшой области на небе. Это впечатление совершенно понятное, очевидное. Это обычный эффект перспективы. Частицы летят в нашу сторону, издалека, они приближаются к нам. Поэтому привычная нам на Земле перспектива, когда параллельные пути сходятся в точку горизонта, она же реализуется и на небе, когда параллельными путями летят частицы, врезаются в атмосферу Земли, движутся к нам, приближаются, тот же самый эффект производят. То направление, откуда вылетают космические частицы, мы называем радиантом. У каждой группы метеоров, у каждого метеорного потока свой радиант на небе, он проецируется на определенное место звездного неба. Например, осенние метеоры, мы их называем персеидами. Это обычно наблюдается в первой половине августа, 10 по 15 августа, как правило, максимум этого метеорного потока. А почему персеиды? Да потому что, если подложить карту звездного неба, мы увидим на этом месте созвездие Персей. По его имени и назван метеорный поток. Примерно дюжина ярких метеорных потоков в течение года наблюдается на Земле, и у каждого из них свое название. Персеиды, Лириды, а вы понимаете, в каком созвездию? Ариониды. И так каждый метеорный поток отождествлен с тем созвездием, на фоне которого он наблюдается. Откуда эти мелкие частицы? Это частицы, потерянные кометами. Мы привыкли к тому, что комета — это хвостатые светила. Но на самом деле тело кометы, ее ядро — это большой космический айсберг, замерзшее вещество, первобытное вещество нашей Солнечной системы. И пока оно вдали от Солнца, это совершенно холодное, инертное тело. Но когда оно приближается к Солнцу и нагревается его лучами, газы начинают испаряться. И вместе с потоками газа с поверхности ядра кометы улетают мелкие частицы, пылинки, камушки, которые были вморожены в это тело, когда формировалась Солнечная система. В конце концов, за кометой вытягивается длинный хвост. Именно это придает кометам такой замечательный вид. Как правило, хвостов два. Один более голубой на этой фотографии, плазменный. Другой, желтовато-белый, пылевой. Дело в том, что частицы газа, ионизованного газа, плазма. И частицы пыли по-разному взаимодействуют с Солнцем. Солнечный свет давит на пылинки и отбрасывает пылевой хвост практически в противоположном от Солнца направлении. А газовый, плазменный хвост взаимодействует с солнечным ветром, магнитным полем и солнечной плазмой его несущей. И немножко в другом направлении отклоняется. Потому что, поэтому типичный вид кометы это такая двуххвостая светила. Газовый хвост и пылевой хвост. Ну, а атмосфера, окутывающая ядро кометы, называется ее головой. Комета подлетает к Солнцу, в этот момент начинает испаряться. Потом уходит вдаль от Солнца и снова охлаждается. Проходя мимо Солнца, комета теряет основное свое вещество. И постепенно вдоль траектории кометы вытягивается потерянная ей пыль, заполняющая вот эту трубку пространства вдоль кометной орбиты. Если орбита Земли пересекает в одной, а иногда и в двух точках орбиту кометы, то на несколько ночей мы попадаем в поле, в область, запыленную кометой. И в атмосферу Земли влетает больше частиц, чем в обычное время. Когда частица в космосе, мы ее называем метеороид. Стоит ей влететь в атмосферу Земли, начать разрушаться, нагреваться, гореть, испаряться. Это метеор. Ну, а если что-то до конца не испарилось, не разрушилось, упало на Землю, мы подобрали этот кусочек, то мы его называем метеоритом. Итак, метеороид, метеор, метеорит. Почему разрушается космический камень? Он разрушается от давления, которое оказывает на нее набегающий воздух. Ну, казалось бы, на высоте 100 километров воздух очень разрежен, но скорость полета метеороидной частицы так велика, что даже давление этого разреженного воздуха оказывается очень большим. Каменный метеорит, как правило, разрушается, дробится в атмосфере. Железные, а такие тоже есть, более устойчивы, но и они тоже иногда разрушаются. Осколки, которые остаются от метеорного тела, выпадают на Землю. Они быстро тормозятся, мелкие из них уже не разрушаются, потому что быстро останавливаются при трении воздуха. И на Земле оказывается область, засеянная метеоритными осколками. Причем эта область, как правило, вытянутая, и ближе к месту разрушения падают мелкие осколки, они первыми тормозятся, а дальше пролетают более массивные, более крупные. И их полет продолжается дольше, они падают дальше от места разрушения. Ну, бывает, что метеориты приносят неприятности, падают на жилые дома, а, как вы видите, иногда на автомобиле. Ну, вот этот случай широко известен. В 1992 году на старый автомобиль, принадлежащий девушке американской, упал метеорит, помял багажник, но, как выяснилось, продав этот метеорит и помятый им автомобиль в местный музей, краеведческий, девушка выручила достаточно большую сумму, ну, по крайней мере, для того, чтобы купить себе хороший новый автомобиль. И вообще, надо заметить, метеориты стоят денег. Это редкие камни, очень интересные, уникальные, в смысле их научного значения. Ученые гоняются за метеоритами, покупают их на аукционах. И есть даже люди, которые какой-то бизнес для себя организовали в поисках метеоритов, их перепродажи. Аукционы метеоритные бывают. Это полезно и для тех, кто нашел метеорит, и для тех музеев, институтов, научных групп, которые их покупают. Ну, иногда те, кто нашел, дарят метеориты ученым. Это, конечно, приветствуется в первую очередь. Где искать метеориты? Если вас охота за метеоритами заинтересовала, то сразу могу сказать, на Земле есть два места, где вероятность найти метеорит очень велика. Это надо делать там, где нет других камней. А где их нет? Либо в пустыне, на Аравийском полуострове, в египетских пустынях, в Сахаре, там очень мало камней, почти каждая из них — это метеорит. Либо в Антарктиде, где вообще нет камней на ледяном куполе, и практически любой камень, найденный на льду Антарктиды, это метеорит. И, надо сказать, очень эффективно поиски метеоритов, организованы сегодня в Антарктиде, там на снегоходах. Ученые объезжают большие пространства и нашли уже тысячи, много тысяч новых метеоритов. Если метеорит крупный, то он практически не тормозится, земная атмосфера, а с большой скоростью врезается в поверхность Земли. Резко останавливается, вся его кинетическая энергия переходит в тепло, и камень практически испаряется или очень сильно дробится. И происходит взрыв, похожий на взрыв обычной авиационной бомбы. Рождается метеоритный кратер. Перед нами самый известный, самый популярный, хорошо сохранившийся кратер в американской пустыне Аризона. Его диаметр всего один километр, ему около 50 тысяч лет, но, как видите, он уже достаточно разрушен эрозией, и вряд ли он проживет более 500 тысяч лет. Но на Земле есть и более крупные кратеры. Правда, они не так хорошо заметны, их скорее геологи выделяют по своим картам. Но вот на этой карте намечены места крупных метеоритных кратеров, и самые большие имеют возраст примерно полмиллиарда лет, и диаметр около 200 километров. Ну, наиболее популярное явление в последние годы, это, конечно, падение метеорита над Челябинском, его разрушение, точнее, над Челябинском, потому что мало что упало от этого метеорита. Это было уникально полезное для науки явление. Такого количества документов, фотографий, записей очевидцев, как с Челябинским метеоритом, ученые не знали еще никогда, и его продолжают интенсивно изучать. Ну, к счастью, он не принес никаких фатальных разрушений, никто не погиб, хотя более полутора тысяч людей получили порезы лица, потому что зимой смотрели сквозь стекло на это явление, и ударная волна, выбив стекло, конечно, причинила немало неприятностей людям, но все-таки все остались живы. А Челябинский был обычным, самым рядовым метеоритом, как говорят астрономы, обыкновенным хандритом, то есть каменным метеоритом. Вот небольшой его фрагмент разрезанный, вы видите оплавленную темную корочку и внутри обычное минеральное вещество. До появления Челябинского метеорита более популярным был метеорит, упавший в нашей стране в 1947 году на Дальнем Востоке над Сихото-Алининским хребтом, он так и называется, Сихото-Алининский метеорит. Это был железный метеорит, раздробившийся на части, и большинство этих частей было найдено, потому что железные метеориты искать довольно легко. Во-первых, обратите внимание на их внешний вид, темная корка, покрывающая тело, и вот эти небольшие углубления, ригмоглипты, которые оставил горячий воздух, обтекающий этот метеорит. Это характерный вид железного метеорита, его трудно с чем-либо спутать. Ну и потом искать на поверхности металлическое тело с помощью металлоискателя всегда легче, чем каменный метеорит, который, в общем, похож на обычные земные камни. Ну и, наконец, самое удивительное из метеоритных событий, произошедшее, я думаю, вообще на земном шаре в последние столетия, это Тунгусский метеорит. Он тоже упал на нашу российскую территорию и не долетел до земли, а взорвался в воздухе, и от взрыва полегла тайга на площади современной Москвы тысячи квадратных километров. Но тело метеорита так и не было найдено. Поэтому мы сегодня считаем, что метеориты бывают трех типов. Железные, каменные и, видимо, ледяные. Из их числа был Тунгусский метеорит, потому что ни одного осколка не сохранилось. То есть фактически ледяной метеорит это небольшое ядро кометы, которое почти целиком состоит изо льда. Каменный метеорит легко отождествить. Его оплавленная темная корка, а если он ударился о землю, часть корочки отлетела, вы увидите там нетронутое минеральное тело. Вот типичный вид каменного метеорита. Разрезав его, вы увидите эту корку более четко, и тело метеорита, нетронутое горячим воздухом, внутри нее. Про железный мы уже поговорили. Его характерная особенность это ригмоглипты на его поверхности, а вот любопытный, довольно редкий образец. Железо-каменный метеорит. Тут в железную матрицу, точнее это железо с примесью никеля, в эту матрицу вкраплены минеральные зерна. И вот так отрезанная и отполированная пластинка очень красиво выглядит. Надо сказать, на Земле не образуются такие сочетания железа с минералом, а в недрах метеорных тел они встречаются. Самые крупные из найденных метеоритов, конечно, железные, они хорошо сохраняются. Вот 14-тонный железный метеорит, а самый крупный из них, вообще самый крупный из найденных метеоритов, был обнаружен на юге Африки, на частной территории. И до сих пор он там и остается. Это так называемый метеорит Гоба, массой в 60 тонн. И владелец этого поместья, где был найден метеорит, не захотел с ним расстаться, а организовал вокруг него нечто похожее на лекторий. Он водит туда экскурсии, показывает это удивительное космическое тело и пока не думает его продавать. Откуда прилетают столь крупные фрагменты? Вот орбиты некоторых крупных метеоритов, восстановленные по фотографиям, и мы видим, что они пришли к нам из пояса астероидов. Между орбитами Марса и Юпитера заключены сотни тысяч орбит небольших астероидов. И очевидно, что сталкиваясь время от времени друг с другом, астероиды дробятся. И вот эти небольшие осколки астероидов, свернув с основного пути и попав на Землю, как раз и производят нам метеоритные кратеры и прочие метеорные явления. Вот так астроном отмечает метеорит на последовательных, точнее говоря, метеорное тело, метеороид, на последовательных фотографиях звездного неба. Вы видите, что звезды регулярно движутся справа налево, а в центре находится то самое тело, за которым следит телескоп. Очевидно, это близкое к нам тело, иначе бы оно на фоне звезд быстро не перемещалось. В основном, конечно, на астрономических фотографиях астероиды выглядят как точки. Они слишком малы, чтобы телескоп мог различить их поверхность. Но к некоторым астероидам уже подлетали космические аппараты, и мы представляем себе, как они выглядят. То, что каждая планета в своей эволюции испытала метеоритную бомбардировку и продолжает ее испытывать, видно на примере Луны. Там метеоритные кратеры сохраняются долго, там нет ни дождей, ни ветра. Вот, скажем, обратная сторона Луны – такой музей метеоритных кратеров, который говорит о том, что на любую планету падали метеориты, но не на любой они сохранились. Например, в 1993 году мы наблюдали, как на поверхность, точнее говоря, в облачный слой Юпитера, врезались фрагменты кометы, незадолго до этого пролетавшие мимо гиганта и разрушенные его гравитационным полем. Но, конечно, следы их падения ненадолго остались в облаках Юпитера, а уже через несколько месяцев они практически затянулись. Но нам бы не хотелось, чтобы такое явление произошло на Земле, чтобы на нашу планету упало крупное космическое тело. Поэтому надо следить за движением астероидов, особенно за движением тех, которые приближаются время от времени к Земле. В истории астрономии был лишь один случай, когда нам удалось открыть подлетающее к Земле тело и предупредить Землю о надвигающемся ударе. Это было в 2008 году, когда вот этот небольшой фрагмент, вы видите на фотографии, приблизился к Земле, и мы знали, что он ударит. Среди сотен тысяч обнаруженных сегодня астероидов примерно 10 тысяч потенциально угрожают Земле. Их полет можно, вообще говоря, проследить и прогнозировать их падение на Землю. Вот 2008 год, когда за несколько часов до подлета астероид был открыт, мы знали, что он упадет в Африке. И на фотографии, которую вы видите, сделанной ночью, со спутника погоды в инфракрасном диапазоне, видно яркую точку, то есть вход этого тела в атмосферу Земли и его сгорание там. Утром были заметны еще в атмосфере следы сгорания этого небольшого, размером всего несколько метров тела. А спустя несколько дней поиски в пустыне привели к открытию фрагментов этого небольшого астероида. Они все-таки сохранились, упали на Землю. Это очень полезные для науки свежевыпавшие, так сказать, тепленькие метеоритные образцы, которые не успели еще заразиться нашей биологической, не будем называть ее заразой, нашим биологическим веществом. То есть они пришли из космоса с тем, что внутри них было, когда они жили вдали от Земли. И исследование этих метеоритов очень интересно, потому что там могут быть предбиологические молекулы, которые, может быть, когда-то дали начало жизни на Земле. Изучая любое природное явление, мы интересуемся тем, как оно состоялось, как оно развилось, как оно эволюционировало. Солнечная система — это, конечно, самое грандиозное явление природы, которое в прошлые века предстояло перед учеными. Сегодня мы знаем, что Солнечная система не так уж велика, что это маленькая часть гигантской галактики, а наша галактика — это малая часть Вселенной. Тем не менее, как наиболее изученная часть Вселенной, Солнечная система, конечно, ставит перед нами вопрос, какова ее история, как сложилось то, что мы наблюдаем сегодня. Наблюдаем мы довольно сложно организованное движение разнообразных тел вокруг нашей звезды Солнца. В Солнечной системе есть и огромные планеты, и планеты среднего размера, и планеты-карлики. Большинство планет окружено семействами спутников. Тысячи, даже сотни тысяч небольших тел движутся между орбитами больших планет. В общем, все это разнообразное космическое хозяйство каким-то образом родилось и эволюционировало в течение миллиардов лет. И задача астрономов — понять, как все это состоялось. Ну, нужно сказать, что нет недостатка в гипотезах происхождения и эволюции Солнечной системы. Может быть, даже их избыток существует, потому что очень многие, не только профессиональные ученые, но и любители науки, жаждут найти свое объяснение тому, как сложилось то, что мы сегодня называем Солнечной системой. Но, пожалуй, первый научный взгляд на эту проблему возник не так уж давно, всего около 300 лет назад. И то, что мы называем сегодня современным взглядом на эволюцию Солнечной системы, пожалуй, принадлежит двум европейским ученым. Лапласу и Канту. Кстати, мы считаем Канта философом, но вообще говоря, в молодости он довольно серьезно изучал естественные науки и фактически пришел к той же идее, что и математика, астроном Лаплас. А идея заключалась вот в чем. Первоначально Солнечная система, то есть звезда и окружающая ее планета, представляла из себя разреженное облако, которое за счет гравитации сжималось и, сохраняя свой механический момент, наращивало скорость вращения. Любое тело во Вселенной так или иначе вращается. Если сжимать его и не тормозить его вращение, то скорость этого вращения увеличивается. И это мы хорошо знаем по движению фигуристки, классический пример, фигуристки, притягивающие к себе руки и вращающиеся на коньках все быстрее и быстрее. В какой-то момент центробежная сила должна была уравновесить силу гравитации и тогда внешняя часть облака, а точнее уже сжавшегося в такой блинообразный объект, должна была отделиться и со временем стать одной из планет. Затем отделялась следующая часть облака, следующая и так далее, последовательно рождались на орбитах современных планет то, что мы называем планетами в сгустке газа, когда-то принадлежащего аморфному облаку. Ну, в деталях эта идея, конечно, сегодня уже устарела. Но, в принципе, вот этот подход в виде сжимающегося и раскручивающегося облака, он, в общем, сохранился. И основные физические закономерности лишь уточняются сегодня. Но, в целом, гипотеза Канта и Лапласа, вот это направление мысли, оно считается вполне современным и разрабатывается разными учеными, изучающими нашу планетную систему и другие. Правда, в разные моменты развития астрономии появлялись конкурирующие принципиально иные взгляды на происхождение Солнечной системы. Ну, как такой канонический пример можно привести теорию английского астрофизика Джеймса Джинса. Он считал, что вещество Солнечной системы было гравитационными силами вытянуто из двух звезд, пролетавших на небольшом расстоянии одна от другой, то есть приливным эффектом. И затем это вещество, раздробившись на отдельные фрагменты, дало начало планетам нашей системы. Эта идея сегодня считается совершенно неверной и рассматривается только в историческом плане. Довольно далеко продвинул идею Канта и Лапласа наш российский ученый Отто Юрьевич Шмидт, который, правда, предполагал, что вещество планетной системы было захвачено Солнцем из пролетавшего мимо газово-пылевого облака. Ну, а затем картина уже традиционная, вещество обращалось вокруг Солнца, уплощалось, дробилось на части и постепенно сложились планеты на их современных орбитах. Сегодня мы считаем, что вещество самого Солнца и окружающих его планет всегда было, так сказать, эволюционировало рядом. Это одно и то же вещество, одного и того же газового облака. Солнце не захватывало его со стороны, а просто как бы оставило, формировавшись, оставило вокруг себя и затем дало начало планетам. Мы видим, реально видим, наблюдаем те протозвездные и протопланетные облака, которые сегодня дают жизнь новым звездам. Ну, на этой фотографии темные участки — это облака холодного газа, довольно сильно сжавшегося по сравнению с разреженным горячим газом, который фоном служит на этой фотографии. И мы понимаем, что вот этот охладившийся газ, потерявший газовое давление в результате своей низкой температуры, он уже не может сопротивляться гравитации, и гравитация продолжает его сжимать и постепенно превращает звезды и планеты. Основные этапы такого сжатия и дробления на части показаны на этой иллюстрации. В недрах большого газового облака выделяются отдельные, более плотные участки, они сжимаются. В конце концов, центральная часть при сжатии нагревается настолько, что начинают протекать там термоядерные реакции, она становится звездой, а окружающее ее вещество не может сразу упасть на эту звезду, потому что сохраняет свой механический момент. То есть выходит на орбиту вокруг центрального тела, сплющивается в блинообразный такой диск, потому что вдоль оси вращения движение ничем не останавливается, а вокруг оси вращения оно уравновешивается с центробежной силой. И в конце концов, в этом диске формируются отдельные планеты. Это не гипотеза. Это довольно надежная теория, подтвержденная наблюдением. Например, в туманности Ориона, это близкая к нам область формирования звезд, телескоп Хаббл заметил немало молодых, новорожденных, или еще только формирующихся звезд, окруженных такими протопланетными дисками. Вот на этой фотографии, на врезках, некоторые из них видны. На этой фотографии видны другие. Если мы видим диск плашмя, в центре заметна яркая звезда. Если с ребра, то диск, конечно, закрывает, затмевает звезду, и мы видим только сам диск. Размеры, посмотрите, внизу слева есть отмеченная такая небольшая область, это фактически размеры современной Солнечной системы. Так что тут никаких гипотез уже не надо выдвигать. Это наблюдаемый процесс. Как быстро все это происходит? Ну, звезда сжимается достаточно быстро. За десятки тысяч лет она уже загорается. Но потом еще в течение примерно миллиона лет на нее продолжает падать, аккрецировать вещество, добавляя массу самой звезде. Наконец звезда сложилась, загорелась, термоядерные реакции пошли. Звезда больше не принимает вещество, она его отталкивает от себя своим излучением, звездным ветром. И остатки этого вещества миллионами лет начинают обращаться вокруг звезды, постепенно распадаясь на части, и формируя большие планеты, и небольшие спутники, и мелкое вещество между ними. Как правило, звезды рождаются не поодиночке, а в коллективах. Мы их называем молодыми звездными скоплениями. Большое облако дробится на части, и тысячи этих частей, каждая из них становится звездой, окруженной своей планетной системой. Пока молодое скопление не распалось, звезды и окружающие их планеты интенсивно взаимодействуют друг с другом, и, естественно, движение планет вокруг молодой звезды каким-то образом меняется. Вот перед нами замечательный пример. Звезда Бетта-Живописца. Сама звезда на этих двух фотографиях, а это одна и та же на самом деле фотография, наверху прямой снимок, а внизу обработанный компьютером, и так в искусственных цветах нам легче градиенты яркости, градиенты плотности различить. Так вот, звезда закрыта темной непрозрачной шторкой, чтобы она не ослепляла телескоп, а вокруг звезды мы видим протопланетный диск. Он уже в состоянии формирования планет. Более того, там заметны следы существования планет. Вот, обратите внимание, центральная часть этого диска имеет наклон, отличный от наружных частей диска. Примерно то же мы имеем в Солнечной системе. Кстати говоря, ось вращения Солнца не совпадает с осью, вокруг которой большинство планет движется. То есть, осью плоскости эклиптики. И это тоже говорит о том, что молодое Солнце с его планетами взаимодействовало с соседними, такими же молодыми звездами, и движение планет искажалось, возмущалось под влиянием соседних звезд. Как выглядела молодая Солнечная система, мы можем только фантазировать. Очевидно, это был еще не до конца исчезнувший газопылевой диск, но и уже в нем существовали планеты, которые набирали себе вещество, притягивали ее к себе, росли за счет него, увеличивали свою массу. В протопланетном диске можно выделить две области. Близь Солнца температура была большая, Солнце нагревало эту область, и газы там испарялись. Сохранились только твердые частицы. Из них сформировались планеты типа Земли. А начиная с некоторой границы и внешняя область диска, она не так сильно нагревалась Солнцем, но там сохранились кристаллики льда, поэтому и планеты там сформировавшиеся тоже несут внутри себя большое количество воды, водорода, гелия, то есть легко испаряющихся веществ, которые там все-таки были в виде твердых частиц, и их агрегирование, и их объединение послужило началом планет-гигантов. Любопытно проследить, как менялась орбита молодой планеты, которая двигалась в протопланетном диске. Планета взаимодействовала с диском, с массой вещества, которая вокруг нее двигалась в том же направлении. И, естественно, менялась орбита планеты. Планета могла тормозиться, а могла и ускоряться за счет движения диска. И сегодня о том, что некоторые планеты-гиганты, взаимодействуя с протозвездным диском, постепенно затормозились и подошли вплотную к звезде, нам говорят наблюдение других планетных систем. В нашей Солнечной системе гиганты, как правило, вдали от Солнца. Но немало есть планетных систем, мы их называем экзопланетными системами, где гиганты вблизи своей звезды, а сформироваться они там не могли, там не было летучих веществ. Значит, они приехали туда, сэволюционировали, подошли, двигаясь внутри газопылевого диска протопланетного. Точно так же, как формировались планеты вокруг Солнца, формировались и спутники вокруг самих планет. Каждая планета-гигант, особенно гигант, это маленькая Солнечная система. Планета окружала себя частью вещества протопланетного диска, и там происходило формирование спутников планет, точно так же, как в Солнечной системе сами планеты рождались. Наверняка на первых этапах эволюции Солнечной системы каждый гигант был окружен огромным количеством спутников. Выжили из них не все. Как формировались спутники, тоже разные пути возможны. Они могли захватываться из общего протопланетного диска, просто тормозясь в обширной атмосфере гиганта. Могли тормозиться за счет динамических эффектов. Например, двойное тело, маленький двойной астероид, пролетая мимо гигантской планеты, может быть разорвана ее приливными силами на части. Одна часть остается в виде спутника, другая улетает в общую копилку астероидов Солнечной системы. Сегодня мы видим результат этого процесса. Вот спутниковая система Сатурна, как пример. Спутники, близкие к планете, движутся в одной плоскости, в одном направлении. Это так называемые регулярные спутники. Почти очевидно, что они сформировались рядом с планетой, всегда там были, там родились, и там же и останутся. А внешние спутники движутся хаотически, по разным орбитам, даже в разных направлениях, под разными углами к плоскости экватора Сатурна. И очевидно, они в основном были захвачены со стороны, может быть, недавно, из числа астероидов, которые заполняют Солнечную систему. И как были захвачены, так же и потеряны могут быть. То есть это такое временное окружение планеты-гиганта. Хотя я пытаюсь вам рассказать такую законченную картину формирования планеты и спутников, далеко не все еще ясно. Ну, как пример. Нам известна планетная система вокруг нейтронной звезды, пульсара. Как сформировались эти планеты рядом с пульсаром, который является остатком взрыва сверхновой звезды, до сих пор непонятно. Даже если планеты были у некогда существовавшей звезды, после взрыва сверхновой они должны были быть потеряны. Откуда взялись эти новые, мы пока не знаем. Вот это одна из загадок формирования планеты. Ну, таких загадок еще много и внутри Солнечной системы. Например, почему так вот регулярно расположены орбиты планет. Даже есть некоторое математическое мнемоническое правило, закон Тициуса Боде, который позволяет предсказать положение планет с помощью простых математических вычислений. Как это сложилось, мы пока не знаем. Ясно, и это показывают компьютерные модели, что сложилось это не вдруг, не сразу, что Солнечная система эволюционировала. Вот на этих трех последовательных картинках показано, как менялись местами планетные орбиты, как Сатурн и Юпитер приходили в состояние резонансного движения, то есть целочисленного соотношения между периодами их орбитальными, и как они выталкивали на периферию планетные системы более легких членов, Уран и Нептун. И те, в свою очередь, возмущали движение малых тел, окружающих их, и выбрасывали их на еще более далекую периферию Солнечной системы. Так что та картина, которую мы наблюдаем сегодня, это результат длительной динамической эволюции планет. Ну и, в общем-то, эта эволюция продолжается по сей день. Когда-то мелкие тела активно бомбардировали поверхность больших планет. Эта эпоха, так называемая эпоха массовой бомбардировки, сегодня прошла, но о ней напоминает нам хотя бы вид Луны, которая надолго сохранила эти ударные кратеры на своей поверхности. Но и сегодня эволюция планет продолжается, особенно эволюция их атмосфер. Дело в том, что газ из атмосферы любой планеты постоянно уходит в космос. В основном под действием солнечных лучей, которые нагревают атмосферу, заставляют ее утекать в космос. Либо заставляют отдельные молекулы, движущиеся с большой скоростью, покидать атмосферу планеты. И любая планета окружена таким гало из потерянных ею газов. И наша Земля тоже имеет водородную корону, потому что мы постоянно теряем, не с очень большим темпом, но все-таки с заметным темпом газ из атмосферы. Примерно 3 килограмма водорода в секунду теряет наша Земля. Ведь водород — это вода фактически, это молекула воды, расщепленная солнечным ультрафиолетом. Поэтому наша Земля высыхает. Она высыхает не очень быстро, но когда-то она была богаче водой, а через несколько миллиардов лет полностью потеряет свои океаны. Можно довольно точно предсказать, какие планеты вообще лишены атмосферы, а какие сохранили ее надолго. Дело в том, что чем больше притяжение у поверхности планеты, тем лучше она сохраняет газы ее окружающие. Но чем выше температура поверхности планеты, тем интенсивнее испаряются эти газы в космос. И вот есть линия раздела между планетами с атмосферой и планетами без атмосферы. И она проходит приблизительно по крупным спутникам и мелким планетам. Марс, крупные спутники планет-гигантов, Титан, Тритон, они на пределе способны удержать атмосферу. Стоило бы их немножко нагреть, они бы ее потеряли. Ну а планеты-гиганты, конечно, надежно держат свой газ рядом с собой. Можно говорить о том, какие конкретно, какие газы будут потеряны, а какие сохранятся. Ну, например, водород, как наиболее летучий, и атомы водорода наиболее быстродвижущиеся, мог сохраниться только на планетах-гигантах. На Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Земля, Марс, Венера почти полностью потеряли водород из своей атмосферы. Ну и так с любым другим газом. Будущее нашей Земли и остальных планет тоже достаточно точно прогнозируется. Через несколько миллиардов лет Солнце, закончив свою обычную стандартную эволюцию, сожжет весь водород в своих недрах и начнет, перейдет в заключительную стадию своей эволюции. Начнет расширяться, увеличивать светимость, станет так называемым красным гигантом. Тогда температура на поверхности Земли возрастет до тысячи градусов, атмосфера испарится, океаны выкипят, и Земля станет непригодной для жизни. Но это не значит, что все планеты в Солнечной системе станут для нее непригодны. На спутниках планет-гигантов, наоборот, температура станет более благоприятной для земной биосферы, и, может быть, они послужат нам запасной планетой. До сих пор мы с вами говорили о планетах. Пришло время поговорить о звездах. Звезды трудно изучать. Если к планетам мы можем направить космические зонды, то к звездам мы этого не можем. Даже ближайшая звезда, Солнце, не подпускает к себе космические аппараты, а остальные звезды невероятно далеки от нас. Даже в XIX веке, в его начале, у ученых было мнение, что мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды, как они функционируют, что это за объекты. Но выяснилось, что это возможно. Даже на большом расстоянии мы можем изучать физику звезд благодаря спектроскопу. Собственно, только свет и доходит от звезд до нас, но анализируя этот свет, можно очень многое узнать о звездах, и об их происхождении, и об их функционировании как мощных энергетических станций, и о том, чем заканчивается их история. Спектроскоп позволяет нам анализировать состав света, то есть расщепляет его на составляющие цвета, и благодаря этому мы можем узнать и химический состав, и температуру, и скорость вращения, и скорость движения звезды в пространстве. Ну, вообще все о звездах. Сегодня мы поговорим о тех характеристиках, которые действительно можно измерять. Не теоретически определять, не модели строить, а реально измерять, наводя телескоп на звезду и анализируя ее свет. Начнем с того, что дает нам спектроскоп в смысле движения звезд. Особенно удобно изучать звезды в парах, то есть двойные звезды. Обращаясь вокруг общего центра масс, они позволяют нам измерить свою массу. Одиночная звезда не дает такой возможности, а двойная уже дает. Ведь мы знаем, как притягиваются звезды друг к другу. Теория Ньютона, ну, а иногда и теория Эйнштейна, если есть в этом необходимость, позволяют нам делать такие расчеты. Итак, мы смотрим на звезду. Особенно полезно, если орбита этой двойной системы лежит в той же плоскости, что и наша планетная система. То есть время от времени звезды затмевают друг друга. Такие двойные системы так и называются. Затменные переменные звезды. Переменные, потому что их яркость меняется во время затмения звезд. Но как раз благодаря такому расположению мы можем, во-первых, точно измерить скорость движения звезд, поскольку они движутся к нам и от нас, а не в картинной плоскости. Итак, систематически получая спектры звезд и анализируя положение линий химических элементов в них, мы можем заметить, что звезда одна, если мы видим яркий свет одного компонента, либо оба, если видим достаточно яркий свет, каждая из этих звезд, меняет свою, как говорят астрономы, лучевую скорость. То есть компонент скорости, направленный вдоль луча нашего зрения. Ну, если система лежит в плоскости нашего наблюдения, то это просто полная компонента скорости звезды. Итак, мы измерили скорость. По периоду изменения скорости мы знаем, каков период обращения звезд. А зная скорость и период, определяем размер орбиты. А зная размер и скорость, численно вычисляем, ну, теория Ньютона обычно применяется, теория гравитации всемирная, вычисляем массу звезд. К сожалению, не каждая из них по отдельности, а только суммарную массу. Потому что на самом деле, вот там, где на картинке крестик, там, где расположен центр масс, мы же не видим его в пространстве. Мы знаем, как на самом деле разделена масса между этими двумя компонентами, а можем измерять только их относительное движение, а значит, суммарную массу. Второе положительное качество двойных затменных звезд, это возможность наблюдать сами затмения. Посмотрите на эту иллюстрацию. Справа модель движения звезды, а слева так называемая кривая блеска, ну, то есть график изменения взаимной яркости этих компонентов. Происходит два затмения, либо более темная звезда закрывает более яркую, либо наоборот, когда закрыта яркая звезда, хотя бы ее часть, это главное затмение, а когда менее яркое, вторичное. Так вот, по продолжительности затмения мы знаем, как долго одна звезда проходит на фоне другой, то есть измеряем размер звезды. Размеры звезды очень велики. Вот перед нами масштабное изображение нашей солнечной системы, Солнца и планеты. Ну, планеты типа Земли на этой иллюстрации мы почти не видим. Они там справа почти незаметны по размеру. Гиганты типа Сатурна и Юпитера сравнимы с Солнцем по размеру, но все равно уступают ему как минимум в 10 раз. Но Солнце отнюдь не самая крупная звезда. Вот перед нами иллюстрация размеров крупнейшей планеты нашей солнечной системы Юпитера и звезд, расположенных поблизости от нас. Среди них есть чуть меньшее Солнце и чуть большее Солнце. Ну, выборка невелика, все эти звезды наши соседи. А если посмотреть в глубины галактики, мы найдем гораздо более крупные и гораздо более мелкие, чем Солнце, звезды. Обычно звезды большую часть своей жизни проводят, сжигая в своих недрах водород, то есть превращая ее в ходе термоядерных реакций, в гелий и более сложные элементы. Такие звезды называются звездами главной последовательности. Позже мы поймем, что это означает, а пока посмотрим, как различается размер этих звезд. Наше Солнце, а здесь оно представлено как желтый карлик. Все звезды главной последовательности принято называть карликами. Вы поймете, почему. А внизу, под словами «желтый карлик» обозначена масса Солнца. Одна масса Солнца. Значок Солнца вы видите внизу справа от буквы М. Так вот, есть звезды менее массивные, чем наше Солнце, раз в 10, не меньше. И более массивные, чем наше Солнце, до 100 раз. То есть диапазон масс обычных звезд простирается от одной десятой до сотни масс Солнца. То есть диапазон в три порядка. Это не так уж много, имея в виду, что размеры звезд гораздо сильнее различаются. Вот четыре иллюстрации, и все они в разном масштабе. Верхняя левая, на ней мы видим Юпитер, Солнце и ближайшую крупную звезду Сириус. Переходим к правой иллюстрации, и тогда Сириус становится маленьким. Он там слева показан стрелочкой. А рядом с ним звезды-гиганты, прошедшие уже большую часть своего эволюционного пути и превратившиеся в такие раздутые, очень большого размера, довольно холодные на поверхности звезды. Переходим к нижней левой иллюстрации. И здесь гиганты опять маленькими кружочками показаны, а рядом с ними уже сверхгиганты. Ну а правая нижняя иллюстрация показывает самые крупные из известных нам звезд, тоже сверхгигантов. Таким образом, есть звезды в тысячи и даже десятки тысяч раз большего размера, чем Солнце. Но вообще говоря, размер звезды вещь малоопределенная. Вот перед нами Бетельгейзи, Альфа-Ориона. Это красный гигант, крупная звезда. И на фотографии слева мы видим ее изображение, полученное космическим телескопом Хаббл. Казалось бы, по нему можно измерить размер звезды. Но давайте посмотрим, что могут дать другие приборы. Вот ее изображение, изображение Бетельгейзи, полученное специальными методами с помощью оптических интерферометров. Здесь даже некоторые детали на поверхности можно увидеть. Переходим к другим методам измерения. Перед нами изображение Бетельгейзи, полученное в линиях некоторых молекул. И тут мы видим атмосферу, простирающуюся примерно вдвое дальше, чем тот размер звезды, который мы видим в оптический телескоп. Переходим к микроволновому излучению. Тут предыдущее изображение становится маленьким, помещается в темном кружке в середине. А окутывающая звезду атмосфера — это в основном пыль и сильно охлажденный газ, который звезда теряет интенсивно. Она уже находится в конечном этапе своей жизни, и поэтому интенсивно теряет вещество с поверхности. Таким образом, что назвать размером звезды, каждый раз зависит от того, в каком диапазоне излучения, с помощью какой аппаратуры мы этот размер измеряем. Но все-таки принято считать размером звезд их оптический диаметр, потому что для нас, привыкших к оптическим телескопам, это более привычно. О чем говорит цвет звезды? Тут нам вновь поможет спектроскоп. Вообще говоря, цвет зависит от нескольких причин. Мы знаем, что Солнце, когда оно в зените, желтое, почти белое, приближаясь к горизонту, краснеет. Очевидно, само Солнце при этом не меняется. А что меняется? Меняется толщина воздуха, запыленность воздуха между нашей атмосферой, между нами и звездой. То есть свет, идущий от звезды, от нашего Солнца, частично поглощается в атмосфере звезды. Голубой поглощается и рассеивается, а красный доходит до нас. Звезда, видимо, краснеет. На самом деле, конечно, она не изменяется. Но может быть и иначе. И, как правило, бывает иначе. Мы смотрим на звезды, имеющие разную температуру поверхности. И вот перед нами график, точнее говоря, три графика распределения энергии в спектре звезд с разной температурой поверхности. Холодные, относительно холодные звезды с температурой 4000 кельвинов, как правило, в красном диапазоне спектра наиболее яркий свет нам посылают. Желтые, типа нашего Солнца, с температурой около 6000 кельвинов, дают максимум излучения в желто-зеленой области для нас привычных. Ну а более горячие звезды в основном светятся в фиолетовом и даже ультрафиолетовом диапазоне. Перед нами набор спектров звезд разной температуры. Наверху звезды самые горячие, внизу самые холодные. По температуре поверхности звезды их принято разделять на спектральные классы. От О до М, от самых горячих до наиболее холодных. И мы видим, что яркость, наиболее яркое место в спектре постепенно смещается из голубого его конца у горячих звезд к красному концу у наиболее холодных. Но если детально проанализировать спектр, то в нем мы увидим линии химических элементов. Тех элементов, которые в атмосфере звезды перехватывают частично ее свет. И в этих местах образуются темные линии спектра. Чем горячее звезда, тем более устойчивые к высоким температурам элементы остаются неионизованными, то есть способны им поглощать свет в ее атмосфере. У горячих звезд это гелий, у звезд средней температуры это водород, у холодных звезд это линии металлов и даже некоторых молекул. Таким образом, спектроскоп рассказывает нам о химическом составе поверхности звезды. Вот перед нами диаграмма распределения химических элементов у типичной звезды. В данном случае у нашего Солнца, но это типично для остальных звезд. Три четверти по массе это водород, еще одна четверть это гелий. И совсем мало всех остальных элементов таблицы Менделеева. Хотя все они присутствуют, но их по общей массе всего лишь 2%. Конечно, от звезды к звезде есть небольшие вариации, но вообще говоря, это типичное распределение. Если детально посмотреть, как распределены остальные химические элементы, то вы увидите на этом графике их распределение. Как правило, элементы с четными номерами в таблице Менделеева более представлены, с нечетными. Не так богато населяют атмосферы звезд. Особенно мало элементов, следующих за гелием. Это литий, бериллий. Они очень неустойчивы, и в термоядерных реакциях они сгорают в первую очередь. А вообще говоря, это распределение элементов характерно и для планет. Если забыть о водороде и гелии, которые на поверхности планет просто не сохраняют. Но важно помнить, что мы можем измерить с помощью спектроскопа только химический состав поверхности звезды. Из недр очень редко и далеко не у всех звезд химические элементы попадают на поверхность. А ведь в недрах они преобразуются, идут термоядерные реакции. Водород исчезает, возникает гелий. Гелий постепенно исчезает, превращается в более сложные элементы. Поэтому тот химсостав, о котором мы говорим, это состав поверхности звезды. Правда, вот глядя на эту иллюстрацию, вы видите, что у некоторых звезд довольно неплохо перемешивание происходит. Это карликовые звезды. У них тепло из недр на поверхность переносится с помощью кипения, то есть конвекции вещества. Ну и химический состав неплохо перемешивается. А вот у гигантских звезд, даже у таких, как Солнце, из недр, то есть из ядра, где происходят термоядерные реакции, на поверхность почти ничего не попадает. Так что в ходе эволюции звезды химический состав поверхности не меняется, а ядро, конечно, претерпевает изменения. Нам кажется, что Солнце – самая яркая звезда. Ее звездная величина глубоко отрицательная, почти минус 27. Но это лишь потому, что Солнце близко к нам. А вообще говоря, звезды находятся на разном расстоянии. Нам бы еще хотелось знать истинную мощность их излучения. Вот перед вами фотография неба, и тут одна из звезд, она слева внизу, просто заливает своим светом половину изображения. На самом деле она не намного ярче нашего Солнца и просто близко расположена к нам. Это альфа-кентавра. Остальные звезды могли бы быть на самом деле мощнее, но они далеко. Поэтому мы используем фотометрические измерения. Прежде всего, основной закон фотометрии, который гласит, что яркость объекта и его расстояние определяют, какой поток света дойдет до нас. Чем больше расстояние до звезды, тем в квадрате, пропорционально этому расстоянию, падает поток света от нас. Измеряя расстояние до звезды и видимый блеск, мы можем вычислить истинную мощность, как говорят, светимость звезды. Вот перед нами очень важная картинка. Это диаграмма, на которой показаны температура и светимость поверхности звезд. Большинство из звезд располагаются на диагонали, проходящей из верхнего левого в правый и нижний уголь. Угол — это так называемая главная последовательность. Мы будем говорить об этом еще в следующих лекциях, но замечу сразу, что это основное место и время жизни большинства звезд. Но есть и холодные гиганты, и маленькие горячие звезды, белые карлики, и о них мы подробнее поговорим в следующих лекциях. Посмотрите, как сильно различается светимость звезд. От миллионных долей светимости Солнца до иногда до миллиона светимости Солнца. Гигантский диапазон. Но мы можем различить звезды, даже не зная расстояния до них, понять, карлики это или гиганты. Вот перед вами последняя заключительная картинка моего сегодняшнего рассказа. Это спектры трех звезд. Солнце, маленькая плотная звезда, белый карлик, и гигант, голубой гигант с огромным размером. У гиганта, да и в общем-то и у Солнца тоже, спектральные линии очень тонкие, потому что разреженная атмосфера позволяет атомам жить самим по себе, и каждый из них поглощает на одной и той же предписанной ему физическими законами частоте. А в атмосфере белого карлика, он очень плотный, атмосфера очень плотная, атомы взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу, изменяют энергетическое состояние электронных оболочек друг у друга, поэтому спектральные линии широкие, и так спектроскоп демонстрирует нам сразу по толщине спектральных линий карлик перед нами или гигант. Мой предыдущий рассказ был о характеристиках звезд, которые мы можем получить непосредственно из наблюдений. Но, к сожалению, мы не можем заглянуть в недра звезд, наблюдения показывают нам только их поверхность. А как же нам узнать внутреннее строение звезд, как они функционируют, какая физика там происходит? Для этого есть математические модели звезд. Вообще говоря, они довольно простые, на первый взгляд. Ну, посмотрите, мы знаем, что звезда живет долго, то есть она находится в гидростатическом равновесии. В основном звезды именно так и устроены. Поэтому мы можем применить обычные законы гидростатики, законы переноса тепла, излучения от одного слоя газа к другому, и построить теоретическую модель звезды, то есть шаг за шагом вычислить давление, плотность и температуру от поверхности звезды вплоть до ее ядра. Вот перед вами обычная схема для сферически симметричной звезды, где мы предполагаем, что каждый элемент звезды находится в равновесии. То есть его вес уравновешен разностью давлений, которые действуют на него сверху и снизу. Очевидно, снизу давление должно быть больше, чтобы поддержать этот элемент вещества звезды. Таким образом давление к центру растет. Мы знаем, что звезда светится. Вообще говоря, она могла бы просто остывать, но мы наблюдаем звезды, которые светят миллиарды лет, а значит, у них есть источник энергии. То есть энергия рождается в недрах, а на поверхность каким-то образом должна доставляться. И с помощью законов физики мы можем рассчитать поток энергии в зависимости от градиента, то есть от перепада температуры от поверхности к недрам. Таким образом строятся математические модели звезд. Вот перед вами результат такого расчета для нашего Солнца. На этом графике показаны светимость, буквочкой L, luminosity, температура, масса вещества, заключенного внутри данного радиуса и плотность. Как видите, на первый взгляд все очень плотно. Просто температура падает от недр к поверхности. На поверхности Солнца мы знаем около 6000 кельвинов, а в недрах примерно 16 миллионов кельвинов. Плотность падает, и эта модель нам показывает, что в центре Солнца плотность плазмы гораздо больше, чем плотность железа, платины и прочих тяжелых металлов. Около 150 грамм в кубическом сантиметре. Конечно, такие модели очень интересны, но хотелось бы их как-то проверить, сопоставить с наблюдениями, и прежде всего понять, каков же источник энергии, что поддерживает звезду в ее непрерывном свечении. Ведь она теряет огромное количество энергии, значит, должен быть очень мощный источник. Сначала физики не понимали, как звезды могут долго светить. Дело в том, что в 19 веке нам были известны только химические реакции. Ну, например, реакции сгорания какого-то топлива, уголь, нефть или газ в кислороде. Они все дают примерно одинаковый энергетический выход, несколько десятков миллионов джоулей на килограмм сгоревшего топлива. Представим себе, что Солнце функционирует именно так. Долго ли оно сможет поддерживать свою температуру? Расчет прост. Мы берем массу Солнца, умножаем на энергоемкость реакции, на энергетический выход, ну, например, сгорание нефти или угли в кислороде, и делим на светимость, то есть на мощность излучения Солнца, на скорость потери энергии. Что мы получаем? Мы получаем 3 тысячи лет. Если бы Солнце было из угля или нефти, на 3 тысячи лет хватило бы запасов его топлива. Но этого, очевидно, мало. Пирамиду Хеопса старше. Значит, надо искать иной источник энергии, более емкий энергетический. А в конце 19 века казалось, что он найден, а именно силы тяжести. Мы ведь регулярно используем силу тяжести для выделения энергии. Ну, на ГЭС падает вода и крутят турбины. Или часы-ходики мы за цепочку поднимаем груз, а затем постепенно опускаясь, этот груз выделяет энергию для вращения стрелок и колебания маятника. Мы знаем, какую энергию выделяет тело, падающее в гравитационном поле. А значит, можем посмотреть, достаточно ли этого источника энергии для звезды. На все звезды постоянно падают метеориты, ядра комет, астероиды. В конце концов, и большие планеты могут. Более того, сама звезда, в общем-то, может падать на себя. То есть, внешние слои могут постепенно приближаться к центру звезды. И за счет этого тоже будет выделяться энергия. Казалось, что это очень хороший источник. Расчет просто, он был сделан лучшими физиками 19 века. И он показал, что действительно, гравитационная энергия гораздо больше, чем энергия химических реакций. И она могла бы поддерживать светимость Солнца в течение 30 миллионов лет. В 19 веке казалось, что проблема решена. 30 миллионов лет — это очень много. Но уже в конце 19-го, начале 20-го века геологи поняли, и физики им помогли в этом, что возраст Земли гораздо старше. Распад радиоактивных элементов говорит, что Земле миллиарды лет. А значит, и Солнечной системе, и нашему Солнцу. Таким образом, появилась необходимость найти иной, еще более мощный источник энергии. И подсказала его таблица Менделеева. Глядя на нее, мы замечаем, что более сложные химические элементы как бы собраны из менее сложных. Ядра почти всех элементов, грубо говоря, можно скомбинировать из ядра водорода, то есть из протона. И эта идея оказалась правильной. Действительно, в недрах звезд легкие химические элементы превращаются в более тяжелые. Вопрос в том, как физически это происходит. Ведь надо сблизить два протона, а они электрически заряжены одинаково, положительно. А значит, отталкиваются друг от друга. И чтобы разогнать протон и заставить его приблизиться к другому протону, нужна очень большая энергия. В рамках классической физики это не укладывалось, это было непонятно. Слишком высоких температур требовали такие реакции. Но квантовая механика подсказала, что это возможно. Даже сближаясь не на очень короткое расстояние, два протона имеют шанс, и это называется подбарьерным переходом, все-таки слиться и превратиться в другие ядерные частицы. Вот как это происходит в недрах таких звезд, как Солнце. Два протона, сближаясь, испытывают взаимное превращение. Один из них становится нейтроном, выбрасывая при этом некоторые лишние частицы. Это позитрон и электронная нейтрина. Такая система из протона и нейтрона, это уже связанное ядро тяжелого изотопа водорода, дейтерия. Если к этой частице, сложной частице, подлетает еще один протон, то они могут связаться в ядро легкого изотопа гелия, гелий-3. И, наконец, две таких частицы, два ядра легкого гелия, могут при определенных условиях, при высокой температуре, слиться и превратиться в более сложную частицу. Нормальный изотоп, тяжелый изотоп гелия, гелий-4, а при этом два лишних протона выбрасываются и уносят в кинетическую энергию избыток энергии связи, такого очень хорошо связанного, очень прочного ядра гелия. Таким образом, мы начали с четырех протонов, а пришли к одному ядру гелия. Но при этом множество частиц и квантов электромагнитных было выделено, и они унесли довольно большую энергию, то есть разогрели окружающее вещество. Вот перед вами на этих последовательных иллюстрациях все этапы, самый простой, самый популярный среди звезд реакции превращения водорода в гелий, так называемый ПП-цикл. П-протон, протон-протонный цикл. Начинается все с протонов, заканчивается ядром гелия. Но вообще говоря, возможны и другие варианты. Некоторые ядра более тяжелых элементов могут играть роль катализаторов, так как называется в химии, но в ядерной физике они тоже фактически играют роль катализаторов. То есть тяжелое ядро само не исчезает, но в круговороте превращений оно помогает четырем протонам превратиться в одно ядро гелия. Вы это видите на иллюстрации. Ядро углерода захватывает один протон, второй протон, третий протон, при этом выделяет лишние частицы, лишние в смысле сохранения заряда и сохранения лептонного заряда. Лишние частицы — это обычно позитроны и нейтрина. Позитроны тут же гибнут, они аннигилируют их античастицами, обычными электронами. А нейтрина — частица легкая, легко проникающая сквозь преграды, и она покидает ядро Солнца практически не взаимодействуя с веществом. Что происходит дальше? Если звезда достаточно массивно, чтобы сжаться, и температура в ее недрах достигла десятков, многих десятков миллионов кельвинов, то уже ядра гелия могут, сближаясь, превращаться в более сложные частицы. Например, два ядра гелия в гелии, но это неустойчивая частица, она недолго существует, но третье ядро гелия превращает ее в углерод, обычный изотоп углерода-12, который очень хорошо связан и может длительное время существовать. А присоединив к себе еще одно ядро гелия, так называемую альфа-частицу, углерод становится кислородом. Вот эта цепочка реакции называется три-альфа-реакция, то есть три альфа-частицы, три ядра гелия превращаются в ядро углерода, и дальше это может происходить до тех пор, пока в недрах звезды условия для этого поддерживаются. Перед вами все стадии ядерного горения. Чем ниже температура в недрах звезды, тем дольше эта реакция может происходить, медленнее она происходит, звезда экономно расходует свое топливо, поэтому горение водорода, превращение его в гелий длится миллиарды лет, а уже гелий в углерод и кислород превращаются в недрах массивных звезд за сотни миллионов лет, и дальше, и дальше, и дальше, и самые тяжелые элементы превращаются обычно в ядра железа, дальше такие реакции не идут, железо это последний этап, за очень короткое время и при очень высоких температурах. Еще раз посмотрим на протон-протонный цикл и подумаем, а как бы мы могли доказать эти теоретические рассуждения, какие элементы мы могли бы зафиксировать на Земле. Ну, очевидно, ядра химических элементов остаются в недрах звезд, гамма-кванты, которые рождаются в реакциях, очень медленно пробираются к поверхности звезды и превращаются в фотоны света, и все забывают на этом длительном пути. А вот нейтрино действительно покидает Солнце сразу. В начале 1960-х годов возникла идея попытаться зафиксировать нейтрино, рождающиеся в недрах Солнца, идущие к Земле. Первым за эту очень сложную задачу взялся американский физик Раймонд Дэвис с сотрудниками. Надо было отселектировать, закрыть детектор нейтрино от всех прочих частиц, поэтому его поместили глубоко под землей, в шахту. И все равно даже такой огромный бак со специальным веществом, способным изредка поглощать нейтрино, в сутки мог одно-два нейтрино поглотить, и при этом атомы хлора превращались в атомы аргона. Их как-то надо было выделить. Крайне сложная задача. И тогда она была решена лишь частично. Эксперименты продолжались. Нейтрино и детекторы, сегодня их десятки работают по всему земному шару, работают и под водой, используя воду как вещество, поглощающее нейтрино, и при этом вспышками света, сигнализирующее об этой реакции. И под землей в гигантских резервуарах, заполненных очень чистой водой, этот подземный нейтриный детектор суперкамиокандо японский. И в конце концов удалось накопить так много нейтрино, идущих от Солнца, что вот перед вами единственное в своем роде изображение Солнца в нейтрино. То яркое пятно в центре, которое мы видим, это фактически направление на ядро Солнца, от которого приходит нейтрино. Да, их приходит много, но выяснилось, что недостаточно много, чтобы объяснить светимость Солнца. Их примерно втрое меньше регистрировалось на Земле, чем должно было быть по расчетам. Но физика нам подсказывает, что нейтрино существует в трех ипостатиях. Электронная, мионная и тау-нейтрино. Мион, миомезон и тау-частицы, они как бы родные братья электрона, только более массивные. И у электронного нейтрино тоже есть два родных брата, мионная и тау. Однако в недрах Солнца рождается только электронная. Выяснилось, и это мы смогли сделать, физики смогли доказать с помощью новых нейтринных детекторов. Вот, пожалуй, первый из них, который решил эту задачу, он находится в Канаде, в провинции Антарио, садберийский нейтринный детектор. Оказалось, что если регистрировать все три типа нейтрино на Земле, то в сумме их приходит как раз столько, сколько нейтрино электронных рождается в недрах Солнца. А что это значит? Значит, по пути от Солнца к Земле часть нейтрино меняет свой облик, они превращаются в мионные и в тау-нейтрино. Это было, во-первых, очень мощным подтверждением астрофизических расчетов, да, мы правильно представляем себе функционирование Солнца, а во-вторых, очень сильно заставило изменить физическую теорию, потому что до тех пор физики думали, что нейтрино движется со скоростью света, что это безмассовая частица, у нее нет массы покоя, а значит, не может ни во что превращаться. Выяснилось, что это не так. Нейтрино имеет массу покоя, оно движется со скоростью меньше скорости света и способно превратиться в другие сорта нейтрино. Таким образом, наблюдая соседнюю звезду, мы сделали фундаментальное открытие в области физики элементарных частей. Советую вам на эту очень интересную тему об эволюции звезд почитать те книги, которые вы видите здесь на изображениях. Книга Каплана и Тейлера, они, пожалуй, доступны всем, кто знает физику в курсе школьном. А более современная и немножко более сложная книга, мы с моими коллегами ее подготовили несколько лет назад. И вот сегодня вышло второе ее. Буквально на днях вышло второе издание этой книги и третье издание уже почти готово. Она рассказывает о более современных исследованиях звезд и о результатах этой работы. До сих пор мы говорили о звездах вообще. А теперь поговорим о самой главной звезде, о нашем Солнце. Благодаря ему есть жизнь на Земле. Да и не только жизнь, вообще сама Земля и все остальные планеты сформировались только благодаря присутствию Солнца. Если бы не оно, в межзвездной среде никогда не сформировались бы такие маленькие плотные объекты. По сравнению с планетами, даже с самыми крупными, Солнце-гигант. Диаметр Солнца более чем в 100 раз превышает диаметр Земли, а масса Солнца в 330 раз больше, чем у нашей планеты. Даже если все планеты Солнечной системы, все астероиды и кометы собрать воедино, их масса составит одну тысячную долю нашей звезды. Понятно, что звезда управляет движением всех планет своей гравитацией, ну и согревает их своим теплом. Представим себе, что мы нашли гигантский рефлектор, и в его фокус поместили Солнце. И всю энергию, которую излучает наше Солнце, направили на Землю. Что будет с Землей? Через 4 минуты выкипят и улетят в космос все воды, весь мировой океан. А чуть больше недели пройдет, и от Земли вообще ничего не останется. Она превратится в пар, в газ, в плазму, и разлетится по Солнечной системе, и даже за ее пределы. Вот такая мощность излучается Солнцем, и лишь одна миллиардная доля попадает на Землю и обеспечивает нам жизнь. Этой энергии хватит человечеству надолго, надо только научиться ее использовать. Запомним, Солнце очень яркое. И прежде чем говорить о Солнце как о звезде, я хочу предупредить тех, кто собирается посмотреть на Солнце. Любители астрономии более всего, более чаще всего смотрят на Луну и на Солнце. Луна достаточно безопасна, хотя и она очень яркая. Но Солнце убийственно яркое, и оно может лишить вас зрения, если вы не будете защищать глаза специальными, не пляжными, а очень темными специальными очками для наблюдения Солнца. Обычно их продают перед солнечными затмениями. Сохраните такие очки, они вам пригодятся каждый раз, когда вы захотите поднять голову к Солнцу. Не надо смотреть на Солнце невооруженным глазом. И никогда не надо смотреть вооруженным. У телескопов есть специальные светофильтры. Обычно любительские телескопы снабжаются светофильтрами на объектив. Никогда не надо использовать светофильтр на окуляре. Он лопнет от ярких солнечных лучей, разогревшись, и ваш глаз получит осколки стекла. Специальный окуляр для наблюдения Солнца есть только у профессиональных телескопов. Там особая призма отсекает 99,9% солнечного света и малую долю направляет в глаз наблюдателя. Вообще говоря, есть простые способы безопасно исследовать Солнце. Например, сделать небольшой темный экран и в нем дырочку. Вы получите камеру-обскуру, и ее достаточно, например, чтобы увидеть диск Солнца, проследить за частными фазами затмения. Но если у вас есть какой-то объектив, фотообъектив, бинокль или небольшая подзорная труба, то ситуация еще лучше. Наведите трубу на Солнце, сзади, за окуляром поставьте экран, и вы прекрасно увидите изображение Солнца на экране абсолютно безопасным для своих глаз. Можно проследить за тем, как Луна закрывает Солнце в течение затмения, а можно даже увидеть пятна на Солнце. Это то, что обычно в первую очередь бросается в глаза наблюдателя. Пятна на Солнце — это темные, более холодные участки. И их движение, обратите внимание, в течение нескольких дней пятна передвигаются по диску Солнца. Это значит, что вращается сам солнечный шар. Он делает примерно один оборот за месяц. В разных областях Солнце немножко по-разному. Экваториальные чуть медленнее, а полярные области Солнца вращаются чуть быстрее. Но если мы имеем хороший телескоп, то можно рассмотреть поверхность Солнца детально. И вот что мы увидим. Кроме темных пятен, мы увидим мелкую филигрань, которая покрывает поверхность Солнца. Поверхностью мы называем ту область атмосферы, из которой к нам приходит свет. Это так называемая фотосфера Солнца. И мы видим, что она разбита на маленькие участки. Их называют гранулы. Обратите внимание, их размер не так уж мал. Тысяча, две тысячи километров. Откуда это мелкое деление? Очень просто понять. Энергия генерируется в солнечном ядре. Затем кванты постепенно просачиваются, дефундируют, прорываются к поверхности Солнца. Но самая внешняя часть солнечного шара, самая внешняя часть, не может пропустить много света. Она очень непрозрачна. И тогда начинается кипение этого слоя. Ну, как кипит вода в кастрюле, когда мы ее подогреваем снизу. Вот перед нами 3D-расчет. То есть трехмерная гидродинамическая задача решена. Это не настоящее Солнце. Это моделирует компьютер, солнечные процессы. Но мы видим, как происходит кипение солнечной атмосферы. Гранулы постоянно присутствуют. Это просто свидетельствует о том, что снизу фотосфера подогревается теплом, идущим изнутри. Но иногда на фоне этих однородных гранул мы увидим большие темные участки, солнечные пятна. Их размер бывает разный, но трудно себе представить, что некоторые солнечные пятна в несколько раз превосходят нашу планету. Вот перед нами в одном масштабе большое распавшееся на части солнечное пятно и Земля, какой бы она была рядом с ним. Это гигантское образование. Оно примерно на тысячу, иногда на полторы тысячи градусов холоднее обычной невозмущенной поверхности Солнца. Если на поверхности Солнца температура около шести тысяч градусов, то в центре пятна, в той темной области, которую мы называем тенью, примерно четыре с половиной. И около пяти тысяч градусов на полутени, которая лежит между центральной и невозмущенной частями фотосферы. Откуда берутся пятна? Астрономы считают, что это области, где магнитное поле Солнца во много раз усилено. Обычное поле, окружающее все Солнце, примерно такую же напряженность имеет, как у Земли, около одного гаусса. Но ведь солнечное вещество — это плазма, и движение плазмы приводит к тому, что магнитное поле вместе с ней сжимается, расширяется. И в тех областях поверхности Солнца, где магнитное поле усилено, иногда до тысячи гаусс, а там движение плазмы замедлено. Оно не может обеспечить интенсивное кипение, подвод тепла снизу. И поэтому эти участки поверхности Солнца охлаждаются. Количество пятен и их размер на диске Солнца меняются год от года. Вот перед нами довольно спокойное Солнце. Пятна есть, но они небольшие. А иногда вообще поверхность Солнца очищается от пятен. Но проходит несколько лет, и мы видим гораздо больше и гораздо более крупные солнечные пятна. Говорит о том, что магнитные поля усилились, они интенсивнее всплывают из нижних частей на поверхность Солнца. Астрономы говорят, повышается солнечная активность. Дело в том, что вместе с магнитным полем на поверхности Солнца начинают происходить бурные явления. Как правило, вблизи пятен, там, где поле усилено. Эти периоды пониженной и повышенной активности Солнца чередуются. В среднем через 11 с небольшим лет. Вот перед нами график солнечной активности. Обычно откладывают количество и размер пятен для этого. И мы видим, что приблизительно через равные промежутки времени активность Солнца повышается и понижается. 11,2 года — это типичный период изменения солнечной активности. Впрочем, бывают даже столетия, десятилетия, несколько десятилетий, когда активность Солнца почти прекращается. Вот был такой Маундеровский минимум в 17 веке. Затем возобновилась периодичность активности Солнца. Мы не знаем, как она будет вести себя в будущем, но, в общем, более или менее можем прогнозировать на ближайшие десятилетия. Итак, вернемся к пятнам. Если посмотреть на Солнце не в белом свете, а в одной какой-либо спектральной линии, то портрет Солнца будет более контрастным. Дело в том, что излучение одной линии, например, атомами водорода, происходит в узком диапазоне температуры. И стоит температуре немножечко измениться, повыситься или понизиться, и сразу интенсивность линии, в данном случае мы видим линию Бальмеровской серии, а шальфа так называемая, резко меняется внешний вид той области, которую мы смотрим в этой линии излучения. Вот через светофильтр мы четко выделяем пятна, четко видим более темные облака, висящие, мы их называем протуберанцами спокойно, висящие на поверхности Солнца, видим активные области. И даже конфигурация магнитного поля довольно четко прослеживается, если мы смотрим через светофильтр. Еще интереснее посмотреть на солнечный диск в тех диапазонах света, который вообще не проникает сквозь атмосферу Земли. Это в ультрафиолет и рентген. К сожалению, это возможно только сбор космических аппаратов. Вот перед нами снимки, сделанные специальными спутниками, специальными космическими обсерваториями, нацеленными только на изучение Солнца. Это такой синтетический портрет. Он собирает в себе ультрафиолетовые и мягкие рентгеновские диапазоны. И тут очень много интересных деталей, в том числе и области, висящие, расположенные над фотосферой Солнца. Мы видим хромосферу и внешнюю корону. И даже видим некоторые детали в ней, так называемые протуберанцы. Магнитные поля удерживают плазму, и вот эти арки, на которых висят плазменные облака, они показывают нам конфигурацию магнитных полей. Протуберанцы бывают более или менее спокойные, которые сутками, даже неделями могут висеть над поверхностью Солнца. А бывают весьма активные, когда магнитное поле выбрасывает, как пружины из себя, с поверхности Солнца эти облака плазмы, и они питают самую внешнюю часть солнечной атмосферы, его корону. Корона Солнца, к сожалению, на Земле видна нечасто, только в том случае, когда лунный диск закрывает собой диск Солнца. Корона светится слабо, в миллионы раз слабее солнечной поверхности. Необычно, днем мы ее не замечаем, и только когда выключается с помощью Луны солнечный свет, мы видим окружающее Солнце корону. Это те потоки газа, которые Солнце уже потеряло, они уходят в межпланетное сначала, потому и в межзвездное пространство, в конце концов, просочатся. Корона — очень интересное образование. Она крайне разреженная, но очень горячая. Если видимая поверхность Солнца нагрета до 6000 градусов, то температура короны — 1, а то и 2 миллиона градусов. Откуда берется эта энергия? Астрономы довольно долго не могли этого понять. Есть несколько физических процессов, которые могут обеспечивать нагревание короны. Сегодня считается, что это результат большого количества микровспышек, их даже называют нано-вспышками, происходящих на поверхности Солнца, мелких, но по масштабам Солнца, на самом деле, грандиозные взрывы, но постоянно происходящих и подпитывающих энергией солнечную корону. Крупные вспышки мы видим без труда из Земли. Смотрите результат крупной вспышки, когда по поверхности Солнца проносится настоящее цунами. И вот кадр за кадром я вам демонстрирую, к чему это приводит. Активный протуберанец, нагретый снизу мощной солнечной вспышкой, вылетает с поверхности Солнца и устремляется в межпланетное пространство. Особенно в годы высокой активности Солнца, оно часто выбрасывает из себя такие потоки плазмы, их называют корональные выбросы. Их очень нужно и удобно исследовать с помощью космических обсерваторий, которые летают за пределами земной магнитосферы. Дело в том, что магнитосфера — это защита Земли от солнечных потоков плазмы. И сейчас много спутников, целое созвездие спутников летают и исследуют Солнце со всех сторон, не только с направления Земли, но и с обратной стороны, с той, которую мы за Земли никогда не видим. Такой плазменный выброс мчится через межпланетное пространство, и если нам не повезет, он наталкивается на Землю. До поверхности планеты он, конечно, не долетит. Наше магнитное поле — достаточно надежное препятствие для такой разреженной плазмы. Но все-таки этот плазменный удар сильно возбуждает нашу магнитосферу. Она начинает сжиматься в той стороне, которая обернута к Солнцу, вытягиваться хвостом в обратном направлении. И в хвосте магнитосферы эти плазменные выбросы солнечные приводят к пересоединению магнитного поля и к выбросам накопленных в магнитосфере заряженных частиц в сторону Земли. Они летят обычно к полюсам, к магнитным полюсам, которые не совпадают с географическими. И, устремляясь в земную атмосферу, производят такие красивые явления, как полярные сияния. Северные и южные полярные сияния. Они красивые, но не очень полезные для нас, я бы сказал. Дело в том, что кроме яркого зрелища мы получаем мощные всплески электромагнитных волн, которые в длинных сетях электропередач, в трубопроводах, газопроводах, нефтепроводах вызывают наведенное электричество, и от этого страдают многие электронные приборы. Не только на Земле бывают полярные явления, связанные с солнечной плазмой. И на Юпитере, обладающем магнитосферой, и на Сатурне, у которого своя магнитосфера, мы прекрасно видим, особенно в ультрафиолетовом диапазоне, с борта спутника, вы видите колечко, которое оконтуривает магнитный полюс. Это как раз результат столкновения солнечной плазмы и атмосферы планеты. Эволюция Солнца происходит так, как изображено на этой картинке. Солнце длительное время остается почти неизменным, но в конце жизни, когда топливо в недрах заканчивается, начинает стремительно меняться, и об этом мы поговорим в следующей лекции. Жизнь звезды происходит очень интересно. Длительное время звезда почти не меняет свой внешний вид. Но зачем ей менять? Внутри у нее много топлива, она медленно, постепенно сжигает его, освещает все вокруг себя. Наша планета получает от Солнца тепло уже 4,5 миллиарда лет. Но это не будет продолжаться вечно. В конце концов, любое топливо подходит к концу, и звезда приближается к финалу своей жизни, к финалу своей эволюционной стадии. Посмотрим, как это происходит. Во-первых, давайте обратим внимание на спектры звезд, мы о них уже говорили. Фактически спектр, а точнее говоря, последовательность спектра, в которую мы разложили все известные спектры звезд, она отражает разность температуры звездной поверхности. Что еще мы можем узнать о звезде? Ну, если нам повезло, и мы измерили расстояние до нее, то по ее блеску и расстоянию можно узнать полную энергию, полную мощность излучения звезды. Пожалуй, это две единственных характеристики, которые доступны нам при изучении большинства звезд. И вот два астронома в начале 20 века, американский Генри Рассел и датчанин Эйнар Герджпрунг, независимо, сделали одно и то же. Эти две характеристики изобразили на плоскости, построили график, как зависит спектральный класс звезды, то есть температура ее поверхности, от светимости. И к их удивлению, а вообще, говоря, удивляться тут было нечему, оказалось, что большинство звезд легло на такую диагональ из верхнего левого в нижний правый угол. А это значит, чем горячее поверхность звезды, тем более интенсивно она излучает свет. Действительно, ничего странного в этом нет. Но оказалось, что некоторые звезды не подчиняются этой закономерности. Есть звезды с относительно холодной поверхностью, но очень мощные, а есть, напротив, звезды с горячей поверхностью, белого цвета, но еле-еле излучающие свет. Естественно, было назвать одни красными гигантами, потому что у них большая поверхность, а другие белыми карликами. Итак, большинство звезд лежит на этой диагонали, названной главной последовательностью звезд. И некоторые отступают от этого общего правила. Если посмотреть, как на этой диаграмме, а с тех пор, как она впервые построена, ее называют диаграммой Гердж-Пранга-Рассела, как на этой диаграмме проходят линии равного размера звезд, мы увидим, что главная последовательность от самых горячих к самым холодным звездам, в общем, укладывается в сравнительно небольшой диапазон размеров. Ну, звезды от одной десятой солнечного размера до в десять раз больше Солнца. Не так велик диапазон. Но красные гиганты поистине гигантские. Они в сотни, даже в тысячи раз по размеру превосходят Солнце. Такие, которые в тысячу, мы даже называем сверхгигантами. А белые карлики очень маленькие. Их размер в сотые доли Солнца. А это не что иное, как размер нашей планеты. И тем не менее, они видны, потому что очень горячую поверхность имеют. Ну, давайте сначала посмотрим на звезды главной последовательности. Солнце — одно из них. То есть, это самые типичные звезды. Они находятся на самой длительной стадии своей эволюции. Они сжигают... То есть, сжигают — это не совсем точное слово. В их недрах происходят термоядерные реакции. Но астрофизики привыкли говорить, что сжигается водород, превращаясь в гелий. У более массивных звезд температура поверхности выше, и температура недр намного выше. У них и гелий может превращаться в еще более сложные элементы. Итак, сегодня вид диаграммы Гершфонга-Рассела — фактически это та плоскость, на которой мы можем рассуждать и думать о том, как эволюционирует звезда, как меняются две ее важнейших, легко измеримых характеристики — температура поверхности и полная мощность излучения, то есть светимость. На ней мы выделяем в первом приближении даже, можно сказать, три основных класса. Главная последовательность — белые карлики и гиганты. Ну, видите, здесь я разделил гигантов на гигантов и сверхгигантов. А вообще говоря, можно и более тонкое деление, мы его чуть позже увидим провести. На главной последовательности звезды тоже не очень-то похожи друг на друга. У маленьких звезд перенос тепла из недр к поверхности происходит в основном за счет кипения. Мы это называем конвекцией. Теплый газ всплывает, охлаждается, уходит вниз. Внизу нагревается, там, где термоядная реакция происходит, вновь всплывает. У звезд типа Солнца немножко по-другому. Дело в том, что горячее солнечное ядро настолько пропитано излучением, что просто сами кванты, поток квантов из недр к поверхности может переносить огромное количество тепла, которое генерируется у Солнца в ядре. И не доходя некоторого расстояния до поверхности, механизм переноса тепла у Солнца меняется на конвекцию. Оболочка Солнца уже достаточно холодная, непрозрачная, и там начинается кипение. Кванты не могут пробиться к поверхности так легко, как они делали это внутри. А у еще более массивных звезд главной последовательности ситуация обратная. В недрах кипения, конвекция, там настолько горячо, что квантам не хватает скорости диффузии к поверхности. А на внешних слоях, во внешних слоях оболочки звезды кванты уже могут совершенно спокойно переносить энергию. Как видите, звезды заметно отличаются друг от друга, но все-таки у них есть одно общее. Они в недрах сжигают водородное топливо. Наше Солнце уже прошло половину своего эволюционного пути. Сегодня мы в такой нормальной стадии его наблюдаем. Еще примерно 4, может быть, 5 миллиардов лет Солнца почти не будет меняться, хотя оно все-таки меняется. Постепенно шлак, ну то есть гелий, накапливается в ядре Солнца, и ядро начинает понемножку сжиматься. У него нет источников энергии. Гелий не может загореться, не могут идти термоядерные реакции при сравнительно низких температурах. У недрах Солнца 15-16 миллиардов, миллионов градусов, это не так уж и много для термоядерных реакций. И гелий накапливается, и своей тяжестью начинает сжимать ядро. Водород горит на поверхности этого ядра, и поскольку ядро сжимается и разогревается, водород начинает интенсивнее гореть на его поверхности. И Солнце, как мы видим, увеличивает мощность своего излучения, свою светимость. Мы это чувствуем. Каждый миллиард лет Солнце примерно процентов на 10 увеличивает свою мощность. И на Земле температура понемножку растет. Наконец, подойдя к финалу этого процесса, когда уже гелевое ядро не может гореть, а водород на поверхности гелевого ядра тоже начинает как-то понемножечку менять свои параметры, менять скорость горения, Солнце начнет быстро меняться. Сжатие ядра приведет к разогреву и к большому потоку тепла наружу, а этот поток не сможет пробиться сквозь атмосферу Солнца. Я покажу, чем это кончается. А сейчас перед вами диаграмма Гершмонга-Рассела, так как ее профессиональные астрономы себе представляют. Тут более тонкая градация, тонкое разбиение на подклассы. И вы видите, что выше главной последовательности мы разделяем субгиганты, то есть не совсем гиганты, гиганты, яркие гиганты, и сверх- и гипергиганты, их очень мало, но такие тоже найдены, у которых светимость в миллион раз больше Солнечной. Ну и, наконец, белые карлики. И обратите внимание на самый правый нижний угол. Бурые, или их иногда еще называют коричневые карлики. Это такие недозвезды. Они бы хотели быть звездами, но слишком маломассивные, слишком маленькие они. И там термоядерные реакции, только начавшись, затухают и уже никогда больше не возобновляются. На этом графике мы изобразили ход температуры поверхности у разных космических тел, у планет, у бурых карликов и у звезд. Как видим, планета в течение всей своей жизни только охлаждается. Нагревшись в первый момент, после формирования, за счет сжатия планеты, потом теряет энергию, ибо источников у нее нет. Звезда, немножко охладившись после первоначального сжатия, выходит на постоянную светимость, потому что у нее возникает термоядерный источник энергии, и долго, миллиарды лет эту светимость сохраняет. А вот коричневый, он же бурый карлик, пытается начать сжигать в своих недрах термоядерное топливо, но ему это не удается. Он слишком маломассивен, и поэтому слишком холоден для этого. И он затем уже становится практически планетой-гигантом, то есть охлаждается и пропадает из виду. Так что заметить коричневые карлики довольно сложно. Период их свечения недолго, только в самом начале жизни. Вот, пожалуйста, посмотрите, как длительность жизни зависит от массы звезды. Если у звезды, у маленькой звезды, масса чуть больше 8% солнечной, то это уже звезда. То термоядерные реакции в недрах загораются, и она долго, многие-многие тысячи миллиардов лет может спокойно сжигать свое топливо. Но если мы опустимся чуть ниже этой границы, ну ниже 7% солнечной массы, то такое тело уже не станет звездой. Но и планетой его назвать тоже не совсем правильно, потому что в какой-то период у нее чуть-чуть ядерные реакции происходят. И мы называем эту небольшую группу космических тел коричневыми или бурыми карликами. По-английски Brown, Dwarf, переводите, как хотите. А вот эволюционный путь обычной звезды, типа нашего Солнца, на диаграмме Гершфунга-Рассела. Сначала она двигается налево, сжимаясь за счет гравитации. Начались термоядерные реакции, и звезда останавливается. Останавливается на главной последовательности, в зависимости от своей массы, на той или иной точке главной последовательности. И потом миллиарды лет спокойно там живет. Затем термоядерное топливо истрачено, ядро звезды начинает сжиматься, оболочка расширяется, и звезда становится красным гигантом. Затем она сбрасывает оболочку, и ее ядро становится белым карликом. Это самый такой скетч, самое короткое описание жизни звезды. Теперь давайте подумаем, а почему все-таки гигантом становится звезда? А вот перед нами пример с обычным воздушным шариком. Ядро звезды начинает светиться очень ярко, а оболочка не пропускает этот свет. Что остается делать оболочке, чтобы его пропустить? Вот посмотрим на шарик. Пока он не надут, он совершенно не прозрачен. Мы начинаем его надувать, и он потихонечку становится все более и более прозрачным. Чем больше шарик, тем более прозрачным он стал. Почему? То же количество вещества теперь распределилось на большую площадь. Это же самое делает красный гигант. Он оболочку расширяет для того, чтобы она стала прозрачной, и, наконец-то, излучение из недр смогло пробиться в космическое пространство, и звезда получила возможность охлаждаться. Мы не можем в деталях увидеть поверхность красного гиганта, но можем промоделировать на компьютере с помощью гидродинамической объемной модели. И вот перед нами такая модель. Сначала мы вводим небольшие возмущения в атмосферу, чтобы они начали развиваться, и смотрим, как грануляция растет в размерах, и в конце концов приобретает каждая гранула огромный размер, сравнимый с размером звезды. Может ли быть такое на самом деле? Может быть, наши модели неправильно? А давайте посмотрим. Один из сверхгигантов красных довольно недалеко находится от Земли. Это знаменитая звезда Бетельгейзе, мы ее с вами уже видели в предыдущих лекциях, и это ее настоящий портрет. Как видим, крупные гранулы в ее атмосфере. Это факт. Наша модель оказалась правильной. И красные гиганты, вращаясь, показывают нам то более яркие, то более темные области своей поверхности, и даже показывают за пределами своей поверхности истекающее вещество. И мы понимаем, в старости звезда раздувается и начинает терять вещество. На диаграмме Гершмуга-Рассела расчеты эволюции звезд показывают нам разные так называемые трети, то есть эволюционные пути, по которым звезда передвигается на этой диаграмме. И, как видим, иногда эти пути пересекают особую зону. Тут она голубым помечена. Так называемая полоса нестабильности. А, собственно, что такое нестабильность? Звезда перестает быть стабильной и начинает как бы дышать, расширяться и сжиматься в регулярном темпе. И вот на этой картинке, а тут несколько последовательных фотографий, части звездного скопления, мы видим, как мигают звезды. Мы их называем пульсирующие переменные звезды. Самый важный класс из них — цефеиды. Звезда регулярно расширяется и сжимается, и при сжатии становится настолько горячей, что яркость ее суммарная повышается. Физику этого процесса впервые объяснил нам советский, российский физик Сергей Александрович Живакин. И с тех пор мы понимаем, почему регулярно поднимается и затем опускается яркость таких звезд. Дело в том, что под фотосферой этих гигантов есть слой, где гелий частично ионизован. И он может то более, то менее ионизованным становиться, и то более, то менее прозрачным для излучения. И таким образом, как бы клапан работает, который то пропускает излучение, то снова запирает его внутри звезды, заставляя ее расширяться и сжиматься. В начале 20 века американская астроном Генриэта Левит удивительную зависимость открыла. Чем больше период изменения блеска цифеид, тем больше яркость, светимость этих звезд. И фактически, измерив период, мы можем восстановить яркость видимых звезд. А по яркости и видимому блеску судить о расстоянии до этих звезд. Таким образом, цифеиды очень важные реперы, очень важные указатели расстояний до звездных скоплений и далеких галактик. Ну а чем кончается жизнь звезды? Оболочка понемножку расширяется, и вот на этой фотографии мы видим заключительный этап жизни звезды, типа нашего Солнца. Расширившаяся оболочка при наблюдении в небольшой телескоп напоминает диск планеты. Поэтому такие объекты назвали планетарные туманности. Но это, конечно, не планеты, это умирающая звезда. Ядро звезды сжимается, и вот оно в центре этого глобуса, а оболочка расширяется. Не всегда оболочки планетарных туманностей такие простые. Вот перед нами более сложная геометрия, а вот еще более сложная. И, наконец, покажу вам совершенно фантастическую планетарную туманность, происхождение формы которой до сих пор непонятно. Здесь есть и последовательность оболочек, и радиальные лучи, и пенообразная структура в центре, и даже два быстрых, как говорят, джета, ну, то есть таких реактивных выброса в двух диаметрально противоположных направлениях. Как звезде удалось сформировать вокруг себя такую замечательную картину, мы не знаем, но знаем, чем это кончается. Оболочка растворяется в пространстве, а сжавшееся ядро звезды становится очень плотным, остывающим объектом. И о них в следующей лекции. Итак, мы говорим о заключительных этапах жизни звезды. Ядро, лишенное источников энергии, сжимается, нагревает окружающую его оболочку, и в виде планетарной туманности газ оболочки расплывается и уходит в космическое пространство. А что же становится с ядром звезды? Это зависит от его массы. Если это звезда типа Солнца, то ее ядро сожмется в белый карлик. Удивительное тело. Его размер примерно как у нашей планеты, иногда даже чуть меньше, а масса почти как у родительской звезды. Представим себе Солнце, сжатое до размера Земли. Земля в 100 раз меньше Солнца, значит, объем в миллион раз меньше, а масса по-прежнему как у звезды. То есть средняя плотность Солнца сегодня, это примерно плотность воды, полтора грамма на кубический сантиметр, возросшая в миллион раз. А это уже тонна в кубическом сантиметре. Представляете, большой лимузин, сжатый до объема наперстка. Вот такое вещество, которое невозможно получить на Земле, мы имеем в недрах белых карликов. Открыли их довольно поздно, в середине XIX века. Они очень маленькие, и как бы ни была горяча их поверхность, все равно светят тускло. Разглядеть их можно только вблизи Солнца, да и то в очень мощные телескопы. Но изучать их крайне интересно, ведь это вещество не создашь в лаборатории, его можно только на таких экзотических объектах встретить и изучить. Белый карлик сам по себе довольно инертен, но бывают ситуации, когда он проявляет себя как могучий источник энергии. Такая ситуация складывается, если белый карлик живет рядом с нормальной звездой, очень близко к ней. Такие системы называют тесными двойными системами. Представляете, он уже белый карлик, а его соседка нормальная звезда. Но и она подходит к концу своей эволюции и начинает расширяться, желая превратиться в красный гигант. Но не тут-то было. Когда звезда становится достаточно большой и заполняет область своего гравитационного контроля, ее называют областью полостью роша, белый карлик начинает перехватывать, перетягивать на себя часть вещества из атмосферы соседки. Это вещество падает на поверхность белого карлика с огромной скоростью, ведь он очень маленький, но очень массивный. Вещество разгоняется, падает, нагревает поверхность белого карлика и, накапливаясь на нем, создает слой нового термоядерного топлива, не использованного ранее. Ведь оно не могло гореть на поверхности соседней звезды, а на белом карлике его топливо уже сгорело. Когда такой слой свежего топлива накапливается, он неожиданно начинает превращаться. Водород превращается в гель, начинается термоядерная реакция, и она идет неконтролируемо, в виде взрыва. И мы такие процессы наблюдаем. Их называют вспышки новых звезд. Новых это условно. Раньше мы не видели на этом месте ничего. И вдруг яркая вспышка продемонстрировала нам как бы рождение звезды. А на самом деле это не рождение, это просто взрыв свежего термоядерного топлива на поверхности белого карлика. Вот результат такого взрыва. В 1901 году киевский школьник обнаружил вспышку новой звезды на небосводе. И с тех пор мы видим, как результат этого взрыва, вещество, выброшенное им, разлетается. Но сама двойная система при этом не сильно страдает. Процесс аккреции, падения все нового и нового вещества на поверхность белого карлика продолжается. И накапливается новый слой термоядерного топлива, и он опять взрывается. И так раз за разом новая звезда демонстрирует нам эти вспышки. Мы уже видели у некоторых новых звезд повторные, как говорят, рекуррентные, следующие одна за другой, такие термоядерные взрывы. А что будет, если вещество на поверхности белого карлика будет пребывать, пребывать, накапливаться, накапливаться и увеличивать его массу? Расчеты показывают интересную вещь. Вот такое инертное тело, как планета или белый карлик, лишенное источников энергии, оно не может быть чрезвычайно массивным и не может быть слишком большим. Мы видим, что планета по мере добавления на нее все нового вещества может расти в размере, достигнет размера Юпитера, но может быть чуть побольше. Вот график нам это показывает. Но если мы будем на Юпитер продолжать класть новый материал, он начнет сжиматься, с его тяжести будет его сжимать. И белые карлики — это как раз те маленькие сжавшиеся, но очень плотные объекты, которые массивнее Юпитера. А если мы еще добавим на белый карлик вещество, то он не выдержит его тяжести и сожмется до нуля. Ну, конечно, в природе так не бывает, только математические уравнения могут нам показать. Впервые эти уравнения решил по происхождению индийский, вообще-то он работал в Соединенных Штатах Америки, астрофизик, математик очень сильный, Субрамаян Чандрасикар. И он показал, что у белого карлика есть предел массы, примерно полторы массы Солнца. С тех пор его называют пределом Чандрасикара. Но до нуля ведь не может сжаться ни одно тело. А что будет? Будет взрыв, будет резкое сжатие и переход в новое состояние. Например, такое может быть, если в двойной системе два белых карлика обращаются вокруг общего центра масс, потихонечку сближаются за счет потери энергии. Энергия уходит в виде гравитационного излучения. И подойдя друг к другу на маленькое расстояние, просто как две капельки жидкости сливаются в одну. Слившись, в сумме они превосходят предел Чандрасикара, и этот двойной или удвоенный белый карлик начинает стремительно сжиматься. Остановится ли это сжатие? Оно может остановиться, если масса не слишком велика. Остановится в новом состоянии, в состоянии нейтронной звезды. Другой вариант создать нейтронную звезду — это в недрах очень массивной звезды, там, где идут термоядерные реакции, длительное время превращая водород в гелий, гелий в кислород, в неон и в более тяжелый азот и так далее. Цепочка вдоль всей этой таблицы Менделеева продолжается. И в конце концов в ядре такой массивной звезды часть вещества превращается даже в железо, в никель, ну, железоподобные элементы. И звезда становится похожей на такую луковицу со слоями, имеющими разное химическое строение, от водорода снаружи до железа внутри. Такая массивная звезда в какой-то степени напоминает сверхмассивный белый карлик. Ее ядро тоже не выдерживает слишком большой тяжести и сжимается, переходит в новое состояние той самой нейтронной звезды, о которой мы уже упомянули. Что это такое? Элементарные частицы так сближаются друг с другом, что уже электроны и протоны могут, как бы слившись, перейти в новое состояние, стать нейтронами. Ну, при этом нейтрино выделяется, но оно покидает звезду. И размер такой нейтронный, почти из чистых нейтронов состоящей звезды, это вообще несколько километров. Буквально размер Садового кольца в Москве, а масса — несколько масс Солнца. Вот перед нами эволюционные пути и окончание этих путей звезд разной массы. Небольшие звезды, типа Солнца, становятся, ядро становится белым карликом, но если добавить на него достаточно массы, или там сольются два белых карлика, может взорваться, как мы называем, вспышками сверхновых звезд, превратиться в нейтронную звезду. Более массивная звезда свое ядро сразу превращает в нейтронную звезду, тоже сжатие выделяет много энергии. Мы это называем вспышкой сверхновой. И, наконец, самый невероятный результат эволюции звезды — это когда даже нейтронная звезда, не выдержав своего веса, сожмется еще сильнее и превратится в черную дыру, в объект, который своей гравитацией вообще ничего из себя не выпускает. Вот этот момент взрыва и выделения энергии при сжатии, он наблюдается с очень большого расстояния. Огромная энергия демонстрирует нам яркую вспышку. Посмотрите на эти два портрета одной из ближайших к нам галактик. Мы видим, как чуть пониже ядра галактики в спиральной ветве появилась в 2005 году новая звезда. Да никакая она не новая. Это, наоборот, взрыв и окончание жизни массивной звезды, вспышка сверхновой. Несколько лет спустя, в 2011-м, в другом спиральном рукаве этой же самой галактики, произошел еще один взрыв, вспышка сверхновой. Так бывает нечасто. Вообще, это процесс редкий. И в среднем для нормальной галактики он происходит раз в 50-80 лет. Но тут нам повезло. В течение шести лет у одной галактики мы наблюдали две вспышки. Вот посмотрите на эту анимацию. Два портрета этой же галактики до и в момент вспышки мы видим, что яркость одной звезды сравнима с яркостью целой галактики. А там сотни миллиардов звезд. То есть это действительно грандиозный взрыв. Ничего более грандиозного в природе мы никогда не наблюдали. Самая полезная вспышка сверхновой, полезная для научного ее изучения, была самой близкой к нам галактики, Большое Магелланово облако. Там есть такой комплекс формирования звезд, Тарантул. И посмотрите на два снимка. Слева до вспышки, а справа, на правом краю этой фотографии, мы видим появление яркой звезды. И эта вспышка сверхновой в 1987 году, 23 февраля. Я хорошо помню этот момент, потому что она была видна даже невооруженным глазом. Настолько близко произошло все это к нам и помогло исследовать в самых мельчайших деталях этот процесс. Самое полезное сверхновое. Вообще сверхновые во всех отношениях полезные звезды. В момент вспышки синтезируются элементы тяжелее железа. Они очень полезны для нас. И даже для нашей биологии в составе человеческого организма есть такие элементы. И для атомных станций трансурановые элементы тоже в момент вспышки сверхновой синтезируются. Вот график поведения яркости той самой вспышки сверхновой в Большом Магеллановом облаке. Быстрый подъем яркости миллионы раз. И потом медленное в течение года ослабление яркости. Оболочка сбрасывается. На месте взрыва остается либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Ровно тысячу лет назад, в 1054 году, астрономы и не астрономы, все жители Земли, кто этим интересовался, видели взрыв сверхновой в созвездии Тельца. Сегодня мы наблюдаем результат этого взрыва. Так называемая карбовидная туманность. То вещество, которое со скоростью примерно тысячи километров в секунду разлетается уже тысячу лет от места взрыва. Он как раз в самом середине этой туманности произошел. Итак, у нас два варианта окончания жизни звезды. Если масса ее была невелика, то это сброс газовой оболочки, сравнительно медленный сброс, такое растекание в виде планетарной туманности и превращение в белый карлик. Но если масса звезды велика, ее ядро стремительно сжимается, проскакивает, а фазу белого карлика сжимается еще сильнее в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Тогда взрыв более мощный происходит, наиболее мощный в природе из всех наблюдавшихся, и мы видим результат этого взрыва. Нейтронные звезды — это вообще фантастика для физики. Никогда вещество нейтронной звезды в лаборатории создать не удастся. Миллиард тонн в кубическом сантиметре. Попробуйте себе это представить, все равно не сможете. Одна элементарная частица прижата к другой более плотно, чем они сжаты в ядрах атомов. Представить себе свойства этого вещества теоретически довольно сложно, поэтому у физиков есть некоторые разночтения относительно того, как устроены нейтронные звезды. Но, к счастью, они себя демонстрируют. Впервые нейтронные звезды были обнаружены в виде радиопульсаров. Это сделала английская очень молодая ученая Джоселин Белл. Собственно, она еще была даже дипломником в ту пору, в 1967 году. Она обнаружила быстро пульсирующие радиоисточники, и теперь мы понимаем, что это вращающаяся, излучающая, как прожектор, излучающий радиоимпульсы, нейтронная звезда. Именно так по их поведению физики изучают вот это удивительное вещество нейтронных звезд. Вот перед нами вся эволюционная последовательность. Маленькие недозвезды становятся коричневыми карликами, а остывают, их не отличить от больших планет. Итак, звезды средних масс в конце эволюции дают белый карлик. Сначала он белый, а потом он остывает и становится черным, конечно. А массивные звезды переходят в разряд нейтронных звезд и черных дыр. Черные дыры — самые загадочные объекты. Их только теоретически пока изучают в рамках общей теории относительности. Первым был Карл Шварцшельд, который предсказал вообще это удивительное состояние черной дыры. Все поглощает, ничего не выпускает, не излучает. Но о черных дырах знают сегодня уже и дети, и это хорошо описанное. Хотя, честно говоря, не до конца понятое явление физическое. Космонавт падает и проникает в черную дыру, а сторонний наблюдатель никогда не увидит окончания этого процесса. Но нас, астрономов, интересует, как черная дыра себя может проявить, как ее вообще заметить, если она черная. Оказывается, тоже в составе тесной двойной системы. С соседней звезды на черную дыру перетекает вещество. Оно закручивается, потому что орбитальное вращение происходит, есть момент импульса, закручивается вокруг черной дыры, и мы наблюдаем горячий аккреционный диск. Горячий, потому что слои его трутся один над другой. И, как правило, выбросы из этого диска в виде биполярных таких джетов, реактивных выбросов. Вот это как раз и проявление жизни черной дыры. Всем известно, что мы живем в галактике, в гигантской звездной системе. И одна из 200 миллиардов звезд в этой системе — наш Солнце. Разумеется, нам хотелось бы исследовать всю галактику и соседние с ней, но это не так легко сделать. Кстати говоря, в том, что есть еще и соседние галактики, астрономы были уверены далеко не всегда. И прошло менее 100 лет с тех пор, как мы узнали, что наша звездная система — это одна из множества, тоже из сотен миллиардов подобных ей звездных систем. Вот об этом мы на ближайших лекциях и будем говорить. А сегодня наша галактика. Как она устроена? Какие звезды и другие объекты в ней находятся? Где наше место в ней? Наше место на краю, приблизительно на расстоянии двух третей от центра галактики до края ее диска. Тем не менее, окрестности Солнца населены звездами довольно плотно. Примерно на каждый кубический парсек приходится по одной звезде. Вот ближайшие окрестности Солнца, оно в середине, и зона размером примерно 15 световых лет, радиусом 15 световых лет, здесь показано. В ней несколько десятков звезд. Все они хорошо нам известны, мы давно их обнаружили, и, пожалуй, уверены в том, что других звезд в этой области нет. Да и ничего другого, кроме звезд тоже. Хотя у некоторых есть свои планетные системы, в том числе и у нашего Солнца. Как видим, большинство звезд меньше Солнца, и тут они показаны более мелкими и более темными кружочками. Некоторые крупнее, ну, например, Сириус. Но вообще говоря, Солнце из крупных, и в окрестности Солнца, как правило, более мелкие, менее яркие и менее горячие. Сказать, что наше Солнце какое-то особенное? Нет, нельзя. Это средняя, рядовая звезда. Мы в этом убедились, изучая более далекие окрестности Солнца. Вот они сейчас перед нами. Здесь уже более крупная область, и звезд побольше. Но, как видим, место Солнца, пожалуй, в середине по всем параметрам. И по массе, и по размеру. Ну, может быть, по количеству планет в нашей Солнечной системе мы все еще чемпионы. Хотя, надо честно сказать, обнаруживать планету у других звезд очень трудно, и не исключено, что мы еще обнаружим их очень много, даже у ближайших. А вот перед нами почти вся наша галактика. Разумеется, не вся. Всю мы не можем окинуть взглядом, если смотрим на нее в оптический телескоп. Это главный наш прибор. И причин для того, чтобы были трудности в изучении галактики довольно много. Перечислю три важнейших. Во-первых, галактика везде вокруг нас. Мы внутри, значит, куда бы мы ни посмотрели, везде галактика. А это значит, что изучить ее мы сможем, только исследуя всю небесную сферу. Она очень большая. Четыре пистеррадиан. Если перевести это в квадратные градусы, то будет 41 тысяча с лишним квадратных градусов. А он не так уж мал. Например, площадь нашей Луны на небе меньше четверти квадратного градуса. Вторая причина. Большой диапазон расстояний. Ближайшие звезды совсем рядом с нами на расстоянии одного парсека. А наиболее далекие на расстоянии сотни тысяч парсеков. И даже чуть больше. Поэтому одни и те же методы исследования не подходят для того, чтобы и ближние, и далекие объекты изучать. Вблизи мы видим все, а вдали только самые яркие. И очень трудно после этого восстановить общую, однородную картину нашей галактики. Ну и, наконец, третья, и, может быть, самая главная причина. Мы находимся в экваториальной плоскости, в самой серединке галактического диска. И здесь же находится вся газовая, ну, почти вся газовая и пылевая материя. Ее не очень много. А в составе галактического диска, ну, примерно 10% это газ и пыль по массе, и 90% звезды. Но звезды тем хороши, что они не заслоняют друг друга, их сравнительно мало. А пыль, мелкие межзвездные пылинки, очень сильно блокируют свет, идущий от далеких звезд, и не позволяют нам заглянуть в глубину галактического диска. Как преодолели эти трудности? Ну, пожалуй, первый, кто понял, как их преодолеть, был гениальный любитель астрономии Вильям Гершель. Он был любитель, но тем не менее изобретал новые способы исследования, и до сих пор мы ими пользуемся. Например, способ статистического исследования, то есть выборки определенных направлений в пространстве, определенных классов объектов, так, чтобы были силы и время их исследовать, и чтобы они достаточно репрезентативно, то есть полно представляли галактику в целом. Гершель использовал, как он назвал, метод черпков, то есть смотрел на небольшие площадочки вдоль галактической плоскости, то есть вдоль Млечного Пути и вдали от Млечного Пути, и таким образом набрал статистику о том, какова вся галактика. И, в общем, довольно правильно представил себя галактический диск. Он понял, что мы живем в плоской звездной системе. Сегодня, конечно, астрономам уже этого мало. Мы хотели бы исследовать всю галактику и вообще всю небесную сферу. Но посмотрите, с какими трудностями мы встречаемся. Большой телескоп, он здесь справа, который может далеко проникнуть в пространство, увидеть самые слабые объекты, тем не менее обладает очень маленьким полем зрения. Вот тут один из крупнейших телескопов в мире, а по существу главный телескоп 20 века, который до сих пор эффективно используется. Он даже на поверхности Луны вырезает маленький клочок. А уж исследовать все небо с помощью такого инструмента невозможно. Надо сделать полтора миллиона экспозиций, что выше человеческих сил, длиннее человеческой жизни. Есть телескопы более широкоугольные. Фотографы это знают. Есть в природе широкоугольные объективы. Но фотографы же знают, что мелких, слабо светящихся деталей эти объекты не замечают. Вот такие широкоугольные телескопы тоже существуют, но они недостаточно дальнобойные. Они не могут выявить далекие, слабо светящиеся объекты. Поэтому приходится как-то изобретать что-то новое. Ну, например, радиоастрономия. Дело в том, что радиолучи не замечают пылинок космических. Радиоволна длинная, а пылинка маленькая. И радиоволна проходит, не замечая пылинок, и поэтому галактика прозрачна для радиоволн. Такие обзоры с помощью радиотелескопов давно, уже более полустолетия проводятся. И они нам показали галактику в целом, но недостаточно четкие портреты при этом дают. Дело в том, что радиокартинка всегда размытая. Правда, вот такие многоапертурные, то есть многотелескопные комплексы радиоаппаратуры, они позволяют более или менее четкую картинку получить. Ну, а и с ними тоже нелегко работать. Все небо изучить, для этого нужны десятилетия. Как мы представляем галактику на картах? Вот примерно так же, как Землю на вот такой единой карте. Мы с ними знакомы. Это полная развертка земной поверхности. Карта, на которой каждая параллель, то есть линия равной широты, имеет именно ту длину, как на глобусе. Такие же карты мы используем, чтобы представить все небо. Вот, пожалуйста, перед нами инфракрасный снимок неба, на котором центральная экваториальная полоса, это как раз и есть диск нашей галактики. Ну, Млечный путь, как мы его называем. Собственно, иногда и всю нашу галактику тоже называют Млечный путь, или Milky Way по-английски. Но астрономы предпочитают писать слово «галактика» с большой буквы, чтобы обозначить, что это наша звездная система. Инфракрасные лучи тоже достаточно хорошо проникают через пыль, но если вы присмотритесь к этой фотографии, то увидите, что вдоль самой центральной экваториальной области Млечного пути проходит темная полоска. Это как раз и есть экранирование света, и даже инфракрасного света, космической пылью. А вот перед нами, напротив, очень жесткий портрет. Это гамма-лучи чрезвычайно высокой энергии. Каждый квант принесет энергию более 100 мэв. И тем не менее, на такой карте неба мы тоже замечаем присутствие нашей галактики в виде экваториальной полосы. То есть большинство гамма-источников находится в диске нашей галактики. Ну, как, конечно, есть и внегалактические. А вот сразу четыре портрета нашей галактики, полученные в разных диапазонах излучения. В оптическом, в радиоконтинууме, то есть в непрерывном широком диапазоне. И в радиолинии длиной 21 см, это наверху справа, в линии, в которой излучают атомы водорода. Но мы знаем, что водород — это главный элемент во Вселенной. И в галактике он тоже главный. И он заполняет все пространство между звездами, поэтому мы видим целиком всю галактику в линии излучения водорода. И, наконец, более редкая молекула СО, ну, как говорят физики, угарный газ. Химики говорят монооксид углерода. Так вот, молекула СО тоже излучает достаточно интересную, легко обнаружимую линию. И в ней мы замечаем узенькую полоску вдоль экваториальной плоскости галактики. Это именно то место, где существует молекулярный газ. А молекулы могут только в самых холодных межзвездных облаках образовываться. Как раз это и показывает нам портрет. Холодный плотный межзвездный газ строго вдоль экваториальной плоскости галактики сконцентрирован. Такие портреты очень распространены у астрономов. И вы найдете множество таких вот полосатых, то есть вдоль линии Млечного Пути сделанных портретов, самых разных диапазонах излучения. Даже в одном и том же, в инфракрасном диапазоне, в зависимости от того, более длинные или более короткие волны, мы видим разные объекты. Например, на этой фотографии самая нижняя полоска — это ближний инфракрасный диапазон, то есть достаточно горячие тела. А это, как правило, звезды, гиганты с температурой 2-3 тысячи градусов. И мы видим диск галактический центральное утолщение. По-английски его называют «балдж». И часто русские астрономы тоже говорят «балдж» галактики или центральное утолщение. Именно там и лежит галактический центр. А на остальных портретах в дальнем инфракрасном диапазоне, в гамма-лучах, в линии 21 см, как правило, светит разреженная среда, то есть газ той или иной температуры, возбужденный разными частицами. И здесь портрет галактики, ну как-то выдающегося места в центре, не указывает нам. Хотя мы понимаем, что как раз в центре каждой полоски, в направлении центра, лежит центр нашей звездной системы. Ну, а проще всего галактики снаружи изучать. Вот ближайшая к нам гигантская спиральная система, туманность Андромеды. Мы считаем, что она очень похожа на нашу. Есть такие галактики немножко подальше от нас и более удобно развернутые к нам плоскости. И нам бы хотелось понять, а наша собственная, на какую из них похожа? Как она выглядит со стороны? Конечно, со стороны мы ее никогда не увидим, но представить себе портрет ее можно. Еще в XIX веке астрономы пытались это сделать и поняли, что Солнце находится не в центре галактики, а на периферии галактического диска. А вот угадать, где центр, они сразу не смогли. Это было неправильное представление. Центр лежит не в направлении созвездия Лебедь. А как возникло правильное? Они изучали распределение на небе далеких звездных скоплений, шаровых звездных скоплений. Мы их видим во всем объеме галактики. Ну, разве что за галактическим центром они скрываются. А так их видно. И вот они явно отмечают положение, где концентрируются эти звездные скопления. А значит, там же и центр галактики. И примерно с 20-х годов XX века мы уже понимаем, что наше место, оно отмечено здесь на карте стрелочкой, на периферии, а центр галактики лежит в направлении созвездия Стрелец. Первым, кто это понял, был американский астроном Харлоу Шепли. И вот теперь портреты галактики уже более или менее осознанно можем рисовать. Хотя сразу предупреждаю, все это рисунки. Это не фотографии. И вряд ли мы когда-нибудь будем иметь фотографию нашей галактики со стороны. Но рисунки становятся все более точными. В направлении центра мы уже научились пробиваться сквозь пыль при помощи инфракрасных телескопов. Вот сейчас на этом снимке мы смотрим в направлении галактического центра. И хотя некоторые облака пыли еще перекрывают нам зрение, но тем не менее уже там в середине яркое ядро галактики заметно. В целом мы ее представляем вот так. Это диск с утолщением в центре, то есть там больше звезд, они больший объем занимают. И внутри этого диска есть спиральные ветви, звездные скопления, масса отдельных звезд. И еще немало звезд в галлогалактике, то есть в обширной сферической составляющей, вмещающей в себя галактический диск. Ну а как галактика выглядит со стороны? По крайней мере есть два варианта. Либо у нашей галактики очень четкие, легко прослеживаемые спиральные ветви, как говорят астрономы, гранд-дизайн, то есть четкая, ясная картина спиральная. Либо такие флакулентные, рваные, кусочные. Пока мы не знаем, какой вариант из этих реализовался. Вот считается, что галактика М101 более или менее похожа на нашу. А вот эта галактика, у которой в центре такое дынеобразное эллипсоидальное тело звездное, вероятно, не очень похожа на нашу. Тот портрет, который вы видите сейчас перед собой, это наилучшее из возможных, так сказать, общественным мнением вынесенное, профессиональное представление о том, как выглядит наша галактика. Это галактика с так называемым баром, то есть с таким эллипсоидальной перемычкой в центре и, вероятно, с четырьмя довольно четкими спиральными ветвями. Но сейчас я кружком и положением Солнца отметил ту область, которую мы реально можем увидеть с помощью оптического телескопа. Как видите, очень небольшая область, а весь остальной объем галактики только пытаемся себе представить по тем или иным косвенным данным. Внутри галактики астрономы используют галактическую систему координат. И вы видите, как галактическая долгота меняется против часовой стрелки. Обычная система координат. Вращение галактики происходит в направлении 90 градусов, примерно так, как на этом рисунке. Ближайшие спиральные ветви, точнее говоря, их обрезки, их кусочки, мы себе представляем. А вот как дальше они выглядят, это фантазия художника. Движение звезд к диске галактики происходит регулярно. То есть все они движутся, обращаются вокруг центра галактики в одном направлении. Если смотреть со стороны Северного полюса, то по часовой стрелке. А вот движение звезд и звездных скоплений в галлогалактике очень хаотично. Они летают, ну, примерно как кометы в Солнечной системе, по разным вытянутым орбитам в разных направлениях. И, наконец, последнее. Все, о чем мы говорили, выяснено с помощью оптического телескопа. И мы видим фактически светлое, светящееся тело галактики, заполненное звездами. Но, как выяснилось, вокруг галактики существует обширная корона или темное гало, его по-разному называют, но так или иначе мы не видим там ни одного объекта. И только ощущаем их присутствие по гравитации, по тому, как движутся звезды. Если бы мы их увидели, то наша галактика выглядела бы вот так. Некое темное вещество огромного объема, и в самом его центре то светящееся тело, которое мы называем Млечным путем. Это темное вещество так и называют Дакмета, ну, то есть темная материя или темное вещество. Иногда говорят «скрытая масса», но о его физической природе пока почти ничего не известно. Мы говорим о галактике, но до сих пор в основном говорили о ее звездном населении. И это было оправдано. Звезд 90% по массе, но не 100%. А что же приходится на остальные 10% массы нашего видимого тела галактики? Оставим пока темную материю в стороне. А 10% — это разреженное вещество. Ну, собственно, его примеры перед нами. Вот мы смотрим на Солнце и видим, как оно постоянно теряет плазму из своей атмосферы. Это звездный ветер или солнечный ветер для нашего Солнца. Куда уходит это вещество? Оно стремится занять максимальный объем, обволакивает всю нашу солнечную систему и заполняет гелиосферу. Но это именно область. Почему? А потому что снаружи она поджимается другим разреженным веществом, межзвездным. Ведь другие звезды тоже теряют свой ветер, и он заполняет пространство рядом с ними. И таким образом, перемешиваясь, фактически заполняет весь галактический диск, и даже больше, и над диском он наблюдается. Но вот как раз это вещество очень важно для жизни галактики. Галактика была бы бедным и неинтересным местом, если бы в ней не было этих 10% разреженного газового и значительно меньше степени твердого вещества, пылинок. Посмотрите, как красиво выглядит межзвездная туманность. Кстати говоря, это именно та туманность, которую мы видим невооруженным глазом. Зимой посмотрите на созвездие Орион, и там под поясом Ориона вы увидите такое размытое пятнышко, явно не звездной природы. Вот она, туманность Ориона, гигантское газовое облако, нагретое горячими звездами, которые внутри него находятся, и поэтому сияющее так ярко, что даже глазом их можно увидеть, эти области. Но не все. А большинство из них мы видим, конечно, с помощью телескопа при больших экспозициях, когда слабое свечение этого газа становится, в конце концов, видно на фотографиях. На первый взгляд, области, заполненные межзвездным газом, вот такие, как на этих замечательных снимках, сделанных космическим телескопом Хаббл, кажутся прямо переполненными веществом. Но это иллюзия. Просто его очень много, оно занимает большой объем пространства. А если подумать, много ли там частиц в единице объема, то станет просто не по себе. Представляете, в каждом кубическом сантиметре одна, две, максимум три атома. Всего лишь атома. Ну, такой вакуум даже не снился физикам и химикам в лаборатории. Его просто невозможно получить на Земле. Самый-самый вакуумный вакуум, который можно получить на Земле, он в тысячи раз более плотный по количеству атомов в единице объема, чем вот это разреженное вещество. Собственно говоря, для нас это лаборатория по изучению атомов в спокойном состоянии, когда их никто не беспокоит, не подлетают соседние частицы, не ударяют их. А каждый атом там живет сам по себе и излучает некоторые экзотические спектральные линии, которые, в принципе, невозможно получить в лаборатории. Так называемые запрещенные линии. Но, тем не менее, когда этого газа много и большой объем заполнен им, он представляется нам весьма эффектным зрелищем. В основном этот газ концентрирован в диске нашей галактики. Вот он, Млечный путь перед нами. Ну, фотография немножко искажает его форму, это широкоугольная фотография. На самом деле это диск, и его центральная плоскость видна даже невооруженным глазом. Но на глубоких фотографиях мы видим интересное зрелище. По центральной оси Млечного пути проходит темная полоса, какие-то темные волокна, которые что-то от нас скрывают или какой-то недостаток звезд демонстрируют. Может быть, это действительно дыры в небесах, как говорил Вильям Гершель? Может быть, там просто нет звезд и нечему светиться? Это не так. Те темные области, которые мы видим на фоне Млечного пути, напротив, заполнены самым плотным межзвездным веществом, самым холодным, насыщенным твердыми частицами, и поэтому не пропускающим сквозь себя свет, лежащих за ним областей и туманностей, и звезд. Вот перед нами маленький кусочек созвездия Ориона. Здесь сразу представлено несколько типов межзвездного газа. Собственно, их всего три. Это внизу молекулярный водород, то есть самые холодные области межзвездных облаков. Они в основном в молекулярном состоянии. Молекулы H2, CO и более сложные, мы о них еще поговорим. Чуть выше находится атомарный водород. Молекула диссоциировала на отдельные атомы водорода под действием звездного излучения. За пределами этого снимка, недалеко за его краем, находятся несколько горячих звезд. И своим ультрафиолетовым светом они расщепляют молекулы и создают слой атомарного водорода. H1 называют его астрономы. Иногда говорят H0, имею в виду, что он нейтральный. И, наконец, еще выше, в более горячих областях, водород становится ионизованным. Атомы теряют электрон, протоны отдельные, электроны отдельные, и получается плазма водородная. Это области H2 по номенклатуре спектроскопистов. Ну, а физики иногда говорят H+, имея в виду, что это ионизованный водород. Если с помощью специальных светофильтров выделить только линии излучения газа, то мы увидим невероятное. Звезд на фотографии почти нет, а весь объем заполнен сияющим газом. Это то же самое созвездие Ориона. Тут оно ориентировано немножко так необычным образом. Фигура Ориона как бы лежит на боку. Внизу на схемке это показано. И мы видим яркую область, это туманность Ориона, заметная глазом, но и все остальное тоже заполнено газом. Просто он не очень ярко себя проявляет на обычных фотографиях, но когда мы отсекаем весь лишний свет и пропускаем только линию излучения этого газа, видим, что его там очень много. На самом деле там его еще больше, но остальные более холодные области видны только для радиотелескопа. У других галактик примерно та же ситуация. Рядом с нами туманность Андромеды, тоже спиральная галактика. Вот так она выглядит в оптическом диапазоне. Яркое центральное сгущение звезд, менее яркий диск. Но если мы на эту же галактику наведем радиотелескоп, то в линии излучения нейтрального водорода длиной 21 сантиметр увидим диск туманности Андромеды полностью заполненный межзвездным веществом. А вот в центре его как раз и нет. Дело в том, что межзвездное вещество, газ, это предтеча будущих звезд. Именно из этого газа формируются новые звезды. А в центре галактики наиболее активно. Поэтому газ там как бы уже весь израсходовался. Там уже весь газ превратился в звезды. А на периферии диска, где звездообразование не так интенсивно идет, он еще сохранился, но тоже постепенно истощается. А вот два портрета других соседних галактик. Слева оптические, справа радиопортреты. Как видим, распределение водорода довольно точно повторяет рисунок оптического, то есть звездного диска галактики. Источниками межзвездного газа служат в основном звезды. Правда, некоторое количество газа приходит в галактику снаружи, из межгалактического пространства. Об этом мы еще поговорим. Но в основном, конечно, это газ, потерянный самими звездами. Когда звезды типа Солнца старятся, они сбрасывают оболочку в виде планетарной туманности. Звезды более массивные, чем Солнце, сбрасывают газ практически постоянно, в течение всей своей жизни, на главной последовательности. Вот в центре этой фотографии такой пузырь, а яйцеобразный, это по существу гелиосфера массивной звезды. У Солнца она очень разреженная, ее только физическими приборами можно зафиксировать. А у массивных звезд, прямо на фотографии видно, пузырь раздутый газом, потерянным с поверхности массивной звезды. Иногда это бывает просто настолько активно, вот очень массивная звезда, это киля, и мы видим, какие два, такая гантелеобразная фигура, надутая газом, окружает эту звезду. Звезда в центре, но она скрыта за облаками газа, которые сама же со своей поверхности и выбросила. Ну и, наконец, бывают эпизоды в жизни звезд, когда они практически полностью распадаются и в виде газа разлетаются в разные стороны. Это взрывы сверхновых, то есть окончание жизни массивной звезды. Перед нами крабовидная туманность. Тысячу лет назад мы видели, как взорвалась, не мы, наши предки видели, как взорвалась эта звезда, а сегодня мы видим, чем это дело кончилось. Практически все вещество звезды разлетается с огромной скоростью в разные стороны, давая новый материал в копилку межзвездного газа. Постепенно этот горячий, потерянный звездами газ, остывает, и из него формируются плотные холодные облака. Сила тяжести, гравитация стягивает газ, уплотняет его, и в конце концов эти облака становятся непрозрачными, потому что очень много материала в них собирается. Иногда они встречаются друг с другом, и небольшие облака слипаются, как говорят, коагулируют, сливаются во все более и более крупные, все более и более массивные. Вот перед нами одно из таких облаков настолько непрозрачное, что вообще ничего за ним не видно. Хотя газ, конечно, не сильно поглощает свет, но вот мелкие частицы, пылинки, их условно называют пылинками, они не похожи на нашу бытовую пыль. Это супер мелкие твердые частицы, но так уж по традиции мы называем их космической пылью. Они довольно удачно, успешно блокируют свет, и мы не видим ни одной звезды за таким облаком. Параметры этих облаков внушают уважение. Например, самые крупные, мы их называем гигантские молекулярные облака, каждая из них имеет массу по миллиону масс Солнца. Даже трудно представить себе такой объект в виде облака, миллион солнечных масс. Но именно поэтому он обладает большой гравитацией, и внутри него быстро начинают выделяться наиболее плотные области, и уплотняются, уплотняются, и постепенно становятся скоплениями звезд. Распадаются на отдельные плотные сгустки, каждая становится звездой. Любопытно, что пылинки, хотя их очень мало, играют важную роль в жизни таких облаков. Дело в том, что атомы с трудом объединяются в молекулы. Для этого им нужно куда-то избыток энергии сбросить, чтобы слиться в связанную систему. Как раз пылинка и является таким отводом энергии лишней. Атом примыкает, прилипает к пылинке, ждет, пока к ней прилипнет второй атом, например, водорода. Они находят там друг друга, путешествуя по поверхности пылинки, сливаются в молекулу, и, оттолкнувшись от нее, уходят в свободный полет. А пылинка постепенно сбрасывает излишек тепла, которое она получила при слиянии атомов в молекулу в виде инфракрасного излучения. Не только молекулы водорода обнаружены в таких облаках. Многие сотни разных молекул уже найдены там, причем есть довольно сложные. Вот перед вами начало списка межзвездных молекул, а вообще говоря, он тянется намного дальше, и там даже обнаружены аминокислоты, то есть кирпичики тех белков, из которых наше с вами тело сделано. То есть предбиологическая эволюция идет уже внутри молекулярных облаков межзвездных. Портреты галактик, полученные в оптическом и в радиодиапазоне в линии излучения молекул, очень похожи друг на друга. Где яркие звезды, там же и холодные облака. Случайно это? Нет, конечно. Просто эти яркие звезды недавно родились из таких облаков, поэтому в пространстве они недалеко друг от друга успели уйти. Вот еще два портрета. Наверху оптический портрет пары галактик. Месье 81, Месье 82 справа. А внизу радиопортрет, и мы видим, что тоже спиральная структура по радиоизлучению прекрасно прослеживается. Можем ли мы заглянуть в недра темных облаков? Можем. Сегодня уже можем. С помощью инфракрасного телескопа. Вот так мы заглядываем в недра туманности Ориона и видим там почти новорожденные, а иногда еще даже не сформировавшиеся звезды. То есть самые-самые молодые из тех, которые нам доступны. Они еще не освободились от окружающего их газа, но скоро это произойдет. Дело в том, что новорожденные звезды нагревают окружающий газ и заставляют его расширяться и покидать то место, где звезды сформировались. Мы видим это прямо на фотографиях. И через некоторое время область, занятая новорожденными звездами, освобождается от газа. И он уходит на периферию и теряется в пространстве галактики. Наконец, мы получаем группу молодых звезд, полностью очистившие свое место рождения от излишков межзвездной среды. Такие группы мы называем рассеянные звездные скопления. По сути, это молодые звездные скопления. Они вытолкнули газ. А куда они его вытолкнули? А вот куда. Это рисунок диска нашей галактики с ребра. Дело в том, что горячему газу уйти в плоскости галактики просто некуда. Там такие же облака газа мешают ему двигаться. А вот взвиться в виде фонтана над плоскостью галактики есть возможность. Там практически пустота. И таким образом каждая галактика выбрасывает из своего диска фонтаны горячего газа. Частично они, охладившись, потом падают обратно. Но частично покидают галактику вообще и уходят в пространство между галактиками. Это тот самый межгалактический газ, о котором мы еще будем говорить в следующих лекциях. Мы продолжаем разговор о галактике и теперь поговорим об ее динамике, то есть о движении ее частей. Дело в том, что галактика гигантская система из отдельных звезд, отдельных газовых облаков, и она уже миллиарды лет находится в устойчивом, равновесном состоянии. За счет чего? За счет движения. Взаимное притяжение частиц заставляет их падать друг на друга, сжиматься к центру системы, а центробежная сила не позволяет этого сделать. Галактика находится в более или менее равновесном состоянии. Как мы изучаем нашу и соседние галактики? Как узнаем о том, как именно движутся их части? Для этого физики придумали очень удобный способ. Называется эффект Доплера. Конечно, они его не придумывали. Просто природа устроена так, что если источник излучения приближается к нам или удаляется от нас, то принятая нами частота его квантов смещается либо в красную сторону, когда он удаляется, либо в голубую. Именно так, измеряя скорости разных частей галактического диска, мы можем узнать, с какой скоростью вращаются объекты вокруг центра галактики. А значит, какова центробежная сила, а значит, какова сила тяжести, притягивающая их к центру. Для этого, как правило, астрономы наводят свой спектроскоп, а его щель, в которую проходит свет, вдоль большой оси галактического диска. Очень удобно, если галактика повернута к нам ребром. Тогда движения ее частей проще всего проявляются за счет эффекта Доплера. Одна и та же спектральная линия по-разному смещается у разных частей галактического диска. И построив график, а он здесь внизу, на этой иллюстрации, мы видим, что одни части диска приближаются к нам, другие удаляются от нас, то есть демонстрируют нам вращение галактического диска. Таким образом, изучено много галактик, и мы убедились, что почти у всех есть одно удивительное свойство. Их так называемые кривые вращения, то есть графики их скоростей, вращения от центра до периферии, довольно монотонны. В некоторой центральной области мы наблюдаем изменение скорости, а в дальнейшем с удалением от центра галактики скорость движения объектов по кругу практически не меняется. Линейная скорость, то есть в километрах в секунду. И наша галактика тоже удовлетворяет этой закономерности. Вот посмотрите, здесь сразу на одном графике, точнее на двух, а сведены кривые вращения многих галактик, разных морфологических типов, разного внешнего вида, можно сказать. Но у всех общее свойство. Вдали от центра галактики кривое вращение остается горизонтальной, монотонной, то есть не увеличивается, не уменьшается скорость, а остается постоянной. Это странно? Очень странно. Это просто поразило астрономов 30 лет назад, и вот чем. На этой иллюстрации фотография галактики внизу, а кривая ее вращение рядом. Мы видим, что тело галактики, ее светящаяся масса, ее конгломерат звезд заканчивается уже довольно рано. И что можно ожидать от кривой вращения? Она должна монотонно спускаться вниз, скорость должна уменьшаться. Мы удаляемся от центра гравитации, дальше уже в пространстве ничего не видим, никаких объектов. То же самое и в Солнечной системе. Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она бегает по своей орбите. Чем дальше от Солнца, тем медленнее. Это понятно, вся масса в Солнце, а в пространстве между планетами ее почти нет. А вот у галактик ситуация иная. Мы удаляемся от центра галактики, мы уходим далеко за пределы ее светлого тела, ее тело, заполненного звездами. Казалось бы, там уже нет массы, а скорость вращения сохраняется, значит, масса там по-прежнему есть в пространстве. Именно это и привело к открытию темного гало, темной короны галактики, то есть самой скрытой массы, о которой мы уже говорили в прошлый раз, и еще будем неоднократно говорить, потому что это крайне сложная физическая проблема. Понять, что это за вещество находится вокруг галактики, своей массой превосходя массу звезд, и при этом оставаясь совершенно ненаблюдаемым, ни в каком диапазоне излучения, не поглощает свет, не излучает свет, вообще никак с ним, не взаимодействует, а несет огромную массу. Вот одна из современных кривых вращений нашей галактики, мы видим, что на периферии скорость даже повышается, то есть рост массы происходит очень быстро с удалением от центра галактики. Вот перед нами самая современная кривая вращения, и она показывает небольшой рост скорости с удалением от центра галактики. Причем для нашей галактики это наше не исключение. Вот посмотрите, в эти же наблюдаемые точки, которые для нашей галактики получены, вписана кривая вращения одной из соседних галактик. Это почти точное совпадение. То есть это общее свойство больших галактик. Кстати говоря, и маленьких тоже. Иметь на своей периферии огромный запас темной невидимой массы. Вернемся к этой картинке, которую мы уже один раз видели. Вот так выглядела бы наша галактика, если бы мы эту темную массу все-таки смогли рассмотреть. То есть тело, светящееся, это маленькая центральная область в огромном протяженностью более 100 килопарсеков о невидимом галу. Что это за вещество? Из каких частиц оно состоит? Мы пока не знаем. Мы продолжаем изучение того, что видим, то есть диска галактики, заполненного звездами и газом. Счастье, несмотря на то, что вращение происходит с постоянной скоростью, одни части диска относительно других движутся, потому что те, кто ближе к центру, оборот совершают за более короткое время, те, что дальше, за более длинное. И мы, глядя от Солнца в разных направлениях галактического диска, видим, что разные участки его относительно нас движутся. То есть эффект Доплера может нам подсказать, с какой скоростью они движутся. И таким образом вы видите, как наводя радиотелескоп в разные направления вдоль диска галактики, мы одну и ту же спектральную линию водорода, тот самый 21 сантиметр, получаем на разных частотах, немножко смещенную вправо или влево, в коротковолновый или в длинноволновый диапазон зависимости от того, приближается к нам данная область, где наш луч зрения, наш радиотелескоп пересекает спиральную ветвь или нет. Таким образом, накоплена большая статистика, глядя в разных направлениях галактического диска, радиоастрономы измерили профили линии 21 сантиметр и по ним восстановили структуру распределения межзвездного газа. Вот, пожалуй, первая и наиболее известная картина распределения межзвездного газа в диске нашей галактики. Солнце там, где ему и положено быть, на расстоянии двух третей от галактического центра, сверху. Вблизи Солнца мы более или менее представляем себе движение газа. Чем дальше от Солнца, тем грубее картина, а в направлении центра галактики вообще ничего не видим. К сожалению, там движение газа происходит так, что эффект Доплера не работает. Газ движется поперек луча зрения радиотелескопа и таким образом не дает знать о том, с какой скоростью он движется. Ну вот, так приблизительно радиоастрономы представляют себе распределение газа в галактическом диске. Сказать, что это явная спиральная структура, я бы не стал. Какой-то особо четкой картины спиральных ветвей здесь не видно. Вот, то, что мы имеем из наблюдений. Есть дополнительные наблюдения. Можно смотреть, как в диске галактики расположены массивные звезды, звездные скопления, облака горячего газа. Перед нами эта картина. И на ней с большим трудом можно провести отрезки спиральных ветвей. В общем, не очень убедительно эта картина выглядит сегодня, к сожалению. В чем дело? А вот посмотрите, как удалось промоделировать процесс наблюдения. Слева модель движения частиц, скажем, газовых облаков в галактическом диске. Компьютерная модель. И она, в общем, неплохо демонстрирует спиральную структуру. А справа, как мы ее видим с учетом наблюдательных ошибок, ведь никогда не бывает идеальных измерений. Всегда мы чуть-чуть ошибаемся в ту и другую сторону и в результате получаем вот такую смазанную картину, которая уже не очень-то похожа на спиральную. Тем не менее, астрономы с воодушевлением рисуют портреты нашей галактики вот такие замечательные, симметричные. Будьте внимательны и с осторожностью относитесь к таким портретам. Это, пожалуй, лучшее, что мы можем предложить публике и самим себе, как внешний вид нашей галактики, но это не окончательная картина. Она еще будет уточняться. И, конечно, вот такого идеального портрета нашей звездной системы мы еще не скоро получим. Посмотрим на соседние. Они видны лучше, в них спиральная структура и общее распределение газа звезд, конечно, видны более четко. Есть галактики очень симметричные, вот такие, как эта. Есть не очень симметричные. К какому типу наши относятся, трудно сказать, но мы понимаем, что дифференциальное вращение, то есть неоднородное вращение вещества, оно так или иначе спиральные ветви должно создавать. Даже если какой-то объем газа, нагретый звездами, поначалу был более или менее сферическим, потом, двигаясь в галактике с разной угловой скоростью вокруг ее центра, он вытянется в такой отрезочек спиральной ветви. Это, кстати говоря, одна из теорий происхождения спиральной структуры. По крайней мере, раньше такая теория обсуждалась. Но вот даже угадать, в какую сторону закручиваются спиральные ветви, а это важно для сопоставления с теорией, нам не всегда удается. Посмотрите, перед нами портрет спиральной галактики, дисковой галактики, где цветом показана скорость. Красные участки удаляются от нас, голубые приближаются к нам, и мы понимаем, как вращается диск. Но вот куда закручены спиральные ветви, понять не можем. Здесь иллюстрация, которая этот эффект объясняет. Галактика может быть наклонена так или иначе, а мы-то ее всегда видим в проекции на небо, и два разных наклона, они справа двумя рисунками показаны, дают нам, видите, в центре, в проекции на небо, одинаковый рисунок звездной системы. И мы можем сказать, какой из краев галактического диска удаляется от нас, какой приближается, но не можем угадать, закручивается спираль или раскручивается. А теория дает только один прогноз, как нам его сопоставить с наблюдениями. Но иногда это все-таки удается. Вот одна из немногих галактик, которая явно показывает, какой край ее диска ближе к нам, а какой дальше от нас. Мы видим, что темный край, конечно, к нам ближе, потому что пыль, находящаяся там, перекрывает лежащие за ней области, но особенно галактический центр, яркий. К сожалению, таких спиралей немного. Ну вот, хотя бы те немногие, что обнаружены, дают возможность сопоставить теорию с наблюдениями. А теория основана на теории гравитации, обычной небесной механики. Только это не совсем обычная небесная механика. Вот перед нами четыре варианта звездных орбит. Внизу слева такая орбита, как обычный мы у планеты имеем, то есть источник массы в центре, а планета бегает по эллиптической орбите. Но если источник массы распределен в пространстве, а галактика так и устроена, то уже орбиты становятся очень замысловатыми, такими больше на цветочек с лепестками похожими, чем на эллипс. И если каждая звезда движется по такой замысловатой орбите, то вариантов может быть два. При несогласованном движении это просто кутерьма какая-то из орбит, совершенно не симметричная, неинтересная картинка. Но если согласовать движение звезд, то из таких поворачивающихся эллипсоидальных орбит уже можно сложить спиральные узоры. Вы это видите на иллюстрации. Похоже, что именно так галактики организуют движение звезд внутри себя. Орбиты звезд согласованно поворачиваются в пространстве, и мы это называем спиральной волной плотности, которая по диску галактики перемещается и руководит движением звезд. И не только звезд, но и газа. Газовые облака тоже попадают в эти области и уплотняясь дают новые поколения звезд. Взаимодействие звезд происходит не только с галактикой в целом, не только с ее спиральными ветвями крупномасштабными, но и друг с другом. Когда две звезды в пространстве сближаются, они искривляют орбиты друг друга и меняются энергией. Немножко, как правило, массивная звезда передает часть своей энергии маломассивной и та ускоряет свой бег. Смотрите, к чему это приводит. Если мы возьмем группу звезд и отпустим их и заставим двигаться под действием взаимной гравитации, то постепенно самые массивные звезды притормозятся и начнут опускаться к центру этого скопления, а легкие маломассивные звезды, получив избыток энергии, удалятся на периферию в корону скопления, а то и покинут его совсем. Таким образом, любое новорожденное скопление со временем теряет своих членов и уплотняется в центре, у него образуется ядро. Например, мы знаем такие гигантские звездные скопления, шаровые звездные скопления. Некоторые из них прошли уже большой эволюционный путь, и смотрите, какие плотные ядра выделились в их центральной области. А корона практически растворилась в объеме галактики, потеряли иногда большую часть своих членов. Вообще говоря, скопление может полностью разрушиться, и, я думаю, большинство небольших звездных скоплений в истории галактики уже перестали существовать, они полностью дезинтегрировали и распались на отдельные звезды. Есть еще один важный эффект, эффект динамического трения. Когда массивное скопление звезд движется сквозь поле, сквозь объем галактики, то отдельные маленькие звезды, налетающие на него, уносят его энергию, и массивное скопление, тормозясь, постепенно по спирали приближается к галактическому центру, и в конце концов либо падает самый центр, либо по пути этого движения распадается на отдельные звезды. И это тоже эффект, который очень важен в жизни любой галактики. На прошлой лекции мы говорили о нашей галактике. На небе она представляется нам полосой Млечного Пути. Если как следует рассмотреть эту полосу, то мы увидим на ней отдельные клочки ярких туманностей. Вообще говоря, эти туманности поначалу мешали астрономам. Они выглядят иногда так же, как туманные пятна комет, которые очень любят искать астрономов, потому что кометам присваивают их имена. И еще в XVIII веке некоторые астрономы стали наносить на карту звездного неба эти пятна, чтобы сразу отождествлять их и не путать с кометами. Наиболее известным из них был Шарль Мессиэ. Он составил первый каталог неподвижных туманных пятен на небе. Некоторые из них мы видим даже без телескопа. Вот известная туманность Ориона. Ее в хорошую зимнюю ночь можно разглядеть даже невооруженным глазом. Мессиэ обнаружил и занес в свой каталог примерно 100 туманных пятен. И вот некоторые из них оказались не принадлежащими нашей галактике, а лежащими гораздо дальше, в межгалактических областях. Но узнали это астрономы далеко не сразу. Например, 31 номер в каталоге Мессиэ выглядит странно. И даже сам Шарль Мессиэ зарисовал это пятно. И мы видим его на этой иллюстрации, как вытянутую, такую палкообразную с утолщением в середине структуру. Конечно, Мессиэ не догадывался о том, что это такое. Он просто составил каталог мешающих ему пятен. Но сегодня он оказался очень полезным для наблюдателей, которые изучают другие звездные системы. Когда появились телескопы большого размера, астрономы стали зарисовывать эти пятна. фотографий еще не было. Посмотрите, как постепенно форма этих зарисовок становилась все более интересной. Мессиэ 51. Первые зарисовки не выявляли никакой структуры, просто шарообразная размытая пятнышка. Но затем, с появлением более мощных телескопов, астрономы стали обнаруживать какую-то структуру этих пятен. И, наконец, во второй половине 19 века, когда Лорд Росс создал свой гигантский, почти двухметрового размера телескоп, он увидел очень красивую структуру некоторых пятен. Мессиэ 51 предстала, как водоворот со спиральной структурой. Замечательный рисунок, намного опередивший свое время. Даже сегодня мы его сравниваем с современными фотографиями этой галактики и удивляемся, как человек невооруженным глазом мог выявить на небе такую слабосветящуюся, тонкую структуру. Надо сказать, астрономы прошлого были очень толковыми, опытными и внимательными наблюдателями. Итак, мы видим яркое пятно посередине и некий водоворот, окружающий его. Что это такое? И тут астрономам сбила с толку старинная теория происхождения планетных систем. А еще Кант, бывший сначала натурфилософом, а потом простофилософом, и математик Лаплас, предложили схему рождения Солнечной системы. И выглядела она примерно так, как на этой иллюстрации. Сначала облако сжимается, имеет почти сферическую форму, но по мере сжатия, сохраняя моменты импульса, оно начинает раскручиваться и принимает форму двух блюдец, как говорят, чечевицеобразную или линзообразную форму. Затем от него отделяются тонкие экваториальные полоски, и каждая из них образует планету в следующем. Очень правильная в принципе теория, которая дожила до наших дней, и в общем сегодня принципиально не изменилась. Уточнились какие-то детали, но в целом мы именно так представляем себе рождение Солнечной системы и других планетных систем. Но посмотрите, как эти далекие туманные пятна, а перед нами 31-й объект в каталоге Мессия, как они похожи на эти умозрительные зарисовки старых ученых. Что было думать астрономам 19-го века? Конечно, перед ними формирующаяся планетная система. И только в начале 20-го века, благодаря некоторым наблюдателям, обладавшим очень по тем временам мощной оптической техникой, а перед нами Эдвин Хаббл, который всегда работал на самых больших телескопах, а в начале 20-го века он имел просто рекордный телескоп с диаметром более метра. Он выявил в этих туманных пятнах отдельные звезды, среди них цифеиды, а мы уже знаем, что цифеиды это хороший маркер расстояний. Определив период их колебаний блеска, он нашел расстояние до этих туманных пятен и выяснилось, что они намного дальше, чем центр нашего Млечного Пути, и намного больше по размеру, чем обычные газовые туманности, которые представляются нам пятнами в Млечном Пути. Хаббл исследовал многие галактики и составил определенную морфологическую схему, мы говорим морфологическую классификацию тех галактик, которые ему удалось изучить. Она очень простая. Он увидел, что есть галактики бесструктурные, напоминающие дыню, яблоко, какой-то снежный ком разной степени сплюснутость. Он назвал их elliptical galaxies, то есть эллиптические галактики, и расположил по порядку их увеличение сплюснутости от шарообразных к наиболее сплюснутым. А с правой стороны его схемы он расположил спиральные структуры, похожие на Мессия 31, и понял, что они делятся на два больших класса. У одних спирали отходят прямо от яркого центра, а у других от некой полосы пересекающей этот центр. Первый из них он назвал нормальными спиралями, а вторые спиралями с перемычкой, или по-английски перемычка бар, и мы сегодня часто говорим спирали с баром. Там спиральные структуры начинаются от концов этой самой звездной перемычки. И, наконец, эти три ветви смыкаются на таких странных галактиках, которые Хаббл обозначил как С0, и назвал линзовидными, то есть они явно вращаются, но на их диске незаметна спиральная структура. Это была первая очень удачная классификация, но в нее ложились не все галактики. Вот некоторые из тех, которые не попадают ни в один из упомянутых классов, они не эллиптические, не спиральные, а какие-то бесформенные, по-английски irregular, и регулярные. Куда было их деть? Сначала Хаббл отбрасывал их в мусорную корзину, то есть не включал классификацию, а потом нашлось для них место справа, на правом конце его такой камертонной или вилкообразной схемы, и эти галактики в каком-то смысле напоминают растрепанные спирали, уже потерявшие свою геометрическую структуру, и вот там они регулярно и нашли свое место в этой классификации Хаббла. А наша галактика, где ее место на этой схеме? Сегодня мы знаем, что это спиральная система, а вот по поводу Бара были сомнения и были споры среди ученых, но, пожалуй, сегодня они уже закончились. Правда, в классификации нашей галактики до сих пор буква Б большая, которая как раз и говорит о наличии Бара, она в скобках, то есть полной уверенности нет. Все-таки центр галактики мы с трудом видим сквозь полевые облака, но, пожалуй, больших сомнений нет в том, что наша спиральная галактика имеет перемычку в центре, это барообразная структура. Тем не менее, есть галактики, но ни на что не похожие. С одной стороны, они вполне симметричны, очень четкую форму имеют, отнюдь неирегулярные, но куда отнести вот такую систему, кольцо с ярким центром. В середине XX века стало ясно, что классификация Хаббла слишком примитивна, нужно ее как-то расширить. Первые попытки были вот такого типа, Пол Ходж, американский астроном, предложил разделить на две плоскости классификацию Хаббла, как бы в пространство ее вывести. Но это была не очень удачная мысль, и более удачной оказалась мысль франко-американского астронома Жерарда Девакулера, который предложил полностью трехмерную классификацию. Вот тут мы видим ее срез, а в более подробном виде срез выглядит так. Спирали могут начинаться от бара, могут начинаться из центра галактики, а могут начинаться от кольца окружающего центра. И то, что сейчас перед вами, это один кусочек батона, вырезанный из вот здесь фотографии вместо схемы, вырезанный из трехмерной структуры, такой дынеобразной структуры. Если мы ее разрежем на дольки, то каждая долька будет плоской, а сложенные вместе они окажутся трехмерными. Ну, конечно, на листе учебника или в тетрадке трехмерную фигуру трудно изображать, она всегда в проекции, да и для непрофессионала, который не прямо уж так подробно изучает галактики, это немножко сложноватая схема, поэтому появились другие варианты. Например, московский астроном, очень известный в свое время, Борис Александрович Воронцов-Велиминов, профессор МГУ, он предложил описывать внешний вид галактик, не пытаясь объединить их в какую-то простую схему, а просто буквенным кодом обозначать, есть ли у галактики ядро, есть ли вокруг него какая-то структура, спиралиобразная или кольцеобразная, есть ли отростки, то есть в виде буквенного шрифта зашифровывать вид картинки, то есть морфологическую структуру этой галактики. Борис Александрович и его сотрудники, а точнее сотрудницы, проделали гигантскую работу по зрительной, вот, глазомерной классификации галактик, составили огромные каталоги, но они слишком подробны для простых целей, для простой в наше время электронной, компьютерной классификации внешнего вида галактики. Так что Хаббловский камертон дожил до наших дней, и в учебниках астрономии, особенно в школьных, да и в университетских, вы найдете именно эту примитивную, но простую наглядную классификацию. Конечно, пока мы смотрим на галактику в оптическом диапазоне, вид ее представляется нам одним, но когда мы переходим к другим, к инфракрасному, ультрафиолетовому, рентгеновскому диапазону, вид галактики может существенно измениться. Перед вами несколько портретов туманности Андромеды, Мессия 31, в разных диапазонах и синтезированный из разных лучей. Ее вид не очень сильно меняется, но сегодня астрономам предпочитают инфракрасные изображения галактик, как менее подверженные поглощению света межзвездным веществом. И классификация подобная Хабблу сегодня расширена на инфракрасный диапазон, развивается уже теми, кто изучает галактики именно в этих диапазонах спектра. Рядом с нами, вокруг нашей галактики, а точнее говоря, на ее далекой периферии, мы находим в основном небольшие системы. Магелланово облака, которые при ближайшем рассмотрении имеют странную структуру, и неправильной нельзя назвать эту галактику, Большое Магелланово облако, и какой-то особый барообразный, ну, бар тут заметьте, но, скажем, спиральные отростки от него почти не видны. И вообще любую галактику, рассматривая подробно, вы всегда найдете какие-то детали, не вписывающиеся в общую классификацию. и появилось даже отдельное название для таких галактик, подобные Магеллановым облакам. Есть совсем небольшие спутники нашей галактики, микро- или карликовые, эллиптические, карликовые, неправильные, ну, вот, например, такая почти кубическая форма галактика. Дело в том, что любой маленький звездный коллектив не может иметь очень правильную форму. Если в нем загорается одна-две области звездообразования, то они зрительно сразу искажают форму этой галактики. И она, может быть, из эллиптической превращается в какую-то растрепанную неправильную. Так что классификация карликов это всегда дело сложное, но мы можем сказать, что наша гигантская спиральная система окружена десятками карликовых галактик разного типа. Городские жители редко видят полосу Млечного Пути. Обычно на городском небе только самые яркие звезды. Но если уехать куда-нибудь вдаль от города, в темное, лучше высокогорное место, то Млечный Путь это довольно яркая и впечатляющая полоса. Астрономам всегда хотелось изучить детали Млечного Пути. И вот в середине XX века астрономы шведской Лундской обсерватории даже создали такую фотокарту Млечного Пути, собрав из отдельных фотографий и перерисовав на большом листе бумаги точную копию отдельных кусочков неба, выделив при этом Млечный Путь как яркую бросающуюся в глаза полосу. Рассматривая эту карту Млечного Пути, можно заметить маленькие клочки световых пятен, которые как бы отделились от Млечного Пути. А ниже и правее мы видим два Магеллановых облака. На южном небе они вполне бросаются в глаза, и жители южных широк хорошо с ними знакомы. слева немножко южнее Млечного Пути мы видим небольшую полосочку, и она не всегда бросается в глаза, и с ней знакомы только любители астрономии. Это туманность Андромеды. На прошлой лекции мы говорили, что некоторые из этих пятен это самостоятельные галактики, которые обращаются вокруг гигантской звездной системы, нашей звездной системы Млечного Пути, и по существу являются ее спутниками. Вот, например, Магелланово облака. Здесь на одном снимке уместились оба и большое слева и малое справа Магелланово облака, и по сути это самостоятельные довольно крупные галактики, но, конечно, заметно более мелкие, чем наши. Являются ли они спутниками нашей галактики, то есть обращаются вокруг нее многократно или случайно однократно пролетают мимо нас. Пока это еще не до конца выяснено, но, по крайней мере, даже если пролетают, они очень близко расположены от центра нашей галактики и по существу внедрились в ее тело. Ведь галактика простирается примерно на 300 тысяч световых лет, и в этом смысле Магелланово облака уже находится глубоко внутри гало нашей звездной системы. Большое Магелланово облако, чрезвычайно интересная и очень полезная система. Я думаю, что это спутник нашей галактики. Теперь уже спутник, потому что даже если они прилетели издалека, пройдя хотя бы однократно через гало нашей галактики, они заметно затормозились, особенно большой Магеллан от нас. Всего около 150 тысяч световых лет, это по меркам галактики рядом. Зато перед нами незапыленная, незакрытая полевыми облаками интересная звездная система, где можно изучать и сравнивать разные светила. Мы помним, что прекрасное свойство цифеид указывать нам расстояние до них было открыто именно при изучении Магеллановых облаков, а не нашей галактики, потому что там все звезды сидят, лежат на одном расстоянии от нас, их можно сравнивать между собой, не особенно задумываясь о том, какое до них расстояние. В 1987 году в Большом Магеллановом облаке взорвалась сверхновая, и это была самая близкая сверхновая из тех, что удалось когда-либо изучать в телескоп, и она дала очень большую информацию для астрофизики. Малая Магелланова, простите, перед нами все еще большое Магелланово облако, и на фотографиях с большой экспозицией, глубоких фотографиях, здесь можно при желании отметить небольшие отрезки спиральных рукавов, которые отходят от бара. Астрономы до сих пор еще не пришли к единому мнению, является ли Магелланово облако спиральной, небольшой спиральной системой, или это неправильная. И такого типа галактики мы называем галактиками типа Магеллановых облаков, то есть это прототип отдельного класса. Малое Магелланово облако довольно бесформенное, рядом с ним слева большое шаровое скопление, но это член нашей галактики, оно довольно близко от нас, поэтому так ярко представляется. Но и в самом Магеллановом облаке, и в Большом, и в Малом много звездных скоплений. Оба Магеллановых облака движутся сегодня по такой дугообразной орбите, я думаю, что это замкнутая орбита вокруг центра нашей галактики, и по существу являются ее или временными, или постоянными спутниками. Но кроме них, за последнее время найдены еще по крайней мере три десятка небольших карликовых галактик, которые точно являются спутниками нашей. Так что все это мы оформляем как бы в большую нашу галактику, то есть ее внутреннее тело звездное, спиральный диск и периферия, населенная карликовыми системами. То есть наша галактика не одинокая, она держит вокруг себя целую свиту спутников. Но оказывается дело еще интереснее. Рядом с нами находится такая же гигантская звездная система Туманность Андромеды, Месье 31. Она так недалека от нас, что гравитационное притяжение нашей галактики к ней и ее к нам держит их рядом друг с другом всегда. Уже 13 миллиардов лет они не расстаются и по всей видимости никогда не расстанутся, потому что, как говорят физики, это гравитационно связанная система. Они сильно притягиваются друг к другу. Если подробно рассмотреть Месье 31, то и рядом с ней мы заметим маленькие карликовые галактики, ее спутники. Конечно, все мы до сих пор не выявили. Даже у нашей мы с трудом еще время от времени открываем новые. У Месье 31 пока выявлены наиболее яркие. На этой фотографии мы видим два. Ниже центра маленькая яркая точка. Это сильно ободранное ядро некогда более крупной галактики. В каталоге Месье у нее номер 32, М32. И по существу это уже проглоченная гигантской спиральной системой доживающая свои последние дни карликовая галактика. А выше центра более лучше сохранившаяся эллиптическая система Месье 110. И она не так близко расположена к центру туманности Андромеды, поэтому сохранила звезды на своей периферии. Вот так выглядит отдельный ее снимок. И мы видим, что это достаточно отделенная и хорошо сохранившаяся эллиптическая система с небольшими туманными полевыми облаками в районе центра. А вот фотография Месье 32. Она уже по существу находится почти внутри диска туманности Андромеды, и с ее периферии улетели все слабо связанные с ней звезды. Осталось одно плотное ядро, и скоро ее судьба закончится. Вокруг туманности Андромеды найдены небольшие галактики, вот перед нами НЖЦ 147, 185, и еще несколько, которые как свита сопровождают ее в движении вокруг нашей. Итак, у Андромеды свой набор карликов, у нас свой. Есть еще одна, третий член нашей небольшой, как говорят, локальной или местной группы галактик, это спираль в треугольнике. Ее принадлежность пока не определена. Может быть, она тоже является спутником туманности Андромеды, а может быть, живет самостоятельно. Пока мы не можем сказать, наверняка, но это спираль, очень красивая, небольшая, меньше нашей, меньше туманности Андромеды, но вполне так геометрически оформленная спиральную систему и обладающая интересной внутренней жизнью и звездными скоплениями. Итак, перед нами группа галактик, всегда не расстающихся друг с другом. Мы ее называем местная группа галактик. Они практически контачат друг с другом, то есть периферия нашей галактики находится рядом с периферией туманности Андромеды. Туманность Андромеды немножко массивнее, примерно вдвое больше ее массы, чем у нашей галактики. Скорее всего, она и спутников имеет больше, просто мы их еще не все обнаружили. В целом, наша местная группа это около пяти десятков больших и малых галактик, постоянно находящихся в объеме размером около трех миллионов световых лет. Все, что попадает за предел этой группы, уже не может быть гравитационно связанным с нами, потому что, и мы об этом еще будем говорить, во Вселенной существует не только гравитационное притяжение, но и отталкивание, эффект темной энергии, и все, что попадает за пределы трех миллионов световых лет, уже будет скорее отталкиваться от суммарного притяжения наших галактик, чем попадать к нему в гравитационный плен. Но эта группа весьма самостоятельная, и она всегда, может быть, отдельные члены уйдут, но главные наши туманно-синдромеды всегда останутся рядом. Каждая галактика с окружающим пространством, о том, что бывают выбросы газа, мы уже говорили, взрываются сверхновые, горячие облака газа покидают галактику, но охлаждаясь, они иногда возвращаются, падают на диск галактики и снова принимают участие в рождении звезд. Карлики, сопровождающие большую галактику, тоже не вечны. Перед нами эта схема, конечно, но шаг за шагом показана, как карликовая галактика, сонным влиянием гиганта, который рядом с ней, потихонечку разрушается и превращается в потоки звезд, некоторое время обращающиеся вокруг галактики, но постепенно теряющие свой внешний вид, свою индивидуальность и растворяющиеся в теле большой галактики. Мы уже наблюдали немало таких звездных потоков и понимаем, что это остатки некогда самостоятельных небольших звездных систем, сопровождавших нашим. А какова судьба нашего Млечного Пути и Туманности Андромеды в будущем? Сегодня уже можно провести динамические расчеты. Мы знаем, как движется Туманность Андромеды относительно нас. Она к нам сегодня приближается с довольно большой скоростью, 300 км в секунду. Так что в будущем мы будем только ближе и ближе друг к другу. Вот перед нами картина того, как траектории нашей галактики и Мессия 31 в конце концов сойдутся, пересекутся. Вероятно, и М33 спираль в треугольнике присоединится к этой группе, и они начнут взаимно возмущать, переваривать друг друга. Уже сегодня, если бы мы могли увидеть глазом периферию Туманности Андромеды, она представлялась бы весьма ярким и близким к нам образованием. Смотрите, рядом с Луной, конечно, на небе так никогда не бывает, я просто поместил Луну, чтобы показать вам угловой масштаб Мессия 31, она весьма крупная и значительная на небе. В будущем она будет только ближе и крупнее. Ну, художник представляет себе встречу наших двух галактик так, как на этом слайде. То есть, это не просто художник, это художник-астроном, который может себе представить это дело на основе численного моделирования, динамического моделирования этого процесса. Сегодня астрономы обладают суперкомпьютерами, на котором можно из миллионов отдельных точек собрать одну галактику, другую галактику и заставить их взаимно двигаться, постепенно сближаясь, постепенно возмущая движение звезд в каждой из соседок и в конце концов слиться в какой-то конгломерат, который уже станет одной новой галактикой. Вот перед нами одна из этих моделей, весьма сложный, надо сказать, расчет, когда надо миллион точек взаимно притягивающихся промоделировать, но такие расчеты уже делаются довольно быстро, в течение нескольких часов, и на кинофрагменте это можно за несколько секунд увидеть. Когда наши две галактики сольются, ничего особенно трагического при этом не произойдет. Звезды не будут сталкиваться друг с другом, или, скажем так, крайне редко будут сталкиваться друг с другом, потому что звезды малы по сравнению с галактиками. Они как два роя пчел пролетят один сквозь другой, но форма галактик, конечно, изменится до неузнаваемости, и, честно говоря, мы не можем сказать, во что превратится это звездно-газовое облако в конце концов. Но можно предвидеть, что некоторые планетные системы получат довольно солидный гравитационный удар при приближении соседней галактики может быть потеряют самых периферийных своих членов, ну, например, облако Уорта, то есть наши холодные кометы, летающие на периферии Солнечной системы, могут почувствовать это сближение. Но планетная система, Земля, Венера, Юпитер и прочие планеты, конечно, никак не ощутят, что они уже не в составе галактики, а в составе конгломерата Млечный Путь плюс туманности Андромеды, слившихся в единое тело. На прошлой лекции мы уже говорили о том, что наша звездная система, Млечный Путь, входит в состав небольшой группы галактик, местной группы галактик. Главные члены это туманность Андромеды и наша галактика, есть еще небольшая спиральная галактика в треугольнике и большое количество, несколько десятков в основном спутников, сопровождающих нашу галактику и туманность Андромеды, но и некоторых свободно летающих членов. Тут самое время поговорить о взаимодействии галактик. И несколько слов об этом уже было сказано, что внутри гала нашей галактики движутся Магеллановы облака, которые, по сути, стали ее спутниками. Но, надо сказать, долго жить спутником маленькая галактика не может. большая старается ее разрушить. Даже астрономы так с юмором говорят, что гиганты поглощают карликов и становятся все более крупными, а карлики исчезают. Это действительно так. Вот посмотрите, перед вами карта Млечного Пути, на которой еще радиоизображение нанесено нейтрального водорода. И мы видим, как вот справа внизу, ниже Млечного Пути, два магеллановых облака, большое и маленькое, теряют газ из своего состава и образуется такой хвост за летящими магеллановыми облаками. Он, по сути, обнимает весь Млечный Путь. Мы его называем Магелланов поток. И в этом потоке не только газ, его просто легче выявлять, но и звезды обнаружены. По сути, приливные силы нашей галактики постепенно обрезают, обрывают периферию магеллановых облаков и, так сказать, поглощают эти звезды. Пройдет еще несколько оборотов вокруг центра нашей галактики, от магеллановых облаков вообще ничего не останется. Это отнюдь не уникальное явление. Вот одна из далеких звездных систем, мы ее видим с ребра, это на самом деле спиральная, плоская система. И посмотрите, слабо светящиеся, но вполне четко видимые такие потоки, это звездные в основном потоки, которые остались от разрушившегося спутника этой галактики. И на хороших снимках глубоких они легко выделяются. Причем, обратите внимание, они не замкнутые. Если бы галактика была точкой гравитирующей, ну, как Солнце, как сферические звезды, то разрушившийся спутник по эллиптической орбите двигался бы, и поток все время представлял бы собой эллипс. А тут что-то такое спиралеобразное, с незамкнутыми траекториями. Это говорит о том, что гравитационное поле гигантской галактики не сферически симметричное. Ну, действительно, фигура у нее вполне не точечная и даже не сферическая. Поэтому и поле довольно сложное. В мире галактик все происходит медленно, и увидеть развитие процесса мы, конечно, не можем, но можем смоделировать его на компьютере. И вот перед нами процесс разрушения спутника, который движется вокруг центра гигантской галактики. Но чтобы не загружать это изображение, мы убрали гигантскую галактику, оставив только ее гравитационное поле. И хорошо видим, как спутник разрушается. С его периферии звезды уходят и вперед по движению спутника, и отстают от него. И в конце концов все его тело размазывается в виде такого сложного спирального узора, который постепенно тоже растает, и эти звезды станут общими для всей нашей галактики. Такой процесс характерен не только для нашей, не только для соседних, но и в далеких галактиках. Мы видим перед вами, пожалуйста, изумительную фотографию того, во что превратился один из спутников далекой галактики. От него остались только оболочки какие-то, которые, как луковичная кожура, обнимают тело гигантской галактики. В нашем большом звездном доме, в нашей местной системе галактик, два гиганта расположены далеко друг от друга. От Антромеды до нас все-таки 700 тысяч парсек, это 2,5 миллиона световых лет. Поэтому наши две галактики пока никак особенно не взаимодействуют друг с другом. Но есть такие же небольшие группы, где два гиганта рядом. Вот одна из них МСС-81 слева, МСС-82 справа. Это более компактная группа, там есть и небольшие члены. На первый взгляд наиболее крупный из них М-81 никаких особых никакого особого притяжения или искажения со стороны спутника не ощущает. Ее спутник, более мелкая галактика, тоже кажется какой-то странной небольшой спиральной системой, видимой с ребра. Но на самом деле это не так. Они активно взаимодействуют друг с другом. Вот перед нами фотография, где слева оптическое изображение этой пары, там же присутствуют и другие маленькие члены, а справа радиокартина. И в радио, в линии излучения водорода, мы уже видим, как все эти галактики обмениваются потоками вещества друг с другом. обычно маленькие здесь отбирают вещество, ну прежде всего водород межзвездный с периферии большой галактики и как бы питаются этим водородом, включают его в свое тело и что с ним происходит? Из него начинают рождаться звезды. Вот фотография Мессия 82, меньшего члена этой пары, где на оптическое изображение наложено инфракрасное и мы видим, как пылевые теплые потоки пыли из центра этой галактики уходят вверх и вниз, а для галактики это вверх и вверх, то есть в оба направления и постепенно покидают тело этой галактики. Почему они уходят? Да они нагреты и вот на этой картинке мы прекрасно видим нагреты горячим излучением молодых звезд. Здесь синтетический портрет содержит оптические инфракрасные и рентгеновские лучи и голубой цвет указывает нам на то, что горячий излучающий рентгеновский кванты газ тоже присутствует в этих потоках. Одно время эту галактику даже называли взрывающейся, думали, что там взорвалось ее ядро. На самом деле там просто в районе ядра активно формируются звезды, взрываются сверхновые, кстати, это уже было не раз замечено, и таким образом нагревают газ, который выплескивается за пределы галактики. Таких небольших групп много. Можно сказать, что большинство галактик живет не поодиночке, а в составе небольших групп. Перед нами хорошо известная астронома группа Квинтет-Стефана. Здесь голубоватая, более крупная система внизу слева случайно спроецировалась, она ближе к нам, а остальные четыре члена принадлежат Квинтету. И вот посмотрите, как они уже сильно взаимодействовали. Средняя пара практически слилась друг с другом, хотя крайние еще сохраняют индивидуальность. Таких сливающихся пар немало во Вселенной. И вообще двойственность для галактик, как и для звезд, это довольно рядовое явление. Конечно, сливаясь, галактики искажают форму друг друга своим притяжением, и мы уже не можем даже нормально классифицировать их. как бы назовете вот эти две почти слившихся системы, у которых приливный эффект выбросил хвосты в разные стороны. Любители астрономии называют эту пару мышки. Ну, профессиональные астрономы по каталогу именуют их НЖЦ 4676. Но взаимодействие это всегда очень интересно, это всегда какой-то процесс необычный для галактики. И слияние вообще говоря, увидеть невозможно. Вот этот процесс развивается миллиарды лет или по крайней мере сотни миллионов. Но смоделировать можно. И вот перед нами такая модель. В компьютере было смоделировано две звездных системы, причем содержащих не только звезды, точки, пролетающие одна мимо другой без взаимодействия, но и облака газа, которые, конечно, гораздо чаще сталкиваются и при столкновении в них рождаются новые звезды. газ уплотняется и звезды образуются. Посмотрите, к чему приводит такое взаимодействие. Из двух спиралей фактически получилась одна. И в процессе этого слияния мы видим интенсивное образование новых звезд. Потому что пока газ спокойно жил в одной из звездных систем, он, так сказать, все, что мог, превратил в звезды, а все, что не превратилось, спокойно существовало в виде газовых облаков. Но когда две системы сталкиваются и сталкиваются их облака и уплотняются, вот этот самый, казалось бы, уже ненужный отработанный газ вновь начинает формировать звезды в своих наиболее плотных частях. Такие небольшие группы, как правило, находятся на периферии гораздо более многочисленных скоплений галактик. И вот одно из них перед нами. И, кстати говоря, наша местная группа тоже является периферийным членом вот этой гораздо более плотной семьи галактик. Это семейство наблюдается на фоне созвездия Дева, по латыни Вирга. Мы его так и называем скопление Вирга. Оно находится не очень далеко от нас, поэтому мы различаем там достаточно четко многие звездные системы. И обратите внимание, впервые в нем мы встречаем гигантские эллиптические галактики. То, чего не было ни в местной группе, ни в соседних с нами небольших группах галактик. Здесь, кроме спиральных систем, есть огромные эллиптические тела. И, скорее всего, это результат слияния многих небольших галактик. Дело в том, что в скоплении взаимодействие всегда происходит намного активнее, они просто ближе расположены друг к другу. И постепенно наиболее крупная из систем начинает поедать своих соседей, толстеть при этом, терять структуру, терять какую-то явную форму. И вот этот конгломерат как раз становится центральной системой большого скопления галактик. Выходим в еще более обширный масштаб. Перед нами чуть правее центра скопления Вирга, а на его периферии и наша местная группа, и другие небольшие группы, и вся эта большая семья галактик называется сверхскоплением Вирга. Это в общем рядовое сверхскопление и таких мы знаем много. Причем у скоплений и сверхскоплений галактик есть своя классификация. Есть неправильные, вот перед нами одно из них, неправильное скопление галактик в Геркулесе. Здесь вы не найдете эллиптических гигантов, здесь в основном спиральные и неправильные галактики. А есть так называемые большие правильные скопления, содержащие тысячи звездных систем, и многие из них уже слились, поэтому в центре таких скоплений гиганты эллиптические. Вот скопление Кома, оно гораздо дальше от нас, чем Вирга, на расстоянии 100 миллионов парсеков или 300 миллионов световых лет с лишним, и это, конечно, грандиозное образование. За счет общей гравитации галактики летают там с колоссальной скоростью, тысяча, даже больше тысячи километров в секунду, и столкновение происходит довольно часто. Когда мы смотрим на скопления галактик, надо иметь в виду, что это очень массивные, очень протяженные массивные образования. И тут надо вспомнить про эффект, который силы тяжести оказывает на световые волны. Мы знаем, что свет, проходя мимо массивного тела, искривляется, искажает свое направление. Но впервые этот эффект, а его называют эффектом гравитационной линзы, поскольку, как и линза обычная, стеклянная, массивное тело искривляет путь света. Впервые мы наблюдали это во время солнечных затмений в начале 20 века, когда луч света от звезды отклонялся всего примерно на две угловых секунды. Но этот эффект был замечен, и астрономы стали искать его в других ситуациях и нашли. Если галактика или какая-то звезда далекая или галактика имеет сферическую форму, то находящийся за ней источник света, точно за ней, приобретает форму кольца. Световые лучи со всех сторон одинаково обходят эту гравитационную линзу, и мы видим так называемое кольцо Эйнштейна, то есть симметричное кольцо. Но если галактика имеет сложную форму, то кольцо распадается на отдельные пятна, и такие были найдены. Кстати, получили название Крестенштейна. Ну, а если это скопление галактик, то есть набор отдельных гравитирующих тел, то картина распадается на совершенно невообразимую кашу такую световую, но тем не менее польза от этой каши для астрономов всегда есть. Вот перед нами далекая галактика, за которой, точно за ее центром, оказался еще намного более далекий источник света, квазар, то есть активно излучающая галактика. И Крестенштейна мы видим вполне заметно. Причем гравитационная линза, как и обычная стеклянная, не только искажает пути света, но и усиливает яркость изображения. Это было и промоделировано, и даже найдено при наблюдениях. Конечно, когда скопление галактик такое вот сложное, и в нем гравитационное поле далеко не сферическое, изображение далекой, лежащей за ним галактики или там активную ядра галактики, квазара, сильно искажается, превращается вот в такое цветовое и световое месиво. Но яркость повышается, и благодаря этому эффекту гравитационного линзирования мы можем вообще заметить очень далекие объекты, лежащие просто на краю Вселенной. И астрономы очень благодарны этому эффекту, который позволяет, во-первых, найти далекие объекты, изучить их, а во-вторых, как бы почувствовать, пощупать гравитационное поле скопления галактик, то есть распределение в нем вещества. И этот эффект помог нам понять, что в скоплениях галактик не только светящиеся тела галактик содержат в себе вещество, но и некая темная материя, темное вещество, заполняет весь объем скопления. Физически мы пока еще в рамках физики не можем понять суть этого вещества, но чувствуем его присутствие и изучаем благодаря эффекту гравитационного линзирования. гуляя в горах, мы привыкли оценивать расстояние по наличию голубой дымки. Чем дальше гора, тем она голубее. И в этом смысле нам не очень повезло, наша атмосфера довольно плотная среда. А вот астрономам повезло, Вселенная прозрачна, и глядя на далекие галактики, мы с трудом можем оценить расстояние до них. Вообще расстояние это важнейшая проблема в астрономии. И уже много столетий астрономы ищут способы определить на каком же расстоянии от нас находится объект. Множество способов придуманы для этого. Один из них цепляется за другой, и таким образом мы построили лестницу или шкалу межзвездных и межгалактических расстояний. Сравнительно недавно эта шкала приобрела законченный вид. А еще в 20 веке в его начале астрономы не умели определять расстояние ни до границ нашей звездной системы, ни тем более до ближайших звездных систем. Первым надежно нашел способы для этого американский астроном Эдвин Хаббл. Он использовал обнаруженную в начале 20 века зависимость между светимостью и периодом пульсаций Цефеид. Недаром их называют маяками Вселенной. Они действительно помогли открыть Вселенную. Хаббл наблюдал ближайшую к нам крупную галактику туманности Андромеды и обнаружил, что она находится далеко за пределами нашей звездной системы. В это же время другой американский астроном Веста Слайфер получал спектры космических объектов. И одним из объектов стали, как тогда говорили, внегалактические туманности. Имелось в виду, что эти туманные пятна лежат вне полосы Млечного Пути, то есть вне полосы Галактики. Расстояние до них еще не было известно, но Веста Слайфер, работая на Ловиловской обсерватории, обнаружил, что большинство из этих объектов удаляется от нас, причем с огромными скоростями. Как он это сделал? Он использовал известный физический принцип, принцип Доплера. Если источник света приближается к наблюдателю, то длина волны сокращается. Если удаляется от наблюдателя, то наблюдатель видит то же самое излучение с большей длиной волны. Если мы получаем спектр далекой галактики, то, как правило, линии поглощения или линии излучения, то, что реально находится в спектре, смещены относительно их лабораторных, стационарных положений. Именно это смещение, которое астрономы называют красным смещением и не даром, потому что удаляющийся от нас объект всегда производит эффект смещения в длинноволновую, то есть в красную сторону спектра. И поскольку большинство вне галактических туманностей удалялось, то именно красное смещение обычно присутствовало в спектрах далеких объектах. Слайфер обнаружил, что лишь туманность Андромеды и еще некоторые приближаются и остальные галактики удаляются. И, собственно, таким образом было открыто расширение Вселенной. Важно было понять закономерность этого расширения, и ее понял Эдвин Хаббл. Он измерил расстояние до тех же самых объектов, красные смещения которых обнаружил Слайфер, и построил зависимость между красным смещением, а фактически скоростью удаления от нас и расстоянием. Оказалось, что это линейная, практически линейная зависимость. Вот перед вами график из реальной работы Эдвина Хаббла, даже с настоящими ошибками, которые допустил художник, отметьте, слева вертикальная ось, называется скорость велосити, а единицы измерения лишь километра, должны быть километры в секунду. Но мы оставили это так, чтобы вы увидели настоящий график, который впервые позволил обнаружить закономерность удаления от нас далеких галактик. Итак, расстояние пропорционально скорость, или скорость пропорционально расстояние. Конечно, не все галактики подчиняются этой закономерности. Ближайшие к нам не удаляются, а, как правило, даже приближаются, в общем, хаотически себя ведут, поскольку они связаны с нашей звездной системой гравитационными силами. И тут никакой закономерности искать не надо. Но уже при переходе к большим объемам пространства, к большим расстояниям до галактик, а сегодня мы можем измерять расстояние до галактик, удаленных от нас на миллиарды световых лет, линейная зависимость выполняется. Скорость пропорциональна расстоянию. Коэффициент пропорциональности с тех пор обозначают буквой H английской, поскольку фамилия Хаббл начинается с этой буквы. И, как правило, при аккуратном изображении этой закономерности пишут H, или астрономы чаще говорят H, 0. Значение этой константы постоянно уточняется, и сегодня мы считаем, что оно приблизительно равно 68 километрам в секунду при удалении на каждый мегапарсек. Но ошибка еще присутствует в измерениях, и, может быть, это значение будет уточняться. А почему 0? Да потому что эта константа на самом деле не такая, как привыкли физики. Например, закон Кулона, когда заряд электрона или заряд протона это мировая константа, закон Ньютона гравитационный, когда G это константы для всех уголков Вселенной во все времена, а вот значение константы Хаббла оно меняется со временем. И это очень важная характеристика эволюции нашей Вселенной. Глядя на далекий мир галактик, мы понимаем, что если в нашу эпоху он расширяется, значит, в прошлом он был меньшего объема. И приходим к мысли о том, что когда-то Вселенная была более компактной, более плотной. Вообще, возможно, все началось с какого-то невероятного момента расширения, с момента большого взрыва, как называют у астрономы. Но тут я должен сделать одно важное замечание. Вот такие иллюстрации, как вы видите перед собой, они иногда вводят в заблуждение. Надо сказать, не иногда, а довольно часто. Людям, далеким от астрономии, точнее говоря, космологии, которые изучают динамику Вселенной, кажется иногда, что взрыв, начало эволюции Вселенной был похож на взрыв какой-то гранаты, бомбы, когда в пустоте взорвался предмет и начали его части разлетаться в разные стороны. Нет, этого не было. Дело в том, что Вселенная однородна, и расширение происходит одинаково везде. Не было никакой точки, откуда оно началось, а в каждой точке пространства оно началось одинаково и одновременно. Ну вот, хорошей моделью считается надувной резиновый шарик, на котором поставлены метки, символизирующие галактики или скопления галактик. Надувая этот сферический объем, мы должны обратить внимание только на его поверхность. Это двумерная аналогия нашего трехмерного мира. Как видите, все галактики, наши точки на этом шаре, удаляются друг от друга совершенно равноправно. На какой бы из точек мы ни находились, мы обнаружим закон Хаббла в смысле удаления от нас. Чем дальше был в начале объект, тем быстрее он удаляется. Это хорошая аналогия, и надо иметь ее в виду, когда мы рассуждаем о нашем трехмерном мире. Разумеется, эффект Доплера это сложное физическое явление, и когда скорость объекта приближается к скорости света, выразить зависимость между красным смещением, то есть изменением длины волны принятого излучения, и скоростью, не так просто, как это в обычных школьных формулах делается. Уже нет прямой пропорциональности между смещением спектральной линии и скоростью объекта. В свои права вступает специальная теория относительности. Слева вы видите формулы, которые связывают скорость и красное смещение, обозначенные буквой Z, а слева график этой зависимости. Как видите, сначала он линейный, но при скоростях, приближающихся к скорости света, он приобретает нелинейное значение. И чем ближе скорость объекта к скорости света, тем больше красное смещение. Вообще говоря, оно может быть любым, оно устремляется к бесконечности. Итак, закон Хаббла позволяет нам, не измеряя расстояние до галактики, определить ее красное смещение. В некотором смысле заменить им линейное расстояние до объекта. Посмотрите, как выглядит мир галактик, когда мы не знаем расстояние до них. Это северное и южное полушария неба, на котором отмечено только положение галактик. Это обзор, сделанный в Ликской обсерватории, и тут мы видим совершенно невнятное месиво, в котором с большим трудом можно какую-то структуру узнать. Но, когда мы переходим к картам, где реальное расстояние до галактик измерено, структура становится значительно более понятной. Вот обзор, сделанный в Гарвардс-Меценианской обсерватории, и тут уже срез неба, на котором линейно вот от уголка, от основания этого угла, этого сектора, линейно показано расстояние до далеких галактик. Как видим, они концентрируются к таким сотообразным структурам или пенообразным структурам, где есть плотные стенки, заполненные галактиками, их скоплениями, особенно плотные скопления на пересечении стенок, а есть пустоты, где мы реально не видим крупных галактик. Мелкие иногда там попадаются, но вообще говоря, это на самом деле пустое пространство Вселенной. Такие обзоры, сделанные в северном и в южном направлении, ну, конечно, полоса Млечного Пути мешает нам по всему небу сделать такой обзор, потому что она непрозрачна, но, по крайней мере, в направлении севера и юга галактического эти обзоры удается сделать, Вселенная в этом смысле достаточно прозрачна. Особенно полезным оказался так называемый Слоановский цифровой обзор неба, Слоановский фонд, основанный миллионером Слоаном, создал телескоп специально, как говорят, заточенный для измерения расстояний до галактик. Он оказался очень эффективным и позволил сделать очень подробные обзоры. Вот перед нами Малый сектор, это то, что было сделано до Слоановского обзора, а вниз простирающийся более обширный сектор, это то, что добавил Слоановский обзор. Как видите, вот такие гигантские стены, плотно заполненные галактиками, и обширные пустоты между ними, они характерны для всех объемов Вселенной и в южном, и в северном направлении. Вот эта картинка нам показывает. И пенообразная или сотовая структура Вселенной оказалась реальным фактом, который астрономы нашли при наблюдениях. Как это понять? Вот перед нами гидродинамическая модель, которая показывает, как из небольших начальных флуктуаций плотности вещества под действием гравитации растет вот эта неоднородная сотообразная или пенообразная, мочалкообразная, как хотите, структура Вселенной. Срез этой модели действительно очень похож на те срезы пространства, в которых мы определяем расположение галактик. Есть еще несколько способов, которые позволяют нам структуру пространства почувствовать, несмотря на то, что, может быть, мы ярких галактик в этом направлении не видим. Например, наблюдая далекий квазар, то есть галактику с активным ядром, мы можем в ее спектре увидеть линии поглощения, имеющие разное и красное смещение. Мы понимаем, что этот свет далекого объекта проходит через разные облака, через формирующиеся галактики, через слабосветящиеся, но положение этих линий говорит нам об их наличии и об их расстоянии. Мы же видим красные смещения. Вот перед вами два спектра. Верхний относится к одному из ближайших к нам, к самому близкому квазару, и там линий поглощения почти нет. Справа, с голубого конца от линии излучения H-α, от линии излучения Лаймана-Альфа, простите. А нижний спектр относится к далекому квазару. И вот этот лес линий поглощения, его так и называют астрономы, Лаймана-Альфа-Лес, говорит о том, что эта линия от квазара до нас множество раз на разных красных смещениях появилась в спектре квазара и показывает нам наличие объектов там. Ну, собственно, еще одна иллюстрация, которая просто поясняет мою мысль. Свет проходит через несколько объектов, каждый из них движется со своей скоростью, и каждый оставляет одну и ту же линию при разных красных смещениях. Таким образом, наиболее плотные семейства галактик, скопления, сверхскопления, расположены на пересечении линейных или таких блинообразных плоских структур. Именно там мы видим самые богатые скопления галактик. Менее богатые расположены не в узлах, а в стенках или в линейных структурах, а между ними практическая пустота. И, глядя вдаль, в очень далекую даль, а может сегодня сделать это не каждый телескоп, вот перед нами фотография, полученная телескопом Хаббл, мы видим практически одни галактики. Вот на этом кадре лишь одна звезда, принадлежащая нашей галактики, мы ее по такой звездообразной структуре отмечаем, а все остальное мир галактик. И сегодня крупные телескопы видят на небе галактик больше, чем звезд. И их структуру распределения в пространстве надежно определяют. Конечно, я не успел рассказать вам многого об этом, поэтому советую книгу, которую мы с коллегами написали. Это свежая книга, и в ней значительно больше написано о галактиках, об их жизни, об их распределении в пространстве. Согласно астрономической традиции, мы с вами двигаемся от Земли вдаль и от нашей эпохи вглубь времен. На прошлой лекции мы узнали, что мир галактик расширяется, что галактики, а точнее их скопления взаимно удаляются друг от друга, и мы назвали это расширением Вселенной. Но не надо представлять себе как некий взрыв, который произошел в одной точке, в пустом пространстве и заставил галактике разлетаться в разные стороны. Такого не было. Вселенная однородна, и она расширяется во всех своих местах одинаково. И сегодня этот процесс описывают с помощью теории относительности Эйнштейна, то есть современной теории гравитации. Первым математиком, который нашел правильные решения для описания расширения мира галактик, был российский математик Александр Фридман. Он построил решения на основе общей теории относительности, которые вообще говоря и на основе ньютоновой механики тоже легко понять. Если сегодня мы наблюдаем разлет галактик в разных направлениях, то вообще говоря, в будущем может быть несколько вариантов их движения. Если их взаимное тяготение велико, то они затормозят этот разлет и начнут двигаться обратно, то есть падать друг на друга. Если же их гравитации недостаточно по сравнению с их большой скоростью взаимного удаления, то это удаление будет протекать вечно в разных режимах. Чем меньше их взаимное тяготение, тем меньше будет со временем заменяться скорость. Но она всегда в рамках этой теории должна замедляться. Ну, так же, как камень, брошенный вверх, обязательно будет замедлять свой полет. И либо упадет на Землю, либо отправится в космос, но обязательно с все меньшей и меньшей скоростью. А что было в прошлом? Если обернуть ось времени назад, то мы, очевидно, поймем, что галактики удаляются. Сегодня друг от друга должны были ближе находиться друг к другу в прошлом. Скорость удаления и взаимная гравитация в рамках общей теории относительности описываются геометрией пространства-времени. Можно некий аналог этой четырехмерной геометрии, то есть три пространственных и одно временное измерение, аналог в виде геометрических фигур предложить. Вот, скажем, кривизна поверхности некоторых фигур соответствует разным решениям, предложенным Фридманом. Если гравитация сильна, и она когда-нибудь остановит разлет галактик, то эта геометрия похожа на кривизну шара, то есть замкнутое пространство ограниченного объема, в котором луч света может, отправившись вдаль, в конце концов вернуться в точку своего старта. Если расширение происходит быстро и гравитация не способна его никогда остановить, то это соответствует такой седлообразной поверхности и называется открытой геометрией мира или открытым решением. И здесь мы видим ее аналог в виде такого гиперболической поверхности, грубо говоря, седлообразной поверхности. И, наконец, если гравитация и скорость расширения уравновешивают друг друга и постепенно скорость спадет до нуля, но никогда не станет равной нулю, она будет либо потихонечку приближаться к нулю и так на бесконечности галактики остановится, то это геометрия плоской вселенной, то есть эвклидова, знакомая нам по плоским чертежам на тетрадном листе. И, как показывают наблюдения, наш мир с очень высокой точностью соответствует именно этому расширению, именно этой геометрии пространства времени, когда гравитация и скорость движения галактик практически уравновешивают друг друга. Итак, сегодня галактики взаимно удаляются, а это значит, что в прошлом они были ближе друг к другу. В конце концов, это решение приводит нас к очень плотному начальному этапу жизни Вселенной, когда все вещество было упаковано в чрезвычайно малом объеме, а точнее говоря, имело очень высокую плотность. Об объеме можно говорить только в том смысле, если мы сегодня имеем некий объем, окинутый взглядом телескопа, вот тогда можно сказать, что этот объем наблюдаемой Вселенной раньше был очень мал, но рядом с ним были точно такие же, и каков был полный объем Вселенной, конечно, никто сказать не может, может быть даже бесконечным. Каково же было начало этой эволюции? Вообще говоря, может быть два варианта. Расширение можно создать путем взрыва, нагрев вещество, взрыв, мы знаем, что это такое, от высокой температуры начинает расширяться вещество, но можно и по-другому. Можно создать холодный вариант взрыва, то есть запустив галактики в разные стороны, ну или вещество, из которого потом родятся галактики, но не нагревая его при этом. Сначала астрофизики не могли найти адекватное решение для нашей Вселенной, холодное начало или горячее начало, но тем не менее и то и другое было похоже на взрыв. И вот человеком, который придумал современный термин, означающий начало эволюции Вселенной, по-английски Big Bang, по-русски большой взрыв, был замечательный английский астрофизик Фред Хойл. Кстати говоря, в этом году мы отмечаем столетие со дня его рождения. Так вот, он придумал этот термин в насмешку над теорией большого взрыва, потому что сам не разделял эту теорию и считал, что Вселенная вечная, бесконечная и расширение ее вещества компенсируется постоянно рождением дополнительного вещества, другого, которое поддерживает среднюю плотность Вселенной неизменной. Фред Хойл до конца своей карьеры научной придерживался этой точки зрения, но большинство астрономов сегодня, можно сказать, уже все не разделяют эту теорию и вот что послужило причиной. В 1964 году, в начале 1965 года, радиоастрономы в Соединенных Штатах обнаружили такой очень фундаментальный эффект. Со всех сторон, со всех, как говорят физики, четырех пи, со всего неба, на Землю приходит слабое радиоизлучение. Но тот факт, что оно имеет тепловую природу, говорит нам, а вот перед вами кривая, описывающая распределение радиояркости по частоте или по длине волны, и она в точности соответствует планковской, то есть черно-тельной кривой излучения, она говорит о том, что мы находимся в каком-то гигантском термостате, что вокруг нас, со всех сторон, на всем небе есть поверхность, нагретая до этой температуры. Температура очень маленькая по земным меркам, около 3 кельвинов, то есть минус 270 по Цельсию. Но какая же поверхность излучает это тепловое радиоизлучение? Мы привыкли к тому, что такая поверхность, физики ее называют абсолютно черным телом, должна быть где-то рядом с нами. Например, солнце, солнечный диск излучает свет, он нагрет почти до 6000 кельвинов. А где же та поверхность, с которой приходит тепловое радиоизлучение? Очевидно, она далеко. Когда астрономы смотрят вдаль пространства, они смотрят одновременно и вдаль времени, в прошлое. Ну, перед вами несколько рисунков, сделанных известным, можно сказать, сегодня знаменитым астрофизиком, космологом Андреем Линде. И вот так он показал наблюдателя, который смотрит на звезды и знает, что их излучение приходит с запаздыванием сотни лет. Когда мы смотрим на далекие галактики, знаем, что их излучение запаздывает, то есть путь этого света до нас длится миллионы лет. А откуда же приходит радиоизлучение, охватывающее весь небосвод? Оно приходит с некоторой поверхности, удаленной от нас настолько, что общее расширение Вселенной заставляет ее двигаться почти со скоростью света, но очень близкой к скорости света. И поэтому красное смещение, то есть удлинение волны настолько велико, что эта сияющая поверхность посылает излучение, доходящее до нас в очень длинноволновом радиодиапазоне. Это плазменная стена, ограничивающая для нас объем наблюдаемой Вселенной. В прошлом вся Вселенная была горячая, заполненная плазмой, сегодня она удалилась от нас и в пространстве и во времени на миллиарды световых лет, и мы видим это испущенное ей световое излучение, как радиоволну, поскольку длина волны в тысячу раз примерно возросла. А можем ли мы проникнуть за эту плазменную стену? Сегодня нет. никаких носителей информации, которые могли бы пройти сквозь плотную горячую плазму, мы не умеем регистрировать. Но вообще говоря, такие носители есть. Это гравитационные волны, нейтрино, может быть, другие частицы космические, пока еще не открытые, но предсказанные физиками, теоретиками. Если бы мы проникли сквозь эту стену, то что бы мы увидели? Мы бы увидели еще более близкие к началу жизни нашей Вселенной моменты времени. И сегодня физики-теоретики считают, что самый нулевой, самый первый момент рождения Вселенной представлял из себя удивительный процесс. Его назвали инфляцией, по аналогии с денежной инфляцией, с раздуванием финансовым. Но в данном случае речь идет о раздувании Вселенной. Какая именно субстанция, какой именно эффект заставил Вселенную в первое мгновение ее рождения стремительно расшириться, мы пока не знаем. Можно называть ее темной энергией, можно называть инфлатоном, как говорят в физике. Дело не в этом. Но то, что стремительное расширение Вселенной происходило, мы знаем точно. И оно заставило Вселенную настолько сильно расшириться, что ее геометрия приобрела плоский характер. Вот смотрите, аналогия. Когда мы надуваем маленький шарик, ползущий по нему муравей, сначала чувствует кривизну поверхности. Но если надуть шарик очень сильно, то муравью покажется, что он на плоскости. А что происходило дальше? После стремительного расширения длилось оно миллиардные от миллиардных от миллиардных долей секунды. Тем не менее, Вселенная расширилась очень сильно со сверх световой скорости. Затем температура, да, затем это самое поле, которое заставило ее расшириться, энергию в нормальное вещество. Мы знаем, Е равно МС квадрат. Энергия поля может рождать частицы. И во Вселенной родилась очень плотная субстанция из элементарных частиц. По мере остывания они превратились в протоны и нейтроны, знакомые нам частицы. Протоны вечны, практически вечно, а нейтрон это частица, которая распадается. Но она живет несколько минут. И за эти несколько минут произошло несколько важных термоядерных реакций, которые превратили вещество в более сложное, чем оно родилось. Не просто протоны и нейтроны, а ядра дейтерия, ядра легкого гелия, гелия-3, трития, ну тритий живет недолго, он тоже распался, и, наконец, ядра гелия. И вот эти первые несколько минут, когда Вселенная была горячая и очень плотная, по сути напоминала вся Вселенная недра звезд, где протекают только благодаря наличию нейтронов, они очень быстро в данном случае протекли, и где-то через 3-4 минуты Вселенная настолько охладилась и расширилась, что реакции закончились, и химический состав Вселенной стабилизировался. На примерно две, ну на три четверти по массе она состояла из протонов, ну то есть из ядер водорода, на четверть из ядер гелия и немножко других элементов, дейтерий, гелий-3, литий, берилли, их почти не было. Но плазма все еще оставалась горячей. А что было дальше? Дальше долго ничего не происходило. Горячая плотная плазма не пропускает сквозь себя электромагнитные волны. Кванты запутывались в этом непрозрачном веществе, и вместе с расширением вещества расширялось электромагнитное поле. Но наступил момент, примерно 380 лет от начала жизни Вселенной, когда температура упала примерно до 3000 кельвинов. В этот момент водород стал нейтральным. То есть электроны сели на ядра и вместо плазмы получилась нейтральная среда, нейтральный газ, который уже не так интенсивно взаимодействует с излучением. газ стал прозрачным, и кванты свободно полетели сквозь Вселенную. Они летят уже 13 с лишним миллиардов лет, и долетая до нас, показывают нам тот самый момент, ту самую стену плазмы, тот момент, когда она стала достаточно холодным, нейтральным газом. И вокруг нас на расстоянии 13 примерно с половиной миллиардов лет находится эта плазменная стена, расширяющаяся почти со скоростью света. Красное смещение равно тысяче с лишним. На самом деле, не так просто происходило это явление рекомбинации, то есть перехода газа из плазмы в нейтральный. Сначала гелий стал нейтральным, но гелий малую роль играет в пространстве, а в конце концов и водород, как более легко ионизуемый газ, стал нейтральным, и в этот момент Вселенная стала прозрачной. Сегодня мы смотрим сквозь время и пространство туда, где стоит в начале времен эта самая плазменная стена, и попытаемся теоретически понять, а что было за ней, как происходила инфляция, как происходили термоядерные реакции, и в общем, похоже, что теория дает правильный ответ на все наши вопросы. По крайней мере, то, как Вселенная выглядит сегодня, соответствует расчетам теоретиков. Перед нами полная карта неба, и цветом на ней показана температура реликтового излучения. На верхней левой карте мы видим самое грубое приближение, и нам кажется, что со всех сторон на небе приходит одинаковое реликтовое излучение с температурой примерно 2,73 кельвина. Но если приглядеться к тонким различиям на уровне тысячных долей кельвина, мы заметим, что одна полусфера неба теплее другой. Это показано на нижней левой карте. Эффект понятный, это эффект Доплера. Наша Солнечная система вместе с галактикой, вместе с местным скоплением галактик, несется в пространстве со скоростью примерно 600 км в секунду в определенном направлении, и поэтому приходящее с этого направления реликтовое излучение немножко теплее, чем то, которое нас догоняет. Наконец, на уровне стотысячных долей кельвина мы видим гораздо более интересную уже картину, несущую физическую информацию. Это показано на правой карте. Тут уже по экватору ясно выделяется плоскость Млечного пути, и пятна голубые, желтые, красные показывают нам слабые вариации температуры реликтового излучения на уровне стотысячных долей кельвина. Вообще говоря, это очень сложные эксперименты измерить температуру с такой точностью по всей небесной сфере. С поверхности Земли они практически не реализуются, поэтому уже много лет в космос запускаются специальные аппараты, созданные для измерения реликтового излучения, его температуры в разных частях неба. Первые аппараты, как вы видите, обладали не очень высокой разрешающей способностью, но каждый следующий спутник был все более тонким, все более чувствительным, и карты, которые получены спутниками WMAP и самым последним спутником PLANK, они уже с высокой точностью измеряют практически в каждом направлении на небе температуру, и их карты реликтового излучения стали очень детальными. И смотрите, на них масса информации, оказывается, это излучение было вовсе не одинаковым, а были слабые колебания в температуре. О чем это говорит? Это объясняет нам, почему сегодня мир неоднороден. Если бы в самом начале жизни Вселенной она была совершенно однородно заполнена плазмой, то и сегодня эта расширившаяся, разреженная плазма по-прежнему была бы однородной. Не было бы ни галактик, ни звезд, ни планет, ни нас с вами. И тот факт, что мы существуем, говорит о том, что в самом начале жизни Вселенная была чуть-чуть неоднородна, и эти малые неоднородности затем выросли под действием гравитации, взаимного притяжения частиц друг к другу. Примерно так мы сегодня представляем себе этот процесс. Если бы пространство было заполнено только привычным нам обычным веществом, протоны, электроны, нейтроны, атомы, таблицы Менделеева, мы его называем обычным веществом, физики говорят барионное вещество, то его было бы недостаточно для того, чтобы те малые отклонения плотности, которые мы наблюдаем в виде температурных отклонений реликтового излучения, сегодня выросли до галактик, до звезд, до планет. Но гравитация значительно была усилена потому, что кроме обычного вещества в пространстве есть еще и темное вещество, темная материя, как иногда говорят. Ее больше, чем обычного вещества, ее гравитация сильнее, и это вещество не настолько упругое, как обычная наша плазма. Ну, плазмой она была до рождения галактик. И когда неоднородности плотности в темном веществе выросли значительно, в эти гравитационные ямы, потенциальные ямы, стало собираться и обычное вещество. Из него родились галактики, скопления галактик, звезды, ну, то есть весь тот мир, который мы сегодня знаем. Конечно, он прошел большой эволюционный путь. Сначала, а начало мы сегодня видим, например, телескоп Хаббл, а этот снимок показывает нам один из лучших, самых глубоких снимков пространства, сделанных космическим телескопом, видит в прошлом не такие галактики, как сегодня. В прошлом они были меньше, они были более голубыми, потому что там интенсивно рождались звезды высокой температуры, и постепенно из этих небольших первичных галактик собирались те гигантские системы, в одной из которых мы сегодня живем. Так что эволюционная картина рождения эволюции галактики представляется сегодня приблизительно такой. Сначала было много мелких, богатых газом, молодыми звездами, таких облаков или маленьких галактик, назовите их, как вам больше нравится. Затем сталкиваясь, объединяясь под действием гравитации, они росли, 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 постепенно уплощались, потому что общее вращение заставляло газ сжиматься вдоль оси вращения и оставаться расширенным в плоскости, и таким образом дискообразные галактики формировались, подобные нашей. И в конце концов этот процесс привел к их рождению, но он не закончился, он и сегодня продолжается. Вот перед нами одна из недалеких галактик, и мы видим, просто видим в оптическом диапазоне вот такие петли световые вокруг нее, это разрушившиеся спутники, еще не до конца расплывшиеся в пространстве, оставляют свои следы. То есть мы видим реально, как крупные галактики продолжают поглощать более мелких, становятся более крупными, естественно, мелкие пропадают. Иногда сталкиваются галактики примерно одинаковые массы. Вот перед нами один из вариантов такого процесса. На эллиптическую галактику налетела, видимо, плоская, дискообразная система, богатая газом, и получилась такая галактика, как говорят, с полярным кольцом, то есть по малой оси эллиптической галактики размазалась за счет приливного эффекта бывшая спиральная галактика. Они поглотят друг друга, кто из них главнее непонятно, они просто сольются в единый конгломерат, и получится более крупная система. Вообще говоря, эволюционный путь галактик очень интересен. Вот тут условно в виде рисунков показана эволюция крупной эллиптической системы. Начиналась она с небольших, слепающихся друг с другом систем, и в некоторый момент ядерная часть этой огромной уже выросшей гигантской системы по-видимому превратилась в большую черную дыру. Детали этого процесса непонятны. Мы знаем, как маленькие черные дыры рождаются по мере эволюции звезд в их центральных областях, но как рождаются те гигантские черные дыры, которые сегодня во множестве обнаружены в центрах больших галактик, пока не ясно. Ведь масса этих сверхмассивных, как их называют, черных дыр, миллиарды, ну, в малом случае миллионы, как в нашей, например, звездной системе, 4 миллиона масс Солнца, но в больших галактиках мы видим черные дыры с массой в миллиарды, даже в десятки миллиардов масс Солнца. Как такие черные дыры сформировались, мы не понимаем, но как они проявляют себя, мы видим даже в далеком прошлом. Поглощая вещество, которое вокруг них оказывается, звезды, газовые облака, эти гигантские черные дыры окружают себя аккреционными дисками. Вещество диска постепенно стягивается и пропадает в черной дыре, но пока оно к ней приближается, оно разогревается до огромной температуры, вдоль оси вращения диска, как правило, формируется джет, то есть реактивная струя, бьющая обычно в обе стороны, два диаметрально противоположных джета. Пока я вам показывал рисунки, а вот реальная фотография, это ядро одной из ближайших к нам гигантских эллиптических галактик, МС-87. Ядро вы видите наверху слева, а из него вниз, вправо, бьет реактивная струя, вот этот самый джет, который сформировался в аккреционном диске. Наверняка есть такой же бьющий в противоположную сторону, ослабляется за счет эффекта Доплера, его яркость, мы его с трудом замечаем, а этот, идущий в нашу сторону, виден очень хорошо. Не только в эллиптических, но и в спиральных галактиках тоже происходит такой процесс. Вот перед нами одна из спиральных, дискообразных, не уверена, что там есть спиральный, но видим, что это диск, повернутый к нам ребром. И красные облака, которые в верхнем, левом и правом, нижнем углу нарисованы, это радиоизображение, в оптике их не видно, но в радиодиапазоне мы видим, как говорят радиоастрономы, два радиоуха, то есть области, заполненные горячей плазмой. Откуда они? Совершенно очевидно. Посмотрите на правую часть этого рисунка, это не рисунок, это фотография реальная, но там просто совмещены и оптическое, и радиоизображение. Так вот, на правой половине этой картинки мы видим, как из ядра, такой красноватый вниз налево выходит джет, прямо из ядра этой галактики очевидно, что там гигантская массивная черная дыра, и именно аккреционный диск вокруг нее формирует вот эти вот плазменные потоки, которые в оптике немножко проявляют себя, особенно сильно в радиоизлучении, потому что горячая плазма, магнитное поле рождают синхротронное излучение. Ну а наша галактика в этом смысле какова? Долгое время мы считали, что наша галактика не такая активная. Вот активные галактики, их иногда называют квазарами, кваззвездными радиоисточниками, они видны в прошлом. Сегодня уже гигантские черные дыры стали такими большими, что они просто проглатывают налетающие на них звезды, и не разрушая их, не формируют около аккреционные диски вокруг себя. Но оказывается, что и в нашей эпохе, и в нашей галактике такой же процесс, видимо, еще недавно тоже происходил. Вот это карта звездного неба в гамма-диапазоне. Тут видна плоскость нашего Млечного Пути, и перпендикулярно к этой плоскости две области, вытянутые от центра вверх и вниз к северу и к югу галактических координат, они заполнены каким-то очень горячим газом, излучающим гаммы кванта. Это очень горячий газ. Откуда он взялся? Интерпретация этих наблюдений такова. В прошлом активность нашей черной дыры была гораздо выше. Сегодня она ведет себя тихо, вероятно, нет топлива, которое помогало бы ей развить активность. Но в прошлом она была активна и надула на север и на юг от галактической плоскости два вот этих гигантских плазменных пузыря, которые сегодня, их остатки мы еще видим в гаммодиапазоне. И когда будет следующий этап активности нашей черной дыры, мы не знаем. Но он обязательно будет. Обычно говорят, что астрономия — это археология Вселенной. Это действительно так. Мы смотрим в прошлое. Даже Солнце мы видим с запаздыванием на 8 минут, звезды на сотни лет, галактики на миллионы лет и так далее. Но сегодня, а сейчас последняя лекция нашего цикла, мы поговорим о будущем. О будущем нашей планеты, о будущем нашей галактики, но и Вселенной в целом. Будущее планеты. Вообще говоря, есть процессы, которые можно лишь теоретически ожидать, но мы не можем предсказать точное место этих событий. А можно действительно рассчитать очень точную эволюцию некоторых небесных тел. Мы начнем с таких сложно прогнозируемых вещей, как поведение нашей звезды. Перед нами Земля и Солнце в одном масштабе. Но это не там, где Земля в верхнем левом углу. Там она увеличена в 10 раз. А вот внизу, где сходятся две белых линии, это реальный размер нашей планеты, если бы она находилась рядом с Солнцем. Мы понимаем, насколько велико несоответствие масштабов и насколько легко нашему Солнцу повлиять на жизнь, да и вообще не только на жизнь, на существование нашей планеты. Поэтому от Солнца можно ожидать чего угодно, хотя астрономы думают, что Солнце будет вести себя спокойно, по крайней мере, в ближайшие тысячелетия. Еще один сложно прогнозируемый процесс астрономический падения на Землю крупных фрагментов космических, астероидов, ядер, комет. Мы знаем, что они падали в прошлом. Мы знаем, что это было и 250 миллионов лет назад, и 65 миллионов лет назад, и каким-то образом повлияло на жизнь биосферы, иногда очень сильно. Но когда это будет в следующий раз, мы точно сказать не можем, а лишь приблизительно указать масштабы времени, когда это могло бы произойти. Ну, в ближайшие несколько миллионов лет, скорее всего, крупный астероид на Землю упадет. Чем это закончится для цивилизации, сказать трудно. Мы сегодня стараемся как-то предвидеть, как-то руководить этим процессом. Пока еще этого не получается, но я надеюсь, что за ближайшие сотни лет мы научимся, если не уводить от Земли такие крупные объекты, то хотя бы прогнозировать их падение на Землю. Вообще говоря, это не всегда для Земли было отрицательным фактором. Например, когда родилась наша Луна, это, вероятнее всего, произошло после удара по Земле небольшой планеты масштаба Марса. И сегодня мы очень рады, особенно любители астрономии, рады тому, что рядом с Землей есть Луна. Вообще, она очень полезным телом оказалась и, может быть, отчасти стимулировала эволюцию жизни на Земле. По крайней мере, выход морских существ на земную поверхность, потому что приливы обеспечивало. Может быть, и более важные события были связаны с падением на Землю крупных астероидов. Например, рождение материков, дробление коры земной на отдельные блоки. И сегодня еще мы живем на этих блоках, плавающих по жидкой мантии нашей планеты. Так что в прошлом это могло быть благом, но в будущем такие мощные удары по Земле, конечно, вряд ли окажутся благом для нашей цивилизации. Лучше обойтись без них и каким-то образом их избежать. Еще одно сложно прогнозируемое явление это взрывы звезд рядом с нами. Солнце, скорее всего, не взорвется, в этом мы практически уверены. Но есть другие звезды, более массивные. Вспышки сверхновых, то есть взрывы массивных звезд, вообще говоря, небезопасны для биосферы. Это мощный поток ультрафиолета, рентгена. Хорошо, если это происходит вдалеке. Вот как на этом слайде мы видим тысячи лет назад наблюдавшуюся вспышку сверхновой звезды, то есть взрыв в созвездии Тельца. Сегодня это карбовидная туманность нам тем более ничем не угрожает. Да и в прошлом поток излучения был невелик от этой вспышки. Вот, скажем, есть и более близкие кандидаты на взрыв. Это перед нами созвездие Орион и в его левом плече известная звезда Бетельгейзе, красный сверхгигант. Так вот, она накануне взрыва сверхновой. Ну, по астрономическим масштабам это происходит, произойдет завтра, то есть в ближайшие, может быть, миллион лет. Для звезд это очень короткий этап. Но, вообще говоря, может произойти и через тысячу лет. Никто не гарантирует, что это будет именно через миллион. Так что, надо приглядывать за такими массивными звездами, уже заканчивающими свою эволюцию, потому что взрыв рядом с Солнечной системой это серьезное испытание для нашей атмосферы, для биосферы, это удар по озоновому слою. И, в общем, надо предвидеть такие вещи, астрономы учатся это делать. еще более мощные вспышки, взрывы, тоже происходят в космосе. Вот перед нами наблюдавшийся практически на краю Вселенной один из таких взрывов. Астрономы регистрируют его как мощный импульс гамма-излучения, приходящий на Землю, гамма-всплески или гамма-вспышки. И сегодня мы думаем, что это окончание жизни очень массивной, быстро вращающейся звезды, которая в процессе коллапса окружает себя таким диском сплющенно, ну, внутренности звезды сплющиваются в быстро вращающийся диск аккреционный, и он формирует два мощных джета, два мощных импульса электромагнитного излучения. Если случайно он окажется направленным на Землю, а мы получаем такие импульсы, просто пока издалека, но если это произойдет в пределах галактики, и такой луч чиркнет по нашей Земле, то это будет большая беда для биосферы. К счастью, это происходит очень редко. Даже в одной такой галактике одна такая вспышка раз в тысячи и тысячи лет может произойти. Вероятность того, что луч окажется направленным на Землю, крайне мала, мала, просто мизерна, но не исключена. А теперь перейдем к событиям, которые можно надежно прогнозировать. Эволюцию Солнца мы представляем себе довольно хорошо и прошлое, и будущее нашей звезды. Энерговыделение Солнца повышается, мощность свечения Солнца, то есть светимость Солнца возрастает. И мы видим, что зона жизни, то есть зона оптимальной температуры на поверхности планеты, понемногу отодвигается от Солнца. Раньше она была ближе, сегодня отодвигается и уже достигла Марса практически. На Земле становится теплее и в конце концов станет очень тепло. Через несколько миллиардов лет Солнце начнет стремительно изменяться и нам придется принимать какое-то решение. Сегодня Солнце нагревает Землю более или менее, во всяком случае, в некоторых областях оптимально, может быть, не везде, в некоторых жарко, в некоторых холодно, но в средних широтах хорошо пока, но по мере возрастания энергомощности Солнца Земля начнет высыхать. Она и сегодня высыхает, но не очень интенсивно. Несколько килограмм газа в секунду уходят из Земли в космос. Но посмотрите, как Земля выглядела в прошлом. Это была практически планета океан. Сегодня океанов уже, они еще сохранились, но их не так много, а через несколько миллиардов лет их просто не будет. И атмосфера, и водная оболочка Земли уйдут в космическое пространство. Солнце начнет превращаться в красный гигант. Земля нагреется и станет совершенно неприспособлена для жизни. Для тех, кто по прошлым лекциям помнит, как эволюционируют звезды, я показываю такой научный, правильный расчет от диаграммы Гершпанга-Рассела. И здесь траектория поведения нашей звезды в будущем. Звезда начнет немножко остывать на поверхности, но поскольку поверхность раздуется, расширится, то общее энерговыделение станет очень сильным и Солнце превратится в красный гигант. Можете остановить эту лекцию и внимательно рассмотреть таблицу. Здесь результат аккуратного расчета жизни нашей звезды от ее рождения до практически до смерти, до сброса внешних частей оболочки Солнца. И вы видите, как увеличивается радиус Солнца, он становится сотни раз больше современного, как потихонечку меняется температура поверхности и как растет светимость Солнца. Каково будущее Земли при этом? Вот еще один результат точного расчета, сделанного в последние годы. Размер Солнца растет, орбита Земли тоже понемножечку расширяется, поскольку Солнце теряет массу и Земля в ослабленной гравитации немножко удаляется от него. Но Солнце догоняет Землю и в конце концов поглощает ее. Солнечная атмосфера расширится до орбиты Земли, и наша планета нырнет в недра Солнца и перестанет существовать. Вот так мы, не мы, а наши потомки, если останутся на поверхности Земли, увидят гигантское светило, которое постепенно поглощает нашу планету. Куда нам переселиться? Где запасная планета в Солнечной системе? Ну, поначалу это будет, конечно, Марс. Сегодня Марс холодный, но в те времена, через несколько миллиардов лет, станет достаточно теплым и пригодным для жизни. А дальше? Дальше и на Марсе станет горячо, и нам придется искать убежище подальше от Солнца. Конечно, это спутники планет-гигантов. У Юпитера, у Сатурна есть несколько крупных спутников размером с нашей Луну, даже чуть побольше, и главное, на некоторых из них есть водяной лед. Сегодня он лед, но в те далекие эпохи будущего он станет обычной жидкой водой. Это будут небольшие планеты, покрытые водной оболочкой, а для нас вода это жизнь. Вот Европа спутник Юпитера и Энцелад спутник Сатурна сегодня нам кажутся весьма привлекательными, как запасные планеты на тот самый период. А когда Солнце превратится, так сказать, достигнет своего апогея в виде красного гиганта, то и здесь станет слишком жарко, и куда нам переселяться, а место уже найдено. Это Плутон, а точнее говоря, двойная планета Плутон и Харон. Сегодня это мир замерзших газов, но в ту эпоху, когда мощность излучения Солнца возрастет в тысячу раз, Плутон станет пригодным для жизни. Вот последняя запасная площадка, на которую мы рассчитываем. Но Плутон, это, конечно, хорошо, хотя он и маленький, но что делать потом, когда Солнце сбросит свою оболочку, и его ядрышко начнет быстро остывать, превратиться в белый карлик, тепла никакого мы от него не получим, Плутон замерзнет, и спутники планет-гигантов замерзнут, и даже Марс замерзнет, и нам придется переселяться уже в другие планетные системы. Может быть, мы найдем их на просторах нашей галактики. А каково будущее самой галактики? Об этом мы уже говорили. Через несколько миллиардов лет к нам приблизится туманность Андромеда, наша соседка, более крупная галактика, и наши две звездных системы сольются. Ничего катастрофического при этом не произойдет. Конечно, внешность и галактики, и туманности Андромеда сильно изменится, но в конце концов нам это безразлично, планетные системы останутся в целости и сохранности, и наша цивилизация может продолжить свое развитие. А Вселенная в целом, каково ее будущее? Это открылось буквально за последние два десятилетия. Раньше мы думали, что расширение Вселенной постепенно замедляется, и действительно это было так на первых этапах ее эволюции. Но начиная с некоторого момента, Вселенная начала расширяться с ускорением. Галактики наращивают свою скорость удаления друг от друга. Это выяснилось, когда астрономы научились измерять большие расстояния. В этом им помогло наблюдение далеких взрывов сверхновых звезд. Вот на этих двух картинках видно, стрелочкой показано появление одной из сверхновых очень далекой галактики. Продолжив диаграмму Хаббла на большие расстояния астрономы увидели, что Вселенная расширяется с ускорением. Вот здесь вы видите верхняя кривая как раз проходит по наблюдаемым точкам и говорит нам о том, что Вселенная лишь на четверть примерно заполнена обычным веществом, создающим взаимное тяготение, гравитацию, и на три четверти примерно заполнена каким-то неведомым, какой-то субстанцией, а может быть это свойство самого вакуума, а свойство называемое антигравитацией, взаимное отталкивание объектов, галактика, скопление галактик происходит. Таким образом, теоретические кривые, которые когда-то построил Фридман, сегодня пришлось дополнить новой кривой, проходящей выше них, и там по-английски написано ускорение, начиная с некоторого момента, расширение Вселенной ускоряется. К чему это приведет, мы пока не знаем, но точно понимаем, что нужно разобраться в этом физическом процессе. Вот как мы сегодня представляем себе разные субстанции, их вклад в энергию и массу нашего мира. Планеты почти ничего не вкладывают, то вещество, к которому мы привыкли, его очень мало. Реликтовые нейтрино около 1% примерно вкладывают, звезды тоже около 1%. Разреженный газ, заполняющий скопление галактик, это уже заметная субстанция, 4% по средней плотности, но остальные 96% это пока неведомые нам вещи. 27% энергии и массы плотности массы Вселенной это темное вещество, и 68% это та самая неведомая антигравитирующая субстанция, ну пока ей еще нет названия, условно мы говорим темная энергия. Вот так происходило расширение Вселенной. Сначала темная материя препятствовала быстрому расширению, замедляла его, но с некоторого момента темная энергия победила, и теперь расширение происходит с ускорением. Чем это кончится, мы пока не знаем. Нужно изучить физические свойства этих двух важнейших составляющих нашего мира. Будем этим заниматься. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...